В мир у нас учит лишь уму, памяти, знаниям и логике. А при познании Истины необходимо освоение возвышенной ступени самосовершенствования, осознанности и понимания тех глубинных чувств, которые исходят от Души. Ведь духовный опыт находится вне пределов ума. Из книги «АЛЛАТРА» Здравствуйте, дорогие друзья! На протяжении жизни менялись условия жизни общества, цивилизации. Но неизменным остаётся одно — сам человек, его внутренняя двойственность и вопрос истинного смысла его пребывания здесь. Этим смыслом жизни во все времена являлось и остаётся духовное освобождение, которое достигалось через практический опыт познания себя, своей истинной сути, а также путём самосовершенствования человека в различных духовных практиках. Тема нашей сегодняшней передачи — сознание и Личность от заведомо мёртвого к вечно Живому. «АЛЛАТРА» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Игорь Михайлович, после просмотра цикла передач «Истина на всех одна» с Вашим непосредственным участием, люди из разных стран мира прислали удивительные отзывы. Эти отклики разнообразны, но что важно, что многие из людей, просмотревших особенно предыдущую передачу, впервые в жизни прочувствовали Ваши безмолвия духовно наполненные на совершенно новом для себя уровне духовного восприятия. Многие из них прочувствовали, что такое глубинные чувства, то безграничное духовное, часть которого есть в них самих. Это та неотъемлемая часть, которая должна доминировать у всех людей. Это естественное состояние для нормальных людей. И вот они открыли это в себе, это глубинное понимание сути без слов, которое разительно отличается от привычного мышления и работы сознания. Иначе не всё потеряно. Причём многие радостно, что отметили тот момент, что самый главный диалог действительно происходил не словами, а на уровне глубинных чувств. И после разговора сравнивали то, что происходило с неким открытием источника или с океаном безмерной радости. И вот что интересно, мне часто многие задавали вопрос о едином языке или как проязык. Но нас поняли на прошлой передаче люди, которые абсолютно незнакомы с тем языком, на котором мы говорили. Я имею в виду вербально. Такой момент интересный, то что люди после просмотра передачи прониклись глубоким смыслом своей религии, её основ, важностью тех духовных знаний, которые передавались через её пророков, и нашли для себя тот начальный опорный шаг в духовном, с которого и начинается понимание основ их религии и верований. По этому поводу хотелось бы зачитать несколько письм. Бесмиляхи рахмани рахим. Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. Джазак мулаху хайран. Да наградит вас Аллах благом. Тема очень актуальная на сегодняшний день. Передача оказала очень сильное воздействие. В ней есть глубокий смысл для понимания моей религии, моего пути. Передан он через плод честности. В одном из хадисов пророк «Мир ему и благословение Аллаха» сообщается со слов Аль-Хасана Ибн-Али, что посланник Аллаха, «Мир ему и благословение Аллаха» сказал, «Оставь то, в чём ты сомневаешься, в пользу того, в чём нет сомнений. Воистину правдивость — это спокойствие, и воистину ложь — это сомнение». Барак Аллаху фитминь. Да благословит вас Аллах. И вот второе письмо, которое пришло совершенно из другого конца земли. Я христианка, читала Библию и всё пыталась представить, где же находится это невидимое Божье небо. Это реальность духовная, а не материальная. Как туда попасть? С чего начинается первое намерение, первый шаг истинного пути святых отцов? Мои понимания от ума были расплывчатыми и неопределёнными. И только сегодня, благодаря этой необыкновенной передаче, я без слов поняла всю глубину и простоту чувства Божьей благодати. Вот уж воистину, как в Библии сказано, не видел того глаз, не слышала уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. Сейчас, слушая в Церкви проповедь, читая Библию, стала понимать всю глубину и истинность учения Христа, которое Церковь вручила нам. Я поняла, что такое Царствие Божье внутри вас есть. Я поняла слова Иисуса Христа, когда Он ответил, «Царство моё не от мира сего». Игорь Михайлович, вот эти и другие письма высветили ключевой момент, с чего в идеале должно начинаться практическое понимание Знаний любого духовного пути, приводящего к Богу, с практического соприкосновения со своими глубинными чувствами. Сегодня очень многие шаблонны и безучастны относятся к своим религиям, просто как к традиции. Нет в обществе понимания человеком себя, важности жизни, духовным миром. В лучшем случае люди пытаются изучить свою религию, но на основе представлений своего сознания. Вот здесь есть маленькое «но». Изучение религии — это одно, а пути к Богу — это другое. Все религии хорошие, мы уже об этом говорили и не раз. Нет плохих религий, и все они ведут к Богу. Но вопрос в том, что хочет человек, что он выбирает. Многим нравится просто участвовать, ну как в театральном действии в религии или ещё что-то, просто быть участником. А многие стремятся к Богу. И вот разница здесь существенная. Если люди идут в какую-то религию для того, чтобы на них соседи косо не смотрели, это одно. А если они идут в религию для того, чтобы через неё прийти к Богу, это совершенно другое. И вот здесь нужно сказать, что все религии, они объединены одним смыслом. А смысл простой — путь к Богу. Игорь Михайлович, вот Вы говорили в передачах, что любая религия содержит зерна знаний. И чтобы идти по пути, приводящему к Богу, нужно хотя бы на практике понять, что есть иное восприятие, чувственное, восприятие глубинными чувствами. Игорь Михайлович, вот в мире насчитывается около трёхста религий, по сути. И каждый в своей религии говорит, что именно его путь к Богу единственно правильный и истинный. Это говорят люди от ума. Это как раз говорят те, кто ведёт людей, как сусанин, в болот, из которого они никуда не попадут. А настоящие люди, которые, я имею в виду люди, познавшие сами этот путь, которые идут по нему, они никогда так не скажут. Во всех религиях, ещё раз говорю, настоящих религиях, не тех, что люди придумали там, искусстве, а действительно настоящих. Во всех религиях, всех, кто достигал этого пути, они понимают, что во всех религиях есть одно зерно. Это путь к Богу. Всё остальное — это культура, это наследие и много других, скажем, таких атрибутов, приемлемых для тех или иных других народов, скажем. Но не больше. По факту, всё это один путь. Почему, Игорь Михайлович, вообще путь к Богу разделён настолько религией? Сознание всегда разделяем. Оно не может по-другому. Борьба за власть, борьба за доминирование над кем-то, ну это материя, это законы материи, в этом суть. Разделяй власть. Поэтому люди разделяем. А вот как раз те, кто достигает понимания, те, наоборот, стремятся объединить. Игорь Михайлович, а с чем сталкивались пророки, приходя в этот мир? С тем же, с чем сталкиваются и сейчас. С людьми. И их сознанием. Ничего не меняется. По крайней мере, в методах, которыми системы воздействуют на людей через их сознание. С чем сталкивались пророки? В первую очередь, с непониманием людей и требованием от них магии и всяческих чудес в этом мире для подтверждения того, что они пророки. Неверие, недовольство, насмешки, ну и всякие оскорбления, вплоть до открытого противостояния. Это то, что приходилось пророкам переживать не только от власть имущих, но и от обычных любей. Сознание, оно ведь не разделяет, скажем, кто власть имущая, кто нет. Оно настраивает всех на одну волну животного разума, в первую очередь, на потребительскую волну. И когда приходит пророк, то системе — это угроза на самом деле, и поэтому она начинает противостоять всячески через всех своих рабов. А рабы — это не только власть имущих. Среди власть имущих тоже много хороших людей. Но, к сожалению, и среди, когда говорят, простых людей очень много рабов системы. По сути, всё это обнаруживает лик системы животного разума, то, как она работает. Система животного разума не знает и не понимает, что такое Мир Духовный. Это в первую очередь. Поэтому она и всячески противостоит. А пророки для неё — это угроза её тотальной власти над Личностью человека. Поэтому она и действует через сознание людей, через их навязанную Личности гордыню вот такими методами, делая их агрессивными, вызывая в них страх. А страх их побуждает к прямому противостоянию. Вот с одной стороны, опять-таки страх. Вот интересно было бы отметить, почему человек испытывает страх перед пророком или духовным существом, скажем так. Ведь ему ничего не угрожает. Это миролюбивые существа. Сталкиваясь с пророком или просвещенный какой-то, одухотворённый человек, люди испытывают, находясь рядом с этими существами, неподдельный страх, тревогу из-за того, что сознание это испытывает, из-за того, что это угрожает их системе. И сознание активирует своё воздействие на Личность именно в негативе. То есть каким-то образом она пытается их загнать в стойло. Вот через сознание, через гордыню, агрессию и страх как раз таки руками самих людей, как своих рабов, она пытается противодействовать любым духовным проявлениям. В первую очередь противодействовать тому, что даёт настоящую свободу людям атаков системы. Действительно, читая истории жизни пророков, понимаешь, что абсолютно ничего не меняется в этих вопросах противодействия системы духовным всплеском в материальном мире? Совершенно верно. Возьмём к примеру пророка Мухаммеда. В своей деятельности он много раз сталкивался с подобными проявлениями, которые система активировала через сознание окружающих его людей, порой и самых близких его людей. Это выражалось в различных агрессивных проявлениях, недовольствах. Ну, простой пример. Власть и мощи, которой господствовали Микки, они что потребовали от него в первую очередь? Они в первую очередь потребовали от него прямых непосредственных доказательств того, что он пророк. Типа того, что передвинь гору, поверни реки вспять. Всё как обычно. То есть прояви здесь в трёхмерности волю Божью. Вот измени и сделай что-то, докажи нам, что ты пророк. Это естественно, что люди требуют чудес от пророка. Потому что сознание властвует над людьми и требует магии и нескончаемых чудес для себя. Да, сколько чуда не показывают людям, они всё равно будут сомневаться. Они будут подвергать сомнению любое чудо, которое бы пророк не показал. Это действительно так. Потому что требование чудес, оно идёт, говоря из Ислама, от Иблиса, от шайтана, то есть от дьявола. Ведь именно гордыня, высокомерие, оно и стало причиной падения Иблиса. Да. В Коране, в 15-й суре, описывается такой момент. Аллах Всевышний сказал Иблису о том, что ты имеешь власть только над заблудшими, которые и последуют за тобой. И все они в будущей жизни обречены на адские мучения и наказания жарким, пылающим огнём. Опять-таки, что значит жаркий пылающий огонь для людей, которые постигают человека после смерти? Ну, говоря современным языком, это состояние субличности. То есть даже сегодня в Священных Писаниях, несмотря на их многочисленные переводы, всё-таки сохранились зёрна знаний. Очень хорошие слова. Но они хороши лишь тем, кто понимает суть их. Вот опять-таки я немножко отвлекусь, как человек воспринимает это всё. Сознание воспринимает это всё как сказку, ни больше, ни меньше. Лишь тот, кто приобрёл опыт, тот понимает, что это не сказка, а правда. В этом беда. Как говорится, нет пророка в своём Отечестве. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своём и в Доме своём». Это действительно так. Вот простое понимание. Жил человек, который знал тебя или группа людей. Вместе с тобой росли, и потом тебе приходит или снисходит откровение, и ты становишься пророком. А что такое пророк? Пророк — это глашатай Бога, да? Это тот, кто доносит Истину, посланную от Бога. Но люди-то тебя знали, они росли рядом с тобой. Что их возьмёт в первую очередь? Они будут слушать то, что ты говоришь? Нет, они будут смотреть на тебя и думать, как это он вместе со мной рос или росла, а теперь она говорит о Боге. Разве не так? Зависть. А что породит в них это? Ненависть. Ненависть, которая в них будет порождена, прежде всего, от их гордыни, потому что не к ним снизошло откровение, а к тебе. Поэтому в своём Отечестве пророка нет. Ну, я бы сказал так, пророка нет в мире сиём, для тех, кто живёт сиим миром. А как система отреагировала на появление в мире Иисуса Христа? Вот то же самое, агрессией, начиная от осуждения правящего жречества и заканчивая травлей их ненавистью ко всему святому. Да и что просили люди у Иисуса, имея такую уникальную возможность просить о Вечном? Снова магия. Да, подобное было и с Иисусом. Люди просили у него тех же материальных благ для себя, здоровья в первую очередь. Да и вообще, надо сказать, что не только с Иисусом, а это устоявшееся такое мнение, если человек духовно просвящён, значит, он должен быть идеально здоров, счастлив, богат в этой трехмерности и тому подобное. И понятие счастья, к сожалению, в понимании людском, это, скажем, не единение с Миром Духовным. И не настоящая жизнь, настоящая свобода от трехмерности, а понимание счастья для людей — это здоровье, богатство и власть. Прежде всего власть, тайная власть. Не просто тебя избрали каким-то лидером или ещё что-то, а тайная власть, которую ты можешь тайно диктовать, этим лидерам они исполняют твою волю, твою любовь. Вот в чём вопрос. Здоровье, богатство, власть, то есть все атрибуты сознания в этой трехмерности, вот всё, что тленно и бренно, всё, что смертно и временно. Ну да, получается, все атрибуты сознания, материальные атрибуты сознания, они навязываются на сознание людей. Почему многие люди стремятся к познанию духовного, так называемого, в кавычках, знания? На самом деле они стремятся к познанию магии, к обладанию некой скрытой божественной силой, которая позволит им иметь власть над другими людьми в трехмерности. Но это прямо противоречит Миру Духовному. В Мире Духовном понятия власти не существует. Там как раз свобода от всех этих трехмерных проблем. Почему? Потому что там нет зла, там нет горя, нет зависти. Там есть счастье и свобода. Людям тяжело это понять, находясь в рабстве сознания, потому что для человека, который живёт законами этого трёхмерного мира, для него настоящая свобода — это когда он может делать, что хочет. Для него настоящая власть, когда он может тайно влиять на кого-то. То есть магия, вот обыкновенная магия, когда его боятся, когда его уважают, когда он богат, независим. Ему плевать, что это длится очень короткий промежуток времени. Почему? Потому что сознание рассказывает, что ты же добился всего. Или же чаще всего сознание рассказывает, что ты научишься, будешь заниматься этими тайными Знаниями, магией, и ты будешь обладать этим. Но, как правило, оно же не даёт этих Знаний людям, оно всего лишь им обещает. Хотя многим своим адептам оно даёт и власть земную, и богатство, некоторым и здоровье даже. Только забирает потом больше. В те времена, как, впрочем, и сейчас, богатство было и остаётся предметом гордости в мире людей. И очевидно, поэтому люди, находящиеся во власти сознания, не понимали, почему пророк живёт и не просит для себя каких-либо земных благ у Бога. Вот это непонимание, оно ещё больше вызывало у людей, так и вызывает агрессию, отражение, почему пророки не просят каких-либо земных благ у Бога, о себе в первую очередь. И это вызывает сомнения в их сознании. Если ты пророк, если ты обладаешь, ну, скажем так, говоря земным языком, связью с Богом, и можешь у него просить всё, что хочешь, то почему же ты не просишь себе в первую очередь. Как же ты можешь дать кому-то, если себе не берёшь? Просто идёт непонимание людей, что пророк никому ничего не даёт. Он приносит всего лишь Знания, люди сами берут то, что хотят. Хотят служить Богу, служат Богу. Они служат Богу ради того, чтобы обрести большее и то, что не заканчивается. А когда они начинают, молясь Богу, просить земное, то они молятся не Богу, они молятся сатане. Ведь нельзя просить, у Вечности чего-то временного. Нельзя просить у Жизни смерти. Не бывает такого. А любое земное прошение, материальное прошение, как бы оно дорого ни казалось людям, хотелось бы разобрать. Вот маленький момент такой. В обычной жизни человеческой у людей есть привязки. Есть родные, близкие, дорогие им люди. Ну и просто своя жизнь. Особенно, когда кто-то из близких заболел, людям хочется помочь, они начинают молиться, просить Бога, чтобы дали здоровье родным, близким, дорогим им людям. Обещают, что будут молиться Богу и тому подобное. То есть идут торги с Богом. Торги о чём? О здоровье. Ведь они не просят о бессмертии, о спасении души, как говорят религиозным языком, у Бога, для своих родных и близких. Они просят здоровья. А здоровье — это неотъемлемая часть материальных благ. От кого они просят? От сознания. И кто им это рассказывает? Сознание. И к кому они обращаются в таких молитвах? К системе, к тому, кто владеет этим материальным миром, к тому, к кому он принадлежит. Ведь практически в всех религиях так или иначе говорится, что есть князь мира сего. То есть здесь, в этом трёхмерном мире, есть свой князь, который управляет этим миром. И вот он как раз и даёт те блага материальные людям, когда они это заслуживают, здоровье тоже. Но в обмен он забирает жизнь. Люди этого не понимают, потому что многие считают, опять-таки, под диктовку сознания, они считают, что лучше 30 лет красивой жизни, чем какая-то Вечность, есть ли она, нет ли её, вот лучше здесь поживу. А потом что будет, то будет. Люди просто не понимают, что 30 лет, что 100 лет. Это всего лишь мгновение. Никогда человек не успеет нажиться. И здоровья много не бывает. Всё, оно проходит. Всё на самом деле просто и всё дано. Хочешь быть здоровым, лечись, следи за своим здоровьем. Хочешь быть богат, учись, работай, будешь, куда ты денешься. И это не противоречит никаким законам. Хочешь власти, иди в политику, обретай эту власть. Захочешь, добьёшься. Вопрос к другому. Вопрос в том, что нельзя использовать магию для приобретения каких-то земных благ. Почему? Потому что... Что такое магия? Магия — это, прежде всего, израсходование жизненных сил, тех сил, которые даны тебе для свершения духовных таинств, а ты их используешь в своём желании и устремляешь на приобретение чего-то материального. Чтоб материальное ты не приобрёл, а в всё равно время, в этом подмена идёт. Ну что сделаешь? Система сильна. Ничего не меняется. Люди, как были людьми, так и остаётся. Вернее, не люди, сознание их. Система, она ведь одна и та же. Вроде люди разные, сознание разное, а система одна и та же. Это вот возьмём современным языком гаджеты всякие, телефоны, планшеты, ноутбуки. Они разные. Программы у них практически одинаковые. И выходя в интернет, они выходят в тот же самый интернет и получают ту же самую информацию. Ну вот где-то так со знаниями, системами. Но здесь очень важно, чтобы оператор понимал, какие программы можно активировать, а какие они нужны, и что он за это заплатил. И вот сколько приходило пророков, и в принципе все они вещали об одних и тех же Знаниях, о пути к Миру Духовному, что преодолеть в себе, о двойственности, о системе, о том, что князь мира сего, он действует через сознание в самих же людей. И в первую очередь говорили о том, что нужно научиться не доверять своему сознанию, что не думай об этом, не держи картинки, ну и тому подобное. Об этом действительно много говорили пророки. Но беда в чём человеческая? Во в том, что в действительности сознанию человеческому пророки не нужны, и Знания не нужны. Ну или вот если обобщить, сказать, людям не нужны пророки, им нужны джинны, выполняющие их желания. Но здесь правильнее было бы сказать не людям, а сознанию человеческому. Что такое человек? Человек, прежде всего, это Личность, то есть тот, кем не управляет сознанием, а кто управляет своим сознанием. А если человек не способен управлять своими эмоциями, своим сознанием, он подвластен сатане. И естественно, тогда этот человек в первую очередь собирает камни. Для чего? Чтобы встретить пророка камнями. Камнями сомнений, гордыни, зависти системы. Вот с чем и сталкивались пророки. Вот даже от близких, от братьев. Шаблонная фраза от сознания на любой всплеск от духовного. Мол, как бы ты мне не доказывал, я тебе всё равно не поверю. А кто говорил устами этого брата? Как раз я говорил сатана. То есть сознание. Как бы ты мне не доказывал, я это не воспрямлю. Почему? Потому что сознание, оно ненавидит мир Бога. И здесь кроется первое, самое первое, почему сознание человеческое отвергает всё Божественное. Потому что сознание человеческое смертно. Так, как твой старый компьютер. Не вечно ты его когда-нибудь поменяешь. Вот еще, Игорь Михайлович, такой момент, получается, что пока был жив пророк, те знания, которые он привносил в мир, в принципе, были живы. Ну, не искажены, можно сказать, благодаря его авторитету. Нет. Просто они не так быстро искажались, но искажались при нём. Опять-таки, если мы берём Мухаммеда, мы об этом говорили, ну и любой может ознакомиться. При его жизни начали искажать то, что он говорил. И уже там появились несколько человек, которые начали искажать ислам при жизни самого Мухаммеда. А если мы возьмём Иисуса, какие при его жизни подмены и изменения сразу же происходили? Ну, они могли говорить людям правду, они были здесь в этом мире, и они могли хотя бы немножко отстаивать это всё. А зачем далеко ходить? Зачем брать великих пророков? Давай возьмём просто АллатРа и посмотрим, что сейчас происходит. Ведь сколько сейчас появилось людей, которые от ума трактуют их. Вот просто посмотрим. И для чего они трактуют это? Для своей выгоды. Что обрести? Опять что, власть над себе подобными. Создают какие-то закрытые группы. Рассказывают, что они являются какими-то авторитетами в АллатРе или ещё что-то там. Они лидеры АллатРы. Ну и чего только нет. И причём люди им верят. Человек прочитал книгу, что-то понял, стремится узнать больше. А здесь им подворачиваются как раз авторитеты, которые порой даже и не читали эту АллатРу. Ну и начинается игра. Так вот при жизни, при современном, когда человек может взять, сам прочитать, изучить и начать работать. Ведь об этом и пишется, и рассказывается. Ведь это несложно абсолютно. Ну хочется поговорить с человеком. И опять-таки, сколько раз рассказывали, сколько говорили, что если ты ищешь пути духовного, то ищи путь духовный. А что людям надо? Здоровья, решение своих проблем и узнать, что будет завтра. Но ничего не поменялось. А вот как просто, ну наверное, быть людям для того, чтобы из АллатРа и не произошло то же, что произошло со Знаниями в те времена? Ну это выбор человеческий. Что выберут, то и произойдёт. Те, кто стремится к жизни, их ничто не остановит. А те, кто стремятся к служению системе. Ну разве можно мёртвого беречь от смерти? Мы сейчас видим не только плохие примеры, но и много хороших. И среди движения, и среди тех людей, которые просыпаются, их значительно больше. Это радует больше, что люди слышат, что люди чувствуют. И вот здесь ключевое — радует больше. Это радует. Вот для этого оно и есть. То есть они внутри себя приумножают радость духовную, работая над собой, своими делами, поступками. Правильно. Они отстаивают позиции Мира Духовного в мире материальном. тем самым они привносят радость. А радость — это как свет в темноте. И чем больше таких огоньков загорается, тем больше тьма отступает, тем больше радости. Видишь, как всё просто. Просто. Очень просто. Как свет и тьма. Ведь через тьму сознания происходит отрицание всего святого. Прежде всего, отрицание всего святого в себе, как Личности. Ну а что может породить мёртвое? Мёртвое как раз-таки и порождает мёртвое. А живое как раз порождает только живое. Она порождает вот эту внутреннюю духовную Любовь. И это очень важно. Очень важно. Очень важно найти в себе этот источник, потому что он порождает безбрежность жизни внутренней. Оно раскрывает неиссякаемый источник счастья, радости. Оно безграничное и бесконечное. И оно даёт жизнь тем, кто принимает её на глубинном чувстве. Оно даёт жизнь тем, кто уже совершил свой выбор и живёт им каждый день. В Библии есть, в Иоанна Леотеоанна есть один момент, когда Иисус попросил у женщины попить воды земной. И Он сказал ей, что всякий, пьющий воду сию, он возжаждет опять. «А вот кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовеку, потому что вода, которую я дам ему, она сделается в нём источником воды, текущей в Жизнь вечно». Это глупокие слова. Опять-таки понять их можно лишь с открытым сердцем, как говорят люди. А если подходить к этому с помощью сознания, то это вообще нельзя понять. Опять мы сводим это всё куда? В сказки. Так можно верить Пророку? Сознанием нет, а Духом да. Личности не нужно подтверждения, она знает, кто Пророк, потому что она чувствует это и тянется. А вот сознание становится на пути Личности, которая тянется к Пророку. Почему? Потому что опять-таки гордыня и власть. И она начинает рассказывать Личности «Не верь, гони, возьми камень и брось в него». Потому что он такой же, как и ты. Он из плоти. И ты из плоти. А Духа не видно. Если был бы он Пророком, он подал бы тебе всё, что ты захочешь. Вот тогда бы ты поверил. А если он не даёт тебе, он рассказывает лишь о том, чего ты не ведаешь. Но как же верить ему? И сознание всегда аргументированное. убеждает Личность в том, что это не так. И то, что чувствуешь, говорит, это ошибка, это твоя надежда. Бог — это тот, который даёт тебе всё, что ты не попросишь. Он как родители. Ну и вот действительно, попробуй аргументировать против. Когда ты просишь у родителей воды, разве они не дадут тебе, скажем, место воды свинца раскалённого? Нет, конечно. Это же родители. Они же любят тебя. А когда ты просишь еды, они тебе дадут камни? Нет, конечно. Это же родители. Они дадут тебе хлеба для того, что ты просишь, чтобы ты насытил своё плоть. Так и Бог. Ты попросишь у него денег, он даст тебе, потому что он любит тебя. Если настоящий Бог, так аргументирует сознание. Но правда заключается в том, что для Мира Духовного время пребывания здесь земное, людское — это время небытия, где человек выбирает жить или умереть, соблазниться или освободиться. И всё плотское, что идёт от Иблиса или дьявола, как говорят, или же от нашего сознания, ну можно сказать, от всемирного разума, для атеистов, чтобы приятно было, все желания, исходящие материально, которые диктуются сознанием, они временны. И они не несут за собой ничего. Даже желание опознать Бога, исходящее от сознания, оно всегда извращено. И оно всегда делает из этого тайну. И говорят, ну как ты можешь достичь Бога, то есть Мира Духовного? Вот сколько не думай об этом, ведь он не придёт. А если ты хочешь познать и научиться чему-то, иди учись и делай. Вот ты хочешь построить дом? Изучай, как он строится. Бери и строи дом. Ты можешь построить. А можешь ли ты построить, человек, Мир Духовный себе? Не можешь. Почему? Потому что ты его не знаешь. Раз ты его не знаешь, значит, что его нет. Вот так Личность и попадает в зависимости, в рабство. Простой мы уговором. Ну и, казалось бы, логическими объяснениями от собственного сознания. А вот здесь стоит остановиться и подумать. «Но если ты сам себе хозяин, то зачем ты пускаешь мысли такие к Личности своей? Зачем ты тратишь силу, данную тебе Духом, для жизни и спасения, на то, чтобы слушать сказки? Зачем ты жаждешь зла и зачем ты творишь зло в мире себе? Если ты хочешь жить, то зачем стремишься к смерти? Вот этим стоит подумать». Кто противостоит? Сознание противостоит. Мы уже обсуждали это тоже, что сознание навсегда противостоит всему, что связано с Миром Иным, имеется в виду с Миром Божественным. Почему? Потому что сознанию путь туда закрытым. И для него это страшно. Поэтому возникают такие проблемы. То есть при жизни пророка его не всегда понимали… Его понимали те, кто стремился к Богу. А те, кто жил законами материи, те, кто стремился к власти, они просто использовали его учения для того, чтобы создавать, ну скажем, свои направления и некие манипулятивные школы. Это люди, которые вкладывают в силу своего внимания не туда, куда надо и живут по законам сознания. Игорь Михайлович, вот для того, чтобы начать вот этот духовный путь от, наверное, первого соприкосновения с Богом до жизни в духовном мире, нужны какие-то инструменты. У кого-то этой инструментом является молитва, медитативные техники. Причём это происходило во все времена. От античности до современных религий. В той же философии можно найти очень много у того же Платона, который в Египте искал какие-то мистические… Но он искал не путь к Богу, он искал средства манипуляции. Да, ну вот видите, вот свет выключили. Система всегда против того, чтобы говорили правду. А что тогда предпринимается? Вот это вот в принципе и вся магия от нее. Так мы остановились на Платоне как раз. Платон искал не путь к Богу, он искал средства манипуляции, магию. Не больше. А те люди, которые действительно ищут путь к Богу, вот ещё раз возвращаюсь к тому, что в каждой религии предлагаются свои инструменты медитации, молитвы… Ну это обусловлено тем, что опять-таки традиции, у кого что было приемлемо, где-то используют больше медитативные практики, где-то молитвенные практики. Но на самом деле все стремятся постичь именно чувственное восприятие. Вот молитвенные состояния, да? Мы уже как-то в одной из передач говорили. Молитва Иисусова — это достижение чувственного восприятия. Также существует мантры. Это в принципе та же молитва, только повторение одних и тех же слов ведёт длительное время для того, чтобы вызвать ассоциативное вначале, а потом и действительно реальное именно чувство глубинное. Также и медитации некоторые направлены на постижение, упорядочивание своего сознания. В последующем переходили на духовные практики для постижения именно пути самого или чувственного восприятия. Ну всё это называется, конечно, путём. Вот именно духовный путь, то есть когда человек стремится. Разница во всех вот этих инструментах, она в принципе велика, но суть, к чему они стремятся, она единая. Хотя если взять вот более древнюю школу, всё было просто. Что ведёт к Богу? Естественно, путь к Богу, он идёт через духовную практику. Но опять-таки, что можно назвать духовной практикой? Да, всё. И вот и гену, и тренировку можно назвать, и медитацию набрать, и молитву. Это и есть духовная практика. Это работа над собой в постижении мира духовного. Некоторые люди очень легко и быстро идут. То есть они способны осознавать саму суть этого процесса и очень быстро переходят к чувственному восприятию. Но это, скажем, немножко сложненько. То есть мы вот возьмём коллектив, ну из тысячи один, в лучшем случае. А вот остальным придётся, если они стремятся, если у них есть такая потребность, придётся проходить путь более длительный, который выверен в тысячелетиях. Это аутогенная тренировка, медитативная практика. Только подход должен быть серьёзный, как к инструменту. А в последующем уже и духовные практики. Ну это не такой сложный путь, и он занимает не слишком много времени, если усердно заниматься и действительно к этому стремиться. Но есть проблемка ещё в том, что люди не хотят этого делать, сознание им мешает. Они не будут делать даже вот эгенную тренировку качественно, но будут говорить и желать. Мы говорили о этапности для человека, который чувствует внутреннюю потребность, но не может справиться со своим сознанием и тому подобное. Что необходимо? Испокон веков была хорошо наработанная формула. Если говорить современным языком, это аутогенная тренировка, медитация, духовная практика. Раньше аутогенная тренировка она называлась по-другому, в ней много было всякого людьми надуманного. Но вот благодаря Шульцу, который отмёл всю философию надуманную, всю метафизику, которую придавали раньше, банальной аутогенной тренировке, он это отмёл. И он выделил обыкновенную формулу самовнушения. И всё. То есть работа сознания над своим телом. Ну это был всего лишь первый базисный шаг. А второй этап — это медитативная практика. Это когда работа идёт со своим сознанием, с помощью его познаётся и сознание, и более сложные техники, скажем, аутогенной тренировки. Это вот как раз работа с чакранами, со всем остальным. Эти практики, они сводились к чему? Это более совершенная аутогенная тренировка, но не больше. Эта работа всё равно идёт. Вот в аутотренинге идёт работа с помощью сознания, над своим телом. То есть человек учится правильно вкладывать силу своего внимания, правильно перенаправлять своё внимание, сосредотачивая на определённом участке своего тела. И таким образом он отсекал как бы или приостанавливал поток мыслей в своей голове. То есть он выбирал только то, что ему необходимо. В последующем медитативные практики — это больше работа со знанием, со своим сознанием. То есть он приучал к дисциплине своё сознание. Ну и, естественно, работа с телом на первых этапах. Практически это тот же аутотренинг, только добавлялись ощущения и чувствования потоков энергии, работы чакрано там, ну и тому подобное. По большому счёту это аутотренинг. Это и есть не что иное, как медитативная практика. Духовная практика — это чисто духовная практика. Сознание здесь уже ни при чём. Это чувственное восприятие. Поэтому есть переходное. Вот изменённые состояния сознания — это одна из форм управления своим сознанием. Что такое изменённое состояние сознания? Это то же сознание, но с изменённым восприятием. Но это же не свобода Личности. Это одна из форм сознания. То есть изменённое состояние сознания — это просто изменение чистоты там, например? Аутогенная тренировка, медитация, гипноз и разные вещи. То есть это всё инструменты сознания, но не больше. Но духовная практика для понимания — это за пределами возможностей сознания. Если мы говорим проще или говорим языком физики, вот наше сознание активно работает в трёхмерности. Оно может захватывать до шестого измерения. Выше оно не может работать. А вот высшая магия, она вся происходит как раз на уровне шестого измерения, когда с помощью сознания, с помощью внушений, с использованием дополнительных сил человек может влиять на этот мир или на других людей. Это не секрет, это испокон веков было. Но выше шестого не может, потому что там уже начинается влияние мира духовного. Духовная практика — это не отключение сознания. Если ты отключишь сознание, ты прекращаешь воспринимать мир в трёхмерный. Без сознания ты его никогда не воспримешь. Сознание — это посредник между Личностью и этим миром. Благодаря сознанию ты общаешься, видишь, чувствуешь, ну скажем так, огорчаешься или наслаждаешься этим миром. Ты живёшь в нём или существуешь в нём, скажем так. Каждый по-разному выбирает для себя. Но сознание — это необходимый инструмент для коммуникации трёхмерности. Поэтому духовная практика — это не отключение сознания в первую очередь, а это выход Личности за те пределы, на которых может функционировать сознание. И третий этап — это чисто духовная практика, когда уже человек осознаёт, что он Личность. И вот когда человек это осваивал уже, он начинал в конечном счёте понимать и осознавать, что он Личность, что он становится тем, кто может управлять своим сознанием, кто может выбирать предлагаемые ему мысли, какие-то отсеивать, какие-то воспринимать. Ну процесс становился управляемый. И тогда уже приходило чувственное восприятие. То есть он понимал, что он тот, кто он есть. И уже перенаправлял силу своего внимания как раз на чувственное восприятие мира духовного внутри себя. Не где-то во внешнем поиск, а внутренний. В конечном счёте это приводило, естественно, к открытию, как говорили раньше, великих тайн. Ну кто говорил? Сознание людям говорило, что вот не можешь постичь, потому что это великая тайна, без учителя там или ещё без кого-то. Это вот нужно 20 лет медитацией прозаниматься, а потом только переходить к духовной практике. На самом деле всё просто. Но опять-таки осознание того, что человек Личность, и он не является сознанием, а он всего лишь, вот как мы разбирали, является зрителем в театре теней, оно происходит постепенно. У некоторых очень быстро. Но это единица. А так в основном оно происходит медленно и поэтапно. И люди часто путаются. Сознание часто мешает, рассказывает им, да нет, это не так, не получится. Люди по привычке начинают слушать, у них ничего не получается. А те, кто действительно стремится к Богу, кто действительно стремится познать, они познают легко и быстро. То есть человек осваивает духовную практику уже с помощью глубинных чувств? Духовная практика, она выполняется глубинными чувствами, но она не выполняется с помощью сознания. Что и опять-таки даже для скептиков или любителей искать подтверждения, то есть не желающих постигать самим, а ищущим, а кто об этом говорил. То есть подтверждение. Ну вот такие граждане могут свободно полистать историю опять-таки тех же духовных старцев во все времена, людей, которые достигали. И они увидят, как они описывали свой опыт духовный для постижения Мира Духовного во время выполнения молитвы или медитации. Что необходимо? Отметать любую мысль, любую эмоцию, будь она хорошая, будь она плохая. То есть всё, исходящее от ума, отвергается, и лишь чувствами ты постигаешь Мир Духовный. И кто бы что ни рассказывал, это единый путь. Потому что сознание Мир Духовный постичь не может. Это всё равно, что огонь и вода. Ну, банально, это несовместимые вещи. И вот этот путь проходили очень многие. Но сознание многих наших зрителей может тоже сейчас, что они сидят, рассказывают и тому подобное. Святые оценки, когда они делали вот эггенные тренировки, они не делали медитации, они молились и постигали. Конечно, постигали. Но если мы уберём всё Мишуро, то остаётся что? Остаётся мантра. Ну, молитва, мантра, повторение одного и того же, с целью достичь молитвенного состояния. То есть вот это молитвенное состояние — это и есть чувственное восприятие. И потом, постепенно они развивают, это постигали как раз Мир Духовный. Но я бы задал вот этим вот спорящим с нами, с той стороны экрана, а сколько в действительности святых отцов постигли это? Единицы. А вот из тех, кто писали об этом, вот берём, открываем Писание и смотрим, по слову человеческому, пусть оно даже в знакописи, я имею в виду записано, легко видно, кто и что постигал. А кто у кого чего переписывал для того, чтобы достичь значимости? Ну опять-таки, почему это происходит? Потому что подражание, стремление казаться, а не быть и тому подобное. А в действительности все религии едины. Бог один. И все проходят через это. Невозможно пройти к Богу никаким другим путём, как только через себя. Отвернув сознание, постигнув Бога. Любая даже малейшая мысль во время молитвы, она, скажем, сводит на «нет» всю молитву. Разве не так? Так. Кто бы это мне говорил? Лишь тот, кто этого не понимает, кто умом талдычил. Сердцем стучаться надо. Но опять-таки, что за выражение «сердцем стучаться»? Это же не значит, что сердце — это орган. Но это всё была метафора. На самом деле это как раз говорилось о чувственном восприятии. Потому что сердцу как органу приписывали понимание Любви, чувства и тому подобное. А Бог — это есть счастье, Бог — это Любовь. Мир Духовный — это прежде всего. Это тот, кто понял на прошлой передаче, тот знает что-то. А остальным надо побороться с умом, им бессмысленно рассказывать просто потому, что мы не найдём слово. Не потому, что они не способны это воспринять, пусть не обижаются. Как бы это ни описывал, это всё равно будет повторение одних и тех же слов. Всё сведётся к банальному. Любовь, счастье, радость, бесконечный. Ну все слова, которые сужают действительность. То есть диалог человека, Личности с Богом происходит именно… посредством чувственного восприятия. А духовная практика — это инструмент. Молитва, медитация — это не инструмент общения, это инструмент достижения общения. Это ключ, скажем так, от двери, за которой есть бескрайний мир. Ну просто нужно научиться им пользоваться, в правильную сторону поворачивать и не лениться открывать дверь. Ещё лучше снять дверь и не закрывать. Игорь Михайлович, чтобы человеку развить вот это чувственное восприятие, ему нужно начинать с аутогенных тренировок? Человек может начинать с чего хочет. В каждой религии есть свои базисы, есть свой опыт, своих мудрецов. Но если современному человеку действительно хочется, и он стремится, то гораздо проще всё-таки использовать вот банальные, простые вещи, которые действительно помогут человеку в кратчайшие сроки успеть перейти туда, куда он стремится. Потому что это тоже путь непростый. Игорь Михайлович, вот аутогенная тренировка. Как всё-таки правильно её выполнять? Очень часто люди, расслабляясь, произносят такую установку, что «я не тело, я не сознание, я Личность, я управляю телом и сознанием, я Дух». Люди очень часто совершают подобные ошибки. Почему? Потому что в психологии описывается, что внушаешь себе, что «я смелый, я не боюсь». На этом принцип аутогенной тренировки-то и построен. Само внушение банальное. Сознание начинает действительно уже работать так, как должно работать. Но если человек будет себе внушать, что «я не сознание, я Дух», осознание подстроится и будет ему рассказывать, что «ты ж уже Дух, а тебе ничего не надо». Ну что ты, ты уже святой там, или ангел, ну как хочешь. Ну в зависимости от религии так и будет названо. Чего ты хотел? Бога постичь. Да на тебе вот образ, зовут тебе. И Бога покажет. Трёхмерность нарисует. И будет человек общаться с этим Богом, с кем угодно, со святыми, которые будут приходить к нему с бородками. Он будет сидеть, разговаривать вот вместо Бога. Вот так и будет ведь. И будет, вот это медитация, вот это сильно, вот это серьёзно. Или вот это аутотренинг. Духом надо становиться, а не толдычить об этом. Духом надо становиться, а не толдычить об этом. Не с сознанием надо работать. С сознанием не надо убеждать своё сознание с помощью своего сознания, самого себя же, используя опять-таки своё сознание и его установки. Потому что это как раз есть установки от сознания над Личностью. Помнишь, мы разговаривали из-за тех артистов и зрителя. Вот когда Личность — это зритель, а артисты — это и есть сознание. Вот они разделяются и рассказывают. Один другому рассказывают, «Ты Дух, ты Дух, ты уже всё познал, вот смотри, как красиво». А тут же превращается, вот как демон, в любого святого или ещё кого-то, кого угодно. А о чём говорили настоящие святые отцы? Кто бы перед тобой не явился в образе человеческом, гони его, потому что это демон. И вот многие недопонимали, как это, это ж вот это, а вот грешное, это ж как раз к тебе и явились. Да никогда в трёхмерности не явится никто. В трёхмерности есть люди и демоны. И мы уже разговаривали с артистом на сцене. Это картинки, которые они показывают. Для чего? Потому что вызвал тебе резкую эмоцию, ты вложишь на её внимание. И чем ярче картинка, тем больше внимания отлагается. А это финансировано для артистов. Мы уже рассказывали об этом. Всё просто. А здесь одни и те же артисты, которые толстый, здоровый дядька изображают тонкую какую-нибудь, извиняюсь, травеночку. Он её изображает и навязывает тебе. Ну ты ж видишь, что это несоответствие. А так и Личность чувствует несоответствие под двумя. И она хочется и стремиться так же само, как ты бы стремилась на двор увидеть ту же травенку, а не толстого дядьку, изображающего её. Правильно? Личность у нас ведь находится в глупыхой темноте, пока не придёт на духовное зрение, духовное слышение. Есть такое выражение, оно хорошее, когда она видит реальность. А пока она не обладает этим, она как малыш находится в зале и слушает всё, что ему рассказывает. Всё лишь на всё. за вот этим театром абсурда огромный мир. И есть ли кто может из этого театра как раз и соприкоснуться с миром Духовным? Это ты, как зритель, то есть как Личность. когда Личность выходит за дверь к зрителю, она утрачивает своих артистов. Зачем мы клоним, когда есть Настоящий? Зачем смотреть на иллюзии, когда есть Реальность? Зачем хвататься за время, когда есть Вечность? Вообще в духовных практиках различных религий уделено особое внимание теме избавления от иллюзорных образов. То есть и в христианстве, и в мусульманстве, и в буддизме, и в более древних религиях особо отмечать, что никаких образов быть не должно в трёхмерных имеется в виду, особенно в духовных практиках. Да, и вот тут есть разница. Когда, допустим, первый раз ты слышишь или читаешь об этом, и сознание твоё возмущается, мол, как это, почему никаких образов не должно быть? И совершенно другое дело, когда ты знаешь это уже на практике, когда у тебя уже есть своё личное понимание в виде опыта, почему именно так это происходит. То есть все эти упоминания в религиозной литературе становятся понятными, когда ты сам практикуешь? Да, вот именно собственный опыт и даёт вот это понимание, и ты уже не понаслышке знаешь, что это за явление, и каким образом они отводят тебя от самого главного. А упоминаний об этом просто предостаточно. К примеру, вот древний трактат персидский по суфизму, книга Аль-Худжвири, которая называется «Раскрытие скрытого за завесой». Там есть такое выражение исламского богослова IX века Джунаида Аль-Багдади, в котором говорится, что если Господь скажет мне «взгляни на меня, то я отвечу Ему, что не взгляну на тебя». А почему? Потому что в Любви глаз есть иное, не Бог. И в этом мире для меня стало привычным видеть его без помощи глаз. Так прибегнули к их посредству в мире ином. И вот интересно, что когда ты уже на практике это понимаешь, что для тебя, чтобы прочувствовать Бога в глубине души, ни глаза, ни слух привычный земной, ни какие-то образы иллюзорные, трёхмерные не нужны, потому что это как помехи от сознания, от системы. Это то, что мешает. Да. И в христианстве тоже ведь об этом очень много упоминаний, о том, чтобы человек не прельщался призрачно представлять духовное. И вот святые отцы предупреждали о том, что ум может сам по себе иметь силу мечтать, может очень легко строить призрачные образы. И чтобы от него не претерпеть вреда, нужно хранить ум бесцветным, безвидным и безобразным. И вот, например, в той же книге «Добротолюбие» в томе пятом преподобный Григорий Синаид для тех, кто не знает, это православный святой XIII века, который возродил на фоне практику Иисусовой молитвы. Да, совершенно верно. Он был одним из первых исихастов. Так вот, он тоже писал о том, что, когда делая своё дело, ты увидишь свет или огонь, неважно, в ней или внутри тебя, или какой-то лик, Христа, например, или ангела, или другого кого, не принимай того, чтобы не потерпеть вреда. И сам от себя не строй воображений, которые сами строятся, не внимай тем. И уму не позволяй напечатлевать их в себе. Ибо всё сие, совне будучи впечатлеемо и воображаемо, служит к прельщению Души. Многие святые ещё до времён Григория Синаида также говорили о том, чтобы не держать в уме своём никаких образов и помыслов при исполнении практики духовной. И неважно, хорошие они, плохие. то есть даже если они неплохие, всё равно на них нельзя сосредотачиваться. А обращение должно быть твоё, то есть внимание на внутреннее содержание, суть, то есть на чувственное восприятие мира духовного. Вот это очень важно для практикующих о помыслах, что неважно, хорошие они или плохие, это мысли. И вот у людей есть непонимание этого вопроса, мол, а вот если во время медитации ко мне приходят хорошие мысли, это же ничего страшного, они же всё-таки хорошие. Ну, это всё, наверное, следствие того, что в одних религиях говорят так, в других по-другому. В общем, говорят. А тот, кто ищет свой путь, он же, как правило, ищет его везде, и сознание тут же всё подряд начинает миксовать. Оттого и получается вот это непонимание. И без знаний человеку очень трудно разобраться, что к чему. Что бы ты мыслями своими ни делал, это всё равно, что, ну я не знаю, чашкой черпать океан. Это бессмысленно. Ты никогда не достигнешь познания, если будешь мыслями идти к Богу. Мысль — это элемент сознания, а сознание — это часть того, что люди называют Иблисом или дьяволом. Как можно инструментом, который дал дьявол, познать Бога? Никак. Почему и говорили «лишь сердцем внимай, не пускай мысль свою в Таинство Божие, ибо оно станет не Божиим, а сатанистским». И в этом смысл. И это говорили те, кто познавал это. Ну а другие, как раз наоборот, чистота ума, сосредоточение ума должно быть. И в практиках своих ум свой настраивай, на мысли хорошие и воспринимай хорошее. Ибо сознание делится на две категории или ум, на плохое и хорошее. И вот смысл для того, чтобы тебе в жизни было хорошо, нужно разделить. Плохое ты не воспринимаешь, воспринимаешь только хорошее. Но плохое, оно будет лезть к тебе. И стоит тебе отвлечься от хорошего, опять придут мысли плохие и будут захватывать твоё сознание. И вот поэтому надо чистоте держать в своём ум и сосредотачиваться только на мыслях хороших и думать всё время о хорошем. Вначале это сложно, но потом будет лучше, лучше и лучше. Есть такие религии, в которых вот так вот обучают людей. И вся медитация сводится к тому, что ты должен держать на мысли или безмыслии. Знаете, с чем бы я это сравнил? Вот я бы это сравнил, не в обиду, им будет сказано, я ко всем религиям отношусь очень хорошо и замечательно, в каждой религии есть зёрна, и в каждой религии, какая бы она ни была, есть указания на путь. А дальше дело людей. Так вот, к чему это всё? Вот эти практики я бы сравнил с обезболивающими лекарствами при развитии смертельно опасной болезни. Человек, принимая обезболивающие, чувствует себя умиротворённым, легче, практически здоровым, в то время, когда смертельная болезнь развивается всё больше и больше и обязательно ведёт к летальности. Почему? Потому что обезболивание есть, а лечения нет. Поэтому болезнь свободно и невидимо развивается. Это неправильно. Любая работа с мыслью — это всего лишь возня в песочнице, материальной, трёхмерной песочнице. О хорошем ты думаешь, о плохом ты думаешь. Ты думаешь. Ты не постигаешь более глубокого. Вот ещё бы я бы дал такое сравнение. Ты пришёл на озеро и любуешься его поверхностью и гладью. Разве ты познал это озеро, его глубины, его воды? Пока не нырнёшь, ты не узнаешь. И вот для того, чтобы узнать, что в этих водах, тебе нужно занырнуть. А смотреть на воды и рассуждать о том, что плавает на них, можно, конечно, но ты не узнаешь, каково на самом деле это озеро. Приблизительно так. Да, и вот как раз все эти образы, это же как иллюзия на этом озере, как испарение в жаркий день. И вот здесь вот такой момент, что сознание, оно подтягивает всё, что ему известно. Оно всегда подменит, оно всегда додумает, оно всегда искажает и дорисует что-то, кажущееся. Всё для того, чтобы завлечь человека. И притягивает из кладовки своей памяти всё, что знает, всё, что подходит. Но это происходит только тогда, когда человек стоит на берегу и не решается войти в эти воды, в это озеро. То есть он не движется вперёд. Вот эти образы, они как способ привлечения внимания. То есть для человека, который ищет это озеро, они привлекают его внимание. но для того, кто уже хочет познать глубину, для того, кто хочет занырнуть в это озеро, вот они уже начинают отвлекать. Совершенно верно. Как мы уже говорили, образы, они отвлекают, и они, наоборот, настраивают Личность. Ну вот говоря, что происходит? Давайте рассмотрим просто. Образ. Образ — это всегда трёхмерный. И он ассоциируется с привычным для нашего сознания трёхмерностью. Для Личности, а Личность она воспринимает не только трёхмерность. Но она не активна здесь, в трёхмерности, да? Да. Трёхмерность она воспринимает только через сознание. Сама по себе она не может его воспринять, этот мир трёхмерный, так, как мы его воспринимаем через сознание в образах. Значит, по-любому, любой образ, он приходит через сознание, то есть через такое промежуточное звено. Можно ли человеку, скажем, войти в мир духовный посредством сознания? Нельзя. Но информация, даже те же знания, они распространяются в первую очередь трёхмерностью. И вот когда человек чувствует, что они истинны, он начинает заниматься и освобождаться с помощью того же сознания. И вот здесь сознание, оно работает как некий посредник, который сам себя же и разрушает. Вот чем отличаются знания в чистоте своей от искажённых знаний? К примеру, истинные знания, они всегда говорят, просто и указывают путь, не больше. В них есть чистота, которую чувствует Личность. В них всегда сохраняется сила. Сила, идущая от Духа, которую вот как раз и передают пророки, ну или кто не говорит, вестники, скажем так. Но опять-таки, когда они приобретают искажения, они прельщают ум, но не прельщают Личность. Личность может прельщаться, если частично изменены. То есть есть подмены, но незначительные, сохраняя ещё и суть сказанного. Но такие подмены, они опасны, они отвлекают, но в то же время они сохраняют хоть немного сути и той внутренней силы, которую они несут в себе. И здесь всё равно у Личности есть шанс вырваться. Но когда включаются в значительной степени образы, когда включается жажда магии или ещё чего-то, а образ — это прежде всего трехмерность, а за трёхмерностью всегда стоит жажда магии, жажда получения материальных благ, сил и тому подобное. Вот об этом и говорили те, кто проходил этот путь и понимали, в принципе, в любой религии. И почему своим ученикам они советовали избавиться, в первую очередь, от всего земного, то есть от образов в духовной практике и стремиться всей душой, всем сердцем, как они называли Личность, именно к Богу, то есть тем чувственным восприятием стремиться к Миру Духовному, именно к слиянию, соединению с тем Миром, тогда и сознание уступает. Но опять-таки, подчеркну, сознание служило здесь промежуточным звеном. То есть когда человек не обладает свободой, он зависим от трёхмерности, и с ним можно беседовать лишь через его сознание. И вот здесь важно, что даётся и как даётся. Если знания чистые и всё происходит честно, как говорится, без подмен, то они передаются и они доходят до Личности. И человек чувствует это всё. Чаще всего. Первое, что воспринимает человек, это возмущение своего сознания. Сознание начинает шуметь, но человек чувствует вот это вот чувство искренности. Оно преодолевает нежелание сознания в познании этой Истины. Ну так оно и рождается, самоистина. То есть сознание, оно часто манипулирует, обманывает и подставляет человека именно через образы. Вот, к примеру, ты встретил человека и его внешний вид, образ, он порождает в твоём сознании одно впечатление, один образ. Сознание нарисовало в себе какой-то шаблонный идеал или наоборот, что вот всё плохо. А потом совместная работа или жизнь с этим человеком и весь идеал, твою же иллюзию, твоё же сознание, тебе и разрушило. Почему? Потому что твоё сознание, оно узнало, что говорит сознание этого человека. То есть по-хорошему человек подсознательно тянется к духовной части другого человека, но тут вмешивается сознание и оно всё переворачивает на гордыню и власть над себе подобными. Но вот если ты работаешь над собой и живёшь иным восприятием, глубинными чувствами, то ты уже различаешь правду от лжи, вот эти подмены. То есть сознание тебе говорит и рисует одно, а ты-то уже чувствуешь совсем другое. Да, и ты понимаешь, что вот в трёхмерности это всего лишь образы, которые существуют только в твоём сознании и только тогда, когда ты сам питаешь их вниманием. Да, так у нас и общество всё построено под линейку гордыни и власти над себе подобными. То есть под доминацию сознания. Всё на образах, всё на каких-то мнимых представлениях о себе, о людях, о мире в целом. Телевидение, интернет, взять те же фирмы, организации, реклама. Всё проакцентировано на образах. Образ — это инструмент магии. То есть если в человеке доминирует сознание, то образ может служить для порабощения, так как образ привычен. Вот это даёт понимание, почему, ища путь к Богу, не следует замыкаться на образах. Совершенно верно. К примеру, возьмём инкультурация. Что такое инкультурация? Это же сплошные образы, это же приспособление новой религии к культуре местных народов. И таким образом замещение традиционной религии на новую. Совершенно верно. Вот возьмём христианство. Что происходило, когда начали распространять то же христианство? Как раз замещение происходило одних образов другими. Ведь по истории первые церковные опыты по инкультурации христианства, это же пошло с проповедей Павла. Вот когда он пытался укоренить новую религию среди греков и римлян. А когда уже христианство стало официальной религией, ну сначала одной организацией, потом раздробилось на несколько организаций, то, например, в миссионерской деятельности те же католические храмы в разных странах, их же стали оформлять как? Так, чтобы оно подходило к местной культуре. Да, это верно. Вот, например, на иконах что изображали? Опять образы, образы главных библейских персонажей, Иисуса, Девы Марии, апостолов. Но вот интересно, как их изображали? Их изображали с чертами лица, которые совпадают с внешними фенотипическими особенностями местных народов. Совершенно верно. Они начали вводить в своей миссионерской деятельности определённые подмены. К примеру, Иисуса или Марию в африканских странах вносили в иконопись как африканцев, тёмнокожих. Это привычный образ, который не отторгался. Почему? Потому что белые были бы якобы отторжены большинством. Лишь некоторые, чувствуя, что есть в этом учении зёрна, истины, могли пойти. А в связи с тем, что прежде всего религиозная организация — это организация, и для неё важна массовость, поэтому вводились такие определённые подмены, где выдавали святых уже затемнокожих. Они были близки, они были воспринимаемы африканским населением, и те с лёгкостью это принимали. Инкультурация, она шла не только в подмене образов, но и многих праздников, определённых, скажем, религий, которые замещало христианство. Они вводили эти культовые обряды тех религий, которые доминировали на территориях, куда вводилось христианство, в христианство само. Ну и таким образом прельщали, проще говоря, тех людей, на территории которых проходило как раз введение христианства. То есть в буквальном смысле слова проходило введение. Да, много примеров. Вот те же старославянские святки, которые уже под влиянием христианства стали связываться с рождественскими обрядами, атрибутами которых были свеча, как жизненный огонь человека, и зеркало. Ну и не только в христианстве есть такие праздники, которые были заимствованы из более древних религий. Вот, например, в странах Средней Азии, где традиционно исповедуется Ислам, отмечается праздник Навруз-Байрам, то есть Новый год. Это один из древнейших праздников. Он отмечается в ночь накануне Дня Весеннего Равноденствия. И вот интересно, что этот праздник отмечает ежегодное поражение Злого Духа и празднование воскрешения из-под земли Доброго Духа, несущего свет, почти как современная Пасха. Интересно, что одними из главных атрибутов стола являются свечи, зеркало и крашеные яйца. Все они имеют символическое значение, и это значение связано с духовной интерпретацией этих символов. Вот, например, свеча — это внутренний огонь человека, его жизненная сила, а яйцо символизирует зарождение духовной жизни человека. И вот праздник Навруз праздновали еще в эпоху рассвета древней религии из арастризма, которая предшествовала и христианству, и исламу. «Жизнь временной не бывает. Временным бывает только существование». Ригден Джаппо Весь этот временный мир является иллюзией зеркальных пересечений, захватывающей внимание человека лживой реалистичностью теней, их игрой взаимных созерцаний. Это множественное зеркальное отражение Единого, которые составляют сущность иллюзорного мира, мира множественных псевдокопий. Эти зеркала, проворачиваясь, лишь искажают отраженный свет и не являются таковым светом по своей сути. Иллюзия возникает из-за прельщения человека желаниями этого мира, его нежелания проникнуть в настоящую реальность. Отражений больше, они прельщают взор человека, сосредотачивая его внимание на мёртвом. Истинное начало вкрапления силы Аллата сравнивалось с горящей свечой. Упоминалось, что как только исчезнет горящая свеча, всё видимое исчезнет и обратится в ничто. Свеча — это постоянное горение, зеркала — это постоянное отражение. Всё является отражением чего-то, следствием и причиной. Что больше привлекает внимание человека в его жизни, зеркальная игра множественных отражений материального мира или истинный духовный источник, частью того в результате он и становится. «Лишь тот, кто не привязан к видимому, радеет о душе». Так и происходит в истории постоянное нововведение хорошо забытого старого, когда одна религия сменяет другую, но при этом претендует на свою уникальность. Опять-таки, хорошо это или плохо? С одной стороны, можно сказать, что плохо, с другой стороны, если посмотреть, что здесь плохого. одна религия заменялась на другую, человек в праве выбирать, кому служить и как себя вести. Опять-таки, кто это делал? Люди. Через что? Через своё сознание. Для чего? Для того, чтобы популяризировать свою веру. То есть из хороших побуждений использовали определенные инструменты трехмерности, чтобы достичь определенной цели. А хорошо это или плохо это судить каждому? Я, например, честно говоря, ничего плохого в этом не вижу. С одной стороны, они как бы подменяли религии, которые устоялись на свои религии. Ну это же организация. Если мы проведем параллель с любой, давайте возьмем спортивную одежду, везде свои знаки, популяризация, реклама, свои одежды. Правильно? Если есть на определенной территории какой-то человек знаменитый или узнаваемый, достаточно надеть его в свою спортивную форму, и люди начинают подражать. Ну это естественно, это опять-таки мы уходим к приматам и уходим к тому, как работает сознание. Сегодня же использовался инструмент сознания. Но кем использовался? Людьми, которые, прежде всего, заботились о том, чтобы их организация процветала и расширялась. Так же, вот как организация, которая торгует спортивной одеждой, к примеру, или производит ее. Но что можно хотеть от людей? Хорошо — это плохо. Как для организации это хорошо. а для людей, которые получали эти знания. Но если они получали эти знания и не пользовались, как я уже говорил, нет плохих религий. Все религии хорошие. В любой религии, как в любой организации, есть плохие люди, которые служат прямо противоположно, не соответствуя своей религии, не соответствуя тем учениям, которые сказаны в этой религии. Но опять-таки, они всего лишь рабы системы, они всего лишь рабы сатаны. Что сделаешь? Люди есть люди. Да, к сожалению, но мы живем в потребительском обществе, где естественный для каждого человека духовный путь ограничен, в лучшем случае, рамками той или иной местной религии. А религии, они же заключены в рамке какой-то конкретной организации. И, соответственно, их популяризация в таком обществе, в потребительском обществе, идет не через чувственное духовное восприятие людей, а через образы, через желания от сознания. Поэтому до сих пор и присуще такое явление, как инкультурация. Вот если посмотреть глубже, что такое инкультурация? Ну вот если отбросить всё, это рекламный ход всего лишь навсего. Это естественное эволюционное развитие той или другой организации. Эволюционное развитие Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Михайлович, знаю на собственном опыте, что может возникнуть такой вопрос. Потому что в своё время информация о инкультурации стала для меня, откровенно говоря, шоком. Потому что ты вдруг в себе обнаружил, что твоё сознание незыблемо считало, например, Иисуса или Марию своими, похожими на твой народ. Что они именно такие, какими ты видел в детстве их на иконах. То есть ты верил в это, это тебя устраивало, но этим самым ты и ограничивался. Вот можно сказать, что из-за собственной лени и своей гордыни дальше этого в своём духовном познании ты и не шёл. И вот поэтому шаблоны от сознания, они и рухнули. И вот сознание тут же начало искать, кого бы в этом обвинить во внешнем. Но, слава Богу, шла работа над собой, и были определённые чувственные понимания. И благодаря этому ты понял, что враг как раз-таки у тебя внутри, что сознание тебя ограничивало, что именно оно заставляло верить в картинки, а не искать духовную суть, о чём и говорилось в учении этой религии. Но вот тогда ещё оставался один вопрос. Вот когда я впервые узнала, что дело не в образах, то столкнулась с такой шаблонной мыслью от сознания. Ну как же так? Это же сам Иисус, это же сама Мария. Как же я буду гнать их от себя в молитвах? Это же неправильно. Когда человек выполняет какую-то практику или же к нему приходит образ любого святого, он приходит в образе трёхмерном, то не отвлекайся. И вот многие святые об этом говорили. Даже если перед тобой являются Иисус или Мария, гони этот образ. Не их гони, а образ гони. Почему? Потому что сознание это всё обличает в образ. Это значит, что суть этого образа — отвлечение. Значит, человек находится не в духовном состоянии, а лишь в изменённом состоянии сознания. И этот трёхмерный образ есть не что иное, как заблуждение, даже если говорить правильные вещи. Но подтекст будет обязательно во вред человеку, а не в пользу. А когда человек в духовной практике воспринимает, даже тех же представителей от Мира Духовного, он их чувствует, то есть нету чёткой трёхмерной формы. То есть тут он уже чувствует, а не видит. Он чувствует. Внимание своё он уже не перенаправляет. Конечно. И ведь людям же не говорят, например, что Богородица — это Дух, что есть на самом деле Богородица. Потому что если утрачивается понятие Дух, то остаётся только одно материальное понимание. Понимание того, что это Мать, что это защита и забота. И вот здесь очень такую подлую роль играет сознание с людьми, потому что оно активно продвигает образы через те же религии, как элемент магии. То есть вот там, где люди должны поистине научиться пониманию и умению жить Миром Духовным, Миром Бога, глубинными чувствами, получается вообще другая история. Люди застриют на образах, и дальше этих образов просто не двигаются, потому что сознание в этот момент пытается сконцентрировать силу внимания человека на вот этой подмене, на магии. То есть человек, он, взывая к нарисованным другими людьми образам, он просто начинает потребительски просить себе чего-либо земного. Правильно говоришь. Вот когда начала изучать этот вопрос, то уже по-новому увидела и Знания из книги «АллатРа», поняла, что изначально в раннем христианстве там ведь практически не было образов, там были знаки и символы. Правильно. И вот поэтому в обновлённой религии, привнесённой пророком Мухаммедом, чётко говорилось о том, что не создавайте никаких образов, и они отходили от образов, почему в них запрещено иконы, изображения того же Мухаммеда, запрещено и всё остальное. Чтобы сознание не создавало образ, нужно чувственно воспринимать, постигать нужно чувственное восприятие. Этому Мухаммед и учил своих учеников — воспринимать чувственно мир духовный и представителей от мира духовного, но не зрительно, не визуализации, не с помощью галлюцинации. В этом смысл. Да, ведь в самом же исламе не признают изображений в украшении святынь. Мусульмане слагают абстрактные узоры и рисунки. Совершенно верно. Используют для этого эпитеты имена Бога или стихи Корана из арабского письма. Правильно. Сами же имамы мусульманны говорят о том, что те, кто думает, что Аллах имеет облик, будь то света юноши или старца, они не знают Всевышнего Аллаха, что это просто их воображение и представление, то есть это их иллюзия, несуществующая в действительности. И беда этих людей в том, что они не понимают существование без тела, поэтому и упорно приписывают Аллаху также тело и свойства человека. Но в Коране сказано, что нет ничего подобного ему, имеется в виду Аллах. Да, и Бог не имеет предела, чтобы можно было его представить и постичь мысли на его природу. Что бы ты в мыслях своих ни искал, ты не сможешь найти, чтобы описать его великий лик. Ибо нет у него лика, он настолько велик, что нет ничего подобного ему. В принципе, вот сейчас более обширное дано пояснение, что такое образы на иконах той же Девы Марии и что такое Богородица на самом деле, как Дух. Но вот тогда ещё возникал такой вопрос от сознания. А как же вот к людям приходят образы Божьей Матери по всему миру? Почему система часто использует образы? По поводу того, что практически по всему миру люди религиозно настроенные, даже и не настроенные религиозно, часто испытывают видение представителей Мира Духовного, то есть в привычных образах. Очень часто видят Марию, Деву Марию, как помощницу скорую. Но опять-таки в большинстве случаев это как раз и есть создание антипода Марии. То есть сознание использует привычный образ для того, чтобы закрепить людей именно в материальном. И вот заметьте, человек, находясь в болезненном состоянии, молится, к нему приходит образ той же Марии, да, и он исцеляется. Что будет происходить с этим человеком? У него закрепляется вера, вера в сознании, но сомнения внутри. И человек не идёт духовно развиваться сам. Он застреёт именно в том моменте, что его выбрали, он избранный, к нему пришли, его спасли. И разве, вылечившись от болезни, человек спасся? Простой вопрос. Он что, теперь не умрёт? Он стал бессмертным? Это уловка от сознания. Что в нём зародится? В нём зародится, да, вера, да, понимание, но и страх. Страх, который не даст пройти Мир Духовный. Он просил чего? Материальных благ, разрешение какой-то конфликтной ситуации, улучшение жизни. Что в конечном счёте он получил? Такую возможность. Но что теперь происходит? Боясь утраты. Что мешает? Страх. Имеет возможность? Имеет. Но страх перед неизвестностью. Но страх, исходящий от кого? От сознания. От того, кто перед иконой просил помощи. И этим он его запирает. Потребительское отношение к Духовному миру. То есть он будет просить ещё раз, если он… Обязательно. Он будет просить всегда. Он не будет делать сам. Зачем что-то создавать самому, если можно просить и получать? Так же ж проще. Но бывает и такое. Человек реально чувствует вмешательство. Человек, который должен что-то сделать в жизни, что-то хорошее, или он стоит на пороге, скажем, перед выбором, он чувствует присутствие, и он понимает, что это влияние Марии, именно её. Но он не в виде трёхмерного образа. Это чувственное восприятие. В этом смысл. Чувственное восприятие. И уже когда идёт магия. А магия, она всегда идёт от системы. Она не идёт от Мира Духовного. А Миру Духовному не нужна магия. Зачем ему вмешиваться в этот мир? Бывает прямое вмешательство, это редкие исключительные случаи. Но чаще всего это просто, скажем, кредит доверия, назовём так. Это проявление той силы, которая идёт на помощь именно людям для духовного развития, как Личности, когда её можно чувствовать даже на физическом уровне. Это в помощь людям. Но многие люди используют эти силы для проявления метафизических способностей в себе, для их развития. Опять-таки они переворачивают это всё во вред. Почему они переворачивают это всё во вред? Диктовка сознания. А разве он как Личность не чувствует и не понимает, что вот эти карпицы живительной росы нужно сохранить и использовать их на пути через пустыню? То есть приумножить их. Правильно? То есть их нужно не просто сохранить, но и пройти благодаря им вот этот путь. Но сознание тут же отвлекает и говорит, «А давай вложи вот сюда». Человек вложил, увидел эффект. Вот видишь, получается. Вот ты что-то приобрёл в трёхмерности. А что ты можешь здесь приобрести? То, что из тобой останется? Ничего. Это всё иллюзия, это всё временно. Очередная картинка в твоём сознании. Так работает сознание. То есть заставляет, как Вы сказали, постоянно возвращаться и возвращаться к Источнику, да? Желать его, этого Источника. И человек стремится к этому Источнику, сам не становясь им, а стремится к нему, чтобы опять-таки взять и использовать на трёхмерность. Приходит за дополнительными силами. Совершенно правильно. Накопление сил, не больше. Почему редко используются эти инструменты? И в действительности редко это даётся. Но это даётся как бы в крайних случаях, когда это нужно на помощь людям. Ну не больше. Ну потому в первую очередь, что люди часто это используют на трёхмерность, а не для духовного роста. Ну иной раз это используется просто как подтверждение или как печать её называли. То есть печать силы — это то, что проявляется. Игорь Михайлович, вот Вы говорили как раз-таки проявление Божьей Матери, ангелов и тому подобное. Люди задаются вопросом, чем отличается духовное видение от плода их воображения вообще? Что такое духовное видение? Духовное видение — это как раз видение реальности. А вот сейчас, пытаясь это объяснить, я могу опять-таки просто людей запутать. Потому что сознание, вот воображение, галлюцинация сознания, оно всегда рисует в привычных формах, в тех, которых мы можем себе представить, в тех, которых мы видим. Вот заглянив в сознание, оно тебе покажет много, да? А как можно увидеть проявление святого, Духа, Ангела, ещё что-то? Только очами внутренними. Но они не покажут картинки трёхмерные. Да, только очами внутренними. И вот интересно, что люди, которые по-настоящему на практике идут по духовному пути, они понимают друг друга вне зависимости от принадлежности к той или иной религии. Потому что истина, она на всех одна. И это ты понимаешь, когда вот читаешь письма из разных уголков мира или общаешься с людьми, которые выросли среди разных культур и религиозных традиций. Вот, например, что в христианстве, что в суфизме, как говорится о постижении Любви Божьей. Вот в трактатах по суфизму практики описывают, что значит «ведать Бога». Вот это «жить сердцем, созерцая Бога». Причём под созерцанием суфии как раз понимают духовное видение. Вот они подчёркивают, что некоторые люди впадают в ошибку, полагая, что духовное видение и созерцание — это некий образ Бога, образ, который формирует и выдаёт их сознание в силу каких-то своих представлений, в силу памяти или ума. Ну а как же? Это же программа шаблонов сознания. А вот настоящее созерцание — это уже как следствие, следствие усердия в искренней восторженной Любви, Любви, которая возносит тебя как Личность на такую высоту, где сама внутренняя Жизнь, она становится единой устремлённостью к возлюбленному, к Богу, к Дуфовному миру. Только для Него. И вот это внутреннее понимание, что кроме Него ничего больше не существует. Да, потому что ты понимаешь, что работа над собой, она прежде всего проявляется через искренность и через честность. И это всё в самообуздании. То есть это не кому-то нужно, это нужно в первую очередь тебе самому. Здесь уже возникает вот эта внутренняя потребность жить Божьим, жить Миром Духовным. И ты уже жаждешь этого внутреннего соприкосновения погружения в эту бескрайнюю радость Любви, вот этой Жизни глубинными чувствами, потому что оно даёт тебе настоящее, оно дарит тебе Жизнь, оно живит тебя Любовью. Ты чувствуешь, что ты ею наполняешься, ты чувствуешь радость от того мира, которое временно и не бывает, как оно льётся через край, как её много, как она через благодарность и Любовь проявляется в безграничности своей. И ты понимаешь, что это так просто. И ты от этого испытываешь такую благодарность, ты находишься в такой благодати. Её очень сложно передать словами. Ты просто соединяешься с Источником вот этой Божьей Любви и становишься её частью. И ты жаждешь беспрестанно излучать эту Любовь и пребывать в ней, потому что в такие моменты ты понимаешь, что Дух в свободе. Да. Чтобы присоединиться к Миру Духовному, нужно пребывать на стороне Духовного мира и самому стать Духом, тогда и присоединишься. То есть Дух может сблизиться с Духом, материя с материей. Огонь с огнём, вода с водой. Но огонь с водой не смешается. Игорь Михайлович, вот ещё такой вопрос в письме от человека, который практикует суфизм. Вот в тех же трактатах по суфизму есть такое описание, что когда человек совершает муджахад, то есть внутренний джихад против своих низменных страстей, то ему открывается мушахадад, то есть вот это блаженное созерцание и бесконечное Любви, вот это продолжительное изумление величием, могуществом Бога. И вопрос в чём? Вот когда человеку открывается вот это Духозрение, стираются ли различия между этим земным миром и миром духовным? В действительности, когда у человека открывается мушахадад, то различия не стираются ни в коем случае. Просто обретаются новые, отличимые от всего восприятия, к которому привык человек, как Личность, к тому восприятию, которое подсовывает ему его сознание. Он приобретает новое, оно ни с чем не ассоциируемое в этом мире. И даже его описывать сложно. Вот как, к примеру, писать Любовь Божью земными словами, мы пробуем, много раз об этом говорим, но это всё равно искажение, это всё равно приземление того счастья. Вот мы говорим «счастье». Что счастье в понимании людском? Это временное, сиюминутное, быстро проходящее явление, а там оно бесконечно. Мы говорим «бескрайнее счастье», и мы сравниваем бескрайний океан с каплей на твоей ладони. И вот эту каплю на ладони мы и называем бескрайним счастьем в мире сием. А на самом деле это океан. Он безбрежен, не имеет ни начала, ни конца. И вот тяжело это передать. То есть различия между Миром Земным и Миром Духовным, они не стираются, а… Различия не стираются. Они становятся, наоборот, явны. Это и к чему подобная передача о таким манерам Знаний или опыта? Оно красиво философски. Оно звучит, об этом говорят и пишут. Ведь для сознания это приемлемо, что стираются грани. И для него это заманчиво. Вот именно для сознания заманчиво. Что грань стирается. И этот мир плавно переходит в тот. И тот мир есть частью этого. Как и ниянь, да? Ну понятно, что, скажем, то, что Дух присутствует в этом мире, и всё Живое, потому и Живое, что есть Дух. Уберет Дух, он исчезнет всё. Значит, часть Мира Духовного присутствует здесь. Но она присутствует как движение, не больше. А дальше всё делается уже так, как делается. но делается по воле князя, который управляет этим. И дана ему эта власть. И не потому, что он там восстал, он там силён, или он там равен Богу, и он отвоевал свой мир. Нет, ни в коем случае. Мы уже об этом много говорили, повторять не будем. Но смысл здесь кроется в том, что системе выгодно, чтобы сознание людей так воспринимало. Это тешит её гордыням. А на самом деле всё как раз резко меняется. Вот как раз и исчезают образы. И есть понимание пустоты этого мира. Вот почему мы много раз говорили, и опять повторюсь, по поводу того, что Личность не воспринимает мир трёхмерный. Личность начинает воспринимать этот мир с гораздо высших измерений. Но с гораздо высших измерений, а даже говоря языком физики, этот мир превращается в ничто. Он смешон. Он правда смешон. Если было бы такое зеркало, которое бы отображало для сознания то, что видит и как воспринимает этот мир Личность, то я думаю, это было бы самое крутое шоу, которое могло бы быть в этом мире. Почему? Потому что то, что мы считаем жизнью, оказывается пустотой, которая всего лишь движется, сменяя иллюзии. Поэтому вот подобные толкования немножко вводят в заблуждение людей и усиливают, к сожалению, влияние сознания на Личность. И людям, которые вдаются в какие-то размышления по поводу вот подобных изложений, тяжелее вырваться, потому что Личность получает информацию от сознания о том, что должны стереться грани и всё стать единым. Ну вот она и ищет потом путь туда, где всё едино. А различия есть. Не бывает живой, а мёртвым. И уж тем более мёртвая жива. Да, действительно, это очень полезная информация, как для практика. Потому что вот ещё очень частый пример, да и сама с этим сталкивалась в начале пути, что когда человек только начинает практиковать, то первое, с чем он сталкивается, это вот страх от сознания, то есть вот выйти за пределы привычного. И вот когда, например, у человека впервые в жизни получилась практика, и он соприкоснулся, вот первый опыт соприкосновения с духовным, то вот это первое соприкосновение с неведомым, оно как бы вызывает ещё и атаку от сознания. То есть сознание навязывает ему страх. Во-первых, страх того, что человек может потерять свою самоидентификацию. Свою ли самоидентификацию? Вот в чём вопрос. И, по сути, ведь своё «Я» может потерять только сознание. Что сознание, оно боится новизны. Вот особенно вот в этот момент, о котором ты говорила, в момент соприкосновения с духовным, запредельным для него. Потому что сознанию оно неведомо, и путь у него закрыт туда, оно не знает, не понимает. И поэтому, как сказал Игорь Михайлович, в этот момент просто происходит выход Личности за те пределы, на которых может функционировать сознание. Ну да. А если человек не повёлся на первый страх, возникает второе от сознания, то, что у тебя больше такого никогда не получится. Да. Но сначала оно говорит, что, мол, запомни вот эти ощущения, которые сейчас были там или которые были в прошлом, и обязательно их повтори в следующий раз. Ну конечно, потому что оно уже знает, что в следующий раз точно так же у человека не получится. Почему? Потому что, начиная выполнять в следующий раз духовную практику, вот будешь напрягать сознание и вспоминать, как же было это у тебя в прошлый раз. А сознание, оно же ещё и приукрасит твоё вот это героическое прошлое. И ты попал на внимание. Не практика, а какой-то фильм про супермена от сознания, где режиссёром выступает твоя гордыня. Ну и что может вообще показать тебе сознание? Оно показывает очередные иллюзии, образы, всё кажущееся, потому что это всё, на что оно способно. Вы абсолютно правильно заметили, что сознание создаёт иллюзию. И к этой же иллюзии пытается привязать Личность. Но заметьте, не к практике, не к предыдущему опыту, а к той иллюзии, которую создало сознание на фоне от предыдущего опыта. То есть человек, практикуя духовную практику, независимо от того, молитва, медитация, ещё что-то, то есть он получает чувственный опыт, настоящий опыт, опыт восприятия Мира Духовного. В нём проявляется то, что невозможно описать словами. И вот здесь первичное сознание, так как оно имеет достаточно выраженную связь с Личностью, оно получает отголоски, всплески. Оно не получает информации того, что восприняла Личность там. Оно получает всего лишь отголоски. Не пламя костра, а, скажем, далёкие блики и лёгкое тепло. Но на основе этого оно создаёт свою иллюзию. И после того, как человек вышел с духовной практики или с молитвы, через определённое время оно заставляет его анализировать, что ты ощутил, что ты воспринял, и уже навязывает своё в интерпретации от системы. Это абсолютно не тот опыт. Личность получает истинный опыт, а сознание создаёт иллюзию на базе этого опыта. И в последующем оно уже начинает рассказывать Личности, что ты должен прочувствовать то-то, то-то и то-то, то есть выводит его в материальный мир. Оно заставляет его прочувствовать физические проявления, которые он чувствовал во время практики. Но опять-таки что происходило во время практики? Когда Личность соприкасалась с тем неведомым для сознания, приобретая духовный опыт, естественно, что происходит, это банальная физика, происходят другие, скажем, более сильные проявления энергии, другие виды энергии. И в теле физическом тоже есть как бы отголоски этих проявлений. И сознание, подчёркиваю опять, первичное сознание, оно их воспринимает и в последующем настраивает. Личность говорит, что у тебя ничего не получится, ты случайно туда попал, а вот теперь для того, чтобы попасть и укорениться, ты должен вызвать в себе вначале вот эти ощущения в физическом теле, у тебя должно быть изменённое состояние сознания. Ну и начинает рассказывать то, что оно восприняло. Но опять-таки всегда с подменой. И человек, пытаясь что-то сделать, он уже делает с помощью сознания, и у него не получается. В последующем сознание ему начинает рассказывать, а был ли тот опыт, или это была иллюзия, или это было какое-то самовнушение, аутогипноз. Может быть, это была галлюцинация, может быть, это так совпало, что ты это прочувствовал. На самом деле, как видишь, этого не существует. И то, что об этом говорят другие люди, они впадают в заблуждение, в иллюзию. Это у них, говорит, некий фанатизм, ну вплоть до каких-то психических расстройств, что они видят то, чего не существует. И вот если ты будешь это практиковать и этим заниматься, с тобой тоже случится беда. Поэтому лучше этого не делай. Почему? Ты же попробовал, у тебя не получилось. Значит, этого нет. Вот так часто и густо сознание просто-напросто отводит людей от истинного пути, заменяя элементарными какими-то театральными представлениями в трёхмерности, заставляя человека делать что-то физически, выполнять какие-то практики, правильно сесть, правильно встать. Да какая разница, в каком положении твоё тело? Да какая разница, что ты делаешь в трёхмерности? Стучишь ты в бубен, слаживаешь камни или, не знаю, или ещё какую-то обрядность? Это всего лишь обрядность. Это всего лишь то, что навязывает тебе система. Бог, Он рядом. Он действительно ближе, чем твоя сонная артель. Он очень близко и очень легко к нему прийти. Но на пути стоит гораздо большее, чем горы. На пути стоит сознание, а сознание — часть системы. То есть на пути к Живому стоит мёртвое. И это надо помнить. И не сосредотачиваться ни в коем случае на том, что рассказывает тебе сознание. Нужен духовный порыв, духовный опыт. Нужно учиться просто Жить им. А Жизнь — это прекрасно. И что бы сознание ни рассказывало, как бы оно тебя не уговаривало на то, что у тебя ничего не получится и ты ничего не можешь, тебя это не касается. Оно говорит всего лишь за себя. У сознания это действительно не получится. И оно действительно ничего не знает о Мире Духовном. Так, отголоски, о которых общаются люди, которые что-то постигли. И из этого делает свои иллюзорные картинки. Поэтому главное идти и не сдаваться. И не слушать Сусаниных, которые ведут не туда. Я имел в виду своё же сознание. Потому что своё же сознание — это не твоё, это часть системы, и это не надо забывать. Тогда всё будет хорошо, тогда всё получится. Да, а когда ты живёшь чувственным восприятием, то ты просто живёшь. И в этом огромная разница, потому что ты как воздухом дышишь. И ты просто знаешь внутри, как это — дышать. И всё. То есть сознание не даёт свободу Личности. Надо просто знать, что если один раз получилось, то второй раз просто не грезить, не обвинять всех окружающих в том, что у тебя не получилось. Потому что это же такой приёмчик, это привет от сознания, когда оно ищет врага во внешнем. Надо просто понимать, что сознание может ставить такие препятствия, потому что ему не выгодно, чтобы ты духовно освободился. И вот когда ты понимаешь, что это просто работа сознания, что это оно так действует, и ты не борешься с ним, а просто дальше открываешься в свободе. То есть ты понимаешь, что всё становится очень легко, что нет у тебя привязки к прошлому, нет привязки к будущему. Ты понимаешь, что в духовной практике постоянное сейчас, потому что это есть настоящая жизнь. А в настоящей жизни каждое мгновение неповторимо. Абсолютно верно. Тогда ты просто живёшь внутренним, ты внутри наполнен. Ты видишь вот эту разницу, когда смотришь земными глазами на человека, а когда смотришь внутренним духовным взором. Становится очень легко отличить правду от лжи, потому что кто бы что ни говорил, а ты уже чувствуешь, как происходит на самом деле. Человек становится для тебя как на ладони. Видны все его мысли от сознания. Виден он весь по сути своей духовной, потому что ты чувствуешь, а чувства невозможно обмануть. Ты чувствуешь, кто пустой внутри и нет за ним духовного опыта, о котором вещает его сознание. Также ты чувствуешь тех, кто, как и ты, в постоянной практике находится, тех, кто живёт духовным миром, кто наполнен этой Божьей родной Любовью. Ты видишь его духовную суть, потому что ты чувствуешь её изнутри, и ты понимаешь, что за этим стоит нечто большее, то, что вас объединяет. И вот этот опыт, он не похож на тот, что был в привычной жизни, когда ты вниманием кормил сознание. Потому что в трёхмерности ты питал образы, ты питал своё сознание. А когда начал жить духовным миром, то всё своё внимание устремлено через глубинные чувства к Богу. Твоё внимание направлено к родному, к источнику. Ты просто живёшь Духом. Каждый выбирает, как ему жить. Каждый выбирает сам. Ты абсолютно правильно заметила. Духовное зрение разительно отличается от зрения земного. Духовное зрение даёт понимание Истины. Ты видишь то, что действительно есть. А земное зрение — это всего лишь то, что сознание хочет тебе как Личности навязать или показать. То есть создаёт очередную иллюзию, ту, которой ты должен верить, ту, которая должна тебя отвлекать от твоего истинного предназначения, от того, для чего ты здесь. В этом огромная разница. Также за ложь. Ложь — это элемент системы. В духовном мире нет лжи и быть не может. В духовном мире только правда. Почему духовное зрение, опять-таки подчёркиваю, оно всегда показывает то, что в действительности есть? Важный момент. Люди стремятся к магии из-за того, что в действительности Личность стремится к духовному развитию. То есть Личность чувствует вот эту потребность духовного развития, развития нечто запредельного, а сознание эту потребность просто подменяет на магию? Да. Здесь есть смысл. И смысл как раз кроется в том, что Личность стремится узнать правду, Личность стремится к свободе, к настоящей свободе. У Личности нет и быть не может врагов в Мире Духовном имеется в виду или с позиции, с понимания Духовного мира. Личность абсолютно свободна. Она ищет эту свободу, она к ней стремится. А сознание, как мы уже не раз говорили, делает всё для того, чтобы Личность не смогла развиться как духовное существо, то есть для того, чтобы сохранить свою власть, свою иллюзорную власть над Личностью. Правильно, абсолютно сказала правильно. И, к счастью, хочется отметить, что очень многие люди это начали понимать. И действительно, со многими можно разговаривать молча на сегодняшний день. И забегая вперёд скажу, что с каждым годом таких людей будет становиться всё больше и больше. И это приятно. Это действительно приятно. Смысл заключается в том, что язык практиков или людей, идущих по духовному пути, действительно стремящихся к Богу, вне зависимости от их религии, от вероисповедания или ещё чего-то, он един. И люди чувствуют друг друга. Бог в действительности один. Духовный мир — он один. И людям абсолютно нечего делить. Разделяет сознание. Оно создаёт вражду, навязывает иллюзию просто из-за власти, из-за стремления к доминации над Личностью. Но когда люди постигают, что в действительности есть Мир Духовный, они становятся одной семьёй. Независимость от национальности, от религиозных взглядов, был он атеистом или кем был, не был, до того, как он смог прочувствовать, что Духовный мир существует. Как только человек это прочувствовал, осознал и понял, он становится частью Семьи Духовной, настоящей Семьи Истинной, неразрывной, той семьи, где Жизнь вечна. Она не заканчивается. И естественно, что она не в трёхмерности, она не в земном. Земное всё конечно. Что бы здесь ни было, оно всё временно. Даже те же иллюзии, которые навязывает сознание, они временно. Отсюда и возникают такие моменты, что люди служат религией всю жизнь, верой и правдой, а до последнего своего дня сомневаются. А есть ли Бог? Почему? Потому что они служили, служили сознанию. И вот здесь момент, кому они служили своим сознанием? Ну точно не Богу, точно не Мир Духовному. Служили они всего лишь системе, в угоду какой-то организации, в угоду своих желаний или ещё чего-то. Но чаще всего чужих, навязанных им чужим сознанием, даже не своим собственным. А когда люди познают на практике, в реальности, когда они приобретают Знания, им уже не нужны слова. Они это понимают, они знают. они знают, кто они, они знают, куда они идут и зачем. Это высшая ценность. Для этого люди сюда и приходят, для того, чтобы родиться живым. Да, Игорь Михайлович, очень тронуло то, что Вы сейчас сказали, особенно то, что Вы сказали о единой семье в духовном смысле. Ну вот сознание банально всё перекручивает и выдаёт именно земные представления о твоей семье. Оно сразу же дробито разделяет, показывает тебе каких-то конкретных людей, образы. Как говорится, показывает родственников по крови и плоти. Причём первое, что в памяти всплывает, это именно эмоциональные отношения с этими людьми, точнее взаимоотношения с их сознанием. Самое интересное, что раньше, пребывая с этими людьми больше в бытовых взаимоотношениях, даже мысли в голову не приходило, что эти люди есть на самом деле, что в этих людях так же, как и в тебе, есть часть Духа Святого, что они есть Личность, Личность в нематериальном понимании этого слова. А почему раньше так думал? Потому что… Потому что ты просто думал, а не чувствовал. Потому что ты сам был и жил с сознанием. А у сознания, естественно, всё всегда построено на собственном эгоизме. И вот если честно взглянуть на взаимоотношения со своими близкими, то в те моменты, когда ты живёшь под диктовку своего сознания, что происходит? Твоё сознание постоянно принижает значимость в чём-то других по сравнению с тобой. У него всё в тайных мыслях. И сознание боится огласить эти мысли. Оно боится чистоты взаимоотношений, честности, простоты. Почему? Потому что оно жаждет власти, оно озабочено своей короной. Кто что тебе плохое сказал или, наоборот, кто тебя похвалил. И вот во всём этом и проходит вся твоя жизнь. Точнее, происходит жизнь твоего сознания. Но вот когда ты осознаёшь, что ты на самом деле Личность, то ты уже и в другом человеке в первую очередь тоже видишь его духовный потенциал. Ты видишь духовную Личность. И самое главное — ты чувствуешь её. Вне зависимости от того, что рассказывает тебе твоё сознание. Совершенно верно. Как воспринимает наше сознание? Что такое семья? Что такое родные и близкие? Ну это опять-таки мама, папа, дети, бабушки, дедушки, братья, сёстры. Ну и как бы вся семья. На самом деле, когда люди обретают духовный опыт, они понимают, что все едины, вне зависимости от цвета кожи, вне зависимости, где он живёт. Это одно, это одно целое, это человечество. У каждого есть Душа. И делать кому-то плохо — это неправильно. Это всё равно, что делать плохо самому близкому человеку. Ненавидеть кого-то — это неправильно. Даже если он злой, он сделал тебе что-то плохое, надо понимать, что это его сознание. Я не говорю о том, что «идали ли по левой щеке, подставив правую». Когда перед тобой система, её тоже надо разуметь, иначе она не поймёт. Но хочу подчеркнуть, Личность как потенциально духовное существо у всех одинаково. Оно принадлежит больше Миру Духовному. И лишь когда она сдаётся, проигрывает свой Личный Армагеддон и становится частью системы, тогда она просто умирает. Медленно, да, субличность — это проблема. Это послесмертные мучения тоже тяжело. Но вопрос же не в том. Это всё равно конечно, всё равно оно перестаёт существовать. Но пока человек жил, у него есть шанс, у него есть возможность присоединиться к Миру Бескрайнему, к Миру Духовному и стать частью огромной семьи. И вот здесь важно понимать, что любое зло, которое человек множит от сознания, действительно встаёт между Личностью и Миром Духовным у самых близких тебе людей. А как я уже сказал, самый близкий — это любой человек. Это особо чувствуют и понимают люди, которые достигают на практике восприятия Мира Духовного. Они понимают это всё. Естественно, что есть и отрицательный момент, говоря языком земным. Почему? Потому что, как уже было сказано, чувствуется и ложь от сознания, когда человек приходит, говоря религиозным языком, с дьяволом за пазухой и вещает от дьявола. Но, естественно, неприятно. Жалко его Личность, жалко его упускаемый момент обретения духовного, постижения. Но в то же время, когда он допускает, что ему как Личности диктует сознание, и через него творится зло, неприятно это. Но зато человек знает правду. Зато он знает, с кем он говорит. Он общается с Духом или он общается с дьяволом. Это тоже немаловажно. Да, и это один из таких, можно сказать, побочных эффектов духовного развития, когда ты чувствуешь человека ещё до того, как он начал что-либо говорить, когда ты чувствуешь, от кого он сейчас будет вещать и чего он хочет на самом деле. И ты уже знаешь конечную цель его прихода. Потому что это не какая-то экстрасенсорика, когда люди улавливают обрывки мыслей. Нет, тут всё гораздо серьёзнее. У тебя цельное, объёмное понимание, у тебя цельное, объёмное восприятие. И для тебя понятны причинно-следственные связи. То есть ты видишь глубже, ты знаешь, от кого вещает человек. От Духа или от системы. И ты знаешь, чего хочет та же система. Ты просто знаешь. Вот если смотреть правде в глаза, то сознание, оно манипулирует человеком. Оно и помогает, и помощник. Вот мы и общаемся, и воспринимаем друг друга с помощью его. Но оно, прикрываясь своими, так сказать, посредническими возможностями, да, такими вот дипломатическими между Личностью и трёхмерностью, оно манипулирует человеком. Личность, она не совсем материальна. Если сознание материальное, то Личность нематериальна. И вот для понимания этого процесса, просто как это происходит, сознание, оно является промежуточным. Оно имеет непосредственную связь с Личностью. Почему мы воспринимаем, почему мы видим и ощущаем и всё остальное. И вот в этом процессе Личность получает ту информацию из трёхмерности, которую даёт ей сознание в том виде, в котором мы привыкли её видеть. Но если человек, когда вот открывает возможность внутреннего видения, трёхмерность, она представляется совершенно по-другому. И понятие такого вот образа двуногого там или ещё что-то, ну это не совсем соответствует действительности. То есть теряется ценность… Ну да, да, да. Вот один человек хорошо выразил это проявление. Говорит, как ты видишь другого человека? Она говорит, а вы видели, говорит, вращение электронное? Вот электронное облачко. Ну что-то сродни этого, говорит, только грязи побольше. Вот это тоже частый вопрос, что значит иное видение другого человека? Вот когда человек ничего другого, кроме трёхмерности, не видел, и нет у него вот этого практического опыта чувственного восприятия, то что его сознание покажет ему в другом человеке? Вот всего лишь тело, то есть говоря языком физики, трёхмерный образ. Потому что так настроено восприятие его сознания. Да, это так. Человек видит в другом человеке трёхмерность. Банально — ручки, ножки и всё остальное. Но если мы глянем с чувственного восприятия, действительно с духовного восприятия трёхмерность, Что мы видим? Вот даже если мы смотрим на другого человека, мы видим объект, это размытое пятно. Вот оно подобно, как вращение того же электрона вокруг атома, просто в облачко размытое, и видны все его составляющие. Но мы не видим на чувственном восприятии трёхмерного объекта. И здесь нам, конечно, в помощь сознания, правильно? То есть через сознание мы видим объект. И получается, когда человек уже духовно достаточно развит, он свободен, он чувствует одно, а видит другое. И он прекрасно понимает, что он видит объект глазами земными. Но он видит же этот объект глазами духовными. Он видит, наполнен человек духовно или же не наполнен, пуст он внутри или полон, пуст с чем? Опять-таки, в каком состоянии находится его Личность, в рабском состоянии или уже обрела степень свободы? И вот почему многие, так скажем, участники, вот они и письма вам пишут, вот мы зачитывали незадолго до передачи, вот они задают вопросы, почему те, кого они считали духовными, они чувствуют, что они внутри пусты. Но вот как раз в этом и заключается, что люди, которые развиваются сами, они начинают чувствовать. А чувственное восприятие — это чувственное видение. То есть они чувствуют, что человек говорит правильные вещи, а внутри пусты. Но так же самое опять-таки и сознание может играть над людьми. Человек заходит в храм, и вместо того, чтобы молиться Богу, он начинает с ним как в песочнице лопаточками меряться, претензии предъявлять Богу. Почему? Потому что сам человек пуст внутрь. Сознание не даёт ему понять, не даёт ему воспринять ничего Божественного. А ему хочется сознанию рассказывать человеку, что ты должен почувствовать проявление Мира Духовного на физическом уровне. Должно реально что-то прямо сейчас вот произойти, тогда ты поверишь. Но сколько раз в истории человечества люди через это проходили, когда действительно были явления с метафизическими проявлениями и тому подобное. И что люди, как воспринимало их сознание? Оно начинало выдумывать, объяснять природными явлениями, некими метафизическими вопросами, магией. И начинали обвинять, что в этом человеке демон. В первую очередь, что сознание сказало? Да в нём дьявол сидит, а не Дух Божий, понимаешь? Почему? Потому что гораздо проще обвинить и отвергнуть для того, чтобы Личность не обрела свободу. Если Личность видит примеры, она понимает, что и она может. А сознанию это катастрофически страшно. Вот она начинает обвинять, рассказывать, да ну это наоборот демоны там… Потому что системе невыгодно, чтобы духовный человек освободился. Конечно, потому что тогда система начинает работать на него. Ну да, и тогда система вместо того, чтобы получать, она… Получать, она тратит. И вот в этом и феномен. Никто не хочет утрачивать. Это плохой бизнес для неё. Вот тоже ещё хотела поделиться таким моментом из своего собственного опыта, потому что понимаю, что может возникнуть ещё такой вопрос от сознания у людей, которые идут по духовному пути. Ну по крайней мере этот вопрос возник у меня на начальных этапах. Вот когда я впервые столкнулась с этими Знаниями, то внутри почувствовала что-то очень родное. И там глубоко внутри было однозначное «да». А вот сознание, оно как всё время подкидывало сомнения, всё время взвешивало какие-то все «за» и «против». И вот понимание о том, что приобрету на духовном пути, это было понимание изнутри, понимание помимо сознания. Вот это неповторимое чувство свободы. Здесь была вот какая-то абсолютная глубинная уверенность. Но сознание подбрасывало мысли, а что я утрачу на духовном пути. И здесь, конечно, была засада, потому что на тот момент у меня не было ответа на этот вопрос. Ну, можно сказать, возникал даже страшок в сознании. Но хорошего, конечно же, внутри было больше. На духовном пути человек не утрачивает ничего, кроме горя и смерти. Человек приобретает. А поэтому боязнь идти по духовному пути отходит только от сознания. Почему? Потому что оно навязывает свои оковы на Личность. А Личность на духовном пути их утрачивает. Вот многие люди боятся, что постигая, истинно постигая духовное, человек может утратить те навыки, которые приобрёл земные. Не утратит. Ничего не утрачивается. Приходит новое понимание, приходит новое восприятие. Приходит понимание, что такое сознание, ну, ему это невыгодно, поэтому оно и навязывает своё мнение, что человек может что-то утратить. Ничего не утратишь, только приобретёшь. И приобретёшь то, что невозможно приобрести в трёхмерности. Потому что то, что приобретаешь, оно вечно. А раз вечно, значит, не утрачивается. А всё, что бы ты ни приобрёл здесь, ты утратишь. Это важно, это надо знать перед началом своего пути. И прежде чем сделать первый шаг, человек должен осознавать и понимать, что опираться на сознание на духовном пути нельзя. Вот оно может привести, если слушать его подсказки, и к болезням, и к трагедиям, и к чему угодно. Но, извините, при чём здесь духовное, когда ты опираешься на сломанные костыли своего сознания? Не нужно опираться ни на что. Просто нужно любить. И когда действительно ты любишь, любят и тебя. Зачем опоры тому, кто не имеет тела? Опору нужны телу материально. Но оно временно, и любые опоры временно. И это важно. Да, потому что ты понимаешь, что практический путь к Богу — это путь именно твоих внутренних чувств и действий. Вот это очень важный момент — именно действий. то есть ты не сидишь, не ждёшь, что кто-то придёт, что-то тебе даст, а ты действуешь. Ты просто выражаешь свои чувства, ты любишь, ты находишься в этом чувстве каждый день. Ты высказываешь чувствами своё намерение, ты выражаешь его в моменте здесь и сейчас. И вот это есть твоя Личная Жизнь. Это Жизнь Личности. Это очень сильно отличается от той Личной Жизни, которая знает твоё сознание, которая заставляла тебя страдать от мыслей, заставляла тебя думать о внешнем. Потому что в эти минуты глубинной радости ты понимаешь, что твой Дух не порабощён, что твой Дух превыше интеллекта. Ты понимаешь, что Дух свободен, и ты понимаешь, что сила Его в Любви, ты понимаешь, что глубинное самовыражение твоей бескрайней Любви — вот это практический путь к Богу. И именно это на практике является самым важным. «Когда люди открыты друг к другу, и у них больше доминирует чувственное восприятие, это то, что перед этим мы говорили, то трёхмерности они всего лишь добавляют. И на самом деле они понимают, легко схватывают друг друга, как только сознание захлестнуло, а как же мы понимаем, я же не знаю твою язык?» Всё. Почему всё? Не потому что сознание отвлекло, а потому что чувственное восприятие закрылось. Ведь человек там, куда он вкладывает силу своего внимания. Если ты её вкладываешь в сознание, в материю, чувственное восприятие закрывается. Вот есть такое мнение, что когда человек начинает больше чувствовать, то и система начинает на него больше реагировать. Игорь Михайлович, не могли бы Вы прокомментировать этот момент? Это, скажем, действительно так, потому что система всегда реагирует, и она делает всё для того, чтобы человека, скажем, отлучить от восприятия Мира Духовного, ставить препоны на его пути. И ведь действительно, когда у человека что-то случается, человек вкладывает внимание туда происходящее, ну и отвлекается по привычке. И эта система через его сознание пытается удержать как раз его от пути духовного, чтобы он поменьше чего чувствовал. Но это происходит тогда, когда человек начинает чувствовать. Игорь Михайлович, а когда человек становится невидимым для системы? Когда он живёт Миром Духовным. Она его просто не замечает. Она его замечает лишь тогда, когда он обратно здесь, и вот как мы вот сидим, разговариваем и тому подобное, сейчас мы и видим. То есть первый шаг на пути духовном — это познание себя? Да. В действительности вот этот путь, о котором мы говорим, простой, элементарный, он даёт возможность осознать всю суть, глубину, опять-таки изучить, как работает твоё сознание, прийти к пониманию, что сознание, оно не совсем твоё, как ни парадоксально. И самое забавное, что это не ты. Мы уже поднимали передачи с тобой, потому что, слава Богу, сейчас мы можем это озвучивать. Почему? Потому что это уже подтверждено многими нейрофизиологами, ну и другими людьми, которые изучают. А хотя бы наблюдают за собой, они сами сталкиваются с тем, что, оказывается, сознание ставит больше палок, чем помощь в колёса, имею в виду, при процессе познатия его стремления. С чем это связано? С тем, что сознание каждого индивида, оно является частью целого — это как гребница. И система, она действительно существует. И то, о чём говорят в Лиге, в Библии, что есть дьявол, да, конечно, есть. А никто не спорит. Ну по-разному можно его называть. Это можно называть «всемирным разумом», это можно называть «абсолютом», это можно называть чем угодно или «информационным полем». Ну, скажем, удобнее эта система. Игорь Михайлович, а вот чего не видят люди? Что всё-таки глобально происходит с ними? Вот вопрос хороший. Чего не видят люди? Всего не видят люди. На самом деле, если мы берём человека как Личность, вот как зрителя, который в театре жизни присутствует, то люди не видят главного. они не видят того, что они Личность. И люди не видят и не понимают того, что они действительно могут стать бессмертными. Они не видят и не понимают элементарно, для чего они здесь. Вот самое простое. В чём смысл их существования? На что они упывают? На привычное, то, к чему они привыкли с детства, то, чему их научили. А чему их научили? Быть умными, слушать сознание, быть хитрыми, жить, выживать. Жить и выживать где? Вот установка правильная, да? Выживать. Опять-таки, жить — это правильно. И жить хорошо — тоже правильно. Но жить где? Жизнь вечная. Подменяется временное существование. И что происходит с человеком? Он как слепец. А то, что показывает ему сознание, правильно оно ему показывает? Вот дерево. Человек подошёл, попробовал дерево. Вот камень. Человек подошёл, попробовал. Да, это камень. Он может поднять его, он тяжёлый. Разве с этим поспоришь? И наука это подтверждает. А вы говорите о каких-то вещах духовных, но кто подтверждает? И через что подтверждается? Через сознание. А что такое сознание? А вот человеку как раз и кажется, что сознание — это он. А он ли? И вот здесь самая большая загадка. И самая большая слабость того же, кого называют дьяволом или системы, в этом слабости. Многие утверждают, что сила сатаны как раз и заключена в том, что он смог доказать, что он не существует. А любой человек, ставший на путь духовный и начавший познавать все сложности этого пути и всю его простоту и прекрасность, то первое, что он видит — то, что сознание его не его, и оно не служит ему. А это и есть диктатор, это и есть часть системы, которая им же и манипулирует, и делает из него, как и свободная Личность, раба. В этом смысле. Но для того, чтобы человек это увидел, он должен в первую очередь жаждать свободы внутренней. Не хотеть, не желать, а жаждать. Это должно быть его потребностью. И вот тогда, когда человек чувствует эту потребность, вот тогда он может пройти этот путь. А если он хочет и желает, то все «хочу» и «желаю», то всё всё равно идёт через сознание. Когда он весь свой опыт «духовного пути», назовём его так в кавычках, он пропускает через своё сознание, сможет ли он куда-то прийти? Ну вот вы тоже. Вы ж тоже барахтались в этом. Ну и как? Можно ли чего-то добиться через сознание? Ничего. Потому что оно сделает всё, чтобы ты не продвинулся. Почему? Потому что опять-таки законы материи управляй властью. И имей, хоть временно, но и имей. Это гораздо лучше, чем не иметь ничего в мире материальном. Ну да. А если же сознание утратит власть над Личностью, то оно же просто не сможет выжить. И вот здесь такой момент, очень важно его понимать, что даже после того, как человек при жизни духовно освобождается, то сознание всё равно остаётся с ним в комплексном наборе с телом. Но при этом, когда ты действительно обретаешь вот эту внутреннюю свободу, когда ты действительно чувствуешь Духовный мир, вот живёшь им в каждом дне, он становится неотъемлемой частью твоей жизни. Ну и, конечно, становится уже очень легко управлять своим сознанием. Ну понятно, что сознание, оно же всё равно продолжает свою агрессию в отношении тебя как Личности, всё равно пытается вот такими шаблонами навязать свои программы. Но Личность, она уже это понимает. Она понимает, в чём есть правда. И вот в этом смысл. Надо отметить, что атакует сознание гораздо меньше, потому что вот этот процесс становится для сознания просто невыгодным, убыточным. А уже когда тело доживёт свои земные сроки, то свободная Личность, которая достигла духовного освобождения ещё при жизни тела, она просто уходит в родной дом, она возвращается в Духовный мир. А сознание прекращает своё существование навсегда. И вот именно поэтому, когда Личность стремится, когда она чувствует вот эти порывы внутренние, когда она действительно откликается на внутренний зов, на Душевную Любовь, на чувства, которые исходят от Души… Вот именно поэтому, когда ты освобождаешься духовно, то сознание знает об этом, и оно очень боится физической смерти тела, потому что для него вот этот процесс, как и для физического тела — это просто смерть. В прямом смысле — да. Вот эта часть системы, которая называется сознанием человека, прекращает своё существование в действительности после смерти тела духовно освобождённого человека. Ну и она утрачивает власть над человеком, когда человек духовно освобождается при жизни. То есть он становится свободным. В этом смысл свободы. Он свободен. То есть он управляет своим сознанием. Любой человек скажет, «Я управляю своим сознанием, это же моё сознание, что хочу, то и делаю». Мы много об этом говорили. И не один раз предлагали людям, «Всядь и посмотри, вот с ручкой и листком бумажки записывай всё, что она тебе показывает и рассказывает». А потом прочитай и посмотри, ты ли этого хотел, заказывал ли ты эти мысли, заказывал ли ты эти желания и почему происходит это всё. Вот это очень хороший практический совет. Когда сознание пытается нагрузить трёхмерностью, очень помогает выйти из точки сужения внимания и осознать, кто ты. «Потому что я для себя вот так и пишу, как вы говорили, как вы советовали, вот всё как есть, просто для себя, без приукрашений, без каких-то изложений от логики». Иначе, как вы верно тогда заметили, когда знаешь, что это будет кто-то читать, то сознание начинает активно приукрашать текст, чтобы о тебе никто ничего дурного не подумал, точнее о твоём сознании. То есть нет честности. Вот как в случае, когда пишешь это просто для себя, вот как говорится, для чистоты эксперимента. И когда вот так по-честному пишу, вот всё, что крутится в мыслях, а потом всё это читаю для себя, то наглядно видишь, что сознание подсовывает тебе какой-то бред больного животного, пособие обмана, лжи и клеветы твоего сознания. Обрывочная реклама эгоизма сознания в перемешку с какими-то навязчивыми переживаниями, недооценённостью твоей значимости, одними и теми же фрагментами из прошлого, которые смешиваются с фрагментами дневной информации. Ну просто каша какая-то. И во всём этом меняются сюжеты, но суть та же. В общем, бред, который шаблонно повторяется изо дня в день. Просто обезьянье шоу. И современная психология, она далека от разрешения этих проблем? Да, можно с позиции психологии, нейрофизиологии, ну и других наук попытаться доказать, почему именно так происходит, почему сознание там то выдало, шаблонность его. Психология построена на шаблонах сознания. Ну это чтобы понятно было. То есть они изучают эти шаблоны и изучают приёмы манипулирования с помощью других шаблонов над этими шаблонами. То есть опять-таки та же палка, только с другим концом. В повседневной жизни в трёхмерности Личность всегда слышит своё сознание. Личность не слышит своё сознание только тогда, когда полностью находится в рабстве у сознания. И тогда для тебя сознание — это якобы ты и есть. Да, то есть человек, уже будучи в таком состоянии, которое ты сейчас описываешь, он незыблемо уверен в том, что он и есть то, что называют сознанием. Совершенно правильно. Игорь Михайлович, вот тоже такой момент интересный, что, по сути, система не может повлиять на свободу выбора человека. Ну что она делает? Она пытается внушить… Отвлекает. Отвлекает. А что такое внушение? Внушение — это навязание. Это повлияние образа, картинки, это побуждение желания, это опять-таки игра на чём? На эгоизме прежде всего. Это индивидуализация индивида, скажем так, и так уже существующего. Да, то есть это ж ты, а ты обособленный, ты ж вообще… ну как же ж, это ж ты, и всё для тебя должно крутиться, а вокруг тебя должно крутиться. Ну пусть оно крутится, а долго ли? А время будет так быстро, что смотришь, а уже всё, крутиться перестало. Что завтра? А завтра у тебя нет. В этом и смысл. Но это хорошо понимать с позиции, когда у тебя есть не только завтра, а у тебя впереди Вечность. Тогда для тебя понятен каждый день, что это ничто. А для человека смертного, живущего в сознании, вот опять-таки подчёркиваю, смертного… Почему смертного? Да потому что смертного на самом-то деле. А то для него каждый день — это жесть. сознание цепляется за каждый день, и оно пытается его делать более бурным, насыщенным. Но вот некоторые скажут, «Как это бурным, насыщенным, если я ничего не делаю?» Да нет, вот как раз в неделании, в скулёже, в апатии… А это и есть бурное проявление сознания. У человека, как говорят, упадок сил, у него нет настроения или ещё что-то, или депрессия. Что такое депрессия, если разобраться? Может ли вообще существовать депрессия? Не может. А что такое депрессия? Это часть эгоизма или же одна из форм манипуляции самим человеком. Сознание просто ему диктует, и в это время он находится в крайне отрицательных эмоциональных чувствах. К позиции жертвы тоже. Да нет, позиции жертвы. А куда вкладывать внимание? Постоянно в свою обиду, в свой скулёж. Что с этим человеком будет? Это всё равно, что корову, которую плохо кормят, но постоянно доет с утра до вечера, каждую капельку выдавливают. Организм не успел сгенерировать молоко, а её уже выдавили. Вот это вот и есть, эти депрессивные состояния, или же наоборот, крайне весёлые. Всего лишь манипуляция. Но за этим есть что-то истинное? Нет. Пустота. То есть если глянуть в суть, то оно пустое. А что такое настоящее счастье, настоящая жизнь? Вот с позиции опять-таки духовной жизни, когда человек соприкасается с Истиной, да? Это опять-таки… Может ли быть депрессия, понимание такое? Ну это смешно. Может ли вообще быть даже плохое настроение? Это смешно. Да, тело может выглядеть уставше, грустно, но что происходит внутри с человеком? Да, и там Духом живёшь. Вот тело, оно уставшее, но Дух, он зарождает радость внутри. Почему Святой Дух? Потому что с ним весело, святый праздник, да? Праздничный Дух вот так и можно назвать, потому что всегда праздник. Что может быть лучше? Да ничего. Можно ли хоть чем-то земным заменить хоть одно мгновение там? Ничем. Поэтому, когда человек в действительности реально соприкоснулся с тем миром, он не делает глупостей уже, он уже старается пусть в криво, в кость, пусть через сознание, но он крапкается к этому. Когда он соприкоснулся не с каким-то отражением уже, скажем, с тенями от того состояния, хотя и это замечательно, а когда я имею в виду уже по-настоящему, тогда заменить вообще невозможно ничем. Даже на практике. Например, когда ты устал очень сильно, устал физически, мало поспал и целый день какими-то физическими нагрузками занимаешься, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебя это никак не отвлекает от того, что внутри. Ты, наоборот, как бы усиливаешь эти вот чувства. Рад, что тело занято, что мозг занят, и не мешает Личности жить в вере Духовном. Или даже, как сейчас, плохое самочувствие — ты используешь пользу своему духовному состоянию. Ну это условно, грубо говоря, да? Но, допустим, тело обеспокоено своим здоровьем, а ты понимаешь… Здоровьем, отдыхом, но тебя это не волнует. Да, отдых от гордыни и фотография на память твоему эгоизму — это тебя уже не волнует, потому что всё это — иллюзия вчерашнего дня. Когда Личность постигает то, что должна постигнуть, Мир Духовный, она освобождается от этих иллюзий. Понятно, что она растёт, она познаёт мир, но она, во всяком случае, начинает его видеть таким, какой он есть. Ведь трёхмерность — это не самая интересная для познания мерность, скажем так. Ну я имею в виду для Личности духовной, потому что как раз сила внимания уже перекладывается в соотношении, скажем так, 70 к 30 на то, что не касается мира материального. Субтитры создавал DimaTorzok 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 К чему пришла сегодняшняя наука? Тем, кто интересуется, они могут это всё сами поднять. Сейчас доступ свободный ко многим работам, и самостоятельно убедиться, что люди, начинающие изучать, как работает сознание и чем оно является, приходят к пониманию, что не человек управляет сознанием, а сознание на самом деле — это нечто инородное, которое манипулирует и управляет им, скажем так. Но более того оно же ещё и иллюзию рисует, но для конкретной Личности. Обязательно. То есть человек видит всего лишь 10%, а остальные 90%, как наука сегодня утверждает, что 10% мозг воспринимает… Сознание, не мозг. Да, мозг вообще… Сознание воспринимает то, что ему даёт сознание, и опять-таки в меру своей функциональности, не больше. А сознание — основной манипулятор, большая часть информации просто проходит мимо Личности, до Личности она вообще не доходит. Это да. И вот, кстати, ещё один важный момент из практического опыта познания сознания — это то, что сознание преподносит Личности информацию уже как готовый ответ, то есть абсолютно не подкрепляя фактами. И всегда оно пытается вложить, оно пытается подсунуть Личности какой-то готовый свой вывод. Но сознание, оно боится фактов, и сознание, оно боится практики. Да, это верно. Это опять-таки берём артистов на сцене. Что мы видим? То, что он на сцене. Выступает и играет какую-то роль. А вот вся жизнь артиста, она остаётся за сценой. Всё характерно повторяется в этом мире материально. Интересный пример, но не будем фамилии называть. Играл один товарищ в театре царя Соломона. И вот многие восхищались его игрой и воспринимали, вот он настолько убедительно был этим царём, а в жизни — банальный алкоголик. Вот она и справедливость. Цель. Вот тебе и цель. Но его воспринимали люди подсознательно чуть ли не как самого Соломона. Да, сознание вот подставляет человека, когда он живёт материальными мерками и просто играет с тобой как кошка с мышкой. Результат этой игры уже заведомо известен, по сути. И всё, конечно же, замешано на гордыне человеческой. Что ещё? Вот достаточно интересно и доказательно, что сознание, оно всего лишь играет с нами. Почему? Потому что многие упираются в головной мозг и тому подобное, изучают головной мозг, пытаются в нём найти сознание. Но головной мозг — это уже следствие, а не причина. И вот простой банальный пример. Когда человек видит в реальности какое-то действие, если рассматривать его головной мозг при этом на оборудовании МРТ, то у него идёт возбуждение определённых нейронов. И если человек просто представляет какое-то действие — возбуждение тех же самых нейронов. То есть сознание не отличает одну иллюзию от другой. Это тоже важный момент такой. Почему? Потому что то, что происходит в сознании человеческом, для Личности является реальностью. Это очень грустный момент, потому что если Личность духовно не свободна, то для неё как раз вот и существует только одна реальность, которую показывает ей первичное сознание. Абсолютно верно. Сон простой, мы уже об этом говорили и не раз, по-моему. Во время сна человек чувствует себя в реальности. Он чувствует и твёрдость твёрдого материала, и мягкость мягкого. И воду он чувствует, как воду, и огонь, как огонь. Но это же иллюзия. Игорь Михайлович, тоже такой интересный момент, но это уже ближе к свободе выбора, что начиная с 70-х годов активно эксперименты идут в плане изучения того, есть ли свобода выбора у человека или нет. И в последнее время активно пиарится позиция того, что решение мозг принимает раньше, чем человек осуществляет определённое действие или осознаёт это решение. Ему подводят к тому, что… Ну это действительно так. Сознание человека принимает решение гораздо раньше, чем преподносит результат, чем Личность это может осознать. То есть получается, что в споре, вот мы заспорили с тобой, к примеру, о чём-то, то результат нашим сознаниям уже известен, а мы ещё продолжаем спорить. А они уже давно решили, кто выиграет. А как может быть иначе, если твоё сознание, моё сознание и сознание всех, кто нас услышит там, если захочет, — это часть одного целого. Это что, игра в шахматы самим собой? Как бы ты ни мудрил, как бы ты ни пытался сам себя обмануть, всё равно ты выиграешь, но ты же и проиграешь. Да. Шах и мат, можно сказать, идеальный мат. Парадокс заключается в том, что исход этого спора заранее известен. Известен не обоим спорящим, они всего лишь пешки в игре системы. Они оба выбрасывают эмоции, они оба переживают что-то, вкладывают силу своего внимания в определённые слова и ловятся на определённых эмоциях. Но в конечном счёте система уже предрекла исход этого спора. Да. И исход такой игры, он очевиден и необратим, если твоё внимание в игре. Свобода выбора на самом деле у человека есть, но этот выбор осуществляется не в сознании, и уж тем более не в мозге. Просто у людей есть непонимание, что человек — это прежде всего Личность, а Личность — структура нематериальная. И сила внимания, которую как раз вот и вкладывает Личность как структура нематериальная, находится в Духе, а не в материи. Для того чтобы стать действительно свободным и жить счастливым по-настоящему счастью и по-настоящему обрести свободу, просто нужно вкладывать эту силу внимания как раз в развитие восприятия чувственного и направлять её в сторону духовного развития, но не вкладывать в ненужные мысли, в те картинки, которые подсовывают иллюзорные сознания. И уж тем более не в какие-то эмоции ненужные, навязанные сознанием. Просто экономить надо и разумно вкладывать как средство. Тогда и обретёшь то бескрайнее, к чему стремишься. Но только тогда, когда ты действительно истинно к этому стремишься. В последнее время учёные стали делать громкие заявления, публикуя в СМИ свои предположения о том, что вот якобы человек, он не только лишён своего выбора, но он также лишён ещё и воли. Но это же происходит не просто так. В действительности человек не может обладать волей. Человек может быть проводником воли. Пока он разделён, он не единое целое. А часть не может обладать силой целого. В этом смысл. А воля — это проявление целого. Смысл заключается в чём? Человек может проводить или волю от системы, от дьявола, или волю от Мира Духовного. Но он может выбирать как Личность, что принимать. Вот свобода выбора у него и есть. Сознание надо просто ставить в такой тупик, простой пример. Идёшь спокойно, думаешь о Духовном, или какую-то молитвочку читаешь, а тут у тебя собака сзади гопнула. Ну какая реакция будет? Ты что, не вложишь внимания в это? Вложь, а как же? Обязательно. Это утрегировано просто. Даже сейчас получается, что сознание некоторых зрителей может зацепиться за собаку и вещать, что, мол, видишь, у тебя нет свободы выбора. Хотя речь же здесь идёт о банальной трёхмерности. Невольно ты будешь вкладывать силу внимания в сохранение своего тела. Это закон сохранения жизни. И сознание обязано отреагировать на то, что собака на тебя гавкнула. Это нормально и это естественно. Вопрос в том, где был ты? Если ты как Личность в это время находишься на чувственном восприятии Мира Духовного, то всё равно твоё сознание отреагирует, всё равно ты вложишь внимание, но это не выведет тебя как Личность обратно под управление своим сознанием. Это не как в компьютерной игре. Нет, ни в коем случае. Не так, как вот Матрицу рисуют или ещё что-то. Это как наблюдение изнутри на внешнее или же со стороны на внешнее. Почему? Потому что ты будешь видеть это всё в целом, ты отреагируешь нормально, но это не сможет тебя вывести из того состояния и опять загнать рабство сознанию, если ты действительно живёшь Миром Духовным. Но когда человек не имеет этого опыта, сознание ему будет рассказывать обратно, что как бы ты там ни сидел в своей медитации, как бы ты ни выполнял молитву, в случае чего оно обязательно сработает. Сознание сработает так же. Это у него функция такая. Оно должно отреагировать и сохранить своё существование. Поэтому оно и говорит, что занимайся духовным, а не живи. Заниматься можно спортом или ещё чем-то, а духовным надо жить. Пока человек этого не поймёт, сознание всё время будет ему рассказывать, «Иди позанимайся физкультурой, иди помолись или позанимайся там медитациями или духовными практиками». Не имеет значения, как она будет называться. Но человек будет заниматься, но не жить. Разница большая. Заниматься — это физическим телом. Это с помощью сознания или ещё что-то. А жить надо Духом. Да, потому что духовное — это не увлечение. Это главная внутренняя потребность. Она нужна тебе больше, чем всё земное вместе взятое. И без этого это просто ад, а не существование. Вот здесь как раз есть основное, почему сознание подталкивает людей заниматься духовным. Духовным надо жить, а не заниматься. Почему это происходит? Потому что сознание не воспринимает Мир Духовный, оно не знает, как можно жить Миром Духовным. Поэтому оно и подталкивает людей на то, чтобы проводили время и тратили свою силу, силу внимания в первую очередь, на то, чтобы люди пытались стать духовными, переключали с одного момента на другой. Люди всегда находятся, которые под контрольным сознанием, в поиске. Они всегда в поиске какой-то религии, каких-то магий или ещё чего-то. В какой-то новизны. Обязательно. Им интересна новизна. Вот за этой новизной она и гоняет. То есть она гоняет людей, скажем, из культа в культ, из одного сообщества в другое религиозное, на поиске того, кто что понял. То есть она всё время находится в поиске, в поиске магии, в первую очередь для себя, и во вторую очередь для отвлечения людей от истинного бытия. А вот если человек живёт духовным? Ну если человек живёт духовным, то сознание работает, оно функционирует, оно так же гавкает, как та же собака, но оно не отвлекает. То есть система создаёт условия, ситуации, иллюзии, провокации, и всё это делается для отвлечения внимания человека от самого главного. И вот та ситуация, которая сейчас сложилась в научной среде, вот эта пробка, заглушка по поводу изучения сознания… А ведь с сознанием всё связано в этой трёхмерности, начиная от мыслей человека и заканчивая противостояниями и войнами между людьми, которые обозначаются, подчёркиваю, как глубинный конфликт сознания. Да, а в чём кроется этот глубинный конфликт? В том, о чём и говорил Игорь Михайлович, что сознание в первую очередь противостоит духовному миру, любым всплескам Личности, которая стремится жить внутри себя духовным миром. Потому что система пытается сделать всё, чтобы Личность просто не обрела вот эту внутреннюю свободу и осталась в рабстве агрессии и страха. Да, и поэтому знания о том же сознании очень важны. И учёные, изучая сознание, жалуются на то, что ответ на вопрос «что такое сознание?» требует именно выхода за пределы стандартных научных методов. Ведь трудность изучения у них возникает уже на этапе постановки самого вопроса «почему существует сознание?». И у исследователей даже термин есть такой — «трудная проблема сознания». Да, есть такое. Да, и вот в научной среде эта проблема является важным предметом исследований и в современной философии сознания, и в психологии, и в нейронауке, и в той же квантовой физике. И учёные разрабатывают различные теории сознания, изучают возможности, в том числе и интроспекции, то есть самонаблюдения. Но проблема в том, что они ведут по большей части именно теоретические исследования. То есть они сознанием исследуют, так сказать, срезы того же сознания и делают выводы через собственное сознание, при этом же оставаясь в своей жизни рабами самой системы. Рабами сознания. Даже вот отмечено, что как только углубляются в проблему сознания, то и пошатывается собственное здоровье, и начинают болеть эти люди. Но по сути-то само сознание — именно оно и выполняет вот эту роль универсальной заглушки в изучении самой системы. Система стоит против того, чтобы человек смог изучить систему. То есть люди, через своё сознание, пытавшиеся научным путём изучить сознание, всегда приходили или к тупику, а те, кто подбирались поближе, они просто утрачивали здоровье. Причём многие навсегда, кто слишком настойчив был, а некоторые лишь на время, пока занимались этим изучением. И через это прошли очень многие исследователи. Как только они подбираются чему-то интересному, вся группа заболевает. А как только прекращаются эксперименты — выздоравливают. Чем более настойчивы становятся, тем более тяжелее проявляются заболевания. Ну это же факт, который зафиксирован. Таких групп, кстати, очень много было. И очень многие, которые, сталкиваясь с этими проявлениями, просто их бросали. Почему? Потому что метафизика начинается необъяснимая. А очень многие из современных нейрофизиологов, учёных, других направлений, которые изучают сознание, как оно работает, как оно функционирует в действительности, понимают прекрасно, что они сталкиваются с какими-то паранормальными метафизическими проявлениями, они боятся даже об этом говорить. А кто у них боится? Опять же то же самое сознание. А что о них подумают люди? Они утратят свою учёность или ещё что-то. То есть сознание предлагает им вложить внимание в её программы страха и сомнений. Да. Очень многие люди лишились здоровья, многие лишились жизни, когда пытались с помощью своего сознания изучить сознание. Но это всё равно как бунт на корабле. Понимаешь, корабль огромный, здоровый, а здесь пару моряков решили пообузить, скажем так. Ну естественно, их или усмиряли, или выбрасывали за борт, ну по законам того времени. То есть система не позволит себя изучить? Система, естественно, что не позволит себя изучить, если в человеке, конечно, доминирует сознание, а не Личность. Систему можно изучать и нужно изучать, но только лишь с позиции Личности, как духовного наблюдателя, то есть доминирование духовного начала в человеке, а не вторичного сознания, материального начала, которое происходит от системы или того, кого религент называет дьяволом. Простой вопрос. Может ли дьявол указать путь в рай? Нет, конечно. Он может указать путь в котёл к себе, но неправильно. Система на самом деле проста для изучения того, кто становится частью Мира Духовного. Ему её изучать-то особо не приходится, всё видно как на ладонях, даже напрягаться не стоит. А вот тот, кто пытается изучить систему, будучи управляемым самой системой через своё сознание, как части этой же системы. Но к хорошему это точно не приводит. Это невозможно. Об этом так или иначе в разные времена говорили мудрые люди, тех, кого назревали мудрецами человечества, которые действительно познавали Мир, Мир Духовный, усердно трудились над изучением своего сознания как части системы, они рано или поздно приходили к пониманию того, что они являются не частью системы, а частью Мира Духовного. И вот тогда им открывались все тайны этого маленького, никчёмного трёхмерного мира, в котором в действительности той тайн нет. Самая большая тайна этого мира в том, что дьявол существует. И дьявол — это неотъемлемая часть каждого человека. И на самом деле всё кроется лишь в выборе, кому ты служишь, а не служить человек не может. Даже когда он вообще ничего не делает и старается ни о чём не думать и не шевелиться, он служит дьяволу. Бездействие, особенно в духовном аспекте, — это и есть служение дьяволу. А служение Богу — это и есть служение Богу, это развитие в себе чувственного восприятия, это то, что наполняет тебя Любовью Истиной и делает тебя бессмертным. То есть это Жизнь, другого не может быть. Да, то есть получается, что вопрос только в том, чем ты живёшь в каждом дне внутри себя, чем ты наполняешься — Духом, благодарностью, Любовью Божьей. Или же ты живёшь гордыней, жаждой обладать властью над кем-то, любой властью, для того чтобы просто казаться, чтобы тебя просто считали. Мы опять же такие в системе… Система властвует трёхмерностью, но сознание каждого человека, оно дублирует часть системы. Система или дьявол, он всегда стремится стать Богом, во всяком случае, чтобы его так считали. Вот она понимает, даёт себе сознание, что оно ничто, оно не может сравняться и не может обладать теми возможностями и способностями, которые обладает Мир Духовный. Но она пытается навязать хотя бы такое мнение на Личности, которая её слушает. Опять-таки через что? Через свою часть, через сознание. Но даже часть сознания, являясь частью целого, оно обладает индивидуальностью, и оно всегда стремится себя противоставить всему. То есть опять-таки этот парадокс, он обусловлен множественным дроблением, разделением. Даже единого целого оно дробит, но всё равно оно остаётся управляемое единым сознанием, или то, что мы называем системой. Здесь запутанности никакой нету, здесь всё, оно чётко всегда, всё на своих местах. Система никогда не позволит никакой из своих частей обладать властью над самой системой. То есть для человека, идущего по Духовному пути, по сути, нужно понять, что… Человек, который стремится, у которого внутренне, настоящее, неподменённое… Вот я скажу так, прежде всего человеку надо разобраться в себе. А надо ли ему идти по пути Духовному? Если он хочет играться, пусть играется. Если он хочет, чтобы о нём так думали, ну пусть думает, пусть развлекается. А если человек действительно жаждет этого, если это действительно его выбор, тогда он должен понимать, что нет ничего проще, чем путь Духовный. Вот ничего не придумаешь ближе, чем Мир Духовный, он всегда с тобой, он всегда рядом. Это нужно просто рационально использовать на своё внимание. И всё. Это очень просто. То есть надо жить этим, а не играть на публику? Да. Если человек лишь на слова говорит, что это его потребность, пытается что-то прочувствовать просто ради эксперимента, ну как игра своеобразная, просто для того, чтобы другие считали его человеком Духовным, он проводит часы в молитвах или медитациях вместе с другими людьми, ну игра на публику. То есть пытается в трёхмерности сложить о себе впечатление перед сознанием других людей, какое-то определённое мнение о себе, но в действительности не работает над собой, не живёт чувствами, а это очень чувствуется, просто играется, не изучает даже элементарно, как работает его сознание, как оно управляет им же, и кто подталкивает его на эти действия. Он этого не понимает, а просто ведёт такую вот игру от системы. То естественно, что он никуда не придёт, играясь в иллюзию, так и заблудится в этой иллюзии. Естественно, что там и останется, пока сам не станет лишь опять-таки той же иллюзией. В таких случаях у подобных людей всегда присутствуют сомнения, страхи, ну обычные шаблоны сознания. Несмотря на их внешнюю игру на публику, они в действительности сомневаются во всём. И в первую очередь и в Боге, и во всём, что связано с Миром Духовным. Поэтому они играются. Но их подталкивают на это действия и гордыня. А гордыня, мы знаем, что это. Это часть сознания, которая крепко связывает Личность по рукам и ногам, скажем образно так, и заставляет исполнять то, что выгодно системе. Первое, что делают, — это изучение самого себя. И все проходят этот путь. По-другому не получится, пока не поймёшь, что твоё сознание играет с тобой злые шутки на самом деле, и многое показывает тебе то, что ты считала реальным, таковым не является. Ну всего лишь борьба за твоё внимание. Пока это не осознаешь, ты не поймёшь большего. Правильно? Что такое этот мир, да? Это всего лишь иллюзия, это тени, кривые зеркал Септона, да? Что есть некая сила, которая порождает всё, это всё искажается и в конечном счёте переходит там в волну, эта волна становится материей, и получается, что мы все иллюзия. Но мы ведь с тобой чувствуем друг друга, себя, руки, стол и всё остальное. Для нас это важно. А кто чувствует? Как чувствует? Почему чувствует? А что стоит за этим? О том, что есть нечто другое, то, что создало всю материю, и то, что является самой Жизнью. Ведь если убрать то, что называют вот Святым Духом, да, то есть или Божьим проявлением, ведь всё исчезнет. Понимаешь? Благодаря вот этому Свету внутри Септона его зеркала отражают и создают иллюзию. Они отражают ведь внутреннюю Септу, они создают материю. Если мы глянем, что такое материя, на самом деле материя — это иллюзия. Но чем плотнее эта иллюзия, тем она вот материальнее становится. И материя материю воспринимает как материю. Вот замените, даже сон. Возьмём простой, работа ума. Во сне мы все чувствуем реальность. Нам нет разницы, что здесь, что там. В редких случаях мы осознаём, что это сон. Правильно? Ну а так это всё реально. Вот с позиции опять-таки наблюдателя или зрителя мы видим этот театр действий. Для нас твёрдое является твёрдым. Материальное — материальное. Мы слышим запахи, вкусы. Для нас проходит жизнь абсолютно реально. Та же самая иллюзия здесь. Чем она отличается? Ну, я бы сказал, более продолжительность своей. И ещё она отличается коренным образом тем, что в этой иллюзии мы имеем возможность обрести жизнь. Радость бывает разная. Радость бывает от сознания, от приобретения чего-то, но она скоротечна. Вот почему радость, скажем, чувственного… Чувственного единения с Миром Духовным, она не иссякает, она не перестаёт и не надоесть, она не может надоесть, да? В чём вопрос? В том, что она всегда, каждый миг новый. Это бесконечность новых ощущений, чувственных восприятий, скажем так. Это кипящая жизнь, она наполнена жизнью. Ну жизнь, наполненная жизнью, по-другому не назовёшь. А в мире материальном — кратковременная иллюзия. Придя в этот мир, не вышел с него живым, значит, он просто сжёг свою жизнь. Поэтому и надо изучать своё сознание. Но здесь есть один маленький феномен. Когда человек изучает своё сознание, оно приходит в ужас, сознание приходит в ужас. А когда Личность осознаёт, что она — Личность, она испытывает неимоверное счастье. Почему это происходит? Потому что в эти моменты каждый из них соприкасается с тем, кто их создал. То есть когда человек становится участником вот этих иллюзорных игр сознания, то в нём самом будут присутствовать и сомнения, и страхи… Сомнения, страхи — это всё всегда идёт от сознания. Ведь сознание не воспринимает духовно. Почему её привлекает магия? Это то, что выходит за рамки понимания её. Вот здесь проявилось, вот так случилось и тому подобное. Настоящая магия, она проявляется совершенно по-другому. И для сознания она практически незаметна. И сознание воспринимает её как естественные процессы. Вот это настоящая магия. Но и ей не стоит уделять внимания. А страхи и сомнения — это всё от ума, от сознания. Оно должно сомневаться. А ты не живи. Живи духовным — и всё. Когда человек начинает жить духовным, исчезают буквально все страхи, которые есть в Мире материальном. Почему? Потому что ты прекрасно понимаешь, что это иллюзия. Ты ведь не переживаешь, что утром встал, вот если тебе приснился сон, вот тогда вот человеку приснился сон. Он просыпается, с утра он переживает этот сон, пока не отвлёкся. Отлёкся — сон утратил ценность. Ну вот так и жизнь здесь, существование этого всего. Это всего лишь временная иллюзия, которая очень быстро проходит. Об этом можно много говорить, но это в действительности понимается лишь тогда, когда начинаешь жить. Тут система, конечно, очень активно пиарит в людской среде вот эту привлекательность магии. Конечно, исходя из своих интересов. Но вот многие люди, находясь под влиянием своего сознания, относятся к этому очень беспечно. Просто они не понимают всю губительность магии, её жёсткие последствия для них. Потому что это есть прямая дорога в субличность, это подпитка системы. Люди просто не понимают, что даже сам соблазн обладать или желать этого — это просто прямая дорога в ад. Вы правильно заметили, даже желание обладать магическими способностями — это уже далеко от духовного. Почему? Потому что желание обладать магическими способностями — это уже тайное желание обладать властью. А властью всегда стремится обладать только сознание, ну скажем так, система через сознание. И вот оно всё выстраивает для того, чтобы иметь власть. Если оно не может, скажем, иметь власть над другим сознанием или чем-то другим, то оно обретает эту власть над Личностью и всё делает для того, чтобы больше и больше приобретать этой власти. Поэтому оно жаждет. Система как таковая, она всегда стремится особенно к духовным тайнам. Для чего? Для того, чтобы хотя бы пролонгировать своё существование. Не то чтобы обрести Жизнь вечную, хотя она стремится к этому и жаждет этого, потому что понимает скоротечность и времени, так как система очень разумна, и она себя воспринимает как «я», почему и противопоставляет себя Богу. Но заметьте, многие задают вопрос, а почему система ведь понимает, что она как разумное существо, она понимает, что она смертная, а почему она продолжает навязывать себя и противопоставлять Богу, а не пойдёт на примирение или ещё что-то и сохранит жизнь? Ну, во-первых, это антипод, она никогда не может пойти на примирение, потому что она создана для этого. Это первое. И второе. А как поступают люди? Ведь человек, чуть-чуть обретя хоть какой-то навык или хоть какую-то малость власти, он продолжает себя позиционировать и рассказывать. Вот мы у многих знаем движение, люди, которые, скажем так, даже аутагинную тренировку не могут сделать, но они бегают и рассказывают, что они уже бодхисаттвы и тому подобное. Другим людям. Для чего? Потому что им важно, чтобы о них так думали, так считали. Так и система. Абсолютно точно так же она поступает. Она навязывает Личности восприятие себя как Бога. И она творит, она показывает и действительно излечивает от болезней, может нарушить даже все законы собой же сформированные, проявить метафизические различные явления. Ну для чего? Для того чтобы казаться в глазах даже такого никчёмного существа, как человек по сравнению с системой, казаться Богом. Ведь люди точно так же поступают. Вот здесь и есть как раз фрактальное повторение — малого от большого. Вот интересно, насколько шаблонно действует сознание. Вот Вы сейчас, Игорь Михайлович, упомянули о людях, которые превозносят себя над другими, но при этом сами они не работают над собой. И вот сознание сразу в мыслях акцентирует твоё внимание, конкретизирует на каких-то людях, людях, которых ты знаешь в своём городе, в своей стране. Но об этих людях не знают другие люди. Там, например, люди, проживающие в других странах. И вот так каждому оно рисует свою иллюзию от собственной гордыни и какого-то местечкового противостояния, причём надуманного от его же сознания. То есть у одного — это Петя, у другого — это Ванг, а у третьего будет, например, Джон. То есть сознание вкладывает каждому уже свой готовый ответ от гордыни. Вот то, о чём говорила Жанна. Но если выйти из точки сужения сознания, то ты уже видишь глобальную ситуацию. Ситуацию, в которой нет места твоей гордыни. А ситуация заключается в том, что ты понимаешь, как система вообще шаблона действует в веках. Она вот таким вот способом через человеческие хочучки от гордыни, через желание власти внедряется в привнесённое учение, в то, что едино от Мира Духовного. И система вот всё это разделяет, разделяет единое на множество и превращает в подконтрольное ей течение религии со своими авторитетами, со своими запятыми и всё той же своей жаждой власти. Вот как вы и говорили, что всё фрактально повторяется. То есть какая разница, какие люди это делают? Они просто в данный момент служат прихотям своего сознания, а значит, исполняют волю системы. Но ты-то где в этот момент? Потому что у системы сегодня одни проводники, завтра другие — те, которые на самом деле жаждут власти и называют себя, к примеру, святыми. Во всяком случае, они очень хотят, чтобы их таковыми считали люди. Но глобально-то суть не в конкретных людях, а в системе, в том, как она действует. И зная об этом, ты уже понимаешь это и обращаешь внимание на собственное сознание, на свои реакции. Ты во внешнем, в конфликте, в разъединении. Тебе сознание рисует очередного врага или ты чувствуешь правду? Видишь глобальное проявление системы и не поддаёшься на её провокации? Вот ты задаёшь себе вопрос, а кому ты сейчас служишь? Где сейчас твоё внимание? Чувствуешь ли ты Духовный мир в себе? Что ты сейчас в себе взращиваешь? То есть когда в тебе доминирует сознание, то в тебе взращивается в этот момент что? Ну вот как раз таки и взращивается гордыня, мания величия, жажда власти. Ну и ты просто вкладываешь силу своего внимания, получается, в эти игры сознания. Причём каждого зацикливает на своей какой-то игре, да? Одного на фанатизме какой-то религии, другого в магии, третьего, кто вообще отрицает и религию, и магию, зацикливает в науке, например, и так далее. Сатана — хитёр. Не хочешь Бога, не хочешь магии — ну вот тебе наука, а чем не отличение? Главное, чтобы ты вкладывал своё внимание в материальное и временное. И покуда ты думаешь, покуда ты эксплуатируешь — сатана живой. А когда он тебя воспитывает эгоистом с чувством гордыни, превосходства, и вот чем больше у тебя гордость, и тем больше ты раб. Как ни крути, но это так. Чем больше ты себя превозносишь в своих мыслях и считаешь себя превыше всех, тем ниже всех ты становишься, потому что ты становишься действительно рабом, манипулируемым, управляемым сатаной. Когда ты кого-то хулишь, ты есть раб. Это естественно. Да. И вот сознания людей постоянно хулят друг друга за какой-то внешний выбор, за какое-то очередное внешнее отделение. И люди столько сил и нервов тратят, ругаются, что-то кому-то доказывают полжизни. А в результате и проходит это время, и что-то меняется во внешнем. Тоже тело стареет, возможности утрачиваются. И вот люди чувствуют в этот момент, что, по сути, снова обман, снова разочарование. И в итоге внутри пусто, и люди несчастные. Совершенно правильно. А всё же на самом деле просто. Не служи системе. На самом деле сознание человека, как бы мы его не превозносили, оно очень примитивно. Если сравнивать с современными технологиями, это как первый пентиум. Просто у него есть самоассоциация с свободой некой или самоидентификацией «я», скажем так. Ему дали чуть-чуть свободы и права выбора, и всё, и оно начинает агрессивничать. Но это же мнимое право выбора. На самом деле сознание ничего не выбирает, это всё прописные программы. Выбирает Личность из тех программ, которые ему подсовывает сознание. Ну подсовывает она ему опять-таки шаблоны по списку, можно сказать. Настолько всё банально и просто. Ничего нового. Действительно, из века в век одно и то же. Одни и те же мысли в сознании человека, которые искушают его, которые манипулируют им. И столько много примеров в литературе, особенно в религиозной литературе, когда одни и те же явления просто назывались разными понятиями. В том же зарастрезме они просто назывались девами, в мусульманстве эти же явления назывались джиннами, а в том же христианстве — бесами или демонами страсти, гордыни, желаний. Демоны просто раньше называли, а мы сейчас можем говорить другим языком, языком IT-технологий, мы можем называть это программой. Почему? Опять-таки всё-таки это полевые структуры, сознание и всё остальное. Это ближе к пониманию, современному человеку проще. Это полевые структуры, программы, предписанные, которые попадают нам в наше сознание, вот они распечатываются, как компьютеры. И они начинают работать. Вот мы посмотрели на них, скажем так, сосредоточили своё внимание или вложили силу своего внимания, мы произвели действие, а мы активировали эту программу, и она начинает работать всего лишь на всех. Ну а представь, как раньше можно было объяснить это людям. Ну девы, некие существа, которые были, вот которые… они невидимы, но они приходят, они тебя соблазняют. Ну это всего лишь слова опять-таки. Пройдёт время, будут называть по-другому, но смысл в том, что ничего не меняется. Суть-то остаётся такая — не ты руководишь этим процессом, тобой руководят. И разницы нет с помощью какой-то вирусной программы или с помощью какого-то там ДЭО, который тебя соблазняет. Она значит, что ты соблазняешься. А раз ты соблазняешься, значит, ты раб. Но имея Знание можно же жить по-другому. Нужно жить по-другому. Вообще для того, чтобы жить, нужно действовать по-другому. Сознание должно подчиняться, а от этого ничего не меняется. Видишь, опять мы вернулись к тому, что вот многие люди не понимают, как это вот я буду контролировать сознание, как же я смогу вести машину, это мне что, не думать? Да нет. И машина ведётся, и Жизнь… Просто она становится прекрасней и интересней, потому что начинается Жизнь там, в Мире Духовном, скажем, пребывающей в теле. А сознание становится легкоуправляемым, манипулируемым. Это как компьютер. Скажем, ты стал умнее, а компьютеры у тебя старые, программы защитные стоят старенькие, и всё равно у него лезут всякие вирусы, ну всякие программы, которые ты не хочешь. Ну это же компьютер, не обязательно же тебе распечатать то, что он показывает, правильно? Ну вот вылезла какая-то картинка, которая тебя соблазнила, ты же прекрасно знаешь, что её распечатаешь, сейчас зависнет компьютер надолго. Ну зачем тебе её вот это вот раскрывать там? Отложил, закрыл, пошёл дальше работать. Всё легко и просто. Тоже интересный момент. Получается, что Личность обладает вот этой свободой выбора, в принципе, на которую система и не может повлиять. Но в последнее время наблюдается действие системы в чём? В том, что она просто предлагает человеку поверить, что у него нет этой свободы выбора. Ну да, и мы только что как раз озвучили наглядный пример о научных экспериментах и выводах, что сознание принимает решение гораздо раньше, чем человек вообще его озвучивает. И это заявление учёных, оно же сейчас очень активно пиарится и в СМИ. Ну и какие выводы при этом сделает сознание обывателя? Вот какие мысли у него вообще возникнут, когда ему преподносится вот такая однобокая информация от системы, когда не объясняется суть? Возникла мысль… Что ты раб, и у тебя нет выхода. Ведь в действительности давайте понаблюдаем, когда этот процесс начался. Совсем недавно утверждалось, что духовный мир не существует, и это всего лишь пережиток прошлого, всего лишь рудимент сознания от прошлых заблуждений. Система действительно начала как-то интенсивно отдалять людей от понимания Духовного мира. Вот о чём она вещала в сознании людей в последние столетия. Получается, что люди спорили в рамках мировоззрения системы Животного разума, материя первична, а сознание вторична, или же наоборот? Ну материя всегда стремится доминировать и навязывать свою первичность, особенно над Миром Духовным. Она предлагает, вернее, вкладывает в сознание людей, что материя образует всё в этом мире, и весь мир состоит исключительно из материи. Да, и можно сказать, что как раз с этого начинается учебник по философии в любом высшем учебном заведении, что якобы материя образует единство мира. Вот со всей этой высокопарной философией от сознания — материализма, идеализма и тому подобного. Пройдя курс обучения, люди, как правило, просто так и не понимают вот эту всю философию, потому что она идёт от ума. Она только пытается затронуть духовные вопросы. Но почему так происходит? Потому что это идёт обыкновенная игра системы. От сознания многократно усложняется простое, нагнетается значимость на пустом, и возникает у людей сложность восприятия. Потому что у тех, кто писал под диктовку сознания эту философию, просто нет понимания сути духовного. И поэтому возникает бесконечное рассуждение о главном вместо практики. И именно поэтому усложняется простое. Но это не от того, что люди плохие. Просто система пытается таким образом внедрить в понимание человека, что материя якобы первична. Вместо того, чтобы человеку духовно совершенствоваться, он просто бесконечно об этом рассуждает вот этими высокими категориями. Вот получается, что такая игра от системы, во что ты мне поверишь, да? В диалектический материализм или идеализм. Для следующих поколений она ещё что-то выдумает. Ну а как же? У неё функция такая — выдумывать всё новое. Но во всём этом она будет сравнивать себя с Духовным миром. Но вот почерк её, он получается очень шаблонен и узнаваем. Вот, например, как здесь. Получается, что и в том, и в другом случае система пиарила себя же, просто присваивая себе качество Мира Духовного. Вот то, что вы говорили, что система всегда стремится стать Богом для человека. И вот такой пример простой, когда качество Духовного Мира про то, что он вечен и бесконечен. В материализме то же самое система навязывает о себе. Вот то же самое она говорит о материи, которая на самом деле и смертна, и конечна. И вот система утверждает, что якобы в мире нет ничего, кроме разных состояний материи, и что именно материя образует единство всей картины мира. А на самом же деле издревле людям было известно, что Бог един, и что источником всего является Духовный мир. Да, и получается, что система на этом себя как пиарит. Она пожирает внимание за счёт того, что перекручивает информацию от Источника Духовного. То есть она как пересмешник. Но все вот эти накруты, которые идут от системы, они очень чувствуются. И они чувствуются как пустое. Потому что когда у тебя есть действительно практика в Духовном развитии, вот тогда ты точно чувствуешь, вот ты знаешь, где настоящее от Духовного идёт, ну а где просто пустое от системы. Или вот такой пример, что тот, кто живёт Духовным миром, он понимает, что начальная ступень познания Духовного мира — это чувственное восприятие, это восприятие глубинными чувствами. И вот система очень примитивно переделывает это на себя. Вот она больше привязывает к телесным ощущениям. Мол, после чувственного уже восприятия будет тебе какая-то более высшая ступень от системы, какой-то уровень абстрактно-логического мышления вместо восприятия глубинными чувствами, которые сознание просто не понимает. И вот то же самое и когда смотреть на восприятие мира от системы, но уже через призму идеализма, где подчёркивается как раз-таки активная роль сознания. Вот утверждается, что сознание конструирует мир. Вот какой-то напускается такой мистицизм сознания. По сути, просто магия. У системы всегда две крайности, как качели. Либо железная логика от гордыни, либо панический страх мистицизма от незнания. Это нормально. Да, и вот система пытается провести какие-то параллели, сравнивая себя с Духом. И опять-таки упор делается на что? На сознание, на логику. Например, вещает о том, что человеческое сознание развивается путём преодоления телесной оболочки, как самопознание абсолютного Духа. Вот ключевое, что человеческое сознание, а не Личность, как Дух. Вот весь идеализм построен, можно сказать, на новой версии умозаключений для современников. Но на основе сознания философов, древних греков, римлян, как раз вот тех, кого вы упомянули в начале передачи, кто искал магию, а не духовный путь. Для системы всегда Высшее Духовное — это магия, потому что она ограничена в этом понимании. А в духовное познание, конечно же, и путь закрыт. И вот как вы правильно заметили, через сознание, через говорильню в голове познать на практике духовный мир невозможно. Потому что, возможно, это, конечно, только через чувственное, глубинное восприятие. Но когда ты знаешь вот эти духовные ключи, то ты начинаешь уже понимать, вот в чём скрыт подвох от системы. Вся запутанность и сложность — это просто признак работы сознания, это игры системы. А духовного, настоящего, практического знания здесь просто заведомо нет. Потому что духовный путь, он всегда прост, а у сознания всегда многосложное и пустое говорение. Принцип работы системы — сознание. И вот уже возвращаясь к науке, просто становится понятно, откуда такие установки от системы. Вот если ты идёшь в науку, то ты должен обязательно быть согласен на уровне мировоззрения твоего сознания именно с политической установкой прошлых веков, с материализмом, вот с тем, что в сознании есть функция мозга, отражение объективного мира. Иначе вот начиная с XIX века так стало и так есть и сейчас, что никто тебя с другим мировоззрением в науку просто не пустит. Вот почему вообще возникла такая политическая установка? Ну подобная политическая установка в первую очередь возникла, потому что в XIX веке люди очень близко подошли к такому понятию, как эфир. Эфир сам по себе давал бесконечную, скажем, свободную энергию, которая могла бы обеспечить людей просто бесплатно в любом количестве нужной энергии. А это ни в коей мере не входило в интересы сильных мира всего. Потому что на чём же зарабатывать и как же держать людей? Это одна сторона. И другая сторона, что само доказательство существования нечто нематериального, которое создаёт материю, которое даёт энергию, это очень близко к Миру Духовному. Такая параллель, ну это и вызвало напряжение и страх у сильных мира, всего поэтому они ввели запрет на эту тему вообще. Ну и естественно, что мировая элита, конечно, это всё быстро свернула и дала системные политические установки, которые увели цивилизацию в такие дебри материализма, что до сих пор выйти сложно. И, конечно же, как следствие это отразилось и на науке, и на благосостоянии людей, и на духовном развитии, ну и на других факторах. Ну здесь, с одной стороны, вот можно было бы сказать, а как на духовное развитие это может повлиять, да, такие события? Казалось бы, причём здесь бесплатная энергия и духовное развитие? Ничего не мешает, ну в действительности человеку ничего не мешает. Но опять мы упираемся во что? Мы упираемся в сознание. И вот представьте себе простой пример, когда наука развивается в области физики, что она упирается и доказывает то, что существует нечто, нечто запредельное, которое создаёт этот мир, которое даёт эту энергию этому миру. И оказывается, устройство нашего мироздания совершенно не такое, как нас учили в школе или в университетах. Оно намного сложнее, и за ним стоит то, что люди называют «миром духовным». И сознание не может перечти тому, потому что это правда. Это бы отразилось на духовном развитии? Я думаю, коренным образом отразилось бы. Это бы приблизило всех людей к пониманию того, что существует Мир Духовный, Мир Бога. А раз так, значит, это уже исключает всякое сомнение в сознании того, что есть ли Мир Духовный, нет ли Мира Духовного. Ну как бы вопрос закрытый. А здесь он открытый становится. Естественно, что люди бы стали жить по законам духовным, по другим законам, они бы обрели и свободу духовную. И уже кто бы им чего не рассказывал, ну как управлять таким обществом просто, которое стремится к Миру Духовному? Разве их можно столкнуть в соревнованиях на обогащение, накопительство или ещё что-то? Ну нельзя. А ненависть развить одних людей к другим, навязать им мысль о Личном превосходстве над другим, когда у Бога все равны. Это бы не получилось. Ну естественно, что это и вызвало массу вопросов и страхов у так называемой элиты. Поэтому мы и пользуемся до сих пор углеводородами. Поэтому на сегодняшний день те, кто называет себя учёными, боятся даже заикаться на эту тему. Ну делают вид, будто этого не существует. Вот такая вот система. То есть снова утверждение и установки от системы. Ну просто теперь неудивительно, почему в научной среде повидавшие век учёные-атеисты слишком так стараются глаголить о своих материальных воззрениях. Вопрос только в том, своих ли. Вот так рьяно отстаивают позиции того же материализма, защищают сознание, что вот сознание было, что вот в силу эволюционного развития оно сформировалось, и что всё материальное, и всё происходит в мозге и тому подобное. А другие, кто помоложе, просто вторят им без понимания истинной причины возникновения такого, ну скажем так, в кавычках «научного мировоззрения». Потому что система действует на предупреждение в сознании людей и, к сожалению, пока не утрачивает свои позиции. Совершенно верно. Давай посмотрим. Правде в глазу. Начали распространяться немножко Знания. И очень много людей начали говорить о другом. И вот, как говорится, «помановение волшебной палочки» в один прекрасный день в голову людей, занимающихся изучением нейрофизиологии, психологии и тому подобное, стали приходить мысли, «А как же ж так работает наше сознание? А почему это происходит?» И вот заметь, всё всегда у сатаны в противовес. Пришли Знания — пришло оправдание. Но оправдание пришло в другом. Получается такое оправдание системы с её подменами в ответ на духовный всплеск и на Знания, которые пришли в этот мир. Да. То есть человек, который начнёт сейчас использовать то, что мы говорили, процесс наблюдения за собой, он увидит, что мысли идут. Но ему уже впереди нас бегущие объяснили, те же вот девы или программы, которые работают, они объяснили, что выхода нет. Если ты интересуешься этой темой, то действительно это так. Да, мысли приходят раньше, чем ты подумал, да, ты ими не управляешь. А некоторые учёные, или называют они себя учёными, какая разница, они столкнулись с этим явлением, стали изучать и говорят, «Нет, дальше мы не пойдём, потому что это пахнет метафизикой и вообще чем-то запредельным». Ну такого быть не может. И они даже отказываются изучать это дальше. Но тем не менее подтверждают, что да, такой феномен есть, что получается человек управляем. Но ты не можешь ничего изменить, потому что, оказывается, ты не обладаешь никакой волей. Ты исполняешь чью-то волю, которая приходит извне. Просто у учёных появляется, можно сказать, страх изучать дальше, страх утратить своё сознание. Как будто бы есть непонимание, что с сознанием человек и так не расстанется до конца своей жизни. И вопрос только в том, сознание управляет тобой, либо ты, как Личность, становишься уже свободным от власти сознания. Да, получается, что просто сознание умалчивает, что свобода Личности — это есть жизнь в Духе. Потому что как раз жить Духом для сознания непонятно, а вот для духовно развивающейся Личности вот это естественно, естественно жить Духом. Конечно. Но опять видишь, вот как интересно, симметрично оно всё работает. Даже бежит немножко впереди. Ведь только было привнесено, только начало развиваться. И тут же начались работы в этом направлении. А почему до этого не было? А почему до этого об этом не говорили? Хотя в религиях прошлого об этом всё наговорилось. Пророки об этом и говорили. Это интересно. Да, только слышали ли их люди? Даже точнее, кто в них слышал и реагировал? Ведь сознание, оно же всё построено на гордыне. У него всё отдельно, очень дробно, непримиримо. Да, и, к сожалению, как сознание рабов системы дробит Знания, духовные привнесённые Знания и истолковывает их по-своему. Как сознание людей начинает переделывать эти Знания? Ведь это мы можем наблюдать сейчас, буквально на наших глазах это творится. А каким рычагом управляет система в головах людей? Гордыней. И рабы системы этого не замечают, потому что пелена гордыней и собственной значимости в их глазах. Да, и вот сейчас есть понимание, а почему система, почему сознание, когда привносятся духовные Знания, просто начинало закручивать свои гайки и в религии, и в науке, для того чтобы потом на этой основе сталкивать людей друг с другом. И вот хороший тому пример. Вот возьмём такую науку как приматологию, то есть науку об изучении обезьян. Ведь если почитать историю её становления, вот все эти трудности, с которыми она столкнулась, причём трудности в большинстве своём связанные именно с психологическим восприятием общества, вот этих результатов изучения и исследований биологии обезьян, биологии человека и сопоставления вот этих данных, то просто становится понятным, почему так произошло, почему люди так боялись любого отождествления себя с приматами и тормозили развитие данной науки. Конечно же, не последнюю роль здесь играл как раз религиозный аспект, и до сих пор есть распри по этому поводу. Ну а всё это потому, что в обществе уже, к сожалению, утеряны ключи к духовным знаниям, и есть непонимание людей себя, непонимание своей двойственной природы. Ну вот на примере приматологии можно же наглядно понять, как система на ровном месте создала большую проблему при помощи трактовки от сознания и столкнула людей, изучающих эту науку, и людей, изучающих религию, ну просто лбами. Совершенно верно. Об этом мало кто знает, потому что мало кто интересуется этим. Но в действительности вот развитие того же ребёнка и развитие обезьянки до определённого периода абсолютно идентично. Есть интересные работы по этому поводу. Да, это действительно так. И ведь этот факт зафиксировали учёные, хотя причина этого для них остаётся неизвестной, ну по крайней мере до выхода этой передачи. Но тут люди из разных религиозных организаций уже стали возмущаться на учёных. Подождите, а как же так? А как же вера? Ведь сказано в Библии, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Ну а что могут ответить учёные, если они тоже всего лишь обыкновенные люди, которые со знанием изучают материю? Они могут оперировать лишь фактами и гипотезами. Ну а тут ещё учёные обнаружили у шимпанзе именно способность к языковому общению. И это тоже обрушило шквал критики этих опытов, как следствие, так сказать, ещё одной религиозной травмы. Ну, в общем, нашла коса на камень. И пошла агрессия друг на друга, потому что в головах людей царит сознание. Сознание настолько запутало и ожесточило людей друг против друга, поймало их на гордыне, на страхе, на незнании и даже на терминах. Тут ведь даже слово «приматес», что с латинского означает «первенствующий первый», которым учёные и назвали в биологии отряд наиболее высокоорганизованных животных. Вот оказывается, что этот термин употреблялся в церковной иерархии. И не случайно же в 2006 году один из древних пышных титулов Папы Римского под общим названием «Патриарх Запада» был официально удалён из папской титулатуры. Ну вот в расшифровке этого титула там есть, конечно, целый ряд наименований, и среди них есть и титул «Приматус Италия». И вот этот титул указывает на то, что епископ Рима является первым среди равных в ряду итальянских епископов. Вот сознание просто шутит над людьми, оно суживает восприятие людей до точки конфликта. Ну вот если в целом просто посмотреть, что творится по миру, тут титулы убирают, за океаном спорят, устраивают обезьяньи процессы в противостоянии гипотезам, то есть выдумкам сознания. А в Индии так вообще создали культ Ханумана, вот этого бога-обезьян, бога физической силы и магии, и чтят его, чтят как наставника в науках. Причём это один из самых популярных в индуизме богов, и очень большое количество храмов ему посвящённых, алтарей с его изображением. Ну вот видите, как сознание работает. Да, беду творит сознание, ведь духовное оно не понимает и всё время извращает его суть. Совершенно верно. Вот людям просто не хватает понимания и примирения. Вот если бы они все знали, знали ответ на вопрос, что значит в действительности бог создал человека по образу и подобию, что такое двойственная природа человека, то как подставляет сознание и почему обезьяна живёт в каждом из нас? Вот если бы они знали ответы на эти вопросы, то не было бы и вопросов ни к религии, ни к науке, которая всего лишь изучает материю, но не более того. Ну а что касается приматологии, то действительно с фактами из биологии животного мира не поспоришь. Они даже наоборот открывают глаза на то, как работает сознание, как стандартно действует система. И вот в принципе, как вы нам ранее говорили, Игорь Михайлович, что на примере из зоологии, из тех же её дисциплин, как приматология, этология, изучая наблюдение за поведением животных, в том числе и людей, можно понять вот эти схемы, вот эти примитивные шаблоны системы, то, как она работает. Ну и конечно, откровенно говоря, когда сама впервые столкнулась с изучением этого вопроса, для меня это было как ушат холодной воды на голову. Потому что получается, что человек думает, что он есть тело, что он есть мысли, он есть эмоции, он гордится этим. Но сталкиваясь уже с приматологией, ты понимаешь, что в тебе так полагает именно обезьянье природа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И теперь о том, чтоspring Committee doesn't begin to continue ehkä Отлично уже договорились Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Михайлович, очень много писем люди пишут именно по поводу того, что как в дне подчинить себе сознание? Вот когда человек встает вопрос, как мне в течение дня контролировать своё сознание? Это идёт от сознания вопрос. То есть оно может тебе играть, вот артисты на сцене, друг друга будут подчинять, играть и тебе рассказывать, что всё хорошо. Когда человек немножечко получает определённую степень свободы от сознания, Личности не нужна власть над сознанием. У него приходит понимание, что это другое, это твой компьютер. И уйдя, ты его с собой не заберёшь, потому что он старый, большой, неудобный, он тебе не нужен. Для Личности как раз-таки важно просто выйти из-под его влияния, из-под его власти, а не властвовать над ним, да? Абсолютно правильно. Первая победа — это уйти из-под его власти. И правильно распределять то, что называем «нимание». Ну а внимание в данном случае, оно работает вот как сахарок в цирке или какая-то другая кусняшка, когда медведь вот ездит на велосипеде. Почему мишка ездит на велосипеде? Кушать хочется. Так и сознание. Оно начинает работать на Личность, когда Личности нужно, потому что кушать хочется. А вот сахарком для неё и является наше внимание. Ещё, Игорь Михайлович, такой вопрос, что… И вот ещё это интересно. Понятно, что как бы они чистили наши звукооператоры, потом нашу запись, а вот много шума пойдёт. Вот обратили внимание, сколько записей, сколько раз мы не делали их. Как только задеваем такие явные тайные системы, сразу бесится природа. Вот всё шумит, всё разрушается. Мало того, что свет отключили, ещё и шумов столько от собачек до всякого остального. Вот как интересно. Вот интересно, что действительно сознание, можно сказать, сопротивляется и не даёт изучить себя. Находясь внутри системы, изучить систему невозможно. Надо выйти за её пределы, тогда ты её будешь изучать. Игорь Михайлович, вот эти знания, которые Вы поведали о системе, знания от наблюдателя вне системы, они очень ценны. И в связи с этим ты понимаешь, насколько система уводит внимание человеческой цивилизации в свои дебри. Вот всё больше отдаляет человечество от основной цели существования, от духовного развития. И вот простой пример из упомянутой приматологии, когда люди считают, что самое ценное в них — это разум, интеллект. Не разобравшись с природой происхождения собственных мыслей, пытались научить мыслить обезьяну. Вот дальше природы примата, то есть примитивного интеллекта, дело не ушло. А вот сейчас предпринимаются попытки научить мыслить машину, то есть создать такой самообучающийся искусственный интеллект, такой разум, который бы имитировал психические процессы человека и моделировал интеллектуальное поведение. Можно сказать, что даже превосходил человека. И вот некоторые учёные возлагают большие надежды на то время, когда он будет создан. Вот хорошо это или плохо — всё, конечно, зависит от того, что будет доминировать в обществе, либо духовная составляющая людей, либо то, как сейчас — алгоритмы системы, животного разума в головах людей. И если ты хочешь узнать, о чём думает система, посмотри внимательно, о чём думаешь ты. Всё просто. Просто быть честным перед самим собой. Правильно. Вот говорят искусственный интеллект, там искусственный интеллект. А что такое наше сознание? Наше сознание, оно как раз и есть тот самый искусственный интеллект. То, к чему современные учёные стремятся, оно уже создано давным-давно. Почему, скажем, наш интеллект искусственный? Да потому что этот мир не совсем зародился так, как вот, к примеру, нам рассказывает современная астрофизика, что он зародился из точки, произошёл большой взрыв, образовалась материя и тому подобное. На самом деле всё гораздо проще и сложнее. Ну сложнее для понимания современной науки, а проще, потому что в действительности всё проще. Современная астрофизика, как, впрочем, и физика находятся, как говорится в народе, в большой засаде. Я имею в виду больше в стадии вопросов, чем ответ. И здесь очень много неразрешённых, так называемых, великих проблем, начиная от вопросов космологии ранней Вселенной, о расширении Вселенной, те же проблемы возрастания энтропии, необратимости и стреле времени, и заканчивая вопросами разной интерпретации и непонимания многих процессов квантовой механики. Вот, например, до сих пор же нет ответа на пресловутый вопрос «Куда попадёт электрон?». Ну и, конечно же, в перечень великих проблем физики входит и вопрос о связи физики и биологии, так называемая проблема редукционизма, то есть сведения законов биологии к совокупности законов физики. Ну, в общем, в человеческом сознании есть желание объяснить жизнь и зарождение жизни на основе чётких формул физики. И вот здесь интересно, какие именно выделяются основные вопросы. Это вопросы о происхождении жизни и появлении сознания. И всё это подводит к идее создания искусственного интеллекта и создания жизни в пробирке. Так что вопросов в физике, что в астрофизике, предостаточно. Но ответы на них крайне скупы на данном этапе развития науки. Абсолютно верно. Если мы зацепили вопрос о астрофизике, то, я думаю, невозможно не сказать о том, что учёные, изучая микроволновый фон, который, как они предполагают, возник после большого взрыва, так вот, они уже приходят к таким гипотезам и выводам, что наша Вселенная голографична, что этот мир может быть одной большой такой, скажем, голограммой, и что наше трёхмерное видение, то, что люди называют реальностью, на самом деле это всего лишь иллюзия. Почему? Да потому что все мысли, информация, те картинки, которые воспринимает, как считают мозг нашего тела, хотя на самом деле, как мы уже говорили, не мозг, а сознание, оно все эти мысли воспринимает в двухмерности. То есть все картинки, которые у нас в голове, они двухмерны. И лишь когда Личность обращает на них внимание или же, скажем, наделяет их силой внимания своего, или, как раньше говорили, сосредотачивается на чём-то, вот тогда она принимает трёхмерность. То есть вот если любой человек последит, как к нему приходят мысли в действительности, вот с позиции первичного сознания, скажем так, то он увидит, что мыслей как таковых в словах или ещё в чём-то нет. Это только когда диалог идёт. Вот когда, как мы говорили уже, артисты крутятся в голове, тогда идут и слова у нас, и споры в голове. А так в целом у нас приходят картинки. Одна сменяет другую, а то их, как на экране компьютера, даже может быть множество, одна перебивает другую. Но они двухмерны. Достаточно обратить внимание, приложить всего своего внимания, это вот как мы навели курсор, допустим, и распечатали, то есть активировали какую-то картиночку, она приобретает сразу трёхмерность даже мозговые. Во всём этом же кроется основной ответ на вопросы и тех же нейробиологов, и математиков, и физиков. Ну по сути всех, кто изучает вот как раз эти вопросы, как зарождается и работает мысль, или почему для мозга нет разницы между реальностью и фантазией, или почему вот мы живём словно вот такой компьютерной симуляцией и именно в таком восприятии времени и пространства. Вот вопросы о двухмерности, о трёхмерности. И получается, почему в нашем обыденном трёхмерном восприятии как раз возникает такая, ну скажем, слепота к глобальным изменениям, которые производит система, в человеке производит? И ведь она, по сути, обманывает его и перенаправляет его же жизненные силы на свою подпитку. То есть во всём этом также есть основы для понимания, почему мысль материальна? Вопрос в другом. Весь этот мир иллюзорен. Он действительно иллюзорен. Когда мы воспринимаем своим сознанием то, что мы видим твёрдое, на самом деле углубившись, мы уже не раз об этом говорили, мы видим огромное расстояние между атомами, а атомы также состоят из более мелких частиц. И всё не такое уж и твёрдое на первый взгляд. Но когда мы это щупаем, к примеру, тот же камень или вот стол, к примеру, для нас он твёрдый. Наше сознание его воспринимает как твёрдый плотный объект. И он твёрдый, но в трёхмерности. Если рассматривать с позиции, скажем, более высокого, с седьмого измерения, ну это может только Личность, сознание уже не может, но об этом мы тоже ещё немножко поговорим, то, получается, ствол вообще не существует. Почему? Потому что Личность — это Дух, это не тело, а сознание — это привязанная часть к материальному телу. И оно может воспринимать материю лишь как материю. Для неё понятие даже, что такое Личность, Личность как Дух или человек на самом деле и Дух, оно не воспринимается сознанием, скажем так. Сознание не может объяснить логически это, потому что оно может сравнить вот чашка, стоящая на столе и стол. Это твёрдое, это керамика, это дерево. Ну здесь сознание есть сравнение, а сравнивать то, чего оно не знает, оно не может. Из-за этого и возникало многое непонимание людьми, что такое Мир Духовный, и отсюда много различных толкований и очень много искажений по этому поводу. К примеру, о создании даже того же человека, да? Вот если мы возьмём Библию, Библию до сих пор толкуют по-разному. То есть получается, если исходить из канонов Библии, «Бог сотворил человека дважды». Ну и вот идёт путаница. Ну об этом мы тоже поговорим. Да, первая глава книги «Бытие» преподносит сюрпризы. Да, ещё и какие. Игорь Михайлович, а почему система на сегодняшний день начинает постепенно открывать некие тайные страницы информации о своём микромире в этой своей трёхмерности? И почему люди сталкиваются с двухмерным явлением, с трёхмерным и тому подобное? На самом деле ничего оно не открывает. Всегда это было известно. Если мы даже посмотрим внимательно на древние религии, вот мы сегодня зороастризм вспоминали, даже в нём проскакивают вот эти понимания о природе той же мысли, о типичных программах системы и об истинной природе человека. Ну мы с вами как-то уже беседовали на эту тему. Да, действительно, в зороастрийских текстах есть очень много интересных моментов, о которых Вы нам рассказывали ранее. Вот, например, там конкретно указывается, что ахриман, то есть сатана по-христиански — это сосредоточенность на злой мысли, произнесение злых слов, творение каких-то злых дел, религия колдовства, занятие ересью, путь обмана. А злые мысли именуются злыми духами, вот как раз помощниками ахримана, девами. Да, и ключевое здесь как раз и является сосредоточенность, внимание человека на злой мысли, то есть подпитка системы, сознательный выбор человека в сторону Животного начала. Вот есть ещё упоминание, что ахриман нападает на создание Бога подобно назойливой мухе. А ведь мысли, которые крутятся у человека в дни, они же действительно подобны рою мух. Вот когда ты не хочешь их слушать, они назойливо жужжат. Ну а как же? Это же программа, как та же реклама в интернете. А в принципе сама реклама, откуда списана шаблона в сознании — всё фрактально. Что интересно, что в зороастризме же описаны и признаки системы. Вот тот враг человеческий, который скрыт в виде сознания. Ахриман не хочет, чтобы люди узнавали его, иначе они просто не пойдут за ним. И вот он старается всячески скрыть от них свои истинные намерения, питается людской раздражительностью, общается со злобными и мстительными людьми. И вот чаще всего он обманывает людей как раз-таки сомнениями, жадностью, насылает на них слепоту, глухоту, вражду. Да. Духовная слепота и глухота — это то, что мы повсеместно наблюдаем в современной цивилизации. Вот чётко указывается его цель, что целью Ахримана является поссорить людей с армаздом, то есть с Богом добра в зороастризме, и сделать их своими друзьями. И вот, в общем, перечислены поздние системы Животного разума. Там как раз вот есть некоторые такие интересные моменты, которые указывают на то, что когда-то вот эта очередная религия формировалась из остатка учения о Духовном мире. Совершенно верно. И там вот есть отголоски о таких знаниях, как о бесконечном времени, которое существовало изначально, в зороастризме называли «зорван», знание о существовании Духовного мира, которое именовалось как «миног», то есть то, что в переводе означало «невидимый», буквально «духовный», знание о том, что Бог пребывает в области бесконечного света, что Он всевидящий, что Он всезнающий, о том, что Бог сотворил человека дважды во духовных поисках, о послесмертной судьбе, о Суде нам остучен в ад и очень много другой информации. Так зороастризм — это первое тысячелетие до нашей эры. И это уже обновлённая калька со старинных учений, потому что эта религия была образована из более древних учений религий — индоиранцев, ариев. Всё есть, только утеряны ключи духовного понимания. сознание затёрло людям главное временем, переводами и, конечно, трактовками от ума. То есть все эти Знания были издревле, и кто ищет, тот всегда найдёт. Абсолютно верно. Есть реальность, которая находится за пределами материи, а есть мир, наполненный временной иллюзией. Но здесь возникает опять восприятие от сознания, когда люди вот с помощью сознания воспринимают этот мир, у них возникает такой диссонансик, невосприятие, непонимание того, что сознание может быть смертным, к примеру, а человек — бессмертен, то есть как Личность. Ну как это, если я — сознание? Если человек ассоциирует себя с сознанием, значит сознание должно быть бессмертным. И вот отсюда много таких толкований. Ну и вот этот парадокс, он, конечно, многих загоняет в такой даже религиозный тупик, когда люди сами себе не могут пояснить с помощью своего сознания. Это их подталкивает на разные поиски, скажем, путей к Миру Духовному. Изнутри они чувствуют эту необходимость, а опираются на сломанный костыль, на сознание, набираются различных, скажем так, инструментов с разных религий, разных сект, разных толкований. Ну получается, как ждун — сидят и ждут. Знать они знают, внутренне стремятся к Богу, но сознание их держит на месте. И оно им рассказывает, «Ты же уже всё знаешь, ну куда тебе, человек, идти? Ведь ты же всё знаешь. Ты уже выучил и Библию, и Коран, и много-много другого, и буддизм, и Веды, ну всё, всё выучил». Даже Кабалу наизусть знаешь. Ну ты же уже человек просветлённый, одухотворённый, можешь спорить с любым имамом и доказывать ему свою правоту, где правильно должна стоять запятая. Вот в этом и весь фокус. Ты знаешь, где она должна стоять, сам с собой общаешься на эту тему с другими, только к Богу не приблизился ни на миллиметр. Почему? А потому что идёт говорить. Да, получается, что система плодит лишь теоретиков познания, а не практиков. Почему возникает вот такая парадоксальная ситуация, скажем так? Люди много говорят о Боге и действительно стремятся к Богу, но они говорят, дальше не делают. Потому что система так настроена. Вот мы коснулись сейчас искусственного интеллекта, и вот есть показательное такое. Ребята провели эксперимент, они взяли боты. Боты — это искусственный интеллект, якобы это тот, что общается с нами иногда по компьютеру, а некоторые думают, что это люди. Они набираются ума и шаблонно отвечают на определённый вопрос. Так вот взяли два бота, это люди могут найти в интернете, посмотреть, это довольно интересно. Два бота, которые на протяжении многих лет общались с людьми, по миллионам разговоров у них там с людьми. В общем, они такие умные, просветлённые уже эти боты, почти как люди. И когда их свели между собой ради эксперимента, о чём же будут говорить два бота? Они немножко пообщались, как всегда, вот менее знакомые, а потом выразили, а давай поговорим о Боге. Это — это ключевой момент. У многих это может проскочить, ну как бы само собой разумеющееся. Но здесь есть маленький ключ для понимания, как работает система. А система так и работает. Сознание людей у всех работает так. А давай поговорим о Боге. То есть давай мы пойдём к Миру Духовному, приблизимся, давай мы приложим усилия для познания Бога. Нет. Система настраивает Личность так, чтобы она сидела и слушала, как артисты перед ней будут говорить о Боге. Артисты — я имею в виду сознание в нашем понимании. То есть вот эта вот сцена разговора самого себя с самим собой же или с кем-то, а хотя какая разница, когда люди понимают, ну скажем вам-то просто, это вот для наших зрителей, ещё раз повторю, лишним не будет, что сознание каждого человека, оно индивидуально. Но оно является частью целой системы, частью того, что многие называют абсолютом, там, сверхразум или высший разум и тому подобное. Но это никоим образом не относится к Миру Духовному, к Богу никак. Так вот, получается, что мы, даже общаясь на уровне сознания друг с другом, это всё равно, что система играет в шахматы сама собой. Отсюда и возникает… Мы говорили уже о том, что даже когда двое спорят, они ещё спорить не начали, они ещё не встретились, а уже исход их спора давно предрешён. Так же вот как играешь сам собой в шахматы. Ну по-любому же, если ты за чёрных, играют чёрные. Ну как же ты можешь сам себе белый немат поставить? Ну так и здесь. В этом и весь смысл, в этом вся иллюзия, сказал бы, обмана, она кроется в том, чтобы человек сидел, как ждум, и ждал, когда к нему придёт Бог и скажет, «Ну пойдём со мной рай, ты ведь хороший, ты всё прочитал, ты всё знаешь, и ты внутренне стремишься ко мне, ты уже заслужил». Система так и рассказывает человеку. Ну не просто пойдём, а ты ещё в теле придёшь… Воскреснешь в теле. Да, воскреснешь в те лет, и будет у тебя много материального счастья и благ, и всего хорошего. Ну это же рай, а в раю должно быть всё. Вот система выдает через сознание людей всё, о чём мечтает сама, вот о том же своём бессмертии. Вот отсюда и такие, получается, материальные желания у человека от сознания, как мечты о воскрешении в теле и о материальном рае. Ну вот, кстати, люди часто и спрашивают, что такое рай. В разных религиях по-разному упоминается за рай, но рай — это ассоциативная передача. Почему? Опять-таки по диктовку сознания некоторые в своё время, создавая религию, внесли на полном серьёзе, и на полном серьёзе потом сознание других людей цепляется и верит в то, что после смерти через определённое время люди возродятся в телах со своим сознанием в неком материальном пространстве, и там они будут жить вечно. Со зверями? Конечно, со зверюшками разными. А где будет мир и покой? Ну а тут же же опять логика включается, если это рай, убийства не должно быть. Значит, лев будет грызть морковку, сидя вместе с зайчиком у речки. Или бываться, как плавает щука с карасём в обнимку, ну вот тогда чем хуже растение. Ну вот зайца ж нельзя есть, это ж убийство. А морковка, получается, что тут жить не хочет? Или что? Морковка ж тоже является частью вдохотворённой. Вот как-то несерьёзно всё получается. Как ни крути всё упирается, один другого поедает. Но что же это за рай, если там один другого поедает? Неправильно. Почему даже, скажем, люди, всю жизнь прослужившие на больших постах в различных религиях, они сомневаются в существовании рая. Потому что сами себе такого напридумывали от сознания, что и их же сознание и верить-то не хочет. А почему? Потому что они чувствуют другое. Да, мир Божий можно почувствовать только глубинными чувствами. Глубинные чувства, они уходят далеко за пределы вот этих шести измерений. Потому что система же, она ограничена только шестью измерениями. Мир Божий — это другой мир, он за пределами любых измерений, он бескрайний. А измерение — это того измерения, что его можно измерить. Вот Вы интересно подметили, Игорь Михайлович, о том, что мы живём в мире одухотворённом. И вот, кстати, люди очень часто путают и смешивают два разных по смыслу понятия — одухотворённый и одушевлённый. Вот здесь тоже феномен. Мы берём по религиозным преданиям, когда Бог создавал человека, Он создал и растения, и животные, всё, что одухотворено. Подразумевается под словом «одухотворено то, что живое». Всё, что живое, оно живёт благодаря Духу, не Души. И вот многие путают, люди спорят, что есть ли Душа у собаки или нет. Ну нет, Души у собаки быть не может. То, что она тварь одухотворённая, естественно, она бы жить не могла, если бы она была не одухотворённой. Даже любая растиночка, любой микробик, он живёт благодаря тому, что он одухотворён. А вот теперь я бы предложил людям провести такой мысленный эксперимент, заставить своё сознание немножко поработать на Личность, на себя. Вот представьте, берём всё, что хотите. Давайте, к примеру, вот как в анекдоте, рыбу возьмём или блохую. Если бы на рыбе была шерсть, на ней бы были блохи. Вот берём блохо, берём слона и берём человека. И вот мы смотрим, абсолютно разное. Но теперь, если мы их разложим, немножко за кванты уйдём, мы увидим всего лишь движение энергии, из которых образуются определённые полевые структуры или волновые структуры, как мы их можем назвать, которые несут уже информацию и тому подобное. Из них образуются первичные кирпичики мироздания, из которых образуются кварки, потом больше атомы. Из этих атомов образуются молекулы, из которых собирается тело. И вот здесь уже пошла разница. То есть именно сборка молекул, заметьте, молекул — это уже Бог знает, какое соединение. И вот из них уже образуется с одной стороны слон, благодаря определённой информации, с другой стороны — блоха, а с третьей — человек. Но человек выгодно отличается от них, от всех. Чем? Потому что в нём есть Душа. И естественно, благодаря тому, что есть Душа, есть Личность. Есть то, что когда-то создавал Бог без тела. Вот мы к этому вернёмся. Это тоже интересный момент, чуть-чуть позже. Так получается, что ни у блохи, ни у слона нет ни Души, ни у Личности. Но есть определённые, скажем так, сознания, даже у той же блохи, у неё есть определённые навыки выживания, у неё есть определённые рефлексы, как существовать. Ведь она же не заскакивает на дерево и не пытается его прикусить. Нет, она заскакивает на собаку, на человека или ещё на кого-то, и питается кровью. Это потребность её. А потребность исходится откуда? Опять-таки от сознания. То, что на сегодняшний день многие уже, слава Богу, и говорят об этом, что и у рыбы, и у птиц достаточно выраженное сознание есть. Они могут использовать инструменты и тому подобное для выживания. Действительно, и птичка может с помощью палочки там червячка где-то выковыривать. Ведь это использование инструментов уже. А рыбы тоже некоторые используют определённые инструменты для добычи еды или создание себе лучших условий для зимовки или ещё что-то. Это не просто, скажем, какая-то генетическая память, которая их заставляет двигаться. Своего рода это сознание. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но у животных нет души, проведя параллель между живыми существами. Человеческое тело ничем не отличается, скажем, на молекулярном уровне от тела той же блохи или того же слона. То есть те же элементы в другой последовательности, в другом количестве. Но вот мы теперь пойдём обратно по цепочке, то есть пойдём до атомов, с атомов, пойдём в частички, до квантовых состояний, потом за квантовый предел идём, и мы попадём туда, где есть волны. То, что мы называем энергиями, движения волн, согласно определённой информации, заложенной в них, которая преобразуется в те или иные частички. А вот если мы пойдём ещё чуть-чуть дальше, то мы увидим первичную энергию, то, что называют Духом. Вот в религиях и тому подобное тяжело выразить, что это, даже современным языком. А раньше было это ещё сложнее. Поэтому возьмём это как определение, допустим, определённые силы или, проще говоря, вот Аллат — силы, исходящие от Бога. То есть первичное вот это вот состояние, то, что возникает. Отсюда оно и начинает уже образовываться. А вот эта сила, тот же Аллат, она даёт жизнь и телу человека, и телу блохи, и слона, и той же травки. И получается всё, что живёт, оно одухотворённое. Но это не значит наличие Души. Почему? Потому что Душа — это немножко другое. Я бы это сравнил вот с современным языком, говоря. Это нечто портала, это то, что напрямую и всегда связано с Миром Духовным. Это то, через что Личность может контактировать с бескрайностью и бесконечностью. Это то, благодаря чему Личность может действительно воспринимать Мир Духовный. Это те силы, которые… тяжело их выразить современным языком, но это те силы, которые образуют всё в общем понимании, буквально в смысле всё. А Аллат — это как раз неотъемлемая часть тех сил, чтобы было понятно. То есть исходя из всего этого, получается, что исконная природа всего вокруг, в том числе и человека, она иная, то есть не та, какое её привычно воспринимает наше сознание. А сознание, получается, навязывает нам веру и восприятие мира уже в суженных, ограниченных даже в трёхмерности рамках, то есть через тактильные ощущения, там, зрение, слух и так далее. Сама система, она заставляет Личность концентрировать внимание на трёхмерных объектах. То есть она же не показывает человеку в сознании… Вот даже вот мы проводили эксперимент сейчас мысленный, и мы заставляли себя подумать об этом. Но опять-таки, глядя на эту же чашку, глядя друг на друга, мы не видим молекул, нам не дано зрением земным лицезреть это всё. И для нас мы вот имеем форму, мы имеем образы, и руками нашими мы щупаем стол — он твёрд. Мы щупаем чашку — она тверда. В этом и феномен как раз всей этой трёхмерности, что, находясь в системе, изучать систему крайне сложно. И вот почему люди сталкивались часто, когда изучают систему, находясь в ней, они выталкиваются на неприятности для себя, скажем так мягко. Система никогда не позволит изучить себя, в самой себе же изучить себя. И искусственный интеллект, вот мы с него начали, он никогда не будет создан в том варианте, о котором мечтают некоторые люди. Почему система не позволит создать клон самой себя? Она будет контролировать, да, можно создать очень умный искусственный интеллект, который будет знать многое, будет притворяться сознанием наподобие человека, может шахматы обыгрывать, но это уже есть на сегодняшний день, многое прочитывать и рассчитывать, но никогда не будет одухотворённым. То есть живым, свободным и самостоятельным объектом, да? Потому что он будет в системе и под контролем системы. Да, здесь возникает, конечно, ещё один вопрос о девятом дне. Но если мы его затронем, нам придётся зайти далеко за квантовый предел и поговорить о вещах, которые, скажем, были испокон веков закрыты для масс. Я думаю, людям это будет интересно, поэтому, если есть желание, мы можем этот вопрос поднять. Хорошо, было бы интересно. Но вот вначале хотелось бы подытожить. То есть система умалчивает, что этот мир — это мир иллюзии? Мир иллюзии обмана, искусственно созданный самой системой. Это она и умалчивает. Игорь Михайлович, а вот если Личность свободна? Если Личность свободна в своём восприятии Мира Духовного, то, скажем так, никакая система на неё не сможет воздействовать. Настоящая Реальность одна — это Мир Духовный, а всё остальное — это временно существующее. Всё, что существует временно, оно не может быть реальным. То есть оно существует в определённой точке, при определённых условиях, и лишь определённый фрагмент времени, не больше. Почему я говорю «фрагмент», а не «участок»? Потому что для нас время течёт, оно имеет своё начало и свой конец. И вот у нас есть восприятие точки времени. А если смотреть в Мира Духовного, то время — оно как линия. И любой фрагмент можно посмотреть. Да, из реальности Бога. И вот именно восприятие глубинными чувствами, вот именно это даёт полноту восприятия настоящей реальности. И вот именно это даёт понимание, зачем существует весь этот временный мир. Весь этот мир существует для определённой цели, естественно, и цель у него проста на самом деле. То, что рассказывают о хаосе и ещё о чём-то — нет хаоса, всё упорядочено. И прежде всего упорядочено самой системой. Бог не вмешивается в этот процесс, это уж точно. Да, мир создан, но в нём есть система. Это тот мелкий антипод, который пытается, скажем так, навязать о себе мнение на сознание людей, что Он и есть Бог. И вот здесь есть интересный момент. Вот давай посмотрим, допустим, на тех же атеистов, которые рассказывают «я не верю в Бога». Естественно, что это сознание их не рассказывает, а аутичность находится настолько невыгодно в загнанном состоянии, что даже не может противостоять, скажем, от себя. Но зато они утверждают «я верю в Абсолют, я верю в Высший Разум», то есть «я верю в систему, я верю в дьявола или я служу дьяволу». Проще и правильнее было бы сказать «я раб Бога, который является ничем иным, как дьяволом». То есть вторят своему сознанию или, как уже говорят сейчас люди, они открывают рот лишь по воле сознания, лишь по воле системы. Вот опять эта игра от системы — «верю, не верю». Здесь мы касаемся вопроса веры. Вот почему люди говорят «ты веришь в Бога или не веришь?»? Ведь человек, который действительно постигает Бога, а не верит… А давайте копнём чуть-чуть дальше, если мы глянем глубину этого вопроса. Ведь понятия «веришь в Бога» не существовало. Было «знаешь Бога? Я знаю или я познаю Бога?» То есть человек, который знает Бога, — это тот, кого мы называем сейчас святыней в таком понимании. Они находятся в контакте с Миром Духовным, они живут Миром Духовным. Они уже бессмертны, можно убить их тело, но их нельзя. Они недосягаемы для самой системы, потому что они уже живы. А человек, идущий к Богу или познающий Бога, если перевести на язык современности, то познающий Бога, человек, который стремится к Богу, чувствует, что Он есть. А ведь любой человек чувствует, даже самые ярые атеисты, то есть он задумается, глянет и проведёт банальный умственный эксперимент над собой, то он увидит, что у него несколько сознаний. И есть тот, кто наблюдает за сознанием, и есть тот, кто наблюдает за тем, кто наблюдает за сознанием. Это не каламбур, это реальность. И как раз тот, кто наблюдает за наблюдателем, за сознанием, он как раз и может чувствовать то величие Мира Духовного, которое исходит по серебряной нити. Мы как-то рассказывали за ней, говорили как раз о Душе. А Душа — это уже как часть Мира Духовного, то есть часть Бога. Вот Вы сейчас, Игорь Михайлович, говорите очень важное понимание. И, конечно, каламбур — это может быть только для тех, кто и не изучал важнейшие вопросы и той же современной научной философии, кто просто понятия не имеет о тех проблемах, которые поднимаются и в антологии, и в гносиологии, и в философской антропологии. И получается, что Вы в течение всей передачи сейчас, по сути, отвечаете на главный вопрос — как возможно достижение Истины? И куда уж более ясно? А ведь основная цель науки, как, впрочем, и в религии, — это и есть познание Истины, вот в её первооснове. И вот всё настолько просто, но сознание человеческое удерживает внимание Личности на постоянных сомнениях, требует доказательств, но доказательств именно в рамках трёхмерности, опять же таки, и заставляет бояться будущего, слепо верить с непониманием даже в тех же религиях. Сознание навязывает другое. Оно как раз и говорит, что ты должен быть верующий, но не знающий. Тебя учат, как верить в Бога, но не учат, как познать. Сознание поддерживает это активно. И вот парадокс в том, что оно очень активно поддерживает как раз все религии, все методы, все навыки, которые ведут к вере, которые заставляют людей идти к неким святым местам или ещё что-то преодолевать, бороться, стремиться… Ну всё в трёхмерности. А если мы посмотрим, вот откинем трёхмерность и глянем с позиции седьмого измерения, то мы увидим, что человек не двигается в духовном плане. Получается, он ждун, сидит и ждёт, когда к нему что-то придёт, не придёт. Двери у Бога всегда открыты, но люди закрывают их перед собой. И как я уже говорил, Бог любит лишь тех, кто любит Его, и знает лишь тех, кого любит. Да. Когда человек действительно духовно развивается, а не стоит на месте, то рано или поздно к нему приходит понимание, что этот мир, он как зеркально отображает Мир Духовный, просто с изменением знаков и своей сути. И вот эти зеркальные отражения система фрактально копирует у себя как тень, как, скажем, некая тень от свечи, вот игра. То есть всё с точностью до наоборот. Здесь огонь, а здесь темень. Рано или поздно человеку приходит понимание, что как раз в игре о тени и заложена вся суть и ложь самой системы, вся её иллюзорность. Но когда человек понимает более глубоко, когда чувственно начинает воспринимать и видеть уже глазами духовными, я имею в виду воспринимать Мир Духовный и видеть глазами Духовными, приходит понимание из сути всего этого иллюзорного мира, что это всего лишь тени от зеркал Септона, не больше, вся эта материальная озабоченность. То, что называют люди жизнью, есть не что иное, как пустота. Если мы посмотрим в промежутки времени… Вот для многих непонятно, почему пустота. Я ведь живу, я существую, я занял какое-то определённое пространство, я есть. Да, мы есть, но лишь на своей позиции. А если мы глянем с позиции хотя бы одного миллиарда лет, жил ли человек или нет? Если мы глянем с позиции хотя бы одной галактики, существовал этот человек или нет? Ведь галактика огромна, в ней миллиарды планет. А человек земной, всего лишь на одной заброшенной, очень далёкой планетке живёт. В маленьком пространстве всё зависит, с какой стороны он облюдаешь. Но когда человек духовно освобождается, он становится Ангелом. Его узнаёт весь бескрайний Мир Духовный. Его нельзя не заметить. Здесь парадокс. Парадокс заключается для материи всего лишь, что маленький, милкий, незаметный человечек, который существует очень короткий промежуток времени, облетая Жизнь, освобождаясь от рабства самой системы, он становится Ангелом, который заставляет радоваться весь Мир Духовный, бесчисленное количество таких же. Но он приходит не как раб, он приходит как равный. Вот в этом суть. Рабство и зло есть только здесь, потому что здесь есть то, что называют смертью. Отсюда всё и пляшет. И вот здесь есть единство и борьба и противоположности, и стремление к власти, к ненасытности и ко всему остальному. И даже самый хороший, самый милый человек, которого мы знаем, самый добрый, — ты залез к нему в голову, к нему приходят такие же мысли, как и к тебе, и хочет то же самое, что и ты. Единственная разница — ты хочешь чай, а он кофе. Ты мечтаешь о Мерседесе, а он о Волге. Или ему не нужна Волга, он хочет зебру себе. Ну какая разница? Суть не в вещах и не в их названиях. А суть в том, что все стремятся к тому, я имею в виду все живущие под диктовку своего сознания. Или же все рабы дьявола стремятся к одному — устроиться получше в этом трёхмерном мире и помечтать о том мире. То есть сидеть и мечтать, и верить, что оно придёт. Но сколько бы ты ни верил, оно не придёт, если ты не пойдёшь сам. Хочешь любви Божией — научись любить, и ты её получишь. Ибо тот, кто любит, отвернутым быть не может, так как он уже есть. Игорь Михайлович, вот для людей, очень многих, является весьма важным вопрос, что означает, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему? Скажем, вопрос интересный. Он интересен и в том плане, и многих волнует, что значит «по образу и подобию». Для более глубокого понимания, я думаю, лучше немножко коснуться, вот к примеру, Библии Ветхого Завета, его первой главы, в которой говорится, как «после отделения света от тьмы, после сотворения мира Бог решил создать человека». И, как мы знаем, это произошло на шестой День Творения. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Есть ещё также упоминание, очень интересное там же, что сотворил Бог человека по образу своему, сотворил и мужчину, и женщину. И вот здесь возникает вопрос «по образу и подобию нашему». Мы уже не раз поднимали этот вопрос в обсуждениях и других передачах, потому что многие толкуют буквально, что человек создан по образу и подобию Божьему. И вот здесь есть такое расхождение, как всегда, в сознании. «Бог сотворил по образу и подобию своему». Сознание воспринимает себя как образ и подобие Бога. Но в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, в 24 стихе говорится, «Бог есть Дух». Это то, что говорил Иисус своим ученикам, что Бог есть Дух. Значит, сотворил Он по образу своему, существу Духовному. И в человеке то, что подобно Миру Духовному, есть Дух. Ну или то, что мы называем Личность. Но Личность — это, извините, не материальная. Она есть Духовная. Значит, образ и подобие есть не что иное, как духовная составляющая человека. И во многих религиях пытались это объяснить, что человек — это некий Дух, Духом рождённый. И что Бог сотворил человека дважды, как Вы упоминали. Да, Бог сотворил человека дважды. Тем, кто действительно ищет и стремится к духовному познанию, истинно не просто по диктовку сознания верит во всё, что приемлемо моего сознанию, а испытывает внутреннюю жажду, те, как правило, ищут не только в одной религии, а везде, где есть упоминание о Боге. И они, я думаю, неоднократно сталкивались с другими религиями, более древними религиями, обсуждаемыми нами зороастризмами и тому подобное, что когда-то люди были бесплотные существа, у них не было плоти. Они зрели, становились тем, кого, к примеру, современные люди называют Ангелами, уходили. То есть они были невидимыми и бесплотными Духами? Конечно. Сейчас людям понятно сравнение с Ангелами. А в древности людям были более понятны ассоциации трёхмерности, например, связанные с теми же местными растениями, животными или ещё чем-то, то, что они видели и воспринимали в повседневности. Вот если взять, к примеру, тот же зороастризм, то образ первых людей, мужчины и женщины, как подчёркиваю, единого невидимого существа, он ассоциативно сравнивался с благородным ремнем. Это растение, которое росло в тех местах, где зародилось самоучение. Оно представляет из себя такое двухметровое растение, ствол которого похож на две переплетённые змеи. Вот часто это видели. Да, и ведь этот же символ в виде двух переплетённых змей — кадуцей — он часто использовался в древности в разных культурах как символ именно рождения, согласия, универсального движения, как символ гармонии двух начал в человеке — инь и янь. И вот раньше использовали его как атрибут богов на посохах жрецов. А сейчас он известен как один из символов медицины. Да. Но здесь есть ещё один важный момент, который хотел бы внести. Почему переплетение и сравнение от переплетения мужское и женское? Это у нас сейчас в материи есть мужчина и женщина. А первые люди были без полы, так же, как и ангел. Ангел не имеет плоти, ангел не имеет пола. И это надо понимать. И раньше вот это, скажем, мужское и женское начало, оно было слито в одном существе. Почему и говорилось тогда, что первые люди были подобны растению и ревню. То есть мужчина и женщина были единым переплетённым существом. И фар Ахура Мазда, то есть фар бога простирался над ними, то есть они были в Любви Божьей. Кстати, так же изображали и первых богов в кадре не Китайского пантеона в Фуси и Нью-И-Ва. О которых упоминается и в книге «АллатРа». Да. И по выбору, именно людскому выбору. Что сделал Бог? Он сделал их материальными. Как говорится в преданиях зороастризма, что они оба превратились из образа растительного в образ человеческий, и уже фар, как дух, он вошёл в них. Как дух. Опять-таки они перешли из одного образа в другой. Но основная суть их была не в образах, а в духовной сердцевине, то есть в духовной составляющей их. Но здесь мы уже видим и читаем отголоски от сознания. Всё равно сейчас то, что рассказывается и вот в сравнении с ревнем и тому подобное… То есть это было простое сравнение. Но опять-таки в более древнем учении говорится, что приобретя материю, они оставались всё равно своей сутью. То есть не было мужчин и женщин на первом начальном этапе. Это тоже интересно. И вот как я говорил, в начале мужское и женское начало было слито в одном существе. То есть было присуще вот это явление как антрогения первого человека, то есть единство, совмещение в одном лице мужского и женского пола. Вот такой гермафродитизм, то есть способность к оплодотворению, когда в одном организме образуются и яйцеклетки, и сперматозоиды, то есть и один тип половых клеток, и другой. Вот это явление, оно же свойственно и животному миру. Да, аналогия сохранена. Вот очень интересно, в Библии, в пятой главе, в книге «Бытия» как раз вот упоминается, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину, и нарёк им имя «Человек». И вот далее стоит, что Адам — он родил сына. А ведь это мы сейчас вот по переводам ошибочно полагаем, что Адам — это мужчина. Но на самом деле в языке оригинале, когда это слово употребляется без артикля, то оно не выражает собой имени собственного, как имени мужского, а служит лишь обозначением человека вообще, то есть одинаково прилагается как к мужчине, так и к женщине. Это показательный момент. В последующем Бог всё-таки утвердил такое половое различие, и люди были разделены на мужчин и женщин для того, чтобы у людей возникло, скажем, ну будем говорить прямо, чтобы усложнить путь домой. Для чего это сделано? Опять-таки вот у некоторых сознаний возникнет непонимание, зачем усложнять путь домой и тому подобное. Ведь Бог, наоборот, должен своих детей… Отвечу аналогии трёхмерности. Мы ведь посылаем своих детей учиться. И мы заботимся о том, чтобы наши дети не просто закончили школу, но и обрели какую-то специальность, чего-то добились в жизни, чтобы они стали хорошими людьми во всяком случае в нашем понимании. У каждого своё понимание, что такой хороший человек. Ну чтобы они стали хорошими людьми и нашли себя в жизни. Ну немножко оно не так, но приблизительно. И опять-таки по просьбе тех же людей. Ведь первые люди, исходя из героастриизма, они сами попросили плоть, для того чтобы можно было преодолевать определённые трудности, достигать Любви Божией заслуженно. Ну вот это и создало преграды. Это же и послужило тому, что был создан мир материальный, была создана плоть. Потом эта плоть была разделена окончательно на мужчин и женщин. Ну и потом начались подмены понятия Любви истинной на Любовь человеческую. А Любовь человеческая, как мы знаем, она временная. Простой пример. Как балуется сознание с людьми? Ну есть Любовь между мужчиной и женщиной. Вот они друг друга любят, но думают о других и желают других. Это Любовь? Ну нет, конечно. Вот так оно всё и начиналось. Но это же всё создаёт определённые трудности и даёт определённый инструмент сознанию. То есть раз появилось тело, появилось сознание. Раз тела разделились, то появилась большая забота о сознании о другой своей половине, ну опять-таки своей же. Появился миф о том, что нужно найти свою половину, что она обязательно есть и тому подобное. Вот и левень бегает и ищет вторую свою часть. Ну интересно, конечно. Вообще легенды… не все они пустые, много сути в них, просто их надо уметь понимать. Да, и это очень интересно, учитывая ещё и то, что Вы нам ранее говорили, что в женщине больше сил Аллата, но она менее стабильна. А мужчина более стабильный, но в нём меньше сил Аллата по сравнению с женщиной. Но тут, конечно, вопрос не в том, у кого чего больше или меньше. Эти соревнования в мыслях — это же игры от сознания. На самом деле всего всем хватает, если рационально вкладывать своё внимание. И вопрос тут в другом. Куда ты перенаправляешь вниманием вот эти силы Аллата? Что ты приумножаешь в себе — смерть или Жизнь? Да, это действительно интересно. И знаете, теперь глубже понимаешь, как твоё же сознание в значительной мере усложняет тебе же жизнь, как сознание порождает множество потребительских отрицательных мыслей, раздоров между людьми, между мужчиной и женщиной, и почему вообще в отношениях между ними нет настоящих глубинных чувств. Ты понимаешь, как сознание прельщает и озадачивает женщин внешним, отводя силу их внимания от настоящей любви, от истинного источника, который заключён в них самих, как сознание ввергает их в свою ложь, в свою хитрость, в обман, в накопительство праха, в какие-то ложные цели и просто заставляет растрачивать жизнь на вот эти иллюзии. Потому что если взглянуть, то чем живёт женщина в своих мыслях, на что она тратит жизнь? На магию, на поиск внешней любви, на утрату и возвращение её. Вражда, ворожба — то есть сплошная магия. А мужчины, они же жаждут любви, но сознание и здесь переворачивает всё опять же в свою угоду на себя, навязывает тебе вот эту игру в трёхмерности, результат которой — опустошённость и разочарование во всём. И вот сознание ввергает мужчин в постоянно неудовлетворённый эгоизм, в зависть, в постоянное соревнование, в погоне за значимостью, в выяснение, кто сильнее, кто круче, кто богаче. И в конечном результате к чему это всё приводит? К агрессии, войнам, страданиям. И вот так же их сознание поступает и с женщинами. Оно просто навязывает и мысль, что женщиной надо обладать как вещью. То есть не любить, не быть в гармонии с ней, а именно обладать как вещью. То есть порабощение сознанием Божественного начала. И вот ты понимаешь, что раньше ты только так и жил под диктовку сознания, что ты постоянно что-то требовал от других для себя. Но тут уже возникает вопрос, для себя ли? И ты страдал от этого сам? Ты не знал вот об этой внутренней Божьей Любви, и ты не взращивал её в себе. То есть при создании человека было два основных этапа. Это этап духовного рождения и этап преобразований в материи. Сейчас на мою минуточку остановлюсь и всё-таки озвучу те мысли, которые сейчас прозвучали в голове. Мысли от системы, когда она вот сейчас попыталась навязать свой готовый итоговый ответ. И чуть было я не озвучила, что было два основных этапа — это до создания материи и после. Вот всегда она пытается подставить и просунуть первой мысль о своей «суперважности». Всегда она пытается именно пропихнуть свою значимость, значимость материи, затирая именно важность духовного. И вот в который раз убеждаешься, насколько важен контроль того, что именно говоришь, что именно хочешь сказать ты, а не твоё сознание. Да, и как говорил Игорь Михайлович, что говорить от сознания и вещать от Духа — это же совершенно разное. Потому что сознание всегда хочет быть партнёром для Личности, а хуже того ещё и диктатором. Но Личность — она же не партнёр, она не раб сознания. Личность — это хозяин, это тот, кто оплачивает своим вниманием всю эту презентацию сознания, это тот, кто отвечает за итоги. То есть когда ты об этом знаешь, то очень легко быть самим собой и не бояться обличить своё сознание. Да, надо быть честным перед самим собой, честным на практике. Да. Так вот, при сотворении человека было два основных этапа, и ключевым являлся момент именно выбора человеческого, выбора служить Миру Духовному, даже будучи заключённым здесь, в материи. Совершенно верно. Изначально люди зарождались, как, скажем, маленькие ангелочки, подрастали, развивались и становились частью Мира Духовного. Они не знали страдания, не знали зла. Ну радостно, замечательно, хорошо. Но люди выбрали как раз путь тяжёлый. Хотя вот в зороастризме оно хорошо сказано, что они приняли решение, подчёркиваю, что люди приняли решение противостоять злу в теле, то есть обрести материальность. Да, и в священных книгах зороастризма, и там вот упоминается как раз-таки это предание, что когда-то Бог задал людям вопрос, надо ли ему защищать их от аримана, или же они сами уже в телесной оболочке, в телесном облике могут сразиться с ним и победить его, после чего они и станут бессмертными. И вот люди, они выбрали последнее. Это выбор самих людей. Они захотели противостоять ариману в телах, под его властью начинать, начинать с двойственности. Это такой вот серьёзный выбор для того, чтобы приходили в Мир Духовный уже не Ангелочки, а Ангелы. Это было вынесено в Мир материальный, где зарождались люди, становились, рождались, и осознанно потом выбирали, что им нужен вот в Мир Духовный. И интересно, радостно, когда приходит Ангел. Ну это же замечательно. И вот тоже такой интересный момент, что вот в книгах по тому же зороастризму сказано, что Бог добра, ахурамаста… Он создал свои творения именно в виде духовных сущностей. А точнее, Он сотворил духовные образы всех созданий. А уже потом создал материальный мир и придал сотворённому вид телесный. И что Его творения, воплощённые в телесном образе, смогут одолеть ариманы и созданное им зло, что главными борцами с ариманом являются как раз-таки сами люди. Да, и вот ещё один из таких ключевых моментов, которые там же отмечены, что победа возможна только при активном участии самого человека, что человеку надлежит помнить, что он происходит из Духовного мира, что он является существом духовным, а не земным. И как раз дела духовные гораздо важнее дел земных. Да, совершенно верно. И вот указывается на то, что Ахриман очень хочет скрыть от людей то, что реально произойдёт с ними, если они будут следовать его намерениям. То есть скрыть наказание за грехи и конец дел. А вот в отношении с Ахуромазда наоборот, он очень хочет, чтобы его узнавали, он открыт для всех. И вот что ещё интересно упоминается, что человек уже по достижению 15 лет должен знать ответ на вопрос, кому он принадлежит — Ахуромазде или Ахриману? 15 лет это поставили потом в связи с задержкой развития некоторых людей. А вообще изначально это было 11-12 лет. К 11-12 годам человек должен был делать уже свой выбор окончательный, кому он служит. Конечно, да, это вторичный всплеск уже, как видим, мы правы, это обусловлено вторичным всплеском уже. И человек делал уже самостоятельный выбор с кем он — с Ахуромаздой или Ахриманом. И опять-таки во всех религиях, вот если посмотреть, утверждается или же упоминается у некоторых о том, что дьявол хитёр и невидим, и что он прячется от глаз, и достаточно обличить дьявола, как он утрачивает свою власть. И смысл здесь глубокий в действительности. Вот мы уже говорили за работу сознания и тому подобное. Но когда человек начинает осознавать и понимать, что сознание над ним играет в злую шутку, и он управляем, и оказывается, у него нет силы воли, а он всего лишь исполняет волю. И вот здесь тоже хотелось бы затронуть, мы уже упоминали об этом. Человек не раб Божий ни в коем случае, но он становится рабом своего сознания. Мол, у каждого свой Бог. То есть человек уволен выбирать себе Бога. Кого? Ахуромазду или Аримана, или, говоря вот привычным языком современности, сатану или Бога? Кому он служит? А если он служит Ариману или сатане, то вот здесь он становится рабом. А если он служит Богу, то он становится свободным. Вы знаете, в своё время эта информация очень глубоко тронула, что всё началось и произошло именно по людскому выбору. Ведь именно это и есть настоящий героизм. И сознанию, конечно, это очень сложно понять, вот всю эту важность и значимость происходящего. Ведь, по сути, ты находишься в глубоком тылу врага человеческого, потому что ты как Личность заключён в конструкцию, с материальным телом, с активным сознанием. Да ещё и со всех сторон ты окружён искусственной системой. То есть ты находишься внутри мёртвого, и с родным, с живым тебя соединяет только твоя Душа. И это действительно надо безгранично любить мир Бога, чтобы иметь вот эту огромную силу Духа противостоять системе, будучи в ней заключённым. То есть чтобы служить здесь, в этом Аду, Миру Духовному, для того, чтобы вернуться домой с внутренней, зрелой, настоящей Победой. Да. Вот, Игорь Михайлович, Вы совершенно верно заметили, что древние легенды, они не совсем простые, как кажутся на первый взгляд. Абсолютно верно. Вот и в зороастризме, и в христианстве вот взять даже сказание о том, что Бог сотворил человека дважды, да? Вот мы сейчас рассматриваем этот вопрос. И что мы видим? Здесь тоже вот для пытливых, скажем, сознаний, которые подталкиваются любопытством не от системы, а от Личности, немножко дам намёк о том, что в Библии описывается, что после седьмого дня, опять-таки подчёркиваю, седьмой день, когда Бог отдыхал. А как мы уже рассказывали до этого, что есть шесть измерений для сознания человеческого. Здесь есть намёк маленький для думающих. Есть шесть измерений, в которых сознание или же сама система может существовать. В седьмом она не может уже существовать. Седьмое измерение — это уже выход за пределы мира материального, за пределы системы. И вот по Библии пишется, что на седьмой день, когда Бог почил от всех дел своих, то есть отдыхал от сотворения мира. И вот после седьмого дня, получается, уже на восьмой день идёт описание сотворения Богом человека. Получается, как бы второй раз Он его сотворил. Но здесь уже пишется совершенно по-другому. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице Его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Это книга Бытия, 2 глава, стих 7. Любой может открыть и прочитать. То есть если первый раз Он его создаёт по образу и подобию своему, Он создаёт того, кто есть бестелесный. Это было одухотворённое существо, нематериальное. И оно лишь дело времени, оно зреет, соединяется и уходит уже зрело. То здесь мы видим, что на восьмой день Бог сотворяет человека из праха земного. И вот многое отцепляется за восьмой день. И мы сталкиваемся с очень интересным явлением, что если мы отойдём от Библии, как обновлённого, скажем, варианта древних религий, и немножко обопрёмся на древние религии, хотя и в христианстве это оставалось, и в исламе есть, и в многих других есть, и в иудаизме очень развито. Почему именно на восьмой день давалось имя человеку и тому подобное? Да, у очень многих народов сохранились именно предания и священные действия, связанные с восьмым днём рождения человека. Совершенно верно. Потому что именно на восьмой день в тело человеческое, как в сосуд, как раз и входила Душа, и образовывалась Личность. И вот отсюда вот эти слова, что Господь, Бог, вдунул в лице Его дыхание Жизни, то есть создание Личности. С приходом Души. Да. Потом она зрело созревала, находясь в теле человеческом, и должно было соединиться. То есть находясь внутри мёртвого самой системы, которая настроена против всего Божественного, будучи заключённым в часть этой системы, ты как Личность, как Дух Живой остаёшься безупречен в самоотдаче, в служении Духовному миру, в преумножении Духовной Любви, даже здесь, находясь вот в таких условиях. И здесь как раз есть героизм. Почему именно так произошло? В этом тоже есть логика для ума. Потому что живое существо, которое борется за жизнь, которое проходит невзгоды, оно совершает определённый подвиг. Оно побеждает дьявола, выигрывает свой Армагеддон и обретает Жизнь. И приходит зрелый Ангел. То есть это действительно событием становится, которое отражается во всей бескрайности Мира Духовного. То есть внутри заведомо мёртвого ты становишься вечно Живым. Игорь Михайлович, вот мы сейчас говорили о создании первых людей, и было бы весьма интересно раскрыть ещё один очень важный вопрос. Этот вопрос в разных религиях называют «грехопадением первого человека», а в христианстве его именуют как «первородный грех» или «прародительский грех». Ну и отсюда возникает уже такой волнительный вопрос для думающего человека. А грешен ли я от рождения вследствие того, что люди изначально грешны как род человеческий? Грешен ли я изначально или, например, мои дети или младенцы, если они ещё ничего плохого не совершали? Ну если коротко, то что знает мирянин по этому вопросу? То, что написано в третьей главе книги Бытия, что грехопадение было совершено первой человеческой парой — Адамом и Евой в раю, когда они, искушаемые дьяволом, кусили запретный плод от дерева познания добра и зла или, как ещё его называют, деревом жизни и смерти. И в результате их изгнали из рая, и они стали существами смертными. Поэтому уже все люди впоследствии стали грешниками. И вот сегодня очень много разных толков об этом сказании из книги Бытия. Что страшит и тяготит верующего? То, что он грешен с рождения, что у него греховная порча. И что вот он услышал в храме? Что очищение, освобождение от власти первородного греха происходит в таинстве крещения. Это ритуал, который в христианстве считается духовным рождением человека. То есть он как бы формально умирает для жизни греховной и рождается уже в новую благодатную жизнь. И что именно благодаря крещению ему будет дарована свобода от тирании дьявола. Люди верят в это, но дальше веры в большинстве случаев дело не идёт. Как правило, люди делают ставку на ритуал, но не на своё личное преобразование, не на внутреннюю работу над собой. И вот среди богословов разных организаций, конфессий и течений тоже нет единого мнения в этом вопросе. Каждый просто ссылается на своих авторитетов, на тех, кто, что, когда говорил по этому вопросу. Грешен ли человек с рождения? Вообще Иисус это не говорил, это сказали люди. Первородный грех — это чисто богословский термин в христианстве. Он был введён через 400 лет после Иисуса, в то время, когда христианство обрело статус государственной религии. Ну, в общем, как всегда, вроде люди и ходят вокруг Истины кругами, только когда пытаются понять умом, то возникает вот этот извечный спор, где правильно должна стоять запятая, как Вы верно заметили. Говоря о грехе, важно понимать, что человек изначально свободен, и за ним нет греха. Человек имею в виду как Личность. Что такое первый грех? Вот мы часто встречаем в различных религиях, что человек изначально грешен. И вот здесь разобраться, что такое грех? Да, вопрос как раз стоит в том, что понятие о грехе, которое совершил первый человек, о его грехопадении, оно есть в преданиях и других религий, например, в том же Зоростризме. Но к этому мы ещё вернёмся. Ну вот действительно очень хочется разобраться, как оно есть на самом деле. Первый грех на самом деле — это тот момент самого первого греха, когда человек как Личность поверил в сознание. Это первая вера в ложь. Вот это и есть первый грех. Когда он соблазнился от сознания, как Личность соблазнился на иллюзии сознания, на что-то материальное. Ну и в дальнейшем можно говорить просто, что человек как Личность изначально не грешен. Но тогда вот возникнет вопрос, почему человек как Личность не грешен, а почему же он переходит в состояние субличности, не говоря языком религии, почему он попадает в ад, если он не грешен. Но здесь есть такое понятие, как бездействие. Человек как Личность приходит в этот мир для того, чтобы обрести свободу от Мира материального и соединиться с Миром Духовным, то есть прийти как зрелое существо в Мир Духовный. Оно его бездействие как Личности, когда человек живёт миром иллюзий и всё своё внимание вкладывает в иллюзии от сознания, в свою ненасытную иллюзорную сущность, по-другому её не назовёшь, он просто прожигает Жизнь. И он, скажем, как вот женская яйцеклетка, которая оказалась неплодотворённой, так и Личность. Она не оплодотворена, она становится субличностью. Продолжает, конечно, своё существование, так как закон сохранения информации никто не отменял. И пока есть энергия, пока есть носитель, информация будет существовать. И поэтому он и остаётся именно в стадии субличности. Но как таковой грех, он прекращается, как только человек, как Личность, подчёркиваю, освобождается от рабства сознания. Человек начинает уже существовать самостоятельно, он не допустит ничего плохого. И основные свои усилия и всё своё внимание он прикладывает именно к Миру Духовному, к поиску в начале этого пути, а в последующем — к пребыванию в этом состоянии, пока не обретёт Жизнь. Так что грех как таковой — это понятие относительное, и оно больше навязано для Личности. Всё просто, на самом деле всё просто, очень просто. Есть сознание, есть Личность, есть Душа, как проводник или, скажем, как транспортное средство, можно его так назвать. Если Личность успела соединиться, то есть если Личность отошла от власти сознания, сбросила свои оковы, оно увидело реальность, оно прочувствовало Мир Духовный. А прочувствовав Мир Духовный, уже не хочется от него отходить. Да, это действительно просто. И это очень легко можно понять, даже прочитав вот в том же Православии, что первоначальный человек не знал опыта безблагодатного состояния, что грехопадение как таковое — это утрата этого блаженного, возвышенного состояния пребывания с Богом, это утрата Жизни в Боге. А это блаженство связано с присутствием в человеке от самого сотворения благодатью Духа Святого. И что в Пророках действовал Дух и научал их, и внутри их был, и являлся им. И в Адаме Дух, когда хотел, пребывал с ним, и Адам знал сладость Любви Божьей. Да, и что Дух Святой есть Любовь и сладость Души. И кто познал Бога Духом Святым, тот ненасытно день и ночь рвётся к Живому Богу. Да. И вот это объясняет также, почему следствием отпадения от Бога стала смерть. Вот насколько человек удалился от Бога, вот настолько он приблизился к смерти. Да. Когда Личность находится в рабстве сознания, она живёт иллюзией, именно навязанной иллюзией. Ну здесь вот это можно назвать состоянием греховности. И естественно, за тебя его никто не отмолит, никто тебе его не простить не сможет, пока ты сам не отойдёшь. Простой пример. Человек находится в рабстве у фараона, берём древние времена, встречает такого же раба. И тот раб ему говорит, что ты не раб, ты свободный, ты можешь идти, куда хочешь. А кандалы не обращай внимания. То, что ты можешь ходить строго в определённом месте, ну какая разница, ты свободен. Довольствуйся тем, что есть, и радуйся, и хвали своего хозяина. Потому что как раз для рабов хозяин и есть Бог. Он может сделать с их жизнью что хочет, но опять-таки под жизнью здесь понимается лишь временное существование. Ну поэтому думайте сами. Да. Рабы не знают Бога, поэтому они и рабы. Они воспринимают своего хозяина как Бога. Вот знаете, хотела тоже поделиться одним моментом из своего детства. Конечно, обычно о своих ощущениях в детстве в современном обществе не принято говорить, потому что сознание навязывает некую игру в образ, в авторитет, в хорошесть. Некоторые истории и рассказы о себе могут, по мнению сознания, портить твою репутацию. Но вот если честно, то просто надоело жить по его правилам. И когда ты для себя принимаешь то, что истина мне дороже, то тогда становится просто легко озвучить то, как оно работает. И вот в детстве я действительно чувствовала в себе вот это вкрапление плохого, вот этой греховности, что ли. Что было что-то от животного начала, и хотелось быть хорошей. А вот это плохое, оно постоянно давило, и хотелось этого состояния в себе избежать. Но оно, скажем, было очень навязчивым. Но тогда не понимала, почему так происходит. И вот ты правильно подняла мысль. В действительности, в детстве, особенно от возраста 5-6 лет, ну немножко старше, лет до 10-11, люди чувствуют какую-то двойственность. Они чувствуют, что сознание навязывает их. Они чувствуют, что они этого не хотят, оно навязывает. Они не хотят бояться, а бояться. Они не хотят делать плохое или обманывать, а обманывают. Они понимают, что что-то в них двойственное навязывается. Но когда им не рассказывают о Личности, когда для них это сокрыта информация, Личность утрачивает ту силу для сопротивления сознанию, не понимает, как достичь вот этой святости, достичь этой свободы. А что такое святость? Это прежде всего свобода от такого сознания. Это как раз и есть. Вот искупление греха. Искупление греха — это как раз и есть отказ от диктатуры сознания, когда ты становишься действительно свободным человеком, то есть Личностью, независимой от мира материального. Ну вот многие скажут, ну как ты будешь не зависеть от тела? Тело зависит, сознание зависит, Личность — она лишь временно пребывает здесь. Что важнее? Над этим стоит задуматься. Но это не означает, что нужно прекратить, скажем, всякое общение со своим сознанием ни в коем случае. Любое устремление ускорить процесс — это идёт от сознания. Лишь сознание может диктовать человеку покончить с собой или вот ты сейчас перейдёшь к Богу. Просто вот лежи, ничего не делай, не ешь, не пей, завтра ты умрешь, только молись — и ты перейдёшь к Богу. Да никуда ты не придёшь, субличностью станешь. Почему? Потому что как раз путь к Богу — это именно работа Личности, это стремление. Если ты сорвёшь зелёный плод, он будет зелёный. Всё должно поспеть и вовремя прийти, правильно? Так и здесь. Другое дело, что у одних созревание раньше, у других позже. Но тот срок, который дан пребывать здесь, даже если человек постиг многое, он имеет право уйти, он стал Жить, произошло слияние, но он всё равно будет здесь. Почему? Служить Миру Духовному, потому что это потребность. А если у него нет потребности в служении, значит, у него как бы и нет того слияния и понимания Мира Духовного, непонимания той важности, нет целостности. Значит, это иллюзия от сознания, очередная иллюзия. Вот у многих есть понимание, что они близки к Истине, но сознание действительно боится фактов и практики. И вот, кстати, интересно ещё, как упоминается о первом грехе людей в зороастризме. Вот сегодня как раз упоминали о создании первой пары людей из Ревни, то, что написано в сказании из пятнадцатой главы «О природе людей» в священной книге из Роастризма «Сотворение основ Бундхишин». И вот там интересно, что согласно вот этому сказанию, когда люди преобразовались в образ человеческий, то есть обрели материальность, тело, то чем они продолжали Жить внутри себя? Тем, чем они на самом деле являлись по Духу своему. Они жили радостью, радостью в Любви Божьей, вот этим состоянием духовной благодати, как источника их подлинной жизни. И вот, согласно сказанию, Бог в зороастризме его величали как армаст — это сокращение от ахурамаста. Он сказал первой паре человеческой, которых звали Машья и Машьяны, что сейчас просто некоторые моменты процитирую. «Я создал вас из самых совершенных и лучших побуждений, и что честно исполняйте деяния веры, думайте благие мысли, говорите благие слова, совершайте благие дела и не почитайте дэвов. И сначала оба они так и подумали, что они помыслят один о другом, что он — человек для него. И первое дело, что они сделали — они так и подумали». А первые слова, которые сказали — это «Армаст создал воду, землю, растения, животных, звёзды, луну, солнце и все блага, происхождение и плоды которых от проявления праведности». И важный момент в сказании, что затем противник пробрался в их мысли и осквернил эти мысли, и они завопили. «Злой дух создал воду, растения, животных и все другие вещи, которые названы». Вот эта лживая речь была произнесена под влиянием дэвов, и злой дух обрёл в них свою первую радость. Вот из-за этой лживой речи оба они стали грешными, и души их остались в аду до конечного воплощения. Они поверили сознанию. В данном случае, если мы берём зороастризм, который трактуется о том, что люди плохо подумали или подумали о плохом, и Арман возрадовался их греху. То есть они противопоставили себя Богу, Миру Духовному. Но здесь как раз и есть — они поверили в сознание. Да, они просто поверили своему лживому материальному сознанию. Правильно. То есть люди знали, они чувствовали то, что… они изначально знали как Личности, что этот мир сотворён Богом. Но сознание им навязало, и они поверили ему, и они сказали в голос, что этот мир построил Арман, и он принадлежит ему. Да, они стали оглашать мысли и желания системы, что система якобы является творцом миропорядка. То есть начали служить дьяволы. Вот знаете, это мне что-то напоминает — всемирный разум, абсолют, атеизм, материя первичная, большой взрыв, самоорганизация материи. Да, да, да. Далее рассказывается на примере аллегории легенды о первой человеческой паре, как происходило вот это отхождение людей от своей истинной духовной природы и переложение внимания уже на мысли от сознания. Согласно сказанию, когда они выпили молока от белой козы, то Машья сказал Машьяне, что «радость моя была от того, что я не пил этого молока. А теперь, когда я выпил его, то радость моя уменьшилась, и телу стало плохо». Вот от этой второй лживой речи девовская сила увеличилась. То есть произошло вложение силы внимания вот этих божественных аллатовских сил в мысли о здоровье своего бренного тела, о материи. Да. И вот потом упоминается, что когда уже они приготовили себе первую еду на костре из мяса овцы, то одну её горсть они бросили в огонь, сказав, что это доля огня, а вторую кинули в небо и сказали, что это доля богов. Но вот мимо них пролетала птица гриф и утащила это мясо, тогда как первая съела собака. То есть вот эта аллегория того, что в трёхмерности пошла уже растрата сил Аллата на магию, на то, что является пищей для системы. Вот эти силы не были вложены в преувеличение любви и радость в Божьей благодати. Ну а потом читаем в сказании, что из-за неблагодарности, которую они проявили, «Девы ужесточились, и Машья и Машьяны стали невольно испытывать друг другу греховную злобу. Они встали друг против друга, били друг друга, рвали друг у друга волосы и царапали лица. Тогда девы прокричали из тьмы. Вы, люди, почитайте девов, чтобы ваш дев злобы отдохнул». Ну и вот далее говорится о том, что Машья пошёл и совершил, по сути, магический ритуал, отчего девы стали более сильными, а оба они, Машья и Машьяна, стали настолько бессильны, что долгое время не могли исполнять то, что должны были. И вот только после 50 лет от этого момента у них уже появились дети и их потомки, которые сформировали человеческие расы. То есть, по сути, грех первых людей заключался в том, что они поверили своему сознанию, стали утрачивать чувственное восприятие Мира Духовного, глубинную радость от общения с ним. И просто стали растрачивать силы Аллата на лживые мысли, на мысли о здоровье своего тела, на земные желания, на магию. И ведь, по сути, это то, что происходит сегодня с большинством людей. Но опять-таки, что есть причина? В данном случае это вложение своей веры, своих сил в иллюзию, в обман, в надежде что-то получить. Просто это начальная стадия развития системы в Миру Человеческом. Игорь Михайлович, вот люди часто задают такие вопросы и путаются в ответах. Например, что такое «Я»? Или если моё «Я» не связано с телом, то как же тогда я слышу? Или «А как я могу слышать самого себя?» Или «Как я может наблюдать за состоянием собственного сознания?» Или вот такой вопрос «Как отличить в себе, где я как Личность, а где моё сознание?» Вообще, как работает сознание? Какова жизнь Личности как Духа? Ну и очень много других вопросов. Вот просто у людей есть непонимание этих вопросов. Да, у людей есть непонимание, и это обусловлено интенсивным развитием психологии, философии различных течений, скажем, тех же религиозных направлений, которые усилили позицию нашего сознания. И Личность находится в менее выгодном положении, чем, к примеру, хотя бы тысячу лет назад для людей. Почему? Потому что слишком сильный информационный поток, слишком много предложений, которые уводят в разные стороны. И Личность просто запутывается, а сознание активно, система активно. И она всегда была активна, а сейчас она ещё и вооружена хорошо. Она вооружена своими писаниями, которые она создавала. Она вооружена современными технологиями, не только книгами, как раньше, но и интернетом, и телевидением, и всем остальным. И Личность находится в таком менее выгодном положении, чем сознание. Почему, собственно говоря, и называется это время, времена перекрестия или времена выбора человеческого, по какой дороге идти? Да, выбора человеческого между заведомо мёртвым и вечно Живым. Совершенно верно. Для того чтобы, пожалуй, ещё немножко лучше понять, нам придётся заглянуть за квантовый предел, который упорядочивает кажущийся для сознания хаос, и взглянуть на привычные материальные объекты, которые находятся до шестого измерения, и в то же время заглянуть за пределы шестого измерения, где находится то, что люди называют Душой. Пожалуй, правда, надо об этом немножко поговорить. Ну давайте всё-таки заглянем за квантовый предел и рассмотрим вот с простой позиции, скажем, для обывателя, чтобы было понимание, что такое сознание, как оно работает, что такое Личность. И начнём с самого простого. Ну логики могут спорить, не спорить. Но я расскажу так, как есть, не усложняя эти процессы. А те, кто будет не согласен с этим, но желая найти подтверждение, он может поискать ответы в других источниках, и жаждущий всегда найдёт. Начнём с простого. Что такое сознание человека, как оно устроено и почему, самое главное, очень многие закрытые религиозные, подчёркиваю, организации мечтают о Девятом Дне? Что вообще означает «девятый день» и откуда он взялся? А эта история насчитывает сотни и сотни лет. И до сих пор существует вот этот жреческий клан, который делает очень много для того, чтобы осуществить этот «девятый день». Это интересно. Это сродни всемирных заговоров для тех, кто любит эти заговоры. Смешно, конечно, но было бы не так смешно, если бы это не было правдой. Итак, для понимания, пожалуй, начнём с того, как развивается человек, как это всё происходит. Да, это была бы существенная помощь людям понять, что представляет из себя на самом деле сознание, и что такое «ты» как Личность. Да, конечно. Есть два вида сознания. Первое сознание, назовём его первичное сознание, которое основное и зарождается вместе с физическим телом — это сознание примата, животного. А вот следующая наслойка сознания, которая и проявляется в противовес, скажем, проявлению Личности в теле человеческом — это уже вторичное сознание. Вторичное сознание — это как современное сознание или новое сознание, ещё его называют «человеческое сознание». Вот здесь важно понимать, что вторичное сознание — это то, благодаря чему мы обогнали обезьян в своём интеллектуальном развитии. А вот это очень важный момент. Это как раз тот ответ, который ищут нейрофизиологи уже много-много лет, но и хвост и ныне там, ну по крайней мере, был до вот этого исторического момента. Да, это верно. Так вот, вот это новое сознание, оно очень агрессивно и активно. Хотя и та часть, и та часть нашего сознания — это есть не что иное, как часть целой системы. И понятно, что это полевая структура, это ни в коем случае не нейроны головного мозга и тому подобное. Нейроны головного мозга, мы уже как-то это обсуждали в одной из передач, это всего лишь, скажем, физика. Это то, что вот эти полевые структуры преобразовывают в физические, потом в химические реакции, потом обратно в физические и тому подобное. Но это ни в коем случае не то, где происходит или зарождается мысль, и она работает. Но на сегодняшний день, слава Богу, уже наши учёные прекрасно это уже понимают, что они наблюдают всё лишь реакции. Хотя пытаются поймать мысль, уловить что-то, но они видят и наблюдают реакцию. То есть они видят следствие, а не причину? Да. Так вот, я немножко вернусь. В момент зарождения самого человека образования, пока он находится ещё в утробе матери, вместе с развитием его головного мозга развивается так называемое первичное сознание. Почему именно первичное? Потому что оно развивается ещё внутриутробно. После рождения человека первичное сознание оно непосредственно связано полностью со всем организмом тела человеческого. Оно управляет как раз всей химией и всем остальным. Но оно обладает, я бы сказал, слабовыраженным интеллектом, то есть сознание ограниченное. Но оно же связано и с вторичным сознанием. И вот здесь интересный момент, что душа человеческая вселяется в человека именно на восьмой день. До восьмого дня человек ничем не отличается от животного. Сознание, вот как первичное, оно есть у шимпанзе, скажем, довольно развито. Ведь аналогия очень близко проходит. Детки, скажем, обезьянки и человека, они до трёхлетнего возраста, где-то там до пяти, они развиваются практически аналогично. А вот дальше человек начинает резко отрываться. Почему это происходит? Как раз потому, что на восьмой день после рождения человек, как, скажем, сосуд, заполняется душой человеческой. А душа создаёт Личность. Личность — это как раз то, чем и является в действительности человек. Это тот, кто ты есть. Вот душа и Личность — это как раз духовная составляющая. И почему человек стал человеком? И почему по образу и подобию был сотворён? Потому что в нём была часть от Мира Духовного. Опять вот интересный момент, тоже его не хочется упускать. Многие люди ассоциируют душу с нечто таким разумным и всезнающим. Но душа — это дверь, скажем, в Академию наук. В Академию наук умные люди, которые знают всё. Но скажите, дверь знает что-то? Через неё проходят умные. Но сама по себе это портал, это дверь. Вот душа — это открытая дверь в Мир Бога. А Личность — это как раз и есть тот студент или младший научный сотрудник, который пришёл трудиться в этой Академии и может познать это всё. Но душа — это есть не что иное, как проход к Знаниям. Понятно, что это всё слова, понятно, что это всё аллегория. Но это попытка объяснить на современном уровне, что это такое. Игорь Михайлович, а вот эта практика «Кто я?» вот о ней упоминается и в книге «АЛЛАТРА», и Вы рассказывали в предыдущих передачах. Вот она же как раз и подразумевает, что нужно углубиться до понимания, что «я» — это как раз и есть «ты как Личность». Да, в понятии «я» — это Личность. А Личность — это как раз то, что напрямую связано с первичным сознанием. Та же практика «Кто я?» — она и подразумевает, что человек должен найти то, что является «я», то есть Личность. То есть «я» как Личность, которая связана и с Душой, и с первичным сознанием, вот с тем сознанием примата, что Вы ранее рассказывали, что развитие обезьянки и развитие ребёнка идентично до определённого периода. Совершенно верно. То есть сознание примата, оно остаётся по развитию своему на уровне ребёнка, где-то до 5-6 лет максимум, но чаще ещё младше. И вот это первичное сознание, сознание примата, оно же и связывает Личность с трёхмерностью? Да. Первичное сознание само по себе напрямую связано с миром трёхмерным. Оно связано со зрением, со слухом, ну и со всеми нашими тактильными ощущениями. Оно связано со всем тем, с помощью чего мы воспринимаем мир трёхмерный. Это то первичное сознание, которое даёт информацию о трёхмерном мире нашей Личности. Вот это очень важный момент для понимания, потому что система нам с детства рассказывала, что именно информация, получаемая от органов чувств, она и формирует восприятие человека мира и себя. Но на самом деле у Личности это совершенно иное восприятие, отличное от восприятия материи как таковой, отличное от восприятия того же тела в трёхмерности, которое контролируется через мозг первичным сознанием. Это глобальная подстава от системы, подмена понятия, кто ты есть на самом деле. То есть как нас учили с детства. Что именно ты воспринимаешь этот мир с помощью пяти основных органов чувств. Зрение, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Что именно ты ощущаешь боль, разницу температуры, давление, чувство равновесия, положение в трёхмерном пространстве, ускорение в нём, ощущение веса, какие-то кинестетические ощущения. То есть говоря научным языком, всё это нацицепцию, термоцепцию, эквибриоцепцию и проприоцепцию тела. То есть по сути это проблемы тела, отражённые в первичном сознании. А система ставит знак равенства между тобой и телом. Хотя всё это — телесное восприятие трёхмерности. Это всего лишь продукт первичного сознания, но не более того. Вот вся эта информация о трёхмерности, все события, все ситуации, переживания — всё это производное от сознания. Это не ты. И вот подмена в чём? Что не сознание воспринимает, а якобы ты воспринимаешь. Вот система снова подменила ключи к понятиям. Это как в предании зороастризма, то, что мы уже упоминали, когда вначале человек знал, что Армаст создал воду, землю, растения, животных и так далее. А потом сознание ему рассказало, что Ахриман создал воду, растения, животных и так далее. То есть ложь и подмена — это принцип действия системы, частью которого является первичное и вторичное сознание. И это же касается всего — и жизни человека, и смысла его существования, и вопроса, кто же он есть на самом деле. Да. Личность и сознание. Человек дуален. И сознание, как часть искусственного интеллекта, как часть системы, оно делает всё, чтобы развивалась только одна сторона, чтобы доминировало сознание. Вот даже в религиях что мы наблюдаем? Что молитвы, мантры, которые произносятся вслух или многократно повторяются мысленно, что они развивают? Первичное или вторичное сознание? А как же Дух? Да. Получается, что люди, не понимая того, делают абсолютно всё, чтобы доминировало сознание, то есть человеческая суть. А ангельская суть, то, кем они и являются на самом деле, она просто порабощена. Люди воспринимают себя как сознание с кучей мыслей в голове, с эмоциональными всплесками, но утрачено духовное. Дух, к сожалению, не развивается. Получается, что ты живёшь, как умное животное. Вот отсюда и жадность, и ненависть, и зависть, и смерть. Да. А всё истинное, чистое, божественное, оно как раз не развивается. Хотя оно же должно развиваться в первую очередь. Но ты просто отказываешься от того, что делает тебя мёртвым, и перекладываешь вот эту силу своего внимания, живёшь внутри тем, что делает тебя Живым. И вот пока я этого не поняла на практике, то было очень тяжело жить, жить сознанием. Потому что сознание — это куча сомнений, всевозможных её вариантов, алгоритмов. А жизнь развивающейся Личности — это совсем другое. Личность воспринимает любую ситуацию целостно, объёмно. Личность знает, а не сомневается. И разница здесь огромная между восприятиями. Личность воспринимает целостно и объёмно причинно-следственные связи, даже то, что преподносит ей сознание. Но это совершенно другая жизнь. Она очень отличается от жизни биологической. Это сознание создаёт причину, пожинает следствие. Это у него всегда дробление, разделение, куча хаоса. Но это всего лишь поток обработанной уже информации, которая преподносится Личности уже как готовая. Чтобы понять себя как Духа, самое лучшее — это развивать его в себе, а не ждать, что всё как-то само собой произойдёт. Ничего не произойдёт, если ты сам к этому не приложишь усилий. Совершенно верно. Хотела ещё сказать, что сознание так озадачивает человека и взаимоотношениями, и привязывает его внимание к быту, что оно просто не даёт ему опомниться. А что оно скрывает от Личности? То, что человек на самом деле — Дух. Скрывает то, что для сознания Личность является всего лишь источником питания. И что вся эта суета просто бесполезна, если в конечном итоге тебя ждёт смерть. Совершенно верно. Так вот, в этой практике «Кто я?» мы развиваем то осознанно, что является тем, кому первичное сознание всё и рассказывает. То есть то, что видим, слышим, щупаем — всё наше восприятие трёхмерности. А вот вторичное сознание как раз есть тем, кто развивается дальше. Если первичное сознание застреёт на развитии, то есть останавливает своё развитие на уровне приблизительно 5-6 лет, но чаще ещё младше, то есть остаётся сознание как у примата, то вторичное сознание развивается дальше. И вот с его помощью мы анализируем, думаем… Да, анализируем-то мы вторичным сознанием. Парадокс. И думаем, что это мы и есть. Ну это нам так кажется, что мы анализируем, думаем. Опять-таки давайте вернёмся. Мы — это Личность. Личность, она не имеет отношения к Миру Трёхмерному. Скажем, она гораздо выше находится по своей иерархии измерений. Но первичное сознание связано напрямую с Личностью, но не связана Личность напрямую с вторичным сознанием. Вот вторичное сознание — это то, что по привычке мы… Мысли приходят, образы, идут наши вычислительные процессы и многое другое, логика та же. То есть все эти картинки, вся эта информация, которая к нам поступает, это идёт через вторичное сознание, в первичное сознание. А потом, пропуская через первичное сознание, уже преподносится Личность. Это для понимания, что, зачем и почему. Да, и ключевая подмена — в идентификации себя. Это ж мы думаем. Вот здесь парадокс как раз заключается в том, что мы воспринимаем это всё, мы думаем и тому подобное. Но мы являемся Личностью, Личность не думает. У неё нет способности к мыслительному процессу в прямом понимании, вот как мы это считаем. Это первичное сознание способно думать, рассуждать. Но опять-таки без вторичного сознания все мысли сводятся практически к первобытному состоянию или к сознанию примата. Мыслей будет очень мало и только о том, что необходимо. Ну в основном с доминированием наших желаний и необходимость. И много эмоций примата. Да, и обусловлена ещё опять-таки эмоциональная сфера, ненависть, вражда, зависть — всё это в первичном сознании. Ну и тяга, желание, побуждение и всё остальное. А вот вторичное сознание, вот оно как раз и навязывает первичному сознанию массу всяких желаний и интересностей. Это такое вот, ну скажем, то, что мы воспринимаем собой. Человек чаще всего себя ассоциирует как раз с вторичным сознанием, даже упуская понимание первичного. На первых этапах, когда он начинает становиться на духовный путь в действительности, начинает изучать, наблюдать, он наблюдает с помощью первичного сознания за действием вторичного сознания. И лишь потом он может найти того, кто наблюдает за первичным сознанием, и начать уже развиваться как Личность. Но чем больше он развивается как Личность, тем больше он привыкает к другому способу не мышления, а восприятия. Это чувственное восприятие, это, скажем, сродни понимания целостного процесса, без рассуждений и навязывания всяких ненужных мыслей, а может быть, или где-то там. Есть, скажем, другое. Тяжело его выразить, вот парадокс. В действительности тяжело выразить, как воспринимает Личность мир. Да мир она вообще никак не воспринимает, но есть и есть. Но у людей, Игорь Михайлович, может возникнуть такой вопрос от сознания, а как же не мышление? А как же вот мы за Духовное же рассуждаем? Мы же благодаря тому, что в мыслях рассуждаем, или вслух с кем-то говорим, мы приходим к Духовному! Человек никогда не приходит к Духовному, рассуждая о Духовном. Когда человек рассуждает о Духовном, он всего лишь рассуждает о Духовном. Он как ждунт — сидит и рассуждает, сидит и ждёт, когда она придёт. А Личность, она имеет способность двигаться. То есть благодаря внутреннему толчку, вот этому внутреннему стремлению Личности, человек и способен прийти к Миру Духовному. Именно той истинной жажде, этому стремлению. Личности для неё нет пространства, для неё нет времени. Ну это другое. Вот тут, наверное, надо ещё одно уточнение, потому что следующий будет вопрос, что значит двигаться в Духовном. Потому что для обывателя в трёхмерности понятие «двигаться» — это «я должен передвигаться в пространстве». Совершенно правильно. Вот здесь опять-таки мы сталкиваемся с парадоксом. В понимании сознания то же движение к Духовному, значит, надо преодолевать расстояние или пространство некое, или время. То есть что-то нужно преодолевать. А что преодолевает Личность на пути к Миру Духовному? Преграды от сознания всего лишь навсё. То есть отойдя от зависимости сознания, выйдя из-под его власти или вырвавшись из его рабства, Личность становится свободной. И тогда она может стремиться сливаться в единый свет, скажем. Ну здесь много можно эпитетов подобрать, конечно, или ассоциативных примеров, но все они будут трёхмерные. И ни один из них не будет верным, потому что это совершенно другое, это даже не другая физика, это то, что далеко над физикой. То есть стать единым целым с Миром Духовным. Или стать его частью. Но что важно, даже став частью Мира Духовного, Личность сохраняет свою индивидуальность, но она становится истинно свободной. Здесь тоже сознанию тяжело это понять, что такое свобода, что такое стать бескрайностью, в то же время сохраняя свою индивидуальность. Ну опять-таки мы говорим языком ассоциативным и говорим на примерах, которые действительно сложно передать, но, скажем, проще. Лучше это сделать, чем об этом слушать. Лучше прийти и увидеть. Просто начать жить. Тогда всё становится на своем месте, становится понятным, это легко, прекрасно и интересно. Вот тоже интересно, ведь слово имеет силу. И сознание человека, зная об этом таинстве, оно просто манипулирует значением слов. Даже в науке уже давно известен тот факт, что процесс передачи информации о действительности средствами языка наш мозг, ну точнее сказать, наше сознание путает с самой действительностью. По сути, это же один из алгоритмов вот такой тонкой подмены и искажения от сознания. В сознании так работает. И вот по мере развития речи человека или, как мы сейчас понимаем, по мере развития функции вторичного сознания, сознание уже начинает кодировать опыт в словах. И поэтому в большинстве случаев мы даже не замечаем уже, когда слова становятся для нас более реальными, чем сама действительность. Но слова — это же всего лишь ассоциации и символы. Это попытка передать в трёхмерности чувственный опыт. Вот Игорь Михайлович совершенно верно говорит о том, что духовной реальностью надо просто жить внутри себя. И вот на Востоке есть одна замечательная притча о том, как ученик спросил учителя о предназначении слов. А учитель ему ответил, что слова — это палец, указывающий на Луну. Но когда ты увидел Луну, то о пальце надо забыть. Да, когда на практике это всё проходишь, то ты уже видишь вот эту разницу, которую раньше просто не замечал, разницу в подменах самых ключевых пониманий. Вот, например, когда на практике глубинными чувствами ощущаешь реальность Духовного мира, ты понимаешь, что в действительности ощущаешь вот это бесконечное счастье. Ты чувствуешь его. Ты понимаешь, что там нет желаний, потому что там есть всё. И там есть радость бесконечной Любви и много возможностей. Но это именно целостное, это объёмное понимание, которое кардинально отличается от понимания сознанием. Вот, грубо говоря, что имеет в виду сознание под пониманием иметь всё, иметь много возможностей. Для него это иметь крышу над головой, дом, квартиру, семейный уют, машину и, может быть, какую-то копейку на еду, одежду. Ну, бесконечное желание иметь всё. То есть всё материальное, всё, что в трёхмерности, всё, что есть прах смертный. И теперь ты понимаешь, что потребность иметь всё, иметь много возможностей и жить в радости, в бесконечной Любви, она же идёт от Личности на самом деле, от её желания начать жить. От её желания начать жить по-настоящему. Но сознание, оно всегда подменяет вот это понимание этого всего и уводит твоё внимание просто в смертное. Вот раньше ты слышал, что Духовный мир — это свет какой-то. Ну и представлял это своего сознания как мог. С учётом всех фильмов, чужих образов, рассказов, вот всё, что слышали твои земные уши и что видели твои земные глаза. Ведь что такое свет в представлении твоего сознания? Это как яркий солнечный свет, который вырывается там сквозь тьму облаков или просто солнечный свет, который приходит на смену ночной тьмы. Но сейчас ты понимаешь, ты чувствуешь, ты знаешь, что там в Духовном мире совсем другое. Там есть свет, в котором не создаются тени. Там есть свет, и нет тьмы. И это не то, что представляет твоё сознание как свет, который ослепляет или бьёт в глаза. Нет. Это совсем другое. Или вот как раньше, ты прочитал в книге, рассказывал это другим, что Духовный мир — это бесконечная радость, наполненная жизнью, и что это покой. А сам не понимал, как же может сочетаться счастливая радость и покой одновременно. Потому что в понимании твоего сознания радость — это эмоция, а покой — это отдых в мечтах, или сон, или сидение просто телом на стуле и ничего не делание. То есть это просто как два разных состояния сознания. И только на практике ты понял, что имелось в виду под этим понятием. Потому что там, в Духовном мире, действительно живая радость, живая бодрость, насыщенная, постоянно новая и неповторимая жизнь в бесконечности. и одновременно стабильность и покой. И это совершенно не то, что представляет твоё сознание в трёхмерности. Игорь Михайлович, один из важных моментов беседы — это понимание, что такое ты, как Личность. Потому что сейчас очень многие даже не подозревают, что, думая или говоря о себе, на самом деле, в большинстве случаев человек просто оглашает проблемы и ложь своего вторичного сознания. Ну и впечатление от кино, которое прокручивает ему первичное сознание. Вот можно ли уточнить более подробно, чем является и как взаимодействуют первичное и вторичное сознание человека? И в особенности, что такое вторичное сознание? Вторичное сознание — это как антипод Личности. Это есть нечто иное, как то же самое отражение. Мы уже говорили об этом. Когда на восьмой день вселяется Душа, человек становится человеком, в нём появляется Личность. И как антипод Личности появляется вторичное сознание. Это действительно очень сильный искусственный интеллект. Почему искусственный мы уже обсуждали, потому что вся система создана искусственно. И первичное и вторичное сознание — это и есть не что иное, как часть системы. Вторичное сознание более тесно связано практически напрямую с тем, что люди называют Абсолют или Высший Разум, или, как мы говорим, для удобства система. Называть можно по-разному. В религии это называют дьяволом, а сознание, вот раньше это называли его шаблонами, и джиннами, и бесами и тому подобное. Вот был такой, бес вселился. Ну зачем вселяться, если он там уже давно живёт? Критике и всему остальному подвергает как раз вторичное сознание. То есть это то, что мы называем интеллектом. Это то, что мы активно развиваем, учащаясь в садике, в школе, в университетах. Это и есть развитие вторичного сознания. И чем активнее оно развито, тем больше у него инструментов. Это не значит, что его не надо развивать, наоборот, его надо развивать как можно больше. Его надо понимать, что это такое. Первичное сознание, оно связано и с телом, и с Личностью. А вот вторичное сознание, оно связано только с первичным сознанием. И вот здесь возникает, что каждое из этих сознаний, оно считает себя, как Я. И вот между этими сознаниями, как ни парадоксально, есть борьба, но также есть противостояние обоих сознаний, каждого в отдельности, обоих вместе взятых, против Личности. Они борются за силу внимания, за те живительные соки, скажем, таким материальным языком, исходящие от Личности, за ту энергию. Потому что действительно это как для того, чтобы лампочка горела, надо подать ток. Выключим электричество, лампочка потухнет. Пока наша Личность уделяет внимание тому, что нам предложило сознание, сознание активно. когда мы заняты какой-то работой, думаем, на чём-то сосредоточены, вот внешнее загружено, или просто ведём беседу активно, или играем в шахматы, размышляем, у нас работает как раз вторичное сознание. Это там, где нужно много обработки информации и тому подобное. И мы всегда себя считаем, что это мы и есть. Но если мы задумаемся и начнём отслеживать, как приходят мысли, а вот мысли как раз они приходят в основном в вторичное сознание. Вот эти все картинки мелькающие, это всё идёт там. Но проецируются они на первичном сознании, то есть их внутри нас, скажем так, нашей конструкции, наблюдает первичное сознание. Их не наблюдает напрямую Личность. А вот через первичное сознание их уже наблюдает Личность. И именно Личность даёт ту силу или же то внимание, назовём эту силу «внимание». Она уделяет это внимание на то, чтобы зацепиться за эту мысль, активировать её или нет. Но парадокс ещё в чём? Первичное сознание себя тоже считает как «я». Это тот маленький ребёнок, который сидит в каждом человеке. Даже в старом академике сидит маленький ребёнок. Психологи, нейрофизиологи это прекрасно знают. Я не говорю уже о политологах. Вы посмотрите, все системы разработаны на малыша, на ребёночка шестилетнего возраста. Вот тогда оно работает. Почему? Потому что это всё направлено на первичное сознание. Да, на сознание, которое застопорилось на детском уровне. И вот сейчас прозвучал от вас, Игорь Михайлович, ответ на ещё один неразрешимый до этого момента вопрос психологов. Они же со своей материальной точки зрения смотрят на дуальность человека. И вот что они наблюдают, над чем, можно сказать, ломают голову? Что у человека есть несколько «я». И что даже в самом старом, самом умном человеке есть ребёнок. Да, вспомнилось, как вы, Игорь Михайлович, нам рассказывали о том, что раньше люди, которые духовно развивались, то к старости они становились мудрее, спокойнее, рассудительнее, потому что был уже большой опыт духовной практики, опыт обуздания своего сознания. То есть они уже крепко держали своё сознание в узде, они смотрели на мир уже как зрелая Личность в духовном понимании имеется в виду, конечно. В них самих был мир и покой, полнота жизни миром духовным. То есть они жили насыщенностью и разнообразием духовной жизни. И вот в мирской жизни, в трёхмерности их внутреннее состояние, оно было отражением действий во внешнем. К ним обращались за этой глубинной мудростью следующие поколения. Вот эти мудрые люди, они заботились о том, чтобы в обществе царил такой же мир и покой, как в них самих. И чтобы люди не имели вот эту крайнюю нужду в чём-то материальном. То есть они участвовали наравне с другими в создании условий для предупреждения, для ограждения общества от активного влияния самой системы. Они заботились, чтобы ни один детский волосок не упал с головы твоего ребёнка, чтобы ни один детский животик не был голодным. И это, конечно, не сопоставимо с тем, что происходит сегодня в обществе, где утеряны ключи от духовных знаний. Вот всё с точностью, да наоборот. Да, увы. И вот на чём построены различные техники манипуляции с сознанием человека. Вот сейчас, к сожалению, это очень модная тема, тема, которая входит и в повседневность обывателя. Как влиять, как скрыто управлять, манипулировать сознанием других людей, как управлять толпой. И на чём всё это построено? Вот как раз на воздействии на вот этого ребёнка, который сидит в каждом человеке, то есть на недоразвитое первичное сознание. И вот если глянуть глобально, то что творится в самом человеке, в том же его окружении, в микроколлективе? То же, что и в макро. То есть на этой манипуляции и вот на таком воздействии построены и все религии, и политические организации, и жреческие организации. Всё вот объясняется, как младенцу, то есть вот как на ребёнка пяти-шестилетнего возраста. Конечно. И никто не знает, почему именно так, а не иначе. А почему? Потому что в действительности первичное сознание, оно имеет власть над сознанием, вторичным или новым сознанием. Оно имеет власть над ним. А когда Личность духовно развивается, вот как от всего этого стать свободным? Как работает Личность? Ведь Личность напрямую контактирует, в силу определённых законов, она контактирует с первичным сознанием. Но опять-таки вторичное сознание человеческое, оно диктует примату, то есть первичному сознанию рассказывает, показывает картинки. А потом первичное сознание преподносят уже Личности это всё. но когда человек получает определённую степень свободы, работая над собой, он начинает диктовать уже и говорит, что делать вот этому сознанию примата. И вот таким образом контролирует полностью сознание. То есть можно ли победить дьявола? Не можно, а нужно. И в первую очередь его нужно победить в себе. Во всех не победишь. Во всех это дело каждого. И опять мы вернулись к тому, что начали. Победив в себе, ты поменял свой мир. Это очень важно. Но когда таких много, меняется общество. Тогда утрачивается власть в целом, я имею в виду власть сатаны, ну и общество освобождается. Но это мечты любого общества. Так должно быть. Мы об этом не раз говорили, что сознание как часть системы, оно всегда навязывает, оно активно, оно заставляет, оно принуждает, оно соблазняет. А мир духовный, он просто есть. И достаточно человеку успокоиться, отойти от мысли. И он понимает, что он может наблюдать за своими мыслями. И вот тот, кто наблюдает, это и есть не что иное, как Личность. и когда он начинает с позиции вот этого наблюдателя как Личности вкладывать силу внимания в мир духовный, то есть к чувственному восприятию того, что находится за гранью этой трехмерности, он еще лучше начинает видеть, как мысли пытаются им управлять, как они им манипулируют. Но когда человек в действительности уже достаточно хорошо изучит и поймет, что сознание это не есть он, ну естественно, что оно утрачивает над ним власть. И тут человек может выбирать и делать. Это не значит, что жизнь меняется, она становится интереснее, веселее. Но человек таким образом избавляется от таких понятий, как депрессия, психологические проблемы или еще что-то, ведь это же все принадлежит системе. Простой пример, как у человека может быть депрессия, но это одна из форм такого эгоистического себялюбия в квадрате даже, я бы сказал, когда весь мир плохой, один я хороший, меня никто не понимает, и мне ничего не нужно, но в то же время обратите все на меня внимание, на бедного и несчастного. Но это один из способов манипуляции. Привлетение внимания совершенно. Конечно, да, стремление к власти. Простой вопрос, может ли Личность этим заниматься? Да нет, конечно, потому что первое, что начинает человек испытывать, это постоянное присутствие радости. которое нашими словами земными радостями надо с чем-то ассоциировать, но оно бесконечное, оно бескрайнее. Это то, что называют счастьем. И вот обрести счастье, это как раз обрести жизнь. Это и есть смысл существования человека здесь. если человек прожил жизнь и не начал жить, то он здесь зря. Ну а понимание-то есть, Личность никуда не девается. У неё есть понимание, но она недоразвита. Она как была вот ребёночком, так оно и осталось. А активация такая, чрезмерная, я бы сказал, гиперразвитие сознания, оно просто забивает человека, и он становится, скажем, в действительности даже не раб, он зомби становится, делает всё, что диктует ему сознание. Он просто инструмент в руках дьявола, не больше. Да, кем руководит сознание, тем руководит страх, ненависть и понимание неизбежностей. Тот живёт по шаблонам. Конечно. Но первое, что начинает, тут мы сталкиваемся опять с таким моментом, он отрицает всё, что духовно. Или же манипулирует этим духовным в свою пользу. Ну да, создаются и секты, и религиозные культы, и говорят, что Бог так хочет. А по сути, идёт процесс просто порабощения Личности. Вот даже если люди стремятся к Богу, то на их пути система расставляет авторитеты, которые просто наживаются на людях. Вот они прикрывают свои земные интересы словами, что так угодно Богу, что так Бог хочет, или Бог так сказал. То есть манипулируют этим в своих корыстных, политических, экономических целях в трехмерности. Как можно им прикрываться именем Бога? Или Бог хочет, а да, и, конечно, человек, если он хочет помочь своей религиозной организации, это замечательно, но зачем говорить, что Бог так хочет, если ты не знаешь Бога? Зачем Богу твои деньги? Это простой пример. Ну разве не так? Если его природа совершенно иная. Конечно. У него нет интереса в трёхмерности. Вообще в мире материальном, уж тем более в трёхмерности. Но вот некоторые возмутирятся, как мы же здесь родились, то есть мы же по воле Божьей родились здесь. Но если мы родились здесь по воле Божьей, значит, молись своей, папе и маме. Значит, они твой Бог. Объясняю. Если я пришёл в этот мир, а пришёл в понимании сознания по воле Божьей, а сознание находится в теле, моё тело зародилось благодаря папе и маме… Это как то, что говорится по образу и подобию, да? Это разграничение, что есть тело, сознание, ум, а что есть то в дыхании, про которое вы говорили. Совершенно правильно. А что есть в действительности та часть невидимая, которая была привнесена сюда по воле Божьей ангелами? Ну, это имеется в виду душа, Личность и та возможность начинания жизни. И вот действительно, это же справедливо, это высшая справедливость и высшая степень свободы человека. Он может выбрать, кому служить. Он может выбрать смерть и служение сатане, и иллюзию значимости, а может стать ангелом, то есть существом бессмертным, равным среди равных, неотъемлемой частью мира Бога. Это ж интересно, это ж честно. Вот Личность — это Дух, который обладает свободой выбора. И для многих людей, которые впервые сталкиваются с сознаниями, это такая будет информация, что тот, кто перемещается в пространстве, двигается, тот, кто совершает какое-то действие, там, не знаю, водит машину, кушает, думает, это не есть человек, не есть он как Личность. Для того, чтобы найти себя, достаточно успокоиться. мы уже об этом говорили. И понаблюдать за своими мыслями, за своими действиями, в кавычках своими. И вот здесь мы увидим опять-таки, как приходят мысли, но мы прочувствуем эти мысли, приход ихний. И мы прочувствуем, как «я не хочу об этом думать», а мыслит. «Я не хочу говорить об этом», а я говорю. И вот тот, кто «я не хочу», это и есть Личность. Вот с этого маленького крючочка начинается знакомство с самим собой. Парадокс в том, что Личность в зеркало не увидишь. В зеркале мы увидим не что иное, временно существующее, материальную оболочку. Да, хорошо, когда человек это понимает и осознаёт. А вот когда духовные знания утеряны в обществе, то система, она получается, начиная уже с детства человека, пытается поработить новую Личность через первичное сознание. Вот она навязывает, что отражение в зеркале — это якобы ты. То есть ты есть тело, ты есть сознание и мысли все твои. Ты видишь себя. То есть даёт такие установки материальной идентификации, чтобы Личность сосредоточила всё своё жизненное внимание не на своём духовном саморазвитии, а на ложном «Я» от сознания в трёхмерности, там, где власть, потребление системы. Но вот многие молодые родители полагают, что, мол, у ребёнка, у младенца нет отношения к этому миру. То есть он ещё не научился лгать, он ещё не умеет выражать те эмоции, которые уже шаблонами укореняются в более старшем возрасте. Но это до тех пор, пока чуть-чуть не развилось у него сознание. Но как только начинает развиваться вторичное сознание у ребёнка, первое, что мы наблюдаем, эгоистическое проявление, манипулятивные настроения. То есть ребёнок начинает жить жизнью земной. Первое, что он делает, он приспосабливается, он начинает манипулировать, он ещё разговаривать не умеет. Но он знает, если он поплачет, будет так, как он хочет. Ну так же же. Когда ему скучно, начинают капризничать, его берут на ручки, то есть обращают на него внимание. И вот с этого всё начинается. Да, по сути, уже у грудного младенца есть механизмы скрытого управления взрослыми. Это детский плач, который звучит на таких частотах, что вызывает дискомфорт у слушающих и побуждает взрослых к действию, к удовлетворению возникших у ребёнка потребностей. По большей части потребностей его первичного сознания, его тела в трёхмерности. И вот далее, когда ребёнок растёт, то какие состояния у него можно наблюдать? Это удивление чему-то в трёхмерности, очень эмоциональное, весёлое или наоборот, весьма подавленное, угнетённое состояние. А у родителя в основном это надменное какое-то, сверхправильное, обеспокоенное, раздражительное. А интонации обвиняющие, снисходительные, критические, пресекающие. То есть по сути идёт воспитание вторичным сознанием доминирующего сознания родителя, первичного сознания, доминирующего сознания ребёнка. Ну а если бы взрослые сами духовно развивались, то там было бы больше именно настоящих глубинных чувств и любви. Вот несмотря даже на провокации от развивающегося сознания ребёнка, ведь параллельно развивалась бы и Личность. То есть родители бы были наглядным, хорошим, духовным примером для своих детей и родителям польза, и детям. И вот вы абсолютно правы, что система, по сути, с самого детства приучает ребёнка тянуть на себя внимание. И это связано с развитием первичного и вторичного сознания. То есть система, начиная уже с детства человека, готовит себе раба. Ну да, и приучает ребёнка, что вот голос в его голове, что вот эти программы артисты от сознания, это всё он, это его голос, это его мысли, это его фантазии. И как раз вот вспомнился момент, когда Вы, Игорь Михайлович, нам рассказывали, что после первичного всплеска у деток начинается интенсивное развитие этого вторичного сознания. Совершенно правильно. Это всё можно отследить в детях в возрасте трёх-семи лет, когда у них начинает проявляться бурная фантазия, образы, картинки, хачучки, жадность. То есть вот когда идёт интенсивное развитие вот этого вторичного сознания. Конечно. И дальше мы видим, растут детки. Одна семья, детки-пагодки, к примеру. Один эгоист, второй души не чает. Кто виноват? Вот этот вопрос интересный. Вот ребёнок такой родился. Не скажешь, что у них разное воспитание. У них абсолютно одинаковое воспитание. У них замечательные родители. Их воспитывают с детства на, скажем, высших в понимании человеческом, моральных, этических нормах. А человек вырастает или наркоманом, или негодяем. Это часто бывает. А почему так происходит? От влияния улицы или ещё кого-то? Да нет. Это всё составляющие развития сознания. А всё начинается с того момента, когда начинает развиваться вторичное сознание. Хотела ещё добавить по поводу того, что когда развивается вторичное сознание, что система с детства приучает ребёнка тянуть на себя внимание. И вот когда вы нам впервые об этом рассказали, то очень легко было по этому ключу знаний и читать научные работы по изучению психологии детей, и вообще понимать больше, чем описывается там, понимать настоящую причину в том или ином поведении ребёнка. И вот легко было даже самому себе ответить на вопросы, которыми задаются учёные. Вот, например, о парадоксальности детских разговоров. Вот в отличие от взрослых, для ребёнка слово является близким к действию. И вот когда, например, двое деток говорят, то это как монолог вдвоём. Вот каждый из них, он упорно стремится приобщить другого к своей мысли или к своему действию, но при этом не быть услышанным. И вот ребёнок говорит как сам собой, вот как будто он думает вслух. Совершенно правильно. И он полагает, что все остальные воспринимают окружающий мир именно так, как воспринимает его он. У ребёнка вот этого возраста, получается, идёт постоянный монолог. Его не интересует ни позиция собеседника, ни его мысли. Ребёнок не заботится на самом деле о том, чтобы быть услышанным или понятым. Вот ключевая характеристика и его мышление на этой стадии это просто выраженный эгосцентризм. Для него собеседник это только возбудитель. Для ребёнка важен только вот этот видимый интерес собеседника. То есть по-простому стырить внимание. Вот идёт охота за вниманием. Вот частая ситуация, когда взрослые беседуют о чём-то, ребёнок становится в центре и начинает что-то просить или что-то рассказывать, капризничать. Но тем самым он обращает на себя внимание всех взрослых. Система учит сначала завоёвывать внимание, потом манипулировать этим, затем вводит это в постоянное действие, выстраивая в определённую систему. Ну и естественно, как результат последующего развития вторичного сознания ребёнок может уже активно придумывать всякие ситуации, воображать объекты, которых не существует в действительности, и выдавать это за реальность. Но факт в том, что для ребёнка порой и зачастую вот эти его вымыслы являются такой же реальностью, как и для нас то, что он нас окружает. Это всего лишь работа его сознания. Да, и вот тоже интересный момент про реакцию на критику, да, что вторичное сознание, оно на критику от другого сознания уже включает механизмы защиты. Совершенно верно. Расценивает происходящее вообще как угрозу? Система уже с детства человека приучает его к «Я». К «Я» как центру его эгоизма, к «Я» как гордыни. Поэтому оно и навязывает такие микропоединки, то есть поединки в споре и тому подобное. То есть вот такие поединки в споре, где маленький человек на полном серьёзе, с вложением силы внимания, предпринимает попытки выяснить, кто он или его собеседник обладает большей способностью навязывать свою мысль другому. А что это значит для детей? Просто продемонстрировать лишний раз, кто над кем доминирует. И вот такое поведение детей, оно аналогично поведению обезьянок. Затратный, изматывающий процесс для человека и суперприбыльный просто для системы животного разума. Откуда утекает ценное внимание человеческое? Да, это верно. Как следствие, у возрослейшего человека в последующем это бесконечные поединки в его сознании за доминирование своего эго в материальном мире. И что, естественно, человек выберет после такой подготовки, да? То есть отстоять мифическую правду от иллюзии системы и порицать уже в своём сознании всё духовное, потому что он с этим просто не знаком с детства. Ну да. Такой человек, он не осознаёт, что он Личность. Для него понятие Личность совершенно другое. то, что трактует система. Это его сознание, это его эгоизм, его гордыня, навязанная ему с детства опять-таки его же сознанием. Таким образом, система просто штампует себе рабов. «Понятно, что это Личное сознание необходимо развивать для коммуникации и выживания в современных условиях в трёхмерности, но опять-таки без доминации в обществе духовных основ в повседневной жизни, причём на практике, не на словах, ребёнок вырастает эгоистом. И система его приучает использовать своё сознание для, скажем так, приобретения личных выгод и для доминирования над другими. То есть ложь даже самому себе изначально. Да, система с детства приучает лгать даже самому себе. Да и что как следствие в таком случае происходит, что потом просто нужно прилагать колоссальные усилия, чтобы вообще переучиться, измениться. И становится понятно, почему люди совершают одни и те же ошибки. Потому что первичное сознание не сильно-то и хочет переучиваться и меняться, а вторичное сознание тем более не меняется. Надо понимать, что первичное сознание является частью системы, так же, как и вторичное сознание. и утрачивать власть над Личностью система не хочет. Это да. Но что интересно, что у деток иногда проскакивает и духовная мудрость, вот несмотря на всё давление системы. Первые годы жизни ребёнка первичное сознание развивается интенсивнее и доминирует над вторичным сознанием. Но вторичное, как мы уже упоминали ранее, начинает активно развиваться после первичного всплеска. В этом возрасте ребёнок просто обладает в большей степени духовной свободой. То есть Личность не так закрепощена шаблонами. Вот поэтому иногда и проскакивает вот эта мудрость. И дети в этом возрасте более предрасположены к восприятию глубинными чувствами, к чувствованию Истины, к Истине, которую они, к сожалению, сегодня не получают от взрослых. Ну да, практика и тут отсутствует. Ведь что они получают в лучшем случае от родителей? Это теорию, толкование от вторичного сознания каких-то моментов той или иной религии, которую исповедуют их родители или постулаты их атеистического воззрения. А что вторичное сознание может рассказать ребёнку о Боге? Ну что, мол, Бог — это дядя с бородкой, который сидит где-то там в облаках. Мой ребёнок уже переносит в поиск того, что у него заключено внутри, на поиски во внешнем. И ищет потом всю свою жизнь, где же там во внешнем дорога домой. И вот отсюда развивается корень всех сомнений и в конечном итоге разочарование от иллюзорных образов трёхмерности. Ну вот, например, взять тоже христианство. Вот в религиозных толкованиях Библии в теме о работе над собой упоминается фраза из Евангелия от Матфея, что «если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царствие Небесное». И вот «обратитесь к Богу» толкует как изменение образа жизни. Но опять-таки понимается это на уровне мыслей в трёхмерности. Да, там подчёркивается, что обращаться надо всем сердцем. упоминается в некоторых толкованиях, что слово «сердце» — это аллегория и обозначает в Библии в основном сущность человеческой Личности, сосредоточение Души и Духа. Опять-таки сосредоточение, то есть это направление силы внимания. И говорится, что главное дело человеческой жизни, оно написано в сердцах наших, и что именно сердце принимает духовное решение об отношении к Богу. Получается, что всё есть, только подменены ключи понимания, и человек без практики просто не ведает, что на самом деле есть Душа, что такое Дух, что такое Он как Личность, Личность, настоящая жизнь которой, не имеет никакого отношения к иллюзорной трёхмерности. Но когда знаешь эти Знания, ты видишь и зерно, которое вкладывалось в эти слова. То же выражение «будьте как дети» это как раз и имелось в виду, когда Личность, она более свободна от давления сознания и близка к чувственному восприятию. Совершенно верно. Ребёнок действительно, он ближе к Богу. Почему? Сознание развивается, оно менее активно, и Личность более свободна, не так зависима от сознания. Поэтому иногда детки, они говорят такие мудрости, которые свойственны старику, которому пора умирать. Почему старики тоже бывают более откровенны? Хотя не все. Бывают злые, замкнутые в себе. Вот всю жизнь был замечательный человек, а к старости он становится слишком озабочен о том, что понимает, что смысл жизни не в том, что построить дом, родить ребёнка или ещё что-то. Вот он жизнь прожил, впереди уже ничего, а главного он не постиг. А что главное? А оказывается, главное, это как раз и начать жить. Всю жизнь пробегал и в пустую, в холостую. А жизнь проскакивает, мы уже затрагивали передачи, как один день. Вот как для тебя вчерашний день, ну и вот просто для людей, так же и вся жизнь пройдёт. Она станет вчерашним днём, буквально сегодня. В этом и проблема, иллюзия времени. Кажется, что долго, а вот впереди ещё года. А жить надо так, чтобы каждый день, каждое мгновение было готово уйти. Но для тебя это должна быть награда. Но ты не можешь ускорить этот процесс, не имеет человек права. а всё же просто. Вот если принял решение жить, то просто начни жить прямо сейчас. Отложишь на мгновение. Сознание этим обязательно воспользуется. Есть такое понятие, мы здесь затрагиваем, как понятие служения Миру Богу. И вот здесь начинается, что такое служение Богу. Да? Да, многие сегодня понимают это только с позиции потребителей. Вот живут внутри себя сознанием, а не Духом. Вот живут просто трёхмерностью. Это сидим, повторяем молитву, и то, с чего мы начинали, от сознания. И с помощью сознания мы таратурим или же читаем список наших пожеланий к Господу Богу. При этом вставляем хвалебные воды к нему. Ну как-то, знаешь, как родители. Мы же привыкли к родителям. «Хочу машинку» или куколку, или ещё что-то. Да, приобретение своей выгоды. Совершенно правильно. То есть потребительское отношение к Богу. Самое страшное, что может быть. То есть как раз-таки вообще не то, что искажённое понятие служения. И вот заметь, самое интересное здесь. Многие говорят, что вот если ты человек духовный или же тот человек духовный, он за меня помолился, «я выздоровел» или ещё что-то. Но «выздоровел» ты же просишь материального. И вот исходя из банального понимания разделения на сатану и Бога, на две составляющие, ты помолился сознанием к Богу, и тело твоё выздоровело. Так какой Бог тебе послал твоё здоровье по молитве? Разве Бог вечный? Нет. Как раз здесь получается, что твоё здоровье, как твоё тело и твоё сознание находятся во власти сатаны. Он может забирать твоё здоровье и давать. Господь не будет забирать твоё здоровье. И уж тем более Он не будет посылать тебе болезни. Зачем? Но опять-таки сознание рассказывает. Ты же дитя Божие. По образу и подобию его созданы. И он каждый день, непрестанно за тобой только наблюдает. Вот делать ему нечего, но он Бог, он всемогущий, у него масса глаз. Он за каждым следит. И ушей много. Он слушает, о чём ты думаешь, о чём ты говоришь. Но это же известно. О чём ты думаешь, о чём ты говоришь? Кому? Опять-таки тому же, кого называют сатаной. А почему ему известно, что ты думаешь? Потому что это его программы. Это его мир. И им же писаны эти программы, которые вложены в твоё сознание, как в компьютер. Да, всё в системе мёртво. Вот просто нет жизни, а есть лишь иллюзия и игры сознания. Вот одни артисты сознания играют роль покровителей, другие — просителей. Но где же в этом сами люди? Где жизнь в них? Вот смотришь на всё это мракобесие мира и просто глупость человеческая под диктовку сознания. Как-то мне попадалось давно, ещё очень-очень давно, мне попадалась рукописная запись одна о соборах. Они пытались понять, сколько Ангелов на небесах. То есть сознание человеческое, очень много умных мужей занималось тем, что пытались посчитать количество Ангелов в мире бесконечном, бескрайнем. Ограниченное сознание нескольких людей пыталось пересчитать бесконечное и бескрайнее количество Ангелов. Парадокс. Но я до сих пор нахожусь под этим впечатлением. В чём смысл вот этого всего? Какова мания величия у этого сознания? То есть в системе в целом. И почему человек всегда себя считает богоподобным как раз на уровне сознания, но у него лишь требование к Миру Духовному, но отдачи-то никакой. Просто список. Ну чаще всего ещё возникает и боязнь. То есть боязнь осознания, что он существует, когда Личность активна, человек чувствует, возникает страх, страх смерти, человек уже хотя бы достичь покоя, вот состояния покоя, а не мучений избежать, но он пытается как-то примириться с религиями, с представителями этой религии. Ну опять, я говорю, сознание. Что поделаешь? Мир такой. То есть сознание, оно думанывает человека. Вот на самом деле сознание, оно же лишь посредник между Личностью и трёхмерным миром. Но оно никогда не может выступать посредником между Личностью и Миром Духовным, потому что мёртвое знает только о мёртвом. Безусловно. Это и делает человека двойственным. С одной стороны, привязанным к трёхмерности, к материальному миру, а с другой стороны, в человеке есть и духовное начало, принадлежащее Миру Духовному, которое способствует тому, чтобы человек стал тем, кого, к примеру, в религии называют Ангелом, то есть существом бессмертным и духовным, но ещё, заметьте, бестелесным. Это тоже немаловажно. Да. После смерти человека, скажем так, ни одно сознание не может войти в Мир Духовный. Сознание вообще не воспринимает Мир Духовный. И вот те люди, которые занимались серьёзно и имеют опыт, не веру, подчёркиваю, а опыт контакта с Миром Духовным, есть понимание даже на уровне сознания, что что-то происходит. Но даже описать правильно то, что они чувствуют, вот как воспринимает Личность Мир Духовный, словами в трёхмерности крайне сложно. Идёт опять-таки счастье, ну все это привычные эпитеты, выражение чего-то прекрасного и бесконечного. Но подробно рассказать не можем. Хотя на уровне Личности такие люди прекрасно это понимают, знают, они счастье и радостное описать не могут. Говорили о двойственности, и интересно, что очень много в разных религиях встречается такого понимания особенностей в православии как внутренний и внешний человек. То есть по внешнему человеку в принципе всё понятно, все отождествляют его с телом, а вот человек внутренний, вот человек, который даже по себе знаю, что если бы не соприкоснулась со Знаниями, если бы не было чувственного опыта, понимание того, что Личность является Духом, и только так можно общаться с Богом, то скорее всего под человеком внутренним понималось бы то, что не озвучено, просто какие-то мысли внутри и в голове. Совершенно правильно. То есть по сути работа в первичного и вторичного сознании. То есть понималось бы опять то первичное сознание, то есть сознание примата, которое контролирует новое сознание. Конечно. Или гордыня от сознания примата, или мысли от вторичного сознания. Ведь в основном это вторичное сознание разыгрывает тут целые сценки со своими артистами, как в трёхмерности должен идти твой поиск Бога и выглядеть в представлении сознания твой духовный путь. И вот эти мысли — это не ты, это ложь системы. И здесь главное понять и разобраться, кто ты на самом деле. Правильно. Вторичное сознание, оно действительно очень активно. И вот это большей частью токи мы себя считаем. И вот если просто, скажем, успокоиться и понаблюдать, как к нам приходят мысли. Вот закрыть глаза, расслабиться и понаблюдать, кто нам даёт эти мысли. Вначале мы слышим споры, мы видим, что что-то происходит, возникают какие-то картинки, то есть продолжается идти Жизнь. Вопрос. Кто наблюдает за этими образами, которые проявляются? Вот это как раз и есть первичное сознание. Когда вот наступает, особенно вот состояние, то есть мы ещё не спим, наступает дремота, но процесс активный, продолжается наблюдение. Таким образом, мы можем наблюдать за деятельностью вторичного сознания. Оно очень активно, оно постоянно нас отвлекает. Нас имеется в виду как Личность. И вот с помощью этого инструмента мы можем познать, что у нас есть два Я, но не истинное Я. А вот когда мы научились наблюдать за вот этим процессом, мы можем одновременно и учиться чувствовать, то есть глубинными чувствами воспринимать Мир Духовный. Это чувственное восприятие Мира Духовного. Когда человек развивает Духовное зрение, то, как мы говорили, или твёрдый стон или твёрдая чашка, она перестаёт быть твёрдой и иметь такую форму. Иллюзия исчезает. И мы уже видим это всё как некие сгустки, полевые структуры банально, но до Шестого измерения. А Душа, она находится за пределами Шестого измерения. Соответственно, и всё, что с ней связано, она тоже в пределах порога, скажем так. В седьмое измерение Личность уходит осознанно уже, когда соединяется с Душой. Я бы сказал, что она на грани, то есть очень-очень близко к Миру Духовному. Но когда мы идентифицируем себя уже, то есть освобождаемся от иллюзий материи, от самой системы, от этих сознаний, и мы можем за ними наблюдать, мы можем их контролировать, то вот здесь уже возникает как раз, скажем так, не понимание, а опыт. И Личность начинает развиваться, причём быстро и активно. Почему? Что значит развиваться? Многие зададут вопрос. Ну немножко, пожалуй, поясню. На самом деле Личность человеческая, она практически не развивается в современном мире. Ну да, слишком много отвлечений в современном мире от сознания. И люди даже не задаются целью самим освободиться и создать лучшие условия для духовного созревания других поколений. Совершенно верно. Скажите, кто занимается развитием Личности в духовном понимании своего ребёнка? Те картинки из различных религиозных изданий, разговор о Боге — это что? Это опять как боты говорят о Боге. Да, просто молодые родители, они же учат ребёнка тому, чему их самих учили. И вот если нет личного духовного опыта, если они сами не приумножают в себе духовную Любовь, если у них не развито восприятие Мира Духовного через глубинные чувства, то получается только говорильнее и сплошное назидание теорий от сознания, но без практики приумножать в себе Любовь Духом. Конечно, они, может быть, и рады были бы по-другому, если бы знали как. Но их же учили сознанием просто верить и надеяться, но не жить здесь и сейчас, настоящим, внутренним. Опять мы возвращаемся к чему? Верю или не верю? Вера — это не знание. Вера — это надежда, что, может быть, что-то будет. Личность может воспринимать Бога, сознание не может воспринимать Бога. Сознание может лишь верить или не верить. Вера — это теоретически допускает возможность его существования. Но Личность всегда будет стоять за Богом, а сознание — против Бога. И вот здесь решающую роль как раз играет первичное сознание. Если первичным сознанием управляет система или же вторичное сознание, то Личность опречена. Если Личность управляет первичным сознанием, оно может изучать извне саму систему. Это единственный путь изучения системы без вреда для здоровья, без вреда для своего сознания, скажем так. Вот это ключевой момент как раз для тех, кто с помощью личного опыта или научно пытается изучить сознание. Потому что иначе изучать систему, будучи в ней… Опыт показывает, мы уже говорили об этом, что к хорошему это не приводит, когда, находясь в системе, изучаешь систему. Мы можем лишь наблюдать и получать ту информацию, которую нам разрешит сама система, но не больше. Но это всегда будет выгодное для неё. Не для нас как для Личности, а для неё, как для существа смертного, в отличие от нас, как потенциально, возможно, бессмертного. И здесь вопрос, почему потенциально, возможно, бессмертного? Потому что то, что называют Адом и Раем люди, ну повторимся, много раз рассказывали, ну уже раз начали, то, скажем так, Личность, когда она освобождается от рабства сознания, от материи и познаёт Мир Духовный, она сближается, становится единым целым с Душой, она становится тем, кого называем мы Ангелом. В древних религиях называлось по-другому, но в смысле не меняется от этого. Он становится тем, кем должен быть. Существом бессмертным, и естественно, после смерти тела он не может умереть, он освобождается, как созревшее существо, или как бабочка из кокона, и переходит в Мир Духовный. Это не значит, что он куда-то улетает или ещё что-то, но это для нашего сознания надо куда-то лететь или перемещаться. Мир Духовный он, бескрайний, бесконечный и везде, просто немножко выше, скажем так. А сознание, оно просто исчезает, когда освобождается Личность. Но это невыгодно ни сознанию, потому что оно себя идентифицирует, как я, и невыгодно самой системе, потому что это, извините за такое примитивное сравнение, это доильный аппарат, который присоединяется к корове и добывается молоком, скажем, как продукт питания, да, молоко имею в виду. Это наше сознание, это ничто и оно, и как инструмент для существования самой системы, или абсолюта, или как люди его называют, высшего разума. Это способ его питания более усиленного, который даёт ему Жизнь. Поэтому система, она заинтересована в том, чтобы Личность не освобождалась, скажем, в течение жизни. Игорь Михайлович, вот очень многие люди задаются тоже вопросом таким, интересуются, что такое реинкарнация, что такое перерождение Души? Теперь касаемся вопроса реинкарнации, то есть перерождения Души. Что такое перерождение Души? Ну вот совсем в упрощённой форме. Когда Личность не развивалась, она не смогла соединиться с Миром Духовным, ну не жизнеспособная, скажем так, то сознание сохраняется, оно себя идентифицирует, оно продолжает работать, как тот же доильный аппарат, но переходит немножко в другое состояние вместе с тем, что мы называем Души. Это как для физиков, это более понятно, будут энергоинформационные структуры и тому подобное. Они переходят с одного сосуда в другой. Сосуд, тело наше, разрушается, образуется новая Личность, когда Душа входит, новое сознание. Но так как Душа не покинула этот мир, она используется, происходит реинкарнация, то естественно, что остаётся и Личность, и те два активные сознания, которые подавляют. И вот здесь человек, то, что он испытывает, он испытывает в этом состоянии вот эти мукиады. Он испытывает на уровне больше сознания, чем Личности, на уровне первичного сознания. Заметьте, вторичному сознанию здесь просто легче, потому что есть понимание этого состояния. А вот на уровне первичного сознания есть как раз боль, страдания и тому подобное. И все эти неприятные ощущения могут сказать, как может быть боль, если нет тела. Я бы это сравнил с тем эффектом, когда нет конечности. К примеру, у человека нет ножки, а пальчики на ноге болят. Есть такие фантомные боли, называются. И это ещё похоже на люди, которые переживали инсульты, когда они находились в теле, но не могли контактировать с этим миром. У них, скажем так, не было даже восприятия тела как такового, но остаётся чёткое сознание, понимание всего и вся. Вот это вот и есть состояние субличности. То есть всё, что ты накопил за жизнь, всё то активное, чем ты жил, оно и будет тебя продолжать сопровождать на протяжении, возможно, и многих реинкарнаций. Пока не найдётся какая-то Личность, которая освободится, и тогда все структуры разрушаются, или же пока не будет полной аннигиляции, говоря современным языком, то есть полностью всё сотрётся. Ну это одна из таких форм. Игорь Михайлович, вот Вы упомянули, касаясь вопроса о всемирном заговоре, что существуют жиреческие структуры, которые уже далеко не одно столетие мечтают о девятом дне. А что такое девятый день? Вот мечта о девятом дне системы, она как раз гласит о том, что если на восьмой день в тело человеческое, как и в сосуд, не войдёт Душа, сосуд останется пустой, и на девятый день она войти уже не сможет. И система создаст и разобьёт в этом неполноценном человеке то, что системой называется Бог. То есть бессмертное, материально проявленное существо, которое будет равное по силе Богу. То есть оно сможет создавать другие иллюзии и поддерживать до бесконечности эту иллюзию. Или анти-бог, скажем так. Многие люди, которые не в курсе этого вопроса, могут сомниться в том, что в современном мире существуют тайные организации, которые занимаются проектом Девятого дня. Но вот кому будет интересно, могу дать подсказку. Посмотрите, кто инициировал и спонсировал исследования по миру относительно зачатия человека в пробирке и продвигал науку в этом направлении. Хорошая подсказка. Кто в этом был заинтересован и почему? Да. Система всегда противоставляет себя Богу. Она заставляет людей считать саму систему Богом. Но это желание системы, оно действительно сквозит через её рабов. Когда вот некоторые люди, понимая всю свою никчёмность как раба, наглядно демонстрируют другим, стремятся, мечтают и хотят быть перед другими людьми теми, кого называют и считают богами. Вот они очень часто рассказывают другим, что они очень многого достигли в духовном мире и преподносят себя чуть ли не воплощением самого Бога в теле, в общем, хюбрисом. Вот, кстати, именно так в Древней Греции и называли именно высокомерного человека, человека, который был на гордыне, хюбрис. Да, и, к сожалению, этих хрюбисов, хюбрисов и сейчас можно встретить. Да, и ведь всё это обнаруживает лик системы, которая вещает через них. Стремление самой системы уподобиться Богу. То есть мелкое, никчёмное пытается уподобиться великому и бескрайнему. И вот если говорить примерами христианства, то это как мракобесы симонии в желании властвовать над Духом Святым. Вот этот парадокс сохраняется. Почему? Потому что просто борьба за выживание в самой системе. Вот она и создаёт такие вот условия для манипуляций, само собой же. Но такого дня не может наступить, да? Ну в отношении того, может ли Девятый День наступить или нет, ещё раз повторюсь, всё, материально, система, она существует только включительно шестое измерение. В седьмом измерении уже её нет. И вот над шестью измерениями ещё есть 66 измерений, которые этого не позволят. Для понимания, так скажем, хотя бы образного понимания на уровне сознания, что такое этот мир, вот представь себе цветок, любой, не имеет значения, ну давай ромашку. Представила ромашку? А теперь представь, что ромашка исчезла, и вместо неё появилась птичка. Представил? Так вот, вот этот мир — это та ромашка. И для Мира Духовного появилась ромашка, исчезла ромашка. Так же легко со всеми проблемами этой ромашки, в этом и смысл. Но для людей, как Личности, этот мир, он является ничем иным, как или же трамплином для прыжка в Жизнь Вечна, или же пропастью. Умучение длительное. Выбор остаётся за людьми. Здесь, ну как сказать, выбирать-то, конечно, можно, но для того, чтобы выбирать, надо знать, что ты выбираешь. А для того, чтобы знать, надо иметь опыт. А для того, чтобы иметь опыт, надо всё-таки заниматься над собой. Сознание рассказывает, что не надо ничего делать, надо изучать, надо знать. Иногда оно рассказывает, что надо делать, вот повторять какие-то медитации, упражнения или ещё что-то. Не имеет значения, что бы ты ни делал. Но без глубокой работы над собой, именно с позиции понимания, знания этих всех процессов, без поиска Мира Духовного внутри себя. Во внешнем ты его не найдёшь, только внутри себя. Потому что путь, он лежит через человека. Мы много раз об этом говорили в многих передачах уже, ну и до нас многократно и многие об этом говорили. Пока человек не приложит к этому усилий, он никогда не сможет приблизиться к Миру Духовному. И самое сложное и самое простое — это то, что, прежде всего, человек должен понять, осознать и воспринять себя как Личность. Он должен найти себя тем, кем он является. И он должен увидеть этих артистов в своём сознании, которые его отвлекают и заставляют заниматься чем угодно. И рассказываем ему, отвлечёшься, как же без нас ты упадёшь, не упадёшь, наоборот, взлетишь. Пока человек этого не осознает и не начнёт работать, он не научится самому сложному и самому простому — быть счастливым, быть живым, просто быть, а не существовать. Когда люди немножко изучают систему, то есть действительно начинают заниматься своим духовным развитием, я не имею в виду современный подход духовного развития — это сидеть в медитации или в молитве и ждать, когда она придёт. А когда встаёт и идёт, когда начинают действительно изучать, как сказано, «не изучи врага, ты не сможешь его победить». Да, как писали в древности, что смысл существования человека здесь — это как раз победить себя, победить себе врага человеческого. Парадоксально, но это так. Тогда ты становишься человеком. И тогда вот эта дверь, о которой мы говорили, перед тобой открывается. И вот когда человек стремится подойти к этой двери, чтобы выйти, он начинает наблюдать, в первую очередь изучать, а как зарождается мысль, а как управляется. И он понимает первое, что куда он вкладывает силу своего внимания, или же, как говорили в том же зороастризме, куда он направляет или сосредотачивает, над чём мысль. А что такое сосредоточение мысли? Это вложение внимания. То есть можно здесь словами играть, но суть от этого не изменится. То есть Личность воспринимает трёхмерность и ситуации в ней таковыми, каковыми ей преподносит их именно первичное сознание. Образно говоря, это как, когда ты работаешь в кабинете, к примеру, и твой недобросовестный, скажем так, бухгалтер, постоянно заглядывает и отвлекает своими разговорами, а в этот момент сам тебе на подпись подсовывает бумажки. И в основном, конечно же, лжёт о том, что на самом деле происходит на производстве. Причём каждый раз для того, чтобы было от тебя как можно больше следующее финансирование. Он рассказывает ситуации так, чтобы ты ему поверил, что это якобы и есть твоя жизнь, что это всё твои проблемы, а не то, что он выдумал для своей выгоды. И вот в данной аллегории недобросовестный бухгалтер — это и есть первичное сознание, которое втихаря работает и на Личность, и на вторичное сознание, но при этом оно везде преследует сугубо свои материальные интересы. А финансирование — это и есть внимание Личности. В принципе, это так. Вот мы сосредоточили внимание своё на чём-то. То есть мы вложили силу своего внимания. Мы оплатили вот это представление, которое нам разыгрывает наше сознание. И актёры у нас в голове зашевелились. Они начинают рассказывать за то или за другое. Но может ли человек сам вызвать хотя бы одно слово о себе? Нет. И вот мы опять-таки наталкиваемся. Раз человек не может произнести самостоятельно ни одного слова, то кто тогда человек? Он сознание? Нет, он Личность. А почему Личность, вот в действительности человек — это Личность? Сознание может говорить, общаться, убрать наше сознание, если его выключить. Мы с тобой не сможем разговаривать вот так вербально. Почему? Потому что Личность, как вы уже говорили, не взаимодействует с трёхмерным миром, но она взаимодействует с первичным сознанием. Да, с первичным сознанием. И ведь первичное сознание — это как клубок из всего вместе взятого. С одной стороны, на него от вторичного сознания идут постоянные атаки, атаки роем навязчивых мыслей, различные провокации к возбуждению разных эмоциональных состояний. Да, и это же очень хорошо отслеживается, когда ты работаешь над собой. Вот могу даже по личному опыту сказать, что вот эта провокационная волна, которая идёт от вторичного сознания, она еле заметная, но она чувствуется. Да. И чувствуется, когда она потихонечку накатывает. Вот как появляется такая настороженность, такая вот тонкая смена настроения на что-то не совсем хорошее. То есть вот появляется какая-то обеспокоенность иногда с оттенком грустинки, вот какой-то еле уловимой печали, но она вот такая еле заметная, но узнаваемая. Вот ты точно знаешь. И ты уже понимаешь, что система сейчас тебе начнёт просто крутить кино. И потом следом за ней пойдёт первый впечатляющий кадр, то есть какая-то клиповая картинка, потом озвучка в голове. То есть приходит какая-то мысль. Но без твоего внимания эта мысль, она же просто не живая, она пуста. И звучит, как что-то вдруг вспомнилось или «а давай-ка подумаем». Вот просто так. Да, вот эти сравнилки, уравнилки от сознания. Да, но в этот момент выбираешь именно ты, принять её во внимание или нет. Ну и в зависимости от выбора твоего далее идёт развитие ситуации. Вот, например, пришло уже знакомое тебе веяние от вторичного сознания, потом пошли эти картинки от первичного сознания, потом мысли — обидеться на что-то или нет. И если ты эту мысль принимаешь во внимание, то есть начинаешь включать гордыню, начинаешь эту мысль или играючи, или на полном серьёзе рассматривать, или смаковать, то есть вкладывать в неё всё своё внимание, то уже через короткое время ты просто чувствуешь себя как палками побитый, потому что ты уже разобижен на весь мир, ты такой весь грустный, весь в расстройствах, в жалости к себе, в раздутой гордыне. То есть уже эмоции просто бьют фонтаном, и система просто ест. А если оно тебе предлагает обидеться или нет, и ты выбираешь её трёхмерность со всеми и с бухгалтером, и с хрюбисами, и просто ныряешь в эту радость глубинных чувств, то и все ситуации проходят, как их и не бывало. И ты понимаешь, что это были просто провокации системы с её иллюзиями, но не больше. Но самое главное — ты отстоял свой выбор, отстоял выбор как Личность и не поступил как раб сознания. Правильно говоришь. Так вот, первичное сознание — это, с одной стороны, рой мыслей от вторичного сознания и эмоциональных состояний, а с другой стороны — это всё, что связано с работой самого первичного сознания, начиная от гордыни и целого комплекса деструктивных чувств и состояний от животного начала, таких как ненависть, зависть, вражда, до его взаимодействия через мозг с телом. А это и всевозможные ощущения тела, его болезни, эмоции — всё, что оно слышит и видит в ограниченном диапазоне трёхмерности. И вот идёт такая комплексная атака на Личность со стороны сознания. Получается, а что, скажем так, спящая, непробуждённая Личность, та, которая находится в рабстве у сознания, вот что она знает о трёхмерности? Ну или что, что преподносит ей первичное сознание? Вот всю эту иллюзию информации, надуманных ситуаций, эмоциональных состояний от животного начала, по сути, обман видимого и слышимого. Вот, например, известно, что через глаза поступает 90% информации из трёхмерного мира. И вот сознание говорит Личностью, что это якобы ты видишь собственными глазами. Но ведь это ложь, потому что это воспринимает сознание через тело, через оптическую систему глаз. А что такое глаза? Ну это такой своеобразный монополистик, такой монопольный поставщик визуальной информации. Так что глаза — это не окна в мир, это форточки мозга, мозга, который ещё и находится под контролем первичного сознания. Ведь всё, что мы считаем, что это якобы мы видим — это ложь. Глаза просто воспринимают всего лишь видимую часть спектра электромагнитного излучения, и то в очень незначительной области обзора. И вот это всё ещё и преобразовывается в электрические импульсы и уже через мозг поступает в первичное сознание. И только после этого Личности первичное сознание выдаёт ограниченную картинку о ситуации в трёхмерности. И то со своими правками и расставленными акцентами. То есть своей интерпретацией, выделяя какие-то ключевые для самого сознания детали и опуская менее интересную для него информацию. Ну да, а для сознания менее интересно что? Ну как правило, это же всё, что не даёт такой впечатляющей картинке на скачку внимания. Это всё, что может человека освободить от рабства сознания. Да, просто игра в испорченный телефон, когда на одном конце прозвучало одно, а уже на выходе с такими искажениями, что трудно даже понять, как это было изначально. То есть первичное сознание, как компьютер, оно практически мгновенно решает целый ряд задач, на ходу создавая иллюзию, выдавая её за реальность. Ну, реальность, скажем так, в кавычках, потому что даже для материи, для системы реальность для неё — это физика первичных энергий, это охота за силами Аллата. А остальное — это так, иллюзии, ею же и созданные, как ловушки для зверья. Так что нам всего лишь кажется, что это мы воспринимаем окружающий мир, а на самом деле у Личности глазок нет. Личность вообще не обладает этим феноменом. У неё нет глазок таких вот… Да, как у тела, потому что Личность — это Дух. Совершенно верно. Да, у Личности совсем другое восприятие. И вот сейчас вспоминаешь, а как же ты жил раньше, когда твоей единственной реальностью было сознание? Ведь это же был какой-то кошмар просто. А ты думал, что такова Жизнь и есть на самом деле. И ты жил вот как парализованный больной с одноканальным телевизором, который создавал в твоём существовании просто иллюзию Жизни, но не Жизнь. Вот жил так, как сейчас живут многие. Вот жил тем, что показывал вот этот канал, а он показывал, что хотел. Ты жил вот этим каналом, навязанным состоянием, состоянием иллюзии, вечной мелодрамы своих коротких сюжетов. Но потом, когда действительно серьёзно на практике начала работать над собой, то я тогда поняла, что вот этот канал, он оказывается не один. И что в моих руках целый пульт управления каналами. Сознание, конечно же, и тут вставляло свои комментарии, обращая моё внимание, как всегда, на пустое. «Смотри, как ты волшебно переключаешь кнопочки». Но когда впервые прочувствовала вот эту безграничную свободу внутри себя, свободу соприкосновения с Духовным миром, то тут я поняла, что мне уже неинтересно смотреть этот телевизор системы, где много пустого, где всё шаблонно, где, говорят, боты. Ну а кто же захочет слушать мёртвое и пустое, когда в тебе звучит настоящая Жизнь, когда ты чувствуешь её полноту, когда ты чувствуешь безмерную радость, когда в тебе счастье, когда ты не пассивно-депрессивный зомби, который прикован к телу трёхмерностей, а когда ты в безмерной свободе, когда ты сам становишься слитым с настоящей Жизнью, с тем огромным процессом созидания, созидания в Любви. Так что восприятие Личностью — это совсем другое восприятие. И благодаря Ему ты воспринимаешь глубинными чувствами вот эту настоящую Жизнь, вот это объёмное Знание, и оно не ограничивается рамками ни времени, ни пространства. Да. Вот ещё вспомнила одну важную, на мой взгляд, информацию, которую Вы, Игорь Михайлович, поделили с нами в своё время, что духовно развитая Личность воспринимает информацию о трёхмерном мире не только от первичного сознания, но она уже имеет возможность воспринимать информацию и от полевых структур общего поля сознания, как бы в обход первичного сознания, то есть тех структур из конструкций человека, которые непосредственно связаны со структурами мозга, такими как миндалевидное тело и другими. И в книге «АллатРа» они подробно описаны под названием «боковые и задние сущности человека». Да, это верно. Да, то есть если Личность свободна от власти сознания, то она просто целостно знает правду. Вот как бы её не обманывал и не хитрил вот этот бухгалтер, первичное сознание? Да, и что ещё интересно, что у Личности уже нет такой функции, как переработка информации о трёхмерном мире, как есть у сознания и входящих в него полевых структур. Ведь у Личности есть гораздо большие возможности, чем весь вместе взятый примитивный набор сознания. У неё есть целостное восприятие, она совершает выбор. То есть она, говоря языком ассоциации трёхмерного мира, она принимает решение, вкладывать в ту или иную силу своего внимания или нет. А со связью с трёхмерностью у Личности просто существует такая… Вот как Игорь Михайлович нам хорошо тогда ассоциативно объяснил, такая вот двуканальная связь в режиме онлайн. С одной стороны — с первичным сознанием, а с другой стороны — с полевыми структурами общего поля сознания. Совершенно верно. И вот ещё что заинтересовало, что если даже произошли какие-то нарушения с нейронами головного мозга, ну, к примеру, вследствие развития болезни или травмы, то есть по каким-то причинам частично нарушена вот эта связь мозга и первичного сознания, ну, например, человек частично утратил память или там утратил способность читать или ещё что-то, то это ни в коем мере не мешает ему как Личности развиваться духовно и продолжать далее своё существование, даже будучи в таком теле. Да, духовное развитие Личности на практике — это же процессы в режиме «здесь и сейчас», это же уникальные процессы соприкосновения с Духовным миром, это созидание в Духовной Любви. Но и они не связаны ни с трёхмерностью, ни с материей как таковой. Ведь там иной опыт, там иная жизнь. Грубо говоря, вот эти способности двуканальной связи у Личности есть изначально. Только когда она пребывает в рабстве у сознания, они плохо развиты. Поэтому первичное сознание имеет возможность как бы постоянно обманывать Личность своими картинками, своими надумками, страхами, сомнениями. Даже те люди, которые занимаются магией вплоть до шестого измерения, они не понимают все механизмы и тонкости работы системы, которая ими же и управляет. Просто в эти моменты им гордыня застилает всю реальную ситуацию. Вот им кажется, что они такие сильные, что они такие могучие, но на самом деле они не видят главного действия. Они просто не видят, что чем больше они развивают в себе эти магические способности, тем больше в них растёт слепота к глобальным изменениям в них самих, тем больше их система подставляет и при жизни их превращает в субличность. Субличность прикованной силой их же внимания к подпитке системы. Абсолютно верно. Игорь Михайлович, вот, кстати, вопрос о духовном зрении. Ведь человек в состоянии духовного прозрения, видения каких-то будущих событий в трёхмерности, он же не видит действия как таковое. Ну, к примеру, такое, какое видят те же маги, те, кто ограничен в шестимерности. Да, это верно. Человек не видит действия, он видит результат. То есть те, кто видят будущее, они разделяются на две категории? Да. Очень редкое явление — это те, кто имеют очи духовные. И они видят целостную картину. Им тяжело сориентироваться даже Личности, где вчера, а где завтра, потому что там всегда сегодня. А те, кто вещают от аримана, то есть от дьявола, да, те видят события, для них это идёт как доживё. Ну да. То есть они видят события, но не понимают ни суть процесса, ни причину, ни следствие. Они видят всего лишь один пазл событий, только то, что показывает им система, но не видят общей картины. Ну а в итоге оказываются правы те, кто видит целостную картину, а не те, кто грезит моментами, не ведая, к чему это всё приведёт. Всё сознание уже построено на повторе шаблонов, на магии от сознания. В принципе, это так. И вот первое, с чем сталкиваются люди, приобретая первый духовный опыт… Ну вот вы проходили это, понимаете, на духовном опыте вот эти подачки от системы, они отвлекают. Ну да. У тебя вдруг начинают открываться вот по мелочи какие-то магические способности, получатся какие-то сверхъестественные ситуации сами собой. Ну и вообще начинает твориться какая-то магическая чертовщина. Ну да. Вот ты сидишь и знаешь, что вот сейчас зайдёт тот-то человек и скажет то-то-то и то-то. И это происходит. Или вдруг, скажем так, ни с того ни с сего ты берёшь в руки телефон, и тебе в памяти всплывает имя человека, которого ты давно не видел. И ты уверен, что именно он сейчас и позвонит. И в этот момент звонок, самое главное действие, оно происходит потом, когда сознание акцентирует, оно уже открыло ловушку и пытается загнать тебя в селки, вот бравируя на вот этих эмоциях восхищения. И уже артисты в голове начинают разжигать твою гордыню, кричать «Браво! Смотри, как ты духовно развился!» А ну-ка давай закрепим вот эти способности, выбирай любой объект или действие в трёхмерности и вложи туда всё своё внимание, в этот образ трёхмерный. Ну если ты трезв от иллюзий системы, то есть Личность твоя свободна, то ты понимаешь, что сейчас происходит. Разве ты духовно развился? Нет. Совершенно верно. Ты просто стал интересен системе, она деляет тебя некими своими качествами для того, чтобы ты отвлёкся и занялся как раз тем, чем не надо, тем, что не зарождает жизнь, а убивает. Это есть не что иное, как смертельный вирус. Да, и огромная благодарность за то, что вы предупредили нас заранее об этих подачках от системы, и мы уже знали, чего ожидать. Потому что если бы не эти Знания, если бы не работа над собой… Да, действительно, огромная благодарность. Потому что система же с детства через какие-то впечатления, которые были получены из фильмов, сказок, да и вообще из окружающего тебя миру людей, где открытым текстом идёт пиар-магии, система уже подготавливает тебя к тому, что если ты будешь иметь какие-то сверхспособности, то ты будешь отличаться от других людей, ты будешь оказывать на них влияние. То есть опять всё у системы сводится к тому, что ты будешь властвовать и повелевать. Но точнее сказать, это она будет властвовать и повелевать другими через тебя, как через зомби. Она ведь кидает какую-то магическую подачку, как кость собаки. И вот если человек не вооружён Знаниями, пониманием, что сейчас в действительности происходит, он начинает искать этой магией всю оставшуюся жизнь. Более того, его гордыня вовлекает в этот процесс и других людей. Система подначивает «иди и расскажи это другим, похвастайся своими достижениями» в трёхмерности. Причём в мыслях она же уже выдаёт образы тех людей, которые восхитятся этим, даже то, как они будут это делать, тех, у кого заведомо возникнет к тебе зависть, желание самому этому научиться. Система же не поведёт человека к тем, кто будет осуждать за это действие. Нет, тут всё рассчитано на годы вперёд. И даже учтено, как ты перед своими будущими детьми, о которых ты даже сейчас и не ведаешь, ну вот как ты будешь перед ними выхваляться, по сути заражая вот этим вирусом молодые поколения. То есть вот эти подачки от системы, они очень выверенные. Вложения малые, а прибыль огромная. Но когда ты знаешь это, ну очень легко не поддаваться на эти уловки системы. Ну даже если что-то и случилось сверхнеординарное, ну просто не вкладывай в это силу своего внимания. Понимай, что это лишь привет от системы. Да, вот это важный момент. Просто уходи от этого, не желай. Просто вкладывай внимание в преумножение в себе Любви Духовной, в Личный рост, вот в этом смысл. Ну а это никак не связано ни с трёхмерностью, ни с её образами, потому что это другое, это иное. Совершенно верно. То есть система пытается сбить человека, который стал на духовный путь, как раз ничем иным, как магией. Она начинает давать ему различные способности, там экстрасенсорные или ещё что-то. Не у всех, конечно, людей это бывает, но у большинства. Но многие как раз вот и жаждут. Возьмём ту же «АЛЛАТРА». Вот многих она заинтересовала как раз не людей, а сознание многих. Это заинтересовало как возможность не приобретения Знаний, а возможность приобретения магических способностей. Для чего? Опять-таки чтобы усилить свою власть в этом мире. В первую очередь над своими близкими людям этого хочется. А когда они этого не получали, сознание не удовлетворялось, потому что первое, что мы говорим, — подальше держитесь от магии. И когда человек стремится к магии, то, естественно, это не к нам. «АЛЛАТРА» — это не религия, «АЛЛАТРА» — это всего лишь даже не набор законов или ещё чего-то. Это всего лишь источник Знаний, где находится эта дверь и как к ней подойти, ни больше, ни меньше. А дальше выбор человеческий. Хочешь — встаёшь, идёшь, открываешь, заходишь и учишься. Но всё время учишься и что-то делаешь. Не будешь делать — ничего не получится. Да, Игорь Михайлович, вот Вы совершенно верно отметили, что всё начинается с работы над собой, с изучения своего сознания. И вот когда ты на практике начинаешь наблюдать за собой, ты просто начинаешь понимать, что ты себя и не знал, и даже не подозревал, насколько ты был срощен сознанием, насколько у системы всё работает на результат. Вот вся эта игра в говорильню в голове построена именно на управлении, на скрытых мотивах, в погоне за выигрышем. А для системы выигрыш — это сила внимания. И просто по-честному отслеживаешь голоса и споры своих мыслей и понимаешь, что кто-то в твоей голове чего-то тебе навязывает, чего-то тебе рассказывает, причём шаблонное. Ну вот, знаете, расскажу сейчас за себя. Хотя в первое время, когда стало просто по-честному для самой себя всё это отслеживать, вот эту множественность мыслей, о которых ранее рассказывала, то вначале стало даже как-то страшновастенько. Но опять-таки этот страх исходил от сознания. И более того, вот этот страх, вот эта эмоция сопровождалась мыслью «А не началась ли у тебя шизофрения?» Вот уже ж и слышишь голоса в себе. Ну а дальше больше. Чем добросовестнее отслеживала всё, что происходило в голове и записывала всё это, тем больше сознание пугало мыслями. Причём исключая, конечно же, себя как провокатора этих мыслей. То есть вещала от первого лица. «Вот как можно так жить? Ведь я же утрачу контакт с этим миром. У меня разовьётся шизофрения. С меня смеяться будут другие люди». Так я думаю, ага, раз вот оно так пугает, значит, я точно на верном пути, и надо во всём этом разобраться. Ну а чем побеждается любой страх? Как Вы нам рассказывали, Игорь Михайлович, знанием. Ну вот я и посчитала это хорошей возможностью пополнить свой багаж практического опыта. Подняла медицинскую литературу, и с учётом всех этих уникальных знаний о Личности, о первичном, вторичном сознании, те, что Вы, Игорь Михайлович, нам ещё тогда поведали, выяснили очень любопытный для себя момент, что вот это отслеживание ситуации с работой своего сознания — это не какое-то там полиморфное психическое расстройство, которое связано с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций, что и называют шизофренией. И это даже не диссоциативное расстройство идентичности, которое связывают с раздвоением или с множественным «я». Учёные же до сих пор не могут найти причину этого явления. Но вот благодаря вот этим Знаниям, которые Вы поведали, всё же становится ясным и очевидным. Всё, что описано в медицинской литературе — это на самом деле проблемы тела, проблемы первичного сознания. Хоть там и используют термин «Личность», но опять-таки в понимании «я» от сознания. И связаны эти проблемы в первую очередь с тем, что человек, как раб системы, он просто срочен сознанием, боится и верит абсолютно всему, что оно предлагает. И первый шаг, который ведёт к развитию вот таких патологических состояний, как шизофрения и подобных ему психических расстройств — это чрезмерный эгоцентризм, мания величия, мания власти и, конечно же, желания сверхъестественного. То есть настоящая шизофрения от сознания — это желание сознанием магии. Да, и интересно, что, согласно исследованиям, шизофрения — относительно редкое заболевание. И впервые оно проявляется между 15 и 25 годами. То есть это период, когда начинает более активно действовать вторичное сознание со всеми его желаниями и тайной магией. Да, абсолютно верно. Причём симптомы шизофрении напоминают проявление подросткового кризиса. Кстати говоря, есть исследования, в которых говорится, что с увеличением риска развития шизофрении связаны не только аномалии биохимии мозга или нарушения в анатомии мозга, но и аномалии в височных долях, гиппокампе и миндалевидном теле. Да, и тут есть над чем задуматься, особенно если сопоставить это с информацией из книги «АллатРа» о феномене миндалевидных тел, которые отвечают за способность читывать информацию и о том, как это всё связано с физическим телом человека, с его энергетической конструкцией и с работой боковых сущностей. Совершенно верно. Те, кто читал книгу «АллатРа», те сейчас многое поймут. Но вот меня ещё удивил один момент. А почему я испытываю страх перед такими мыслями? Ведь до ознакомления с медицинской литературой я практически ничего-то и не знала об этом заболевании. Сознание из слова сделало уже какое-то надуманное им иллюзорное действие. И вот тут высветилась настоящая причина вот этого страха от сознания. «С меня будут смеяться другие люди». И вот эти мысли от сознания, что же обо мне подумают другие? «Какой меня будут считать родственники, друзья, близкие, знакомые? Как вообще я буду перед ними выглядеть?» Вот эти же мысли постоянно возникают в голове не только по этому поводу, но и по другим поводам. То есть сознание заставляет людей жить больше для того, чтобы о них думали другие люди, чтобы их кем-то считали. То есть иллюзорно, чтобы просто создать какой-то надуманный образ в глазах людей. Да, а что в это время происходит с теми, кому адресован этот иллюзорный образ? Ведь сознание другого человека даже не будет думать в том направлении, как полагает твоё сознание, что тобой будут восхищаться. Гордыня порождает гордыню, и это породит только зависть и ненависть другого сознания. Оно будет давить мыслями, что тот человек специально так сделал или сказал это именно тебе, чтобы унизить тебя, чтобы показать твою никчёмность по сравнению с ним. «А ну-ка я ему отвечу то, что точно его зацепит и обидит». Ну и покажет ему, создаст мой образ, что я не такой плохой по сравнению с ним, как он считает. Ну и эта игра в балду, она же будет продолжаться до бесконечности в квадратном поле системы, пока не закончится жизнь обоих. Ну и когда ты на практике отслеживаешь в себе и понимаешь всю вот эту свою же глупость, то просто сам себе задаёшь вопрос, так стоит ли кормить систему? Или всё-таки надо отказаться от своей гордыни и жить внутри себя Любовью, Жизнью Личности, как Духа? Ведь тогда же тебе абсолютно всё равно, что там в трёхмерности пытается нашептать тебе сознание. Да, вот это интересно. И вот когда тоже изучаешь себя по-честному, будучи вне эмоций, вне шаблонов, желаний от сознания, и ты понимаешь, что гордыня и страх от сознания — это всего лишь первый страш на твоём пути к Истине. Это первый момент, который вызывает страх у сознания, в первую очередь у людей, и начинает их отвлекать. Но это первый страш. Но самое страшное, на чём ловятся, это, конечно, вот эти способности магии. Это очень сильно отвлекает. Ну а дальше, когда человек немножко развился, то становится ещё интереснее. Вот тут система на каждом шагу пытается их чем-то отвлечь, озаботить. Но это всё происходит, пока человек идёт к двери. Как только он открыл дверь, все эти чудеса, отключения прекращаются. Система на самом деле очень слаба, потому что она имеет власть всего лишь над телом человеческим и его сознанием, но никогда не может владеть тем, что называется Личностью, и уж тем более Душой, и уж тем более никак не может повлиять на Мир Духовный. Это правда. В своё время очень помогли понимания, благодаря Вашим словам, Игорь Михайлович, про то, что 70% внимания нужно удерживать на Духовном мире, ну и 30% на том, чтобы жить в мире материальном, вслуживать тело, выполнять какие-то функции, задачи, работать в трёхмерности. Но на том этапе это было действительно очень значимой подсказкой, потому что были разные состояния, и ты включался эмоционально, ну и тогда уже твоё внимание переходило на какие-то вещи более материальные. Да, обычные, привычные для сознания. И это очень важно — осознанно понимать, куда ты здесь и сейчас вкладываешь силу своего внимания. Что касается перераспределения силы внимания… Сила внимания — это те же финансы, те же ресурсы, та же энергия, как бы её кто ни называл, но она в действительности является значимой. И если человек вкладывает вот эту силу внимания, которая у него есть, это как жизненная энергия, назовём так, да, или ресурс определённый его, он вкладывает в большинстве в то, что однозначно временно и умрёт, что с ним будет? Он умрёт вместе с ним. Обязательно. Кто бы что ни рассказывал, так оно и будет. Но когда человек вкладывает в Живое то, что будет существовать вечно, что будет? Он сам становится Живым. Правильно. То есть куда стремишься, куда идёшь, туда ты в конечном счёте и придёшь. Правильно? Да. И вопрос только в том, что выберешь именно ты? Здесь очень важно, чтобы люди выбирали жажду. Опять-таки далеко не всем это нужно, вот в действительности не все. На самом деле Личность любого человека, я не раз говорил, стремится к Миру Духовному. В этом её суть. Смысл существования человека здесь прежде всего — это получить истинную духовную свободу, то есть стать существом духовным, обрести то, что должен обрести каждый человек. Для этого он и здесь. Но благодаря тому, что есть сознание, есть подмены и тому подобное, которые, скажем, тоже сознание держит в рабстве Личность человека, человек просто не догадывается, на что он способен и для чего он здесь. Ну скажем, те же артисты со сцены ему рассказывают, что ты как человек обязан достичь того-то, того-то в мире материальном, это важно. Важно составить мнение о себе, важно чего-то постичь и тому подобное. И таким образом они перетягивают практически сто процентов внимания Личности, то есть перетягивают на себя всё финансирование. И человек вместо того, чтобы строить дом вечный, он строит, ну не знаю, какие-то временные постройки из того, что под любым дождём размокает замки на песке, как говорили раньше, что любой прибой собьёт это всё из отряда. Ну опять-таки это выбор человека. Человек имеет право выбирать заблуждаться, потому что так должно быть, это справедливо. Кто ему мешает послушать себя внутри? Никто. Так ведь. Сам поддаётся на уловки сознания. Да. Люди даже начитавшиеся Латрой, опять-таки я говорю, начитавшиеся, а не познавая, начинают рассказывать, что сознание мне мешает, мне то мешает, мне всё мешает. Но в это время говорит ихнее осознание. То есть они управляемы, они манипулируемы системой. Достаточно осознать элементарно то, что хотя бы прописано в той же Аллатре, и человеку уже ничего не мешает. Через любую религию он дойдёт к Миру Духовному. Разве не так? Так. Сложно? Нет. Возможно? Абсолютно. В этом смысл. Да. И вот если отследить и по мыслям, и по разговорам людей, и по исторической литературе, что сознание вообще рассказывает людям по поводу духовных знаний, когда человек вот с этим сталкивается? Ну оно говорит, что, мол, это неинтересно. Ты должен не себя исправлять, а других. Ты должен бороться с чем-то и доминировать, что твоё мнение единственно правильное. Но вот если человек всё-таки становится на духовный путь, неважно, сам он или в какой-то религиозной организации идёт, несмотря на сопротивление сознания, и оно уже начинает говорить ему, что «ты должен изменить других, ты же ведь уже всё знаешь». Оно вплоть до того, что говорит, что «ты должен в служении убивать себе подобных во имя Бога, порабощать, завоёвывать кого-то, расширять свои территории». Но когда человек на практике работает над собой, то он уже понимает, что его враг — это не окружающие его люди, а враг в нём самом, что враг — это его сознание как часть системы. Система, она и есть система. Есть вечная борьба и противостояние. Но это всё красочно, это всё иллюзорно, это всё привлекает внимание, как вспышка света в темноте. Такая раз — она вспыхнула. Человек волей-неволей, а внимание привлекло. Но это ж опять-таки и темнота не та, и свет не тот. Игорь Михайлович, когда Вы впервые нам рассказали о первичном и вторичном сознании, то это понимание очень помогло на практике, в работе над собой в дне, в более углубленном понимании того, как работает механизм того же аутотренинга, медитации, и вообще насколько отличается от них духовная практика. Хотя мы в начале передачи уже и упоминали об этих инструментах, но не могли бы Вы раскрыть понимание работы с этими инструментами в свете Знаний о первичном и вторичном сознании? Да, конечно. Тоже интересный момент, если разобрать инструменты, которыми люди пользуются для постижения Мира Духовного. Начнём просто. Аутогенная тренировка. Что такое аутогенная тренировка и на чём она работает? Ведь аутотренинг сам по себе — это как раз и есть осознание себя, смещение своего «я» с вторичного сознания на первичное и работа с первичным сознанием на уровне первичного сознания. Почему это важный инструмент, и он существовал во всех духовных практиках? Сейчас мы его называем в некой трансформированной форме, изменённой, но мы называем это аутогенная тренировка благодаря Шульцу, как мы уже и говорили. Но она работает на уровне первичного сознания, поэтому и происходят различные изменения в теле и тому подобное. Медитация — это тоже работа первичным сознанием, но уже наблюдение за вторичным. Если аутотренинг проще, мы как бы отключаем вторичное сознание, не обращая на него внимания, и работаем с помощью первичного сознания со своим телом. То есть это понятный процесс, простой и лёгкий. А медитация — это более сложная практика. Мы работаем с помощью первичного сознания со вторичным, мы изучаем систему. То есть мы, практически находясь в системе, углубляясь, лишь слегка из неё выходя, мы начинаем её изучать, но без вреда для себя. Мы уже можем постигать более сложные процессы, и мы можем дойти до уровня шестого измерения. Это то, о чём говорили магия и всё остальное. Вся высшая магия, самая-самая их высшая, она остаётся на уровне шестого измерения. Сама система выйти за шестое измерение просто не может. И медитация сама по себе, какая бы она ни была, она всё лишь остаётся медитацией. Это работа на уровне первичного сознания, чтобы понятно было. Как говорят, спасения этим не достигнешь. Но достичь покоя можно. Состояние покоя — это после смерти, когда человек становится субличностью, он как бы спит, спящая субличность, нет мучений. Но всё равно это своего рода смерть. Потому что всё равно самоидификация есть. Это как анабиоз какой-то, смысл от него. Если можно жить и любить, зачем же не существовать? Ну да, и использовать вот эти медитационные техники для достижения этого покоя — это же напрасная растрата сил, это усердие от незнания. Ведь, по сути, это же просто сознание замыкается само на себе. Ну а когда сознание замыкается само на себе, что произойдёт? Ведь подобное порождает подобное. Да, и вот осознанность и понимание… ещё дало то, что Игорь Михайлович уже говорил в начале передачи, что духовная практика — это выход Личности за те пределы, на которых может функционировать сознание. И этим очень многое сказано, как для помощи тому, кто практикует. Конечно. Духовная практика уже выполняется на уровне Личности. Это как раз и есть то, что развивает Личность. Это уже наблюдение за первичным сознанием, за вторичным сознанием, за всеми их комбинациями, проявлениями. Самоосознание себя как части Мира Духовного, это восприятие Мира Духовного. Ну и как конечная цель — это слияние с Миром Духовным или становлением частью его. Это уже созревание Личности. Всё просто. Да, и в своё время для меня было важным понимание на практике, понимание, которое… А вот Вы как-то озвучили, что Личность, она не созерцает Духовный мир, она им живёт. Да. Личность, она не созерцает тот мир, она им живёт. И разница огромная. И она воспринимает всем спектром тем, которых нет в сознании телечеловеческом. Пообъяснить тяжеловато это, людям лучше это испытать. А это что человек испытывает, когда приходит счастье? Ну как, что счастье? А что такое счастье? Знаешь, лучше испытай. Да, счастье временным не бывает. И для себя уже на практике понимаешь, что жить счастьем и лишь временно его испытывать на короткие мгновения — разница в этом огромная. Это верно. на начальных этапах освоения духовной практики. Ну бывает и такое, что тебе хорошо, но при этом тебя как и нет, как исчез, как пустота. Но при всём этом тебе настолько хорошо, ты чувствуешь глубинно, что ты в контакте с чем-то новым, радостным, родным. Вопрос. Тебя нет или сознание отпало? Понимаешь? Естественно, что замолчали твои актёры, театр исчез и началась жизнь. Но это же не тебя, это артистов нет. Или одного из твоих «я» земных. Можно по-разному называть, но это всего лишь слова. Это да. И вот это просто незабываемое чувство свободы, свободы от власти сознания. Игорь Михайлович, вот ещё такой вопрос, который задают люди в письмах о молитве. Что такое молитва? Молитва как духовный инструмент. И можно ли с помощью молитвы достичь слияния Личности с Душой? Что такое молитва? Молитва, она на самом деле проходит многие эти стадии. Чаще всего молитва выполняется под диктовку вторичного сознания. Может быть толк? Нет. Но более глубокое, более серьёзное выражение молитвенных состояний — это первичное сознание, то, что называется медитация. Проведение такой параллели даёт понимание. Любая религия может привести к Богу. Мы об этом уже говорили не раз, нет плохих религий. Есть люди, заблудившиеся. Религия не может быть плохой, и мир не может быть плохим. Люди плохие бывают, потому что слушает сознание, скажем так, которое рассказывает. Опять-таки, сознание же не всё время предлагает плохое. Оно же иногда предлагает и хорошее. Но выбирай хорошее, и будет хорошо. Но просто часто для достижения желания, то, что нам навязало вторичное сознание, для этого достижения мы часто поступаем как раз плохо. Это же наш выбор, правильно? Опять-таки, что выбираем, то и получаем. Так вот, можно ли с помощью молитвы достичь слияния Личности с Душой? Конечно, можно. Есть самая сложная и самая простая молитва — молитва Иисуса. Если глубоко вдуматься, как проходят эти стадии, посмотреть за теми, кто описывал, кто действительно её выполнял, и кто достигал этих состояний. На самом деле их была единица. И тысячи и тысячи тех, кто рассказывали, что они что-то постигли. Так же, как и в духовных практиках. Принцип один и тот же. А там повторение Иисусова — это стремление и Любовь к Нему возникающая такая, что опять мы к чему приходим? Мы приходим к Любви. Любовь настоящая, истинная, искренняя. Любовь к Богу. Естественно, если ты начинаешь, как говорили раньше, всем сердцем возлюбить Бога, а молитва Иисуса к этому и приводит, именно к возрождению внутренне чувственного восприятия Мира к Богу. Это Любовь и благодарность к Нему. Ничего нет, есть Любовь и благодарность. Всё остальное — это иллюзия по отношению Мира Духовного. И вот когда возникает вот это вот чувство, ну это и есть слияние. То есть сложно? Нет, не сложно. Так же, как и духовные практики. Сложны? Нет, не сложны. А что сложно? Сознанием жить сложно. Вот оно рассказывает, что это невозможно. Почему? Потому что для любого, хоть и первичного, хоть и вторичного сознания, вхождение в Мир Духовный закрыто. Поэтому оно и противостоит. А оно всегда против того, чтобы Личность стала тем, кого он называет Мангелой. Потому что для сознания это смерть. Так как мы знаем, как я рассказал, то в человеке есть два «я», как минимум. Хотя сознание может дробиться, множиться. Мы это знаем на примерах, опять-таки, развития различных заболеваний или специальных манипуляций с человеком, когда на базе первичного сознания его можно дробить и создавать, сколько хоть десяток. А вот понятие «любовь». Очень часто люди путают земную любовь с истинной любовью. Опять-таки понятие «любовь». Любовь в понятии «земном» чаще всего диктуется первичным сознанием как потребность к размножению, то есть к копированию в себе подобных. Тоже система в этом очень заинтересована. Или же как вторичным сознанием тоже есть. Вот вторичным сознанием она более красочная, ну он скоротечный. А истинная Любовь — она Любовь только к Богу, ну и Любовь к каждому в Мире Духовном. Да, Любовь к Богу и к каждому, кто находится в Мире Духовном. Да. Вот мы уже говорили об этом, что система пиарит через сознание людей, что у человека якобы нет свободы выбора, что он якобы раб перед Богом. Да, но что умалчивает система? То, что свобода есть только в Духовном, и что есть другое восприятие Личности, состояние, которое возникает благодаря соприкосновению с Божественным, благодаря глубинному, чувственному восприятию, благодаря безмерной Любви к Богу. И в этой Любви нет страха. Страх навязан самой системой. Через сознание заставляет людей не любить Бога, а бояться. Вот именно бояться как Великого и Всемогущего, но в понимании системы, в понимании Силы, а не так, как в действительности, в Величии и Всемогуществе Его бесконечной Любви. Системе ведь неведома реальность Духовного мира, реальность вот этой настоящей Жизни. Да, потому что удел системы — это тленное и смертное. И вот отсюда идёт подмена сознанием духовных основ и пониманий. Ведь даже служение Богу сознание превращает в удел рабов. И вот интересно, ведь раньше уделом называлась область, которая управлялась князем. Но по сути так и выходит, что вот этот трёхмерный мир есть удел рабов князя мира сего. Правильно, вы здесь абсолютно заметили. И вот здесь опять-таки подмена, исходящая от сознания, очень жестокая, что все те, кто служат Богу, — они его рабы. Потому что сознание всегда стоит против Бога. Вот люди же очень часто не понимают, а где вот в них говорят боты сознания, «А где есть тот внутренний, их искренний порыв к Богу, порыв, который идёт изнутри? Ведь если у тебя есть страх перед Богом, если ты как раб боишься Бога, то ты Его не любишь, и Он тебя не видит». Ну да, подмена, исходящая от сознания, что Бог — это как бы Всевышняя ипостась, идёт. Это нечто субъективное. А все те, кто служат Богу, — они Его рабы. Это неправильное понимание Бога. И было допущено в сознание людей такое вот ядовитое содержание, что человек должен бояться Бога. А это убивает, скажем, даже само стремление Личности в поисках Бога. Почему? Когда некрепшие Личности через сознание начинают диктовать то, что ты должен бояться Бога… Да, то внимание человека уже сосредотачивается на страхе вместо Любви. То есть происходит слив силы внимания системе. И это порождает ещё больший страх вместо Любви. Совершенно верно. А к Богу можно прийти только через Любовь, не другого пути. Только через Истину, через познание. Познание может идти только через Любовь. Да, и нужно приумножать свою Любовь в дне. И это труд. А людям хочется, чтобы человек вдруг раз и стал духовно развитой Личностью. Это крайне исключительные случаи. Только могут быть такие подарки определённым Личностям. А так человек должен сам пройти этот путь. Он должен выбрать служение, исходя из договора, когда люди захотели в телесах бороться с дьяволом, заслуживая Любовь Божию. Опять-таки не то, что Бог их полюбит, а приобретение Любви Божьей, стать этим. И вот в религиях было привнесено ариманам… Самое омерзительное, что привнесено им в религию — это боязнь Бога. Когда ты боишься кого-то, ты его не можешь любить, любить искренне и по-настоящему. Ты будешь бояться Его. И если ты боишься Бога, ты к Нему никогда не придёшь. Бога нужно любить. А Бог — это и есть Любовь. Когда ты наполнен Любовью, ты с Богом. Понимание Любви даже и то было подменено, но это такое дело. Поэтому не может человек быть рабом Бога. Мы уже обсуждали это. Человек становится рабом дьявола, когда живёт миром материальным, его ценностями — это да. Тогда он однозначно предрешён, его судьба. То есть у раба судьба предрешена. А если брать в обычном понимании, в простом, упрощённом, то человек может стать частью Мира Духовного. То есть он возвращается в свою семью, вот в понимании человеческом. Но он не может быть рабом своей семьи. Что это за семья, если я в ней раб? Даже исходя из установок сознания. И как я могу любить свою семью, если я её боюсь? Это да. Вот ещё о Божьей Любви. Игорь Михайлович, Вы уже не раз упоминали в передачах о том, что истинную Любовь в духовной истории человечества часто ассоциативно сравнивали с пылающим жаром, с огненной Любовью. Почему во многих религиях, и не только в религиях, но и люди, которые действительно практически во всех религиях достигали духовного пробуждения, назовём его так, они упоминали огонь. И огонь этот мы всегда описывали в необычных красках. Они его называли «огонь, горящий, но не опаливающий», называли его «чистейшим огнём» и тому подобное. Вот это понятие «огня» — это как то, что зарождает Жизнь. И вот здесь как первичная сила или первичная энергия. Вот оно упоминалось ими. И ассоциативно на уровне сознания, потому что человек, переживавший это всё на чувственном уровне, и пытаясь объяснить другим, он подбирает некую ассоциацию, некой силы. И то, что он напоминает. Вода не может быть, она течёт. А то, что испытывает человек, и более понятно, особенно на первых этапах, это он испытывает даже на физическом уровне. Даже, сами знаете, когда происходит это проявление наполнения, скажем, понятным языком для наших зрителей, Духом, то что испытывает тело? Она испытывает жар. Вот этот как огонь, горящий внутри. Но он не обжигает. И он радостнен и благостен. И он чист. И вот эта ассоциация, которая воспринимается сознанием вот этого первичного огня, когда-то его называли «силой Аллата». Да, и вот этот незабываемый опыт первого соприкосновения с Духовным миром, когда ты впервые испытываешь вот это огромное, вот это неземное счастье, ты чувствуешь вот этот благодатный жар Любви, которого раньше ты не знал, Любви настоящей, неиссякаемой. И вот эта радость, она настолько переполняет тебя, вот настолько сильно, что даже тело это чувствует. Ну, потому что этот жар, он такой истинный, он искренний, он распирающий, он настолько объёмный. И сама чистота, он чище чистого. И впоследствии, когда ты живёшь Духовным миром, то вот этот жар исчезает в таком сильном проявлении, но он уходит на глубину и становится твоей неотъемлемой частью. И там, на глубине, он постоянно присутствует, постоянно есть. Он тебя распирает изнутри. И неважно, днём или ночью, ты как укутан в нём. И проявляется он вновь в своей полноте лишь тогда, когда идёт вот это значительное усиление или проявление здесь Духовной стороны, то есть когда идёт присутствие здесь из Мира Духовного. Да. И вот тоже ещё было замечено в практическом опыте, что когда ты живёшь Миром Духовным, то просто исчезают чувства одиночества. До этого постоянно присутствовало от сознания вот это чувство одиночества, чувство разъединённости в физическом мире. Казалось бы, даже тогда, когда ты находишься в кругу самых близких тебе людей, но оно же было постоянно, как-то ты там отвлекался на какие-то картинки сознания, как-то это состояние сглаживалось. Но вот особо яркое понимание этого одиночества было именно на первых этапах практической работы над собой. Вот очень странное чувство. Ты вроде и среди людей, но как в пустыне. Но уже потом на практике пришло понимание, что чувство одиночества — это состояние сознания, это его функция разделения, дробления, и построена она на эмоции первичного сознания. Но ты уже выбираешь другое, потому что ты уже знаешь другое. Ты знаешь радость и полноту Жизни, Жизни Духом, Жизни Миром Духовным, где ты един со всем Духовным Миром и Духовным Проявлением здесь. Да, я абсолютно с тобой согласна. И эта радость настолько переполняет, настолько приятно это состояние, когда ты по-настоящему Жив, и ты Живёшь этим. И настолько это сильно и прекрасно даже сознание воспринимает эту Аллатовскую силу. И вот что тоже интересно, приходит понимание на практике, почему знак Аллата обозначали полумесяцем именно рожками вверх. Ведь это же как чаша. А когда ты испытываешь вот этот незабываемый первый опыт соприкосновения с Духовным Миром, то ты же чувствуешь, как происходит чашообразное наполнение, вот чуть-чуть ниже солнечного сплетения. И ты наполняешься, как чаша. И в этой чаше Огонь Благодатный. И по-другому её ты не назовёшь. Сознание понимает, что это тело — это не чаша. Но когда закрываешь глаза, ты чувствуешь совсем другое. и вот это чувство, ты чувствуешь вот эту незримую чашу. И ты понимаешь, что она излучает вот этот жар неиссякаемой Любви, Любви Истинной. И Любовь эта настолько искренняя. Ты понимаешь, что она истинная в Любви, в этой Бога. Вот это чувство, чаша, полумесяц, вот этот Аллат, вот как внутри в тебе просто объёмный знак, который излучает эту бескрайнюю Любовь. Даже сознание это отмечает. И ты понимаешь, почему Аллат — чаша, которая излучает эту бесконечную Любовь. И с отсюда, очевидно, и пошёл этот знак, знак Аллата, вот с практического духовного опыта людей. И это явно не просто рисунок. Теперь ты это понимаешь на практике. Ты знаешь, что это реальный духовный опыт. Это опыт тех, кто освобождался в веках. И, очевидно, они его фиксировали как первый опыт духовного соприкосновения с Миром Бескрайним. И этот опыт ни с чем не спутаешь. Никогда ты его не забудешь. Он всегда с тобой. Да. Ведь самые ценные и важные знаки древности их же находят везде. Знак Аллата — полумесяц рожками вверх. Ведь он найден практически на всех континентах, на артефактах, на священных предметах древних народов. И вот во многих религиях говорится «за огонь как начало мира», подразумевая под этим Божественные силы Аллата. То есть с него всё начинается. Вот с этого чувства внутреннего жара Любви человека к Богу. Абсолютно верно. И огонь этот, горящий внутри, это проявление, наполнение Духом Птул, как только его не называли. Но всё-таки Аллат более правильный, и вот этот знак полумесяц, хоть его только не использовали. Да, есть множество тому примеров. От наскальных рисунков, которым десятки тысяч лет, и о происхождении которых ничего, кроме времени их возникновения, не известно, до артефактов различных верований, культур, цивилизаций, мировых религий, причём недавнего времени, имеется в виду последних пяти тысячелетий. Понятно, что сознание, конечно же, очень многое затёрло, очень многое извратило, изменило, скажем так, на своё усмотрение, точнее, на усмотрение системы и превратило в ритуальщину. Но сам факт… Субтитры создавал DimaTorzok 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 прошлых поколений, или в храме, наполненном книгами религиозного опыта людей прошлого. Важно, где практически пребывал человек как Личность — в символах мёртвой трёхмерности, слушая трактовки сознания, или в практике жизни Духом. Проще говоря, чем он жил — сознанием или Духом? И вот интересно, что раньше было проще человеку в отношении духовного познания, чем когда пошёл процесс значительного усложнения исконного Знания через призму сознания. Вот приведу простой пример. Около семи тысяч лет назад на востоке Европы процветала всем известная нам Кукутень-Трибольская цивилизация, которая строила крупнейшие по тем временам города. И это была очень развитая цивилизация, которая тысячелетиями мирно существовала. Так вот, согласно найденным артефактам этой культуры, знак Аллата, АллатРа, они были одними из основных, и их размещали и в орнаментах, и в узорах стенной росписи, на праздничной, на ритуальной посуде, на предметах, в украшениях. Ну, знак Аллата — это было как напоминание о приобретении Любви Божьей, стать этим, о истинном огне, то есть как о нисходящем огне, который нисходит как Дух и наполняет тебя. И то, чем ты должен жить. Да, и вот изучая эту культуру, ты понимаешь, что такое напоминание было в обществе повсюду. В тех же домах его рисовали на почётном месте, ставили на печи излучающее тепло, чтобы человек грелся не только телесно, но и духовно. То есть непрестанно поддерживал внутри себя вот этот Божественный огонь, огонь Любви к Богу. Знак АллатРа и АллатРа ставили на верхушки и крыши домов. То есть он был повсеместно, и он был как напоминание о главной цели жизни человека — стать из мёртвого живым. И вот судя по знаковым обозначениям на артефактах и вот особенностям существования данной цивилизации понятно, что духовные знания там именно практиковались. Ну это естественно, потому что доминировало духовное над материальным не так, как сейчас. Да, знак АллатРа, как упоминается в книге «АЛЛАТРА», и в последующие времена обозначал первичную энергию, Божественные силы. И он являлся символом для практикующих, для тех, кто обогащался духовным опытом. Да, это было такое духовное напоминание о Жизни Вечной, здесь и сейчас. Да. Знак АллатРа служил ещё как каждодневное напоминание, но это не было как сейчас икона для большинства. Здесь действительно есть существенная разница, потому что сегодня иконы для большинства людей — это напоминание прошений, о помощи в жизни трёхмерной, выпрашивание у Бога чего-то либо для себя, либо для близких, обращение с просьбой, как в высшую инстанцию. Да, к сожалению, и всё это построено на эмоциях от сознания, на надежде, на страхе. А раньше тот же знак АллатРа — это были знаки для людей, проживающих в разных уголках мира, как напоминание об исконных Знаниях. А при умножении своего внутреннего духовного жара, Любви к Богу. То есть напоминание о духовном развитии Личности. И в основном именно знаки передавали духовный смысл и суть Знаний, которые понимали в любом уголке мира, а не так, как сейчас. Символы трёхмерности, образы с чертами лица, которые совпадают с внешними фенотипическими особенностями местных народов. То есть не было разделения исконного Знания, не было разделения его на собственность того или иного народа. Да. Так вот, когда пришла в упадок трипольская культура? Когда на смену ей пришли воинствующие культуры, то есть уже те поколения, кто уже утратил Знания. И те, кем управляло сознание Животного разума, те, кто с помощью сознания, как раб системы, он превращал Знания в магию, в религию, в скепсис науки, те, кто создавал социальные иерархии и развивал системы управления, построенные на надежде и страхе. Совершенно верно. И вот всё-таки, несмотря на такое вмешательство сознания, люди ещё тогда помнили об источнике, дарующем жизнь. И это же можно наблюдать не только по тем артефактам и остаткам от древних цивилизаций, которые существовали до трипольской культуры. Это можно наблюдать и по отголоскам исконных Знаний, которые легли в основу учений тех или иных религий, существовавших в последние пять тысяч лет и значительно уже обработанных сознанием. Вот, например, в философии индуизма, а также буддизма, до сих пор есть такое понятие, как «майя», которое имеет несколько значений. Вот, с одной стороны, оно рассматривается как иллюзорность воспринимаемого мира, а в другом значении его связывали с мировой силой, которая создаёт изменчивую природу, но сама обладает неизменностью Бога. По сути, это характеристика сил Аллата, тех первичных энергий, из которых всё соткано в этом мире. И считается, когда эту силу используют для божественных целей, то она даёт чудесное преобразование, и её ассоциировали с божественной женщиной, то есть с богиней, атрибутом которой был знак Аллата. Ну а когда эту силу используют демоны, то майя уже превращается в обман, в обмену, в колдовское изменение. Ну, как мы помним по книге «Аллатра» с древности, известные знаки полумесяца повёрнуты в определённые стороны, в зависимости от их значения. То есть указания на полевые структуры и конструкции человека, боковые или задние сущности. Но самое интересное — это упоминание и значение покрова богини. Это иллюзорность всего воспринимаемого мира, скрывающего под видимым многообразием свою истинную сущность — Брахмана, то есть единого, высшего Бога, как единственную реальность. Да, вообще мать-богиня с покровом, атрибутом которой являлся полумесяц рожками вверх, то есть знак Аллата, это довольно распространённый образ в культурах и верованиях разных народов. Совершенно верно. И есть уже понимание, что это означало в древности. Вот независимо от того, на каком конце света исповедовали то или иное верование. Вот, например, богиня с покровом или ткущее полотно, она есть и в верованиях индейцев Аляски — это богиня Атсинтма, и в верованиях древних славянских народов — это богиня Макош, и в верованиях древних арабов — это богиня Аль-Лад и многие другие. Это есть и в современных религиях. В христианстве есть такое выражение — находиться под покровом Богородицы. Да, различных верований, то есть путей к заветной двери Исконного Дома, может быть много. А открытие двери, то есть духовный опыт практического соприкосновения, жизни Миром Духовным — одно на всех. Ведь если смотреть с позиции духовного опыта, то что пытались ассоциативно передать прошлое поколение будущим? Ну как раз то, что на практике, когда идёт сосредоточение внимания на духовном мире с помощью глубинных чувств, как раз и происходит вот этот уход в единственную реальность, в реальность Бога. Это да. Да, и когда есть практика в духовном познании, то ты понимаешь единое зерно Истины, то зерно, которое заложено в духовных учениях разных народов. Но без практики теория мертва. Правильно тут подмечено, что это уход в реальность Бога, то есть в родной духовной природе человека, как Личности, его путь в свой истинный Дом. В санскрите есть такой термин, как «алая», и буквально он означает «дом», «жилище», «исконное». А одно из ключевых понятий в буддизме — «алаяджана», то есть некого общего вместилища невыразимого и непередаваемого Знания Единого. И у народов Востока, например, в той же Турции слово «алая» означает «святой». У арабов тоже есть упоминание об Исконном Доме. В исламской энциклопедии, в статье о главной святыне Ислама Каабе говорится о том, что, согласно преданию, одной из названий первой святыни был «альбайт Аллатик», что означало «древний дом», «исконный дом». И считается, что она была основана Адамом как первая святыня на Земле, которая была предназначена для почитания Бога. Ну и соответствующее упоминание есть и у других народов. То есть всё это отголоски практиков, которые пытались как-то ассоциативно передать следующим поколениям свой практический духовный опыт. Вот то, что связывало Личность с Истинным Домом, то есть с реальностью Бога. Да, но сознание всегда в этом вопросе играло злую шутку, потому что, когда читаешь теорию, а потом проходишь практику, то ты понимаешь, что это совсем не то, что твоё сознание под этим подразумевало. Вот знаю по себе, что если бы вот просто так, по отдельности читала вот эти все определения, как это было раньше, то мозг просто отказывался бы что-либо понимать, потому что ну настолько всё запутано людским сознанием в веках, когда выдаётся за Истину то, что на самом деле пропущено через сознание и писалось человеком, в котором доминировало сознание, и это чувствуется. Но сейчас уже другая ситуация, и все Знания из разных религий становятся просты и понятны благодаря тому универсальному ключу духовных Знаний, о которых вы поведали, Игорь Михайлович. И вот в который раз убеждаюсь, что всё, что от духовного мира, оно просто и ясно. Ну а всё, что от сознания, оно и сложно, и запутано, и раздуто в надуманных философских терминах до неузнаваемости. Но благодаря тем универсальным ключам, которые вы дали, среди шелухи времени можно в любой религии найти истинное зерно. Истина, она всегда простая, она всегда сама за себя говорит. Ну это интересные моменты, конечно, такие. Вообще очень много, особенно в знакописи, говорится о духовном, о связи Личности с Миром Духовным. Но, к сожалению, эти Знания утрачены на сегодня. Некоторые вообще трактуются с точностью, да наоборот. Ну что ты сделаешь сознание, есть сознание. Игорь Михайлович, вот мы сейчас упоминали о Богородице, которая сегодня для многих людей по всему миру является проводником Божественных сил Аллата. И вот не случайно с древних времён её изображали со знаком Аллата, с покровом. Сегодня очень многие люди обращаются к ней в своих молитвах, как к помощнице скорой в делах духовных. Довольно часто вследствие инкультурации её ассоциируют с образами земными, с образами телесными, с образами, которые приемлемы для того или иного народа. А ведь на самом деле это огромная Божья сила. Да, часто воспринимают Богородицу, и она ассоциируется у людей с образом материальным. Но, опять-таки, всё святое есть Дух. А Богородица — это есть величайший Дух. Почему? Ну, есть много сказаний, но, скажем так, что такое Любовь? Любовь — это и есть Богородица. В этом плане очень интересная… Есть легенды за сестёр Аллат, но это больше относится к Исламу. В принципе, я думаю, кто захочет, тот сам найдёт. Не стоит здесь это упоминать, чтобы не вызывать напряжение в сознании определённых людей. Те, кто Духом воспринимает, им, конечно, интересно было бы, но, к сожалению, многие, считающие себя истинно верующими, живут больше сознанием под диктуру того, кто управляет этим сознанием. Поэтому в современном мире, к сожалению, многого даже сказать нельзя, и это правда. Богородица — это Дух. И есть люди, которые чувствуют в себе потребность мариевского служения. Ну, затрагивая вообще вопросы служения… Служение, оно разное бывает, но чаще всего люди стремятся а к служению, а от сознания, а в надежде получения на пути служения каких-то магических способностей. Вот это часто подталкивает людей на то, что они говорят, «Я хочу служить, я готов». А истинное служение — это как раз тот пример, пример Марии как воплощение чистоты и Любви и полной самоотдачи к Миру Духовному и привнесение тех ценностей и их распространению в Мире материальном, вне зависимости от желаний сознания, которое ежесекундно сопротивляется всему этому. Это сложные вопросы. И в публичной передаче его поднимать, особенно мариевское служение, зачем? Для тех, кто чувствует… Кто чувствует, тот поймёт, а остальным так, усилит в них демона. Но есть люди, которые искренне хотят прийти к Богу. Понятно, что уже многое дано. Но вот сейчас такое время, время Перекрестья, такие события, вот такая тьма сознания накрывает мир, что трудно это не заметить. Но самое главное, что происходит сейчас, — это то, что идёт такой большой посыл от Духовного мира. И такой большой внутренний зов идёт, который сложно не услышать. И очень много чувств наполняет изнутри, потому что ты слышишь этот зов. И этот зов, он обращён к каждой Личности, как к Духу. Он пробуждает Жизнь, Жизнь настоящую. Вот всё то, что есть самое ценное и самое важное у человека. Но вот многие ещё прозябают в рабстве под наркозом сознания, хотя уже очень много дано и сказано очень много, и Знания даны. Но сейчас всё находится на такой грани, и судьба каждого человека зависит только от его Личного выбора. Бог, Он любит всех, кто любит Его. А кто Его не любит, того Он просто не знает. И это правда. Хочешь быть с Богом или хочешь, чтобы Он тебя любил — любил. Всё просто. Действительно, всё просто. То есть неважно, какое у человека было прошлое, кто он там, как внешне выглядит, человек ничего не должен бояться, потому что Любовь — это… Любовь — это не страх. Если ты боишься, кого бы ты ни был, а Римана или Бога, ну ничего тебе не получится. Страх от сознания, он там живёт. И тело, оно верещит, когда умирает, а Душа поёт, если она этого заслужила. А сознание должно верещать, потому что для неё это последнее мгновение существования, когда Личность освобождается, это нормально. Да, сознание не даёт понимания Бога. Вот когда есть вера, но нет Знания, нет понимания, то что получается? Вот сам факт — я верю, но не знаю. Я верю в того, кого не знаю, в надежде на то, что получу что-то материальное для себя. И просят же всё материальное. Ну это же принцип работы системы. Так ты Бога любишь или материальные блага? Но тут возникает ещё один вопрос. Ты веришь или ты знаешь? Ты веришь, что после смерти тела ты воскреснешь в раю? Но если ты веришь, ты надеешься. А если ты надеешься, то ты сомневаешься. А если сомневаешься, то в тебе есть страх, но нет Любви. А если в тебе есть Любовь, то в тебе уже есть Жизнь. В тебе нет сомнений, нет страха. Потому что у тебя уже есть Знания и Опыт. У тебя уже есть Жизнь. Ты уже живёшь здесь и сейчас. В тебе есть Знания и Любовь Духовного Мира. В этом смысл. Что ты не надеешься, что после смерти тебе воздастся, а начинаешь Жить здесь. Начнёшь Жить — будешь Жить. Не начав Жить — Жить не будешь. Да, и как говорится в Библии, что посеет человек, то и пожнёт. Сеющий в плоть свою — от плоти пожнёт тление. А сеющий в Дух — от Духа пожнёт Жизнь Вечную. Да, и в этом глубина понимания сказанного, что посеешь, то и пожнёшь. Ведь если ты лишь надеешься, что засеешь поле, то, когда придёт время собирать урожай, ты придёшь на поле и увидишь его пустым. Там не будет ничего, кроме сорняков твоих надежд. А для того, чтобы пожинать, вначале надо посеять. То есть надо не надеяться, надо действовать. Надежды твои без реального действия пусты. Вера — это надежды и страхи, а опыт — это Жизнь. Живому — живое, мёртвому — мёртвое. Надо не мечтать и надеяться, а надо Жить. Посеешь Любовь — обретёшь Любовь. Потому что Бог действительно, реально любит каждого, но лишь того, кто любит Его. В этом есть смысл. Люди часто поступают от сознания по привычке, вот на основе своего прошлого. А Любовь — это же другое, это Жизнь здесь и сейчас, вне шаблонов системы. Привычка — это шаблоны сознания. Живёшь сознанием — будешь действовать по привычкам. Живёшь Любовью — ты уже свободен от привычки, ты свободен от всего. Что такое привычка? Привычка в сознании. Сознание — часть системы. Всё просто. И действительно же всё просто. И ещё нужно не носиться со своими шаблонами, потому что это сознание. И оно может и о прошлом, и о будущем. Ну а ты? Ты вот просто здесь и сейчас. Люби. И всё. Прошлое, будущее — оно есть только в сознании. Но у него нет настоящего. А у Личности нет ни вчера, ни завтра. У Личности, которая живёт Миром Духовным, Любви Божией, у неё есть сейчас. И сейчас оно бесконечно. Оно не может сейчас стать вчера или завтра. Это же сейчас. И оно вечно. А вот у сознания вчера надо было сделать так, а вот завтра я поступлю по-другому. Но у него нету сейчас. Да? Глупо пренебречь настоящим в пользу грядущего. У грядущего нет настоящего. Мир многообразен, а вот шаблонов у системы очень мало. Вот в действительности система атакует. То есть что значит? Приходят мысли, приходят отвлечения всякие, буквально одно и то же. Они ведь шаблонны, правильно? Вот примеры практически. Вот это вот интерес. Да, совершенно верно. Вот когда люди делятся своим опытом, это, безусловно, обогащает. Обогащает определёнными пониманиями на нынешнем этапе духовного пути. Это даёт возможность узнать больше об уловках сознания, улучшить бдение в себе. Потому что ты здесь и сейчас на практике учишься и познаёшь свою истинную природу. Ты учишься чувствовать других людей, отделять зёрна от плевел, отделять правду, исходящую от глубинных чувств, от лжи своего сознания. И вот поэтому любой опыт — он только в пользу, как практическая возможность понять, что такое твоё сознание, кто есть ты, где есть иллюзии и образы твоим же сознанием надуманные, а где есть правда без масок системы. И что вообще глобально творится в мире, если не смотреть через призму сознания, а воспринимать целостно, от Духа? Да. И вот это понимание свободы — это самый первый шаг. По факту, по факту первое — осознание, что человек реально свободен в своём выборе — это первый шажок к Миру Духовному. Это тоже важно. Конечно. И тем более пользуемся возможностью, что не один я у тебя в студии, можно спросить и других ребят. Это то, с чем они сталкиваются, это общение с людьми, с чем сталкиваются люди. Это интересно. Да. И вот напомним нашим зрителям, точнее нашим слушателям, что за нашим столом по-прежнему находятся наши гости — это Володя и Андрей. Правда, они уже стали больше заинтересованными слушателями, чем участниками беседы. Ну вот хотелось бы, чтобы вы, Володя, Андрей, если это возможно, поделились основными моментами личного опыта. Вот с чем вам пришлось столкнуться на практике, вот что понять, что осознать, и работая в коллективах, и прежде всего с самим собой, и в целом. Вот что духовно обогащает человека, и что, на ваш взгляд, мешает человеку идти по духовному пути, вот исходя из вашего личного опыта? В принципе, ничего не мешает. Единственное, что я считаю, что человек должен получить Знания прежде всего для того, чтобы понять, что такое духовный путь, что такое этот мир и вообще, что мы здесь делаем, для чего мы здесь проявились. А дальше человек уже начинает двигаться. Он либо двигается по духовному пути, либо делает вид, что он двигается по духовному пути. Тут зависит от того, что человек принял для себя, какую цель поставил. Если цель он видит, значит он двигается. Может по пути отвлечься на уловки сознания. Собственно говоря, разные ситуации бывают. Кто-то может увидеть гордыню какую-то в себе, либо не проконтролировать этот момент. Тут разные ситуации бывают. Движение по духовному пути — это целенаправленное движение. Если человек понял, принял Знания, действительно их… Мало того, что он понял, он действительно их прожил, начинает жить этим, тогда он, в принципе, двигается серьёзно, спокойно, уверенно, не отвлекаясь на разные ловушки сознания и прочее. Я считаю так. Может Андрей поделится моментами? Таких моментов на сегодняшний день, слава Богу, много накопили. Один из таких видов препятствий — это утрата цели. То есть это когда человек в какой-то момент из-за того, что, скажем так, недостаточно работы над собой, позволяет своему сознанию доминировать. И сознание в этот момент подменяет цель. То есть на самом деле у сознания много желаний, да? Не знаю, там денег заработать, карьеру, там, сделать, я не знаю, там, семью. Кто-то хочет великим спортсменом стать, кто-то великим ученым. У сознания одно желание — кушать, а те желания оно навязывает Личность. Это способ кушать, один из способов… Манипуляции. Да, манипуляции. Но человек ведь сюда пришёл с одной целью — стать бессмертным. Обрести жизнь. Да, обрести жизнь. Часто бывают такие моменты, когда вот это понимание, оно как затирается, исчезает. И человек в какой-то момент начинает метаться. Он как корабль, который потерял навигацию. То есть он в море выплыл, а куда плыть — компас не работает. Знаешь, как там бывает? Магнит подложат под компас, и он крутится в разные стороны. Вроде бы и корабль есть, вроде и паруса дуют, а корабль просто по морю туда-сюда бегает, и пока не восстановится вот это вот понимание, какая цель. Конечно, вот происходят разные вещи. Что Андрей хочет сказать? Я переведу можно, чтобы было понимание? В действительности многие люди, вот испытав однажды, да, вот как после последней передачи с тобой, они ощутили, почувствовали, и появляется желание прийти к Богу. Они начинают понимать и чувствовать, что это правда, что есть мир больше, чем этот. И есть то, что за гранью нашего восприятия. И вот этот процесс стремления, он, как правило, короткий. Потому что сознание забивает, человек утрачивает цель, и даже вот ходят там в храмы свои, в своей церкви и тому подобное, они ходят и не забывают, зачем ходят. Они ходят пообщаться, они ходят для того, чтобы провести интересное время, но они забывают, зачем они приходят. Они забывают, что они идут туда для общения с Богом. То есть увлекаются где-то на пути вот этими предложениями… Сознание отвлекает от ума. Таким образом, да, и утрачивается понимание. Да. Вот и один из инструментов, с помощью которого сознание, скажем, Личность перенаправляет, да, курс её движения — это есть лень. То есть когда человек перестаёт духовно развиваться в какой-то момент, да, где-то там слабинку даёт, перестаёт, может быть, мысли контролировать, то есть допускает в себе какие-то желания, шаблоны, то сознание, оно набирает силу. То есть тут идёт вот серьёзное противостояние. Перетягивание канала. То есть вот как Иван Михайлович сказал о том, что сознание кушает, да, вот тут вопрос действительно становится, кто будет, извините за выражение, кушать. То есть будет кушать сознание и полностью доминировать над Личностью или всё-таки Личность, пополняя силами Аллата, будет держать сознание на крепкой привязи. И вот лень в этом смысле — это тоже один из инструментов сознания, когда человек ленится разбирать и понимать, как работает сознание. Вот простой пример, который вот часто вот на сегодняшний день есть, это когда люди приходят и говорят, «Вот у меня мысли такие, что я не успею, что я не могу». А простая рекомендация есть в этом смысле — возьми блокнотик и позаписывай, что тебе говорит сознание. И есть очень простой инструмент. Когда ты слышишь эти мысли и пишешь, моё сознание говорит и пишешь точно, что оно цитирует. Вот сознание говорит, «Я не могу попасть к Богу». Ну, по-моему, всё понятно. Но оно же не врёт. Но оно же не врёт, да. Оно не может попасть к Богу. То есть оно не врёт. И я говорю так, по-моему… Но только оно навязывает это же и Личности, которая может так и попасть. И вот тут момент, вот Юрий Михайлович правильно говорит, самый главный, что оно, скажем так, с больной головы перекладывает на здоровую. То есть оно в этот момент говорит Личности, что «я — это ты, и это у тебя не получается», то есть как бы у меня. И получается… А если знать этот, скажем… Это просто идёт цитирование мыслей от сознания. Ну да, это говорит и вещает сознание. А у сознания это никогда и не получится. Да. То есть вот мы можем говорить о сомнениях, мы можем говорить о неуверенности, мы можем говорить, что нет опыта. Но это всё порождение сознания. Почему? Вот люди говорят, что нет опыта. А кто мешает опыт приобретать? Лень. А кто порождает в человеке лень? Сознание. То есть сознание, если человек начинает его слушать, оно действительно, скажем, ведёт человека не туда. И, собственно говоря, никто человека за руки не держит. На самом деле ничего его не держит. Он полностью свободен в своём выборе. Но для того, чтобы сделать этот выбор правильный, нужно действительно знать между чем и чем выбирать. На самом деле настолько просто, настолько естественно. Люди перестают слушать голос в своей голове, а начинают думать о том, как помочь другому. Вот, как говорят, если ты чувствуешь, что тебе плохо, найди того, кому хуже и помоги ему, тебе будет станет легче. Раньше использовали немножко другую практику через дисциплину. Взаимоуважение. Хотя бы элементарно, понимание. Хотя бы на уровне сознания — понимание, но и придерживание этого. То есть сознание пытается навязать что-то, вот как голос в голове, да, артиста, а отказывает ему. Сознание говорит одно — это нет другое. И вот чувствование вот этого другого, оно тоже приводило именно к чувственному восприятию того, что у них общее. И таким путём тоже люди постигали. То есть во всех религиях это есть. Вот ещё интересный момент. Просто пути немножко вот разные. Да, и начинается с самодисциплины. Дальше то всё, когда люди в коллективе, они понимают, что когда каждый делает свою часть, это всё приводит к хорошему в общем коллективе. Ну вот ключевой момент, да. Всё начинается прежде всего с самодисциплины. И об этом говорили всегда и во все времена. То есть кого бы мы ни взяли… Вот кто действительно вот занимался, шёл, скажем, по пути, а не рассказывал об этом и не хвастался на каждом повороте. Всё начинается только с самой дисциплины. Только человек сам может прийти к Миру Духовному при действительно живучем желании. И самое интересное, что мы перебили Андрюшу, это не честно. Всё нормально. Просто я… Так интересно… Вот я тоже вот… Живой такой момент, я просто его озвучил… Там, не знаю, вырежете, не вырежете… Очень интересно. На чувственном уровне я осознал, что я вот говорю вещи правильные, но волна не та. Вот так интересно. То есть я вроде бы говорю правильные вещи и правильно… Ну то есть шаблоны сознания, всё… Но я чувствую, что оно как-то так «фух» и на другую волну переходит. И как-то так интересно это всё. То есть есть общий поток. А вот то, что я говорю в этом потоке, то есть оно как будто бы как… Это точно не правильно. Я понял. Нет, ну можно, конечно, дальше, но просто… Чтобы оно не сбивало… Ну то есть, знаете, вот это идёт, оно… Я понял. Ну это здесь нет места. Действительно, сознание, оно не понимает, оно не может понять. Оно настроено только на получение знаний трёхмерного мира. Всё. А то, что лежит за пределами трёхмерности, сознание не способно понять. И ещё вопрос. Вот когда человек начинает понять, что такое духовность… Для человека это может быть культура, может быть какими-то традициями. На самом деле, чтобы понять, что такое дух, что такое материя, разграничить их. И вот понять, что же это такое, что такое глубинные чувства. То есть, духовность – это всё-таки, прежде всего, понимание, что есть мир материальный, есть мир духовный. Есть мир глубинных чувств. То, что человек способен понять, прочувствовать и, в конце концов, стать жителем того мира. Это несложно на самом деле. Тут только приложить своё собственное понимание и действительно терпение, настойчивость. Тогда человек это всё понимает, это всё естественно. Ну, Володя, согласись, приложить собственное понимание. Зачастую сознание именно этим и пользуется в головах людей, создавая путаницу. И ты знаешь эти примеры? Духовность – это жизнь Духом здесь и сейчас. А сознание, как противник всего духовного, всегда незаметно пытается приложить какое-то своё собственное понимание к духовным знаниям. Вот Игорь Михайлович как-то упоминал восточное выражение. Либо человек, он принимает истину, как она есть, и изменяет себя в соответствии с ней. Ну, либо он изменяет истину в угоду своим низменным страстям, делая её ложью. И в результате люди искажают знания. Да, это очень часто такое бывает. Вообще-то, как-то по опыту, самое естественное состояние человека – это состояние счастья. Ну, некомфортно жить в этих каких-то житейских обыденных ссорах, склоках. Ну, некрасиво это, некомфортно. А самое естественное – это нормальные человеческие отношения, добрые, добрососедские. Это понимание того, что другой человек такой же, как и я. В нём такая же душа есть, как и у меня. Ну, собственно говоря, нам делить-то нечего. Вот это понимание того, что весь мир единый, он единый в Духе, а материя сознания делит. Володя, а можно вот поконкретнее на личных примерах духовного становления? Вот с позиции уже практики, когда я знаю, что я выбираю. Вот наконец-то! Это уже не теория, которую я прочитал в книгах. Это уже не теория, которую я собрал на всех занятиях, которую я переслушал в записях программ. Вот поделись, пожалуйста, своим практическим опытом. Для меня начало именно стало ключевым, наверное, моментом то, что видел пример перед собой. Это первое, потому что видел, как люди могут собой владеть, выходить из разных ситуаций. И были примеры, как можно поступать в жизни. И примеры одни, примеры другие. Начал задавать себе вопрос, а как я могу реагировать? То есть вот конкретная ситуация. Ну, самое первое, начал наблюдать, а почему я так реагирую на людей? У меня яркий пример был один. Ну, как-то патологически не люблю пьяных. Ну, и как-то в одном из автобусов еду, а автобус такой более-менее наполненный, заходит человек, который выпивший. Ну, первое чувство такое – непринятие. Этот человек улыбнулся, начинает цитировать стихи. Мне это было шоком. Он делал такие вещи, он рассказывал с таким чувством. Это было поразительно. Я понял, что я совершенно по-другому должен думать, хотя бы реагировать на этого человека. Потому что вот в нём я увидел человека настоящего, не того, как я думал о нём. То есть во мне, оказывается, есть тот, кто думает плохо, но он думает совершенно неправильно. Он не оценивает человека таким, как он есть, а видит только картинку перед собой. Вот он цитировал где-то минут, наверное, двадцать, пока мы ехали в автобусе. Он не прекращал, это было с чувством, это была поэма. Я понял, подожди, я-то такого пока не умею, у меня это не настолько интеллект развит. Оказывается, у человека есть что-то глубокое, то, что его волнует, и он это может передать. Вопрос, почему я реагирую вот так, а не вижу настоящую картинку. Я начал искать, начал, собственно говоря, искал в разных направлениях, и в религиозных, и везде. А потом начал заниматься восточными единоборствами, встретил людей, которые умеют владеть собой. Ну и с этого началось мое понимание, куда же двигаться, и как с этим работать. Ну и потом наши диалоги о разных поведенческих мотивах, о том, как можно реагировать, что такое вообще человек, как он, из чего он состоит, почему он так реагирует, что такое сознание. Это стало для меня пунктом, то, что нужно изучать. То есть я пошел, начал рыться в библиотеках, где-то знакомиться с йогой, с психологией. Вот. Потом все это на себе же проверять начали. Потому что вот она жизнь, вот когда в жизни применяется знание, тогда ты понимаешь, что это работает, это настоящее, и с этим можно работать. Тех грабель, на которые наступал, было очень много. Тоже элементарное непонимание своей природы. Ошибок действительно было много. Когда в себе не отследил момента зависти в свое время, вот, и хотелось какого-то материального благосостояния. Ну, естественно, попал в ситуацию, в которой вынужден был, ну, реализовывать то, что, как говорится, все ошибки, которые только могли быть. Любая ситуация – это опыт. Надо в себе разобраться. То есть вот с этого, собственно, это первое мое осознание, что принять ответственность на себя и за свою жизнь, и за свое духовное развитие. Начал работать с медитациями, с духовными практиками. И вот здесь я понял, где я могу найти вот это состояние покоя, вот это состояние внутреннего какого-то счастья, в котором ничего больше не нужно. Не нужно не стремиться к какому-то достижению, оно уже есть. Есть внутреннее состояние покоя, есть внутреннее состояние какого-то душевного подъема. И вот это я нашел в практиках. Все, дальше я просто с этим начал работать. Это стало моим внутренним состоянием. Постепенно были еще падения, были подъемы, но это уже стало вот той путеводной звездой, ниточкой, за которой вот ухватился, вспомнил, что да, это есть. Получил какой-то опыт. Вот дало мне возможность изучать эту науку более глубоко. Собственно, вот это то, что мне лично помогло. Когда я увидел, что этого можно достигать самостоятельно, пожалуйста, это оказалось несложно. Нужно просто к этому приложить какое-то внутреннее намерение. Это не желание, а скорее намерение. И вот совершенно спокойно с этим работать. А дальше уже, когда появились вот такие моменты, которые в жизни уже можно было совершенно спокойно решать, из позиции спокойствия уже видно, откуда приходит ситуация, где я вложил внимание, почему так ситуация развернулась, где сработал какой-то мой шаблон. И все стало нормально разрешаться. То есть ситуации начали выравниваться. И отношения с людьми уже стали видны. Где они начинаются, как их лучше провести, как лучше повзаимодействовать, отношения с людьми стали выравниваться. Все, это стало началом, так сказать, моего становления на этом пути. Хорошо, спасибо. Андрей, а вот у тебя. Поделись, пожалуйста, своим практическим опытом. Да, действительно, такой опыт есть. И когда я столкнулся со Знаниями, я понял, что я не знал о своей двойственной природе. Я не понимал, что во мне есть два начала, которые, скажем так, борются за моё внимание. И вот этот момент как раз стал и ключевым. Я начал заниматься исследованием одного начала и другого, то есть Животного начала и Духовного начала. Или, скажем, доброй силы во мне, злой силы во мне. То есть что во мне побуждает к активации этих сил, то есть как они работают, почему я там злюсь иногда, а иногда не злюсь. А можно, пожалуйста, на каких-то Личных примерах, на опыте, который будет полезен и другим людям? Вот я сейчас сижу, пытаюсь вспомнить. Вроде бы много чего было, но то, что сейчас вот так вот всплывает… Я буду говорить как есть. То есть самое большее, что меня на этот путь сподвигло, это всё-таки Желание Жить. Когда уже я начинал, скажем так, серьёзно заниматься, те моменты, которые случались в Жизне, скажем так, в невидимом мире, эти ситуации мне добавляли понимания и остроты, что человеческая Жизнь с одной стороны вроде бы простая, а с другой стороны очень сложная и очень ценная. Почему? Потому что в ней надо быть очень и очень аккуратным. Один неверный шаг может привести к необратимым последствиям. Первая ошибка, это у меня тоже такая ошибка была, сразу возникает в голове мысль о том, что для того, чтобы духовно разбиваться, нужно оставить работу, нужно оставить тот социальный уклад, в котором находишься, нужно уехать куда-то в горы или в лес с отшельником и заниматься духовным развитием. Это огромная ошибка, с которой я тоже столкнулся. Почему? Потому что эти мысли приходят от сознания. Они человека, наоборот, стараются убрать из той среды, где он будет наиболее полезен и его развитие будет наиболее эффективным. Ведь в лесу нет людей, с которыми, скажем, нам некомфортно, и мы не сможем выяснить, а почему некомфортно. Мы не сможем… А ведь люди для нас являются зеркалами. Правильно? То есть если человек меня раздражает, скажем, в каком-то моменте, то прежде всего это есть во мне. То есть это непроработанные какие-то вещи во мне. В лесу я таких зеркал не вижу. Занимаюсь уже практиками, понимая, что, скажем, этот мир агрессивно настроен к людям, которые это делают, и вообще к людям. Этот мир хочет людей разделить, чтобы они были в ссоре. И вот недавно была такая ситуация интересная. После ночной медитации как-то приехал, общаюсь с ребятами, и чувствую, что у меня внутри такое состояние, как мне дали что-то ценное, но оно как бы ещё не во мне. То есть оно возле меня. И начинает интересные ситуации происходить. Я встречаю первого человека, и он сходу задаёт мне такой вопрос, то есть даже не вопрос, а, скажем, даёт мне определённое руководство к действию в такой достаточно агрессивной эмоциональной форме. Я так, ну как бы так, спокойно думаю. И так я себе ещё вопрос думаю, а задаёт, что происходит? Ну то есть как бы, а почему человек так агрессивно ко мне как-то так настроен? И он мне говорит, вот, ты там должен это сделать, там это. Я так думаю, интересный какой-то такой диалог такой какой-то. Не диалог, а монолог, вернее, такой какой-то. Я так да-да-да, я сам ухожу и понимаю, что внутри меня начинают какие-то колебания происходить, такие не совсем хорошие. И я понимаю, что то ценное, что я получил, оно сейчас может, ну скажем, от меня отойти. Следующий этап — я ухожу, я понимаю, что не надо сейчас общаться с этим человеком, надо, скажем, ни в коем случае не выходить на эмоцию, то есть ни в коем случае не рассказывать ему о том, что он там эмоционально. Я ухожу, ухожу. Но тут подбегает совершенно другой человек, заглядывает в глаза и спрашивает, у тебя, говорит, всё нормально? И я так стою, говорю, да, нормально. И так отхожу, отхожу, отхожу. Думаю, так, надо уезжать, потому что понимаешь, что я на такой грани. И я, с одной стороны, вроде понимаю всё, но чувствую, что могу проиграть, а поэтому как бы не хочется в браваду играть. Это, кстати, один из шаблонов, потому что вот типа я тут всё могу, я там молодец. Я понимаю, что лучше уехать. Я сажусь в машину, отъезжаю от места. Тут мне звонок по телефону. Доставка воды. Говорит, а это вы воду заказывали? Я говорю, я воды не заказывал. У меня сразу приходит мысль, кто заказал эту воду. Я звоню человеку, говорю, слушай, ты воду заказывал? Говорит, да, я воду заказывал. Я говорю, а я уже уехал? Я говорю, а ты понимаешь, что там уже никого нет? Кто её примет? А я действительно уехал. Он говорит, ну, а я где? Он говорит, а я на семинаре. И тут я понимаю, на внутреннем уровне я понимаю, что мне в руки, это условно опять же, как будто мне дают заряженный пистолет. То есть говорят, вот ты сейчас можешь этому человеку… Предложили раздражение какое-то, попозлиться. Да. И ты можешь ему высказать как бы сейчас, как он так мог, что он воду заказал, сам уехал, никого не предупредил и всё такое. И я понимаю, что вот система мне в руки дала просто оружие, а мне надо только нажать курок. И я понимаю, что вот эта вся сила хорошая, сейчас просто в этого человека пойдёт. Я такой, да. Говорю, ну хорошо, разберёмся. И то есть я сам понимаю, что не надо этого делать, то есть ничего ему говорить. Я говорю, разберёмся, ничего, всё нормально, выпутаемся. И звонят мне уже с доставки воды, и я как бы начинаю перед ними извиняться. То есть я говорю, ребята, извините, пожалуйста, мы тут забыли, уехали. Вроде бы я и прав, да, и вроде бы эта ситуация, она ко мне не имеет прямого отношения. И у меня есть по логике сознания все аргументы, чтобы, скажем, человеку высказать и объяснить людям, что я воду не заказывал и вообще, что они мне звонят. Ну то есть, да. Но я попросил прощения, говорю, вот извините, вот есть телефончик человека, который этим занимается, пожалуйста, с ним разговаривайте, он там всё сделает. И я чувствую, как в какой-то момент вот эта благость, которая была вокруг меня, она как в меня вошла. То есть вот это всё время, несколько часов, была игра за вот эту внутреннюю силу. То есть потрачу я её на гордыню, ведь по сути это гордыня. То есть в каком плане гордыня? Что человек на меня, скажем, эмоционально со мной разговаривает, да? А вот отреагировать или нет, да? То есть ответить ему в ответ, сказать ему, что извини, что ты так со мной разговариваешь, да? Или просто мягко уйти промолчать. И вот это вот такие вещи, они, скажем, мучают. Это маленькие обучалки, с помощью которых ты понимаешь, что такое вот эта вот действительно, скажем, внутренняя сила и как она работает, и как система в эти моменты работает, какими способами. Но практически всегда она играет на гордыне. То есть в какой-то момент я начал осознавать ценность вот как сил Аллата, да? Вот ценность сил, необходимые для Личности, для его духовного роста. Человек, он способен чувствовать вхождение сил в себя. То есть ему дана такая способность. И вот как раз опыт, многолетний опыт соприкосновения с сознанием и опыт определённых степеней духовной свободы, он позволяет сделать этот выбор. То есть я понимаю, что если я сейчас, скажем, поступлю по шаблонам сознания, я потеряю ту силу, которая поможет мне быть выше сознания, скажем, да? Или, скажем, быть… Более живым. Более живым, да. И вот это вот состояние и понимание, что такое быть живым, а что такое быть в рабстве у сознания мёртвым, то есть как раз оно и есть вот этим вот стимулом, который позволяет принять решение. То есть, грубо говоря, мне предлагают отстоять эго сознания с помощью моей жизненной силы. Но я на это не согласен. Ну это, конечно, хорошо, но тут вопрос в другом, потому что в данном случае пусковым механизмом как раз являлась мысль от вторичного сознания, что со мной не согласовали. Вот когда ты участник вот этих иллюзорных игр сознания, вот этого боя между первичным и вторичным сознанием, боя за корону, то, к сожалению, ты как Личность не видишь, что в действительности происходит. Потому что в этой ситуации всё же гораздо проще. Сознание, да, оно любит из мухи делать слона, оно любит раздувать ситуацию. Вот из ничего делать какое-то эмоциональное событие. И на самом деле в данном случае оглашено гораздо больше шаблонов сознания, чем сделано выводов. Опять же, это же внутренняя свобода, понимание, что я могу выбирать так или иначе, выбирать какой-то способ действия. Тогда это помогает очень сильно. А это, прежде всего, знание и опыт, когда начинаешь с этим работать. Такие вещи очень часто бывают. Всегда есть какой-то момент, когда мы делаем выбор. Он всегда есть. Только чаще всего человек пропускает этот момент и действует по шаблону. Понимание того, что можем вовремя себя остановить в любой ситуации, вовремя принять какое-то адекватное решение. Даёт возможность нам контактировать с любым человеком, нормально разрешать любую ситуацию, даже конфликтную. В тему того, что Игорь Михайлович говорит, как раз и лень, и недоскональное знание системы приводит к тому, что люди начинают желать того, чего желать нельзя. Система не спит, и она работает через ближних. То есть я хотел сказать, что один из способов, когда нарушаются какие-то взаимоотношения с людьми, то первое — не обвинять человека ни в коем случае. Даже если ты, скажем, неважно, прав, неправ, то есть хотя бы в мыслях попросить у него прощения. Ведь мы в мыслях с ним что делаем с помощью сознания? Спорим и доказываем свою правоту, что мы правы якобы, а кто-то неправ или обижаемся. Это, во-первых, привычка и недостаток опыта. Опыт и внимание. Внимание к самому себе. Работая над собой, я когда-то принял за правило, что я в голове ни с кем не разговариваю. То есть вы знаете, да, ситуации часто, когда произошла с человеком какая-то, скажем, ситуация, может быть, конфликт, может, ещё какая-то, и мы в голове с этим человеком разговариваем. То есть мы ему что-то доказываем или просто вот с нами что-то произошло хорошее, и мы в голове кому-то чего-то там моделируем, как мы придём и рассказываем. Это делать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что внутри себя, в голове, мы в диалог вступаем, извините, с нашим сознанием. Нашему сознанию это очень интересно. Почему? Потому что часто такие диалоги с сознанием, они происходят в эмоциональной сфере. Эмоции — это проводник животного. То есть мы свою силу, необходимую для духовного развития, мы её перенаправляем, скажем, отдаём сознанию. То есть мы таким образом кормим сознание. То есть мы усиливаем того, кто нас потом будет и порабощать. В частые случаи распространённые в практиках там «у меня не получается духовная практика». Это сейчас сознание говорит о себе. Но это так и есть. Но оно делает подмену, это говорит как бы от Личности. То есть если человек забывает, что он думать не умеет и голос в голове ему не принадлежит, то это он всё принимает как своё и начинает в эти слова вкладывать силу своего внимания. Ну смотрите, тут для того, чтобы это понять, во-первых, нужно начать, извините, банально изучать её, то есть просто отслеживать её. Для этого, в принципе, нужен всё-навсего блокнот и ручка. На сегодняшний день мы понимаем, что Личность человеческая думать не умеет, и она не умеет испытывать эмоции. Личность только чувствует. То есть Личность не может ни злиться, ни обижаться, ни завидовать. Она чувствует. Принимая этот факт во внимание, очень легко с этим работать. Блокнот, ручка и просто-напросто записываем те мысли, которые мы наблюдаем у себя в голове. То есть наше сознание очень сильно любит предполагать. Вот, допустим, простой пример. Общаемся, человек как-то посмотрел, скажем так, и кому-то во мне показалось, что он на меня обиделся. И сознание что говорит? «Вот, он на тебя обиделся, потому что там и начинает придумывать, почему, по какому поводу». Я беру блокнотик и пишу. «Вот, мне сознание говорит, что человек на меня обиделся потому-то, потому-то». Подхожу к этому человеку и говорю, «Извони, пожалуйста, вот такая ситуация, скажи, пожалуйста, так…» Он рассказывает совершенно противоположные вещи, что это вообще и ко мне не относится, и это у него какие-то моменты, которые… Но в этот момент, я, скажем, упустив бдительность, позволил своему сознанию выдвигать эти предположения. И таких вещей насобиралась на сегодняшний день масса. То есть это и по поводу практик. Вот у тебя там практики… Как это ты взял и проверил. Да, то есть обязательно проверять. То есть момент, почему катарсис, и нужно общаться и рассказывать то, что внутри происходит. Потому что так мы сможем узнать правду. То есть сознание любит додумывать, кто что думает, кто что делает. И оно как бы человеку, Личности, постоянно эти теории выдвигает. И из-за этого у человека, из-за того, что он начинает к этому прислушиваться, скажем, у него начинается в жизни очень много проблем, потому что он руководствуется домыслами и предположениями. Очень интересные моменты происходят. Почему? Наступает облегчение. То есть первое, что происходит… Во-первых, вот этот голос в голове и диалог, он сразу прекращается моментально. То есть ситуации разрешаются мирно, и приходит новое понимание. Приходит понимание того, что ещё есть влияние на того человека. То есть фактически зачастую эти беседы, диалоги в голове происходят не только у меня, но и у того, с кем ты это делаешь. Почему? Потому что если есть какие-то, скажем, тайные ненаговорённости между людьми или, скажем так, люди не открываются в плане того, что им говорит животное, они попадают вот в эти вот закольцовки и ловушки. То есть им система навязывает одни и те же мысли, направленные на разъединение друг с другом. Ведь задача, самая главная системы — это разъединить людей. А разъединяет она с помощью мыслей, то есть она в мыслях нас настраивает друг против друга. Чтобы этого не было, просто-напросто нужно вопреки всему объединяться. То есть что бы ни было. А чтобы это объединение было более простым, душевным и лёгким, нужно обличать мысли животного начала в себе. Вот и в статьях тех, что были написаны, и в книгах написано, «Сила системы в тайной действии, в том, что её не видно». Да. И замечая вот этот диалог в голове или какой-то момент желания внутри себя, кому-то что-то рассказать, просто прекращал его. Просто говорил себе «Стоп, всё, я не общаюсь». Либо очень хороший способ, если это ваш знакомый, это, конечно, один из самых лучших способов — позвонить. Человеку сказать, «Ты знаешь, я сейчас с тобой в голове разговариваю и рассказываю тебе то-то, то-то, то-то». Или «Я сейчас в голове с тобой спорю по такому-то вопросу». Вот эти вот ссоры начинаются прежде всего внутри, а потом это выплёскивается наружу. Если не позволил этому развернуться конфликт ни у себя в голове, ни снаружи, всё, решилось миром, никаких конфликтов нет. Один из таких примеров хочу привести, кстати, таких забавных достаточно. У нас, скажем, многонациональное движение, и у нас есть люди разной национальности. Так вот, в этом смысле произошёл такой забавный как-то случай. У нас есть человек, представитель кавказских народов, скажем так. Мы общались, общались, и в какой-то момент я замечаю в себе странную реакцию на его какие-то действия. То есть он вдруг меня начинает раздражать. Кому-то во мне не нравится, как он себя ведёт, как он что-то… И я понимаю, что такое быть не должно. Встречаюсь с ним, говорю, «Слушай, извините, пожалуйста, можно я тебе на минуточку…» «Надо поговорить». Я говорю, «Ты понимаешь, что моему животному не нравится, что ты вот так вот делаешь, вот так вот, вот так вот как-то…» Я говорю, «Я не понимаю, почему это, я не знаю». Он на меня так смотрит, такими глазами остановился, говорит, «Ты знаешь, мне уже три дня животное говорит, что ты не любишь представителей кавказской национальности». Вы представляете? У меня даже мыслей таких не было. То есть мне оно, скажем, с позиции моих шаблонов, моих каких-то гордыни… А ему рассказывают, что я почему-то стал, скажем так, как-то к нему относиться не по-доброму из-за того, что он представитель другой национальности. Мы когда поговорили об этом, мы, конечно, посмеялись… Я говорю, «Извини меня, пожалуйста, может, я что-то не так делаю?» Я говорю, «Я не хочу с тобой ни ссориться, ни ругаться, я хочу сдружить, я понимаю, что это система, что она хочет нас разъединить, что мы вот должны с тобой поругаться и всё остальное». Вот мы так и поговорили, после этого вообще даже мыслей не поворачивалось в сторону вот этих вот, скажем, каких-то обид. Ну не то, что обид, каких-то взаимных претензий. А почему? Потому что в тот момент я понял, что, когда я пришёл и попросил прощения, казалось бы, не за что. То есть система не ожидала, что будет такой поворот событий. То есть она думала, что наоборот будет проявление опять гордыни, каких-то мужского соперничества какого-то, ну система любит на этом играть. Альфа-доминация у мужчин, также у женщин, то есть такие вот вещи. Но вот это вот диалог открытый и искреннее желание не поддакивать системе, то есть искреннее желание её не поддерживать. Большая система, по крайней мере, на сегодняшний момент даже не пыталась эти мысли подбрасывать. То есть и произошло такое единение. То есть он не работал. Поэтому смысла нет задействовать тот же самый механизм, который не работает. Только мы это заметили, всё, в системе нет подпитки. Человек не отдаёт. Либо и с юмором разрешил, либо вот по взаимодействию с человеком разрешили всё. То есть не удалось. Раз, всё, система отступила. Когда выключается сознание, ну где-то начинает оценочку подбрасывать. Вот этот не такой, а вот этот неправильно делает. А вот тот какой-то вообще он глупый или ещё что-нибудь. Потихоньку, ну мягенько, как вкрачево такой, как змей под колодной заползает. И так постепенно вот этот вектор уводит. Тупик, уперся человек и начинает бояться, что случилось. Почему нет радости? Начинается поиск виновного. И это снежный ком, который человека закрывает. Но внутри-то он Личность. Внутри у него есть душа. Внутри у него есть чувства. Они никуда не делись. Надо просто чутко дать себе так, стоп. Всё, у меня чувства есть. Никуда они не делись. Мне в духовный мир радость всегда есть. То есть чётко дать себе установку, дать себе всё. Я не слушаю голос своего в голове. Я никого не оцениваю. Никуда не стремлюсь, кроме как вот у меня один вектор. Вектор духовный. Всё, и сознание отступает. Отпускает свои тиски. Пока человеческое тело живо, пока мы ещё здесь, мы можем всё изменить. Есть один из показателей того, что человек двигается действительно по духовному пути. Это состояние покоя, состояние внутренней свободы. Первое — восстанавливаются отношения со всеми. Потому что тебе уже не нужно доминировать. Ты понимаешь, что такое сознание. Ты перестаёшь людьми манипулировать. Естественно, понимаешь, когда в мою сторону, допустим, идёт тоже какая-то манипуляция, мне её просто неинтересно. Я просто обхожу этот острый угол. Как-то конфликт залаживается, всё. Как-то оно всё по-доброму решается. В этом плане очень интересный тоже есть пример. Как-то на занятиях мы договорились с участниками группы проработать шаблон манипуляций. Мы договорились, что никто не будет другому вообще не то, что в семье, а вообще давать человеку советы, когда он не спрашивает. И всё, что человек может сделать сам, он будет делать сам, не прося другого ему помочь. Отношения поменялись кардинально. А что, по вашему мнению, содействует объединению людей, исходя из вашего личного опыта? Ну, по моему мнению, что способствует объединение людей — это прежде всего люди встречаются, у них какие-то общие интересы есть, интересы познания, интересы что-то сделать вместе, какое-то доброе дело на благо других людей, чтобы помочь кому-то. Когда приходит вот это состояние покоя, состояние того, что мы можем комфортно общаться между собой, это тоже даёт ощущение единства. Да люди не должны просто слушать своё сознание. Ситуация, смотрите, она фрактальна. Вот так как сознание нас пытается разделить в наших же мыслях, так же оно нас пытается разделить, скажем, уже не в голове, а вот в общении, в коллективах. Каким образом? По той же схеме. Разделяй и властвуй. То есть зачастую люди, которые пропагандируют вот такие идеи, что вот туда иди, туда не иди, с теми общайся, а с теми не общайся, это банально они слушают своё сознание, которое устанавливает те же программы. То есть оно — разъединение. Вместо того, чтобы, если даже, скажем, кому-то что-то не нравится или кого-то что-то не устраивает, а кого не устраивает, всегда что-то не устраивает сознание. То есть вместо того, чтобы прийти просто и обсудить какие-то острые моменты и действительно обличить мысли от сознания, люди зачастую слушают его и несут эти идеи в массы. Но, скажем, духовно развивающемуся человеку это не повредит. Почему? Потому что он поймёт, что это просто работа системы. Просто так как система работает в нём внутри, пытаясь его разделить с другими людьми, так же система работает и в коллективах, пытаясь разделить группы людей уже, идущих в одном направлении. Точно так же на сегодняшний день система разделила, вот вы сами знаете, и религии, и всё остальное. То есть когда одно зерно знаний было посеяно, и сейчас оно, скажем так, дало всходы якобы в разных направлениях, хотя это всё одно. Так же точно разделяют. Ведь желание власти и опять же тайна власти приводят к тому, что люди пропагандируют вот эти вот идеи. Поэтому тут ничего удивительного нет. Это естественный процесс, это естественные законы системы. Только для людей, духовно развивающихся, это неприемлемо. Вот что единственное. То есть человек, духовно развивающийся, наоборот, стремится к единству, к объединению, к любви, к братству. Ведь нам же делить нечего. Ведь вы спрашивали, задавали вопрос, что людей объединяет. Это моё мнение с моего, скажем, личного опыта. Людей объединяет один очень важный момент — это стремление выжить. Выжить не только в материальном смысле, а выжить духовно. Понимаете, мы столкнулись с самым сильным врагом, который есть у нас, я имею в виду человечество. Это система животного разума. И победить эту систему мы сможем только объединившись. Часто этим же законом пользуются и, скажем, сильные миры, более всего, сталкивая народы друг против друга. Почему? Они берут идею внешнего врага, ориентируют определённое население на то, что есть внешний враг, и это людей сплочает. Это хорошее качество, когда люди сплочаются против какой-то агрессии и опасности. Но дело в том, что не тот агрессор, не та опасность. То есть опасность, на самом деле, совершенно верно, невидимая. То есть не того врага показывают. Показывают, что враг в другом человеке, в его индивидуе, а на самом деле враг внутри нас. А глобально — это система. И вот если люди объединятся в стремлении выжить и познать духовный мир и, извините, в конце концов, обрести это ни много ни мало бессмертие, а ведь в коллективе это же легче делать, это же сила удесятеряется, это же просто процесс, изучение той же системы. Вот мы с вами сидим туда, у нас несколько человек, у каждого свой опыт. Вот мы поделились, мы уже друг друга обогатили опытом, мы уже можем не проходить каждую какую-то ситуацию. Опять же, выполняя духовные практики в коллективе, мы чувствуем наполнение. Есть разница, когда ты один делаешь и когда ты этим занимаешься в коллективе. Эта разница огромна. Вот этот момент, он очень важен на сегодняшний день. И если люди действительно поймут, осознают, какая у них цель, им объединиться будет очень легко. Тогда вот действительно, как в книгах написано, что когда человек изучает систему, понимает её законы, понимает, что есть бессмертие, понимает, что этот мир — иллюзия, для него жизнь в этом мире становится просто интересной и увлекательной игрой. И он уже, как говорится, в свободе идёт к свободе. То есть он спокойно развивается, ему интересно очень, ему всё приносит удовольствие, радость, у него нет проблем, нет врагов. А вот как изменилась ваша жизнь после ознакомления со Знаниями АЛЛАТРА? Полностью меняет всю жизнь. Жить же так намного интереснее, комфортнее, когда понимаешь, куда ты двигаешься и зачем. Понимание вообще в сути процессов, которые происходят вокруг. Понимание других людей. Когда человека понимаешь, даже с позиции знаний обретённых, уже понимаешь, почему человек так поступает, что в нём сейчас проявляется. Намного проще его простить, понять, взаимодействовать так, чтобы ему стало легче. То есть уйти от конфликтов, понять вообще всё, что происходит. Внутреннее состояние своё познать. Есть такое выражение – жить в духе. Так это и есть жить в радости, жить в счастье, во взаимодействии с другими людьми. Так жить намного интереснее. Но я вообще не представляю, как бы я мог жить в конфликтах каких-то сорок. Ну что это за жизнь такая? Не похоже на нормальную человеческую. Нормальная человеческая жизнь – это когда мы все вместе что-то делаем, как-то взаимодействуем, в конце концов понимаем, есть духовный мир. Есть вот это глубинное опознание счастья, есть настоящая жизнь. Так это и есть то, что человек приобретает, и что я лично для себя понял и принял такую жизнь, как естественно. Понимаю, что закончится эта жизнь материального тела, оно просто отойдёт, и я пойду дальше. Всё это даёт цель жизни. Обычно вот когда мы наблюдаем в жизни почему-то у людей потухшие глаза, особенно у пожилых людей это страх от незнания, что будет дальше. Жизнь, когда ты знаешь, что она закончится, и страшный человек, который не имеет цели. Какая-то жизнь, когда он знает, что всё заканчивается, он смотрит в зеркало, ему страшно, что он меняется, появляются морщинки, появляется какая-то физическая усталость, он уже не может делать то, что делал раньше, начинает бояться вообще, что происходит. Потому что страх смерти он перекрывает всё, даже перекрывает те ещё годы, месяцы жизни, которые человеку остались. Он понимает, что жизнь подходит, жизнь тела подходит к концу, но у него страшно, потому что он не знает, что дальше. Но изучая себя и познавая науку, понимаешь, что жизнь-то не заканчивается. Жизнь только начинается, когда тело перестаёт существовать. Но эту жизнь нужно найти здесь. Границ в познании нет. То есть когда ты занимаешься духовными практиками, и, скажем, получается оторваться от тела, и ты чувствуешь, что это такое, когда ты не привязан к телу, а потом назад возвращаешься как в костюм, который жмёт, давит и душит, и к этой невидимой плите над головой под названием сознание, то страха, перехода нет. Потому что там понимаешь, что этого всего нет. То есть там нет бесконечных проблем с телом, бесконечное противостояние сознанию и так далее и тому подобное. То есть переход идёт в лучшее. Но опять же над этим надо работать, надо получать личный опыт. Иначе для человека это будут просто слова. Про себя скажу, что жизнь поменялась, меняется. И я так понимаю, это ещё и не предел. Потому что, действительно, тот уклад жизни, который был до Знаний, «АллатРа», когда я с ним столкнулся и сейчас, оно всё выстраивается, как Володя сказал, всё вокруг цели. Цель — это тот локомотив, двигаясь по этой цели, который стягивает все жизненные обстоятельства и всё под эту цель. Почему? Потому что на самом деле духовно развиваться ничего не мешает. Для меня уникальность «АллатРа» в том, что эта книга, если так можно выразиться, не заканчивается. То есть это бесконечная книга, в которой заложено очень много Знаний. А ещё что лично меня привлекает, там заложена очень, скажем так, хорошая и глубокая энергетика. То есть, знаете, как говорят «между строк». То есть то, что там изложено между строк, оно, мой внутренний мир, заставляет раскрываться максимально. И я как-то уже говорил об этом, что один из способов, скажем, быть в Духе и поддерживать себя в состоянии таком, скажем, возвышенно духовном — это чтение «АллатРа». то есть мало того, что обогащаясь Знаниями, ну как скажем, для сознания, то есть какими-то фактами и так далее и тому подобное, ещё очень хорошо настраиваешься на ту волну, которая там невидимо заложена. Это, в принципе, волна и в программах есть, и в книгах Анастасии Новых. Мне кажется, и самое главное, что «АллатРа» для меня — это ключик жизни. То есть это вот ключ, с помощью которого человек может из обыкновенного смертного существа перейти, действительно стать бессмертным. Там полностью есть ключи. И я вам так скажу, что на сегодняшний день я уже сбился со счёта, сколько раз я её прочитал. То есть уже за, наверное, двадцать раз прошло, и я читаю, и каждый раз новое. Ведь как во второй программе Игорь Михайлович сказал, что смотря какими глазами ты смотришь и какими ушами ты слушаешь, да? То есть чем ты читаешь? То есть буквально на сегодняшний день в этой книге пришло у меня понимание, что важна каждая буква. То есть буквально какой-то акцентик, поставленные три точки открывают безмерную глубину. Вот какое-то безмолвное понимание того, что за этим лежит. И это, конечно, удивительно. И я вам так скажу, что на сегодняшний день я не могу без этого. То есть это как мы тело питаем, только вот это то, что питает Дух. А Дух всё-таки питать, как мы уже понимаем, на сегодняшний день намного важнее, чем питание тела. Личный опыт самый ценный. Развитие Личности только тогда происходит, когда Личность принимает в этом активное участие. Вот когда это есть, а Личность растёт и развивается только тогда, когда получает чувственный опыт. То есть человек рождается духовно. Хочется добавить про себя, скажу, работы ещё много над собой на самом деле. И гордыня ещё не мертва, но, скажем, стало уже очень и очень интересно. Потому что раньше, да, есть какие-то непонимания, колебания какие-то. Сейчас уже просто идёт как шлифовка, наработка опыта. То есть это уже действительно интересно. Приходит понимание… Опять же мы с вами разговаривали по поводу Аллата. Это для меня тоже в один момент стало очень глубоким пониманием. Ведь мы, на самом деле, человек… К сожалению, это у нас общество такое, оно привыкло оценить материальные ценности, но не привыкло оценить духовные ценности. Духовные не в плане каких-то произведений искусства, икон, храмов и каких-то ритуальных построек, а в плане духовности, в плане вот этих сил, которые дают действительно освобождение Личности. Ведь, по сути, мы здесь с вами находимся, чтобы научиться правильно распоряжаться своим вниманием и направлять силы Аллата туда, куда надо. То есть это на своё духовное освобождение. А система как раз делает всё, чтобы мы эту силу потратили на всё внешнее. И человек стоит на этой грани, то есть он учится. Опять же, у него есть опыт чувственных состояний, когда он в духе и когда он не в духе. Это два разных состояния, когда, скажем, сознание молчит тихенько, и ты чувствуешь, и ты понимаешь, что кроме Любви в этом мире ничего не существует, то когда на уровне сознания ты, к сожалению, видишь одну, извините, гадость, то есть как-то так… И вот эти контрасты не дают понимания, что есть что и как с этим работать, почему это происходит, на каких этапах… И вот как-то вот так потихонечку-потихонечку идёт. Спасибо. Хотелось бы в свою очередь и нам поделиться опытом формирования и становления нашего женского коллектива. Да, конечно. И если вкратце, то у нас чисто женский коллектив. И вот поначалу, пока формировалась группа, то, понятно, были разные ситуации. Приходили, конечно, с открытым сердцем, но каждый со своим стремлением. Желание постигать вместе духовное оказалось, оно по-разному трактовалось сознанием разных людей. Потому что кто-то хотел научиться каким-то сверхъестественным способностям, кто-то хотел магии, для кого-то главнее было достижение каких-то своих целей, ну и реализация желаний в трёхмерности. Ну а кто-то просто не мог расстаться со своей гордыней. Хотя, конечно, жалко было, с кем вынуждены были расстаться. Ведь многие же из них были с хорошим потенциалом. Но в группе должна быть гармония, теория теорией. Но если все стремятся к одному на практике, к духовной работе над собой, жизни внутри себя, миром духовным, тогда и группа как единое существо. И вот что самое важное, результаты каждого — это усиление потенциала продвижения группы в целом. Но мы всё-таки надеемся, что у девушек, с которыми мы расстались, у них всё будет хорошо, что они добьются своего самостоятельно, и что в итоге они смогут перешагнуть через иллюзии своего сознания. И вот когда уже сформировалась группа единомышленников, у которых превалировала честность, открытость и, конечно же, истинное желание на практике постигать духовный путь, то процесс развития группы пошёл очень быстро. Практики начали идти совершенно по-другому. Появился коллективный опыт, и стали появляться совершенно иные вопросы, которые были связаны именно с Личным практическим духовным развитием. И уже на эти конкретные вопросы Игорь Михайлович дал уже конкретные ответы. И многое из того, что мы узнали тогда, было озвучено в сегодняшней беседе. И это очень важно для людей, ведь это хорошая духовная помощь. Да, и уже пребывая на данном этапе, ты понимаешь ошибки, ты понимаешь причины, почему ты раньше застревал на каких-то этапах. Ну и, конечно же, самая главная причина — это то, что ты раньше не жил этим на самом деле, что ты не работал над собой по-настоящему, ты не применял на практике всё то, что было сказано, всё то, что прочитано, услышано в передачах с участием Игоря Михайловича. Ты понимаешь даже, ну какие глупые вопросы ты тогда хотел бы задать Игорю Михайловичу? Вопросы от сознания. Ну тогда же они тебе казались важными, значительными. Точнее, не тебе, а твоему сознанию. А Духа ты ещё не знал в себе. Но теперь ты понимаешь, что на вопросы, исходящие от сознания, духовные ответы, конечно же, никто давать не будет. Вот как мы убедились на практике даже сами, ну каков вопрос, таков и ответ. Вот от кого исходит вопрос Игорю Михайловичу, тому он и отвечает. Совершенно правильно. Да, и сейчас ты просто работаешь над собой. Вот ты просто действуешь от глубинных чувств. Ты не задаёшься вопросами, как раньше, от ума, от сознания. Ты просто ищешь единение, которое наступает от того, что ты находишься в непрерывном диалоге с Богом и в том, что это происходит в действительности каждый день. Ты не ищешь там специально отведённого времени или там фрагментами как-то работать над собой, не работать над собой, или там «сейчас я этим занимаюсь, потом я этим не занимаюсь». Нет. Это единожды принятое решение, только оно зрелое, оно глубинное, внутреннее решение. И ты остаёшься в этом решении просто верным себе. Ты остаёшься верным Богу. То есть ты не предаёшь себя, ты служишь Богу. Ты служишь Духовному миру здесь и сейчас. Абсолютно верно. И нет такого, что ты сегодня служишь, а завтра ты не служишь. Ну что это получается? Это не выбор. Да, и вот сейчас ты действительно понимаешь причины и ошибки прошлого по сравнению с настоящим. Вот ведь многие из нас бывали ранее и на занятиях у Володи, и на занятиях у Андрея, ну и также у других людей. Но каждый раз это был всплеск, было какое-то теоретическое понимание, были какие-то первые практические пробы. Но потом наступал какой-то момент топтания на месте. Это топтание иногда длилось годами. То есть ты вроде и стремился, держался за эти группы, за ведущих, как за свою спасительную соломинку, но чувствовал, что нет продвижения, что идёт какой-то застой. Да, ты переходила из одной группы в другую, пытаясь выйти из этого тупика, на что-то надеясь, но надеясь во внешнем, что кто-то тебе поможет. Да, но только теперь ты понимаешь, почему это происходило на практике. И эта ситуация на самом деле фрактально повторяется в мире, в разных организациях, в группах, в общем, там, где люди стремятся коллективно идти по духовному пути, там, где на пути преградой стоит сознание, как говорил Игорь Михайлович. Поэтому мы считаем необходимым разобраться в этом подробнее. Пускай на частных примерах, на примерах наших хороших друзей, наших единомышленников, вот Володя и Андрея, что видно, что чувствуется сейчас, на каком этапе у них произошла остановка. Ну а следовательно, это же произошла остановка и идущих за ними, чтобы и им, и многим другим людям этот опыт был только в помощь. Вот Володя, вот он много рассказывает теоретического. И для тех, кто начинает путь, это важно, это интересно. Это действительно надо иметь большое терпение, чтобы ответить на все эти многочисленные вопросы новичков, вопросы от сознания. Кто я? Почему у меня не получается медитация? А вот у меня есть такая-то ситуация бытовая или во взаимоотношениях с близкими. Что делать? Или «А вот меня не понимают?» Или «А как мне быть счастливым?» Ну и много другого. Поэтому мужеству Володе надо отдать должное. Он всех выслушает, он терпеливо отвечает на вопросы людского сознания. И как начальный, как предварительный этап — это хорошо. Но потом ты уже не понимаешь, почему проходит год, проходит два, а ты вот как-то там, где ты был, там ты и остался. Вот чувствуешь, что первый рывок — он был, но дальше роста нет. Ты слышишь те же примеры, что ты слышал раньше, ты слышишь ту же теорию, что ты слышал раньше, но как-то не понимаешь, почему же, ну что ты делаешь не так? В чём проблема? Почему ты стоишь на месте? Почему нет движения вперёд? И вот Володя как ведущий рассказывает много теоретического. Но чем живёт на самом деле? Ведь мы это говорим не потому, что дело в Володе. Эта проблема касается многих людей. Так вот, что касается именно практического опыта, то как раз многие люди останавливаются на стремлении достижения состояния покоя, на состоянии комфорта, налаживания взаимоотношений с людьми. То есть стремление через спокойствие разрешить миром конфликтную ситуацию в трёхмерности. И об этом они говорят другим людям. Ведь, отвечая на вопрос другого человека, ты в первую очередь оглашаешь именно то, что ты понимаешь в себе, что тебя волнует, как бы ты хотел в себе это разрешить. То есть эти люди довольствуются иллюзией жизни. Поэтому многие их примеры ничем не отличаются от застольных разговоров. Это как если бы просто родственники собрались за одним столом, и каждый вспомнил что-то поучительное из своей жизни в трёхмерности. Вот кем ты был раньше, как ты разрешал конфликтные ситуации, какие подвиги совершал в трёхмерности. А в духовном, и это очень чувствуется, есть лишь желание быть таковым, теоретическое намерение от сознания и внушение самому себе, что ты идёшь по духовному пути, что ты развиваешься. Но по сути это этап зависания между аутогенной тренировкой и медитацией. Это жизнь сознанием, это сомнения и страх внутри. Вот поэтому и желание в медитации достичь хотя бы покоя и уравновешенности. Это постоянное внушение, просто как в аутогенной тренировке. Вот как Володя сегодня говорил, что надо просто дать себе чётко установку, что «стоп, всё, у меня есть чувства, они никуда не делись мне в духовный мир, ну и я никого не оцениваю, никуда не стремлюсь, кроме как вот у меня один вектор — это вектор в духовное». Ведь это же просто самовнушение. И как для начального этапа обуздания своего сознания, этапа аутогенной тренировки — это хорошо. Но, к сожалению, на этом многие и останавливаются. И сознание продолжает крутить кино дальше. Поэтому люди часто думают, что они занимаются духовным, но на самом деле это просто попытки избавиться от внутренних страхов, которые навязывает им их же сознание. Да, и поэтому они боятся сделать шаг далее, потому что активируется их сознание, которое выступает против всего духовного в человеке. Это лишь надежды на жизнь духовной реальностью, на жизнь духовной радостью, но не сама жизнь. Это перекладывание ответственности на того, кто является примером для тебя, ответственности за то, что ты спасёшься. «Но спасение — это Личное дело каждого», как когда-то сказал нам Игорь Михайлович. Поэтому в теории эти люди говорят и о Жизни в диалоге с Богом, и о Жизнечувственным восприятием, и о Жизнедухом, и о том, что это нормально, это естественно, что надо вернуться в это состояние, что надо не упускать его. Но на практике это понимание от сознания, это понимание ещё живёт в трёхмерности. Это этап, когда человек за счёт изменённого состояния сознания просто стремится к достижению того покоя, о котором Игорь Михайлович сказал, когда ты не там и не здесь. А что мешает продвинуться дальше? Страх. Страх от сознания утратить что-то в трёхмерности, страх смерти, страх утратить какой-то надуманный самими людьми образ от сознания, выглядеть как-то не так перед другими, перед близкими людьми, бояться мнений — мнение их сознания. То есть идёт боязнь внешнего, когда речь идёт о внутреннем. Но тут ты сам решаешь, что больше тебе нужно — внешнее соответствие с образами трёхмерности, игры с масками системы, или в действительности жизнь вот этой внутренней свободой. свободой от страхов и иллюзий. Жизнь на практике, жизнь Духом. У Андрея же другая ситуация, и эта ситуация также свойственна многим людям. Вот здесь чувствуется практический опыт работы над собой. Поэтому много и толковых практических примеров, таких, которых интересно и послушать, и взять себе на заметку для своей практики. Но что часто встречается в объяснениях Андрея? То, что вот можно слышать о постоянной борьбе, о противостоянии Животному началу, о пополнении силами Аллата, в борьбе за силы Аллата, о том, что эти силы необходимы для духовного роста Личности, что человек способен чувствовать их вхождение. Это всё верно. Это есть понимание ценностей сил Аллата. Но это всего лишь определённый этап. Тот этап, когда человек соприкоснулся с невидимым миром, вот с этой всей магией сознания. И вот на этом этапе у сознания идёт, вот как Игорь Михайлович говорил, охота за силами Аллата. Это этап зависания между медитацией и духовной практикой. Это просто один из этапов, когда человек застриёт в этой борьбе со своим Животным началом. И с этим сталкиваются многие. Это просто одна из уловок сознания — накопление сил и постоянная борьба. А когда человек борется, то в нём нет Истинной Любви. Он всё своё внимание просто вкладывает в эту борьбу, а не в приумножение своей Духовной Любви. Хотя на самом деле всё же просто. Когда ты живёшь в приумножении Божьей Любви, то есть бдение, но нет изматывающей борьбы. Ты же её, вот эту Божественную Любовь, в себе и приумножаешь, окунаясь во внутренний Источник, Источник, который есть в тебе, истинный, бескрайний. Ты не ищешь во внешнем то, что есть у тебя внутри. Но вот что замечательно, что Андрей говорит по-честному. Вот так, как есть. Что происходит с ним, с какими трудностями он сталкивается. Он не боится мнения других людей. Он прилюдно срывает с себя маску сознания, маску системы. И он, конечно, живёт ещё внешним, но уже стремится жить и внутренними процессами. И вот это очень ценно. Ну почему это ценно? Потому что, ну вот, к примеру, представьте, что если бы сейчас священнослужитель, не имеет значения, какой религиозной организации, он просто вышел бы к людям и честно сказал своей пастве. Вот извините, пожалуйста, но я не знаю, я сомневаюсь, я не знаю, есть ли Бог, нет ли Бога. Но я очень надеюсь, я очень верю в это, что Он есть. А пока я не знаю, как жить Духом, вот жить Истинной, в Свободе, в Любви Божьей. Мои демоны, они мне мешают это понять. Просто у меня есть страх. Я выучил теорию, но у меня нет духовной практики. Но я стремлюсь, я хочу. Ну давайте вместе попробуем, вот помолимся, совершим ритуалы, которые совершали наши отцы и деды. Вот в надежде попасть в рай, может, и у нас что-то получится. И вот как вы думаете, что бы рассказало сознание пастве о таком священнике? Ну вот поэтому священнослужители и носят маски Духовного Всезнания. И эта проблема очень масштабная, потому что многие священнослужители разных религий, которые истинно стремятся к Богу, как раз и застреют в такой изматывающей борьбе с собственными демонами. Вот вы только вдумайтесь. Миллионы священнослужителей, за которыми стоят миллиарды верующих. Вот так и живут люди. Одни мучаются в сомнениях под масками образов, а другие тешатся ложными надеждами, перекладывая ответственность на кого-то, веря в эти пустые образы. И вот есть ещё одна из уловок сознания, на которую весьма охотно попадаются люди. Это то, что нам стало понятно тоже на этапе формирования нашего коллектива, когда некоторые наши девушки побывали у человека, который сам застрял на экстрасенсорике. То есть его захватила жажда тайной власти над людьми через магию, что некоторых и прельстило. Но там просто теория и иллюзии. Это просто желание казаться, а не быть. Это просто личные страхи от сознания, но не более того. Да. Вот, кстати, Игорь Михайлович, были бы весьма благодарны, если бы вы, может, чуть позже рассказали более подробно о губительности магии. Просто люди очень многого недопонимают в этих вопросах. Они не понимают, что они творят на самом деле. Конечно. Да, это важный момент. Но ещё также хотелось бы отметить, что в период наших метаний и поисков между группами не раз были свидетелями того, как в разных группах люди между собой просто выбирали, кто сегодня будет вести занятия. И одни боялись перешагнуть через свой страх, они боялись перешагнуть, возможно, где-то через свою лень, просто боялись брать на себя ответственность, а другие — наоборот. Но что бросалось в глаза? Что выбирали не тех людей, у кого хорошо получались именно практики, не тех, у кого было чем поделиться вот только что наработанным практическим опытом, а выбирали именно тех, кто был знаком с Володей или ещё с кем-то. Особенно в приоритете был тот, кто был лично знаком с Игорем Михайловичем. Да, но как в своё время нам сказал Игорь Михайлович, что возле меня бывает много людей, но это же ни о чём не говорит. Не создавайте себе авторитетов и не рисуйте образы, потому что за вас, вашу дорогу никто не пройдёт. Абсолютно верно. Да, и действительно, ведь многие люди упывают на образы своего сознания. Ну а сознание в это время утешится тайными надеждами и гордыней. Ну а духовным в это время человек не живёт, а лишь занимается. Поэтому проходит время, а результата у этих людей нет, потому что по-прежнему живут под диктовку сознания. Поэтому внутри их живёт страх и сомнение, непонимание Духовного мира на практике. И это очень чувствуется. Даже взять такие известные нам примеры. Как бы люди не повторяли от своего ума то, что сказал Игорь Михайлович, а некоторые, даже выдавая эти Знания за свой личный опыт, то всё равно чувствуется, что вещают они не от Духа, а от сознания. Рассказывают о том, чем сами не живут на практике. В это время люди, которые их слушают, если в них также доминирует сознание, то они создают из них образы тех, кем они не являются по своей сути. Но это будет до тех пор, пока люди не научатся чувствовать правду. Есть большая разница, когда человек вещает от Духа, ну а когда просто передаёт пусть даже важную информацию, но от своего сознания. И когда звучат слова от сознания, то вроде бы человек важное говорит, ты прислушиваешься, вроде дельные советы даёт. Но ты понимаешь, что они какие-то поверхностные, какие-то теоретические. То есть содержание интересное, слова говорящего звучат правильные, но пусты и обыденные. За ними нет силы. А когда вещается от Духа, то люди сразу это чувствуют. Чувствуют вот эту разницу. Они чувствуют, что в этих словах, в них есть сила. И почему это происходит? Вот как говорил Игорь Михайлович, когда сознание начинает наделяться силой от Духа, то слово обретает вес. И тут уже возникает совершенно другой вопрос. Что доминирует в том человеке, который слушает это слово? Ведь если он раб сознания, если в нём доминирует животное начало, то в нём, конечно, восстаёт весь этот негатив от животного, от сознания. И в то же время появляется вот эта жажда обладать такой же силой слова. То есть начинается охота за силами Аллата. Сознание начинает метаться в вопросах, «Ну в чём же тут волшебство?» «Ну где же здесь магия?» Ведь другого сознания оно же не понимает. Но все его метания происходят в рамках трёхмерности. То есть оно ищет, может быть, это тембр, может быть, это такт, может, частоты какие-то, ну а может, какое-то иное воздействие. Но когда в человеке как слушателе доминирует духовное начало, то Дух общается с Духом. Идёт незримая духовная помощь тем, кто действительно жаждет быть в соединении с Духовным миром, жаждет жить Духом. И их не волнует, как именно это будет происходить, потому что в этот момент они поглощены самим процессом, тем, что не видит глаз и не слышит ухо. они поглощены Духовной Любовью, тем, что приготовил Бог любящим Его. Да, и не нужно строить образы в трёхмерности, потому что образы стимулируют либо гордыню человеческую и активируют весь этот негативизм сознания, ту же зависть, ту же ненависть, злость, оценку, сравнение, либо же люди обожествляют этот трёхмерный образ. И сознание уже создаёт ложные надежды, оно выстраивает из него ложную опору из иллюзий, опору на образ, наделяет теми качествами, которых не было, отродясь у того или иного человека. И вот какие мысли подбрасывает сознание человеку? «Если этот человек будет ко мне благосклонен, то он меня спасёт, и моя духовность рядом с ним будет выше, чем у остальных». То есть ложная надежда и гордыня, но ничего же более. И вот если человек раб сознания, то сознание просто крутит ему иллюзорное кино из образов, причём им же и надуманных. Он живёт этими образами. Сознание создаёт образы других людей и наделяет их такими качествами, которых у них и нет. Сознание создаёт образы, оно заставляет преклоняться им. Именно образом, не людям. Затягивает вот в эту трясину бытия, из которой им тяжело очень будет выбраться. И то, если повезёт. Это сознание нужна какая-то иерархия, какое-то возвышение одного на других. И именно сознание диктует человеку, чтобы он переложил ответственность за своё духовное развитие на кого-то другого. Очень хороший пример на практике показал сам Игорь Михайлович. Пример того, как нужно разбивать образы. Образы, созданные сознанием. Вот когда в передаче «Единение» он сказал, что я обыкновенный человек, простой массажист. Ну какие нимбы? Кроме мозолей на руках. Вот ничего нет. И вот знаете, моё сознание тогда это тоже удивило. Но вот сейчас уже пришло понимание, что сказано это было для того, чтобы сознание людское просто не строило образы, чтобы оно не создавало сломанных костылей, ложных надежд у людей. Люди сами должны развиваться духовно. Не надеждами питать сознание, а развивать в себе глубинное чувство истинной Любви в мире вечном, бескрайнем, но не искать какие-то временные опоры в иллюзорной и конечной трёхмерности. Да, как-то Игорь Михайлович дал важное понимание, что не по сознанию, не по образу, не по одежде и не по словам смотрите на человека. Учитесь чувствовать. Духовный мир не лжёт. Вот кто бы что и как красиво бы и складно не говорил, а ты чувствуешь, как оно есть на самом деле. Ответственно подходите к своей жизни. Совершенно верно. А 회я Нуринons Игорь Михайлович Игорь Михайлович Обλλ Tirana постигает то, что должна постигнуть Духовная Духовная, она освобождается от этих идей истинств. А при познании Истины необходимо освоение возвышенной ступени самосовершенства. ПЕЧАЛЬНАЯ КУ번 ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Описать тот мир с помощью этих инструментов с ним и всего остального — крайне сложно. Гораздо проще дать человеку прочувствовать, но это можно только тогда, когда он это выходит. Игорь Михайлович, чтобы облегчить человеку именно понимание себя, понимание своих состояний, вот как воспринимает себя сознание, а как воспринимает себя Личность? Сознание человеческое, оно всегда воспринимает себя как ограниченное «я», как нечто обособленное. Вот как человек себя воспринимает «я»? «Я», «моё», и всё. И оно такое капсулированное, оно закрытое. А когда Личность воспринимает себя, она себя воспринимает бескрайностью и частью целого. Это интересный момент тоже. Вот человеку хочется же быть духовным. Он стремится к этому? В действительности любой человек стремится к Миру Духовному. Это внутреннее стремление. Но чаще всего сознание забивает, затирает, даёт ложные ориентиры и пути, и таким образом доказывает Личности, что Мира Духовного не существует. Оно соломинкой закрывает лес перед его глазами, уводит всё внимание, смотри, сосредоточься на соломинке. Вот наблюдай соломинку. И за этой соломинкой, когда ты её держишь перед лицом, и только в неё ты устремляешь свой взгляд, ты не видишь окружающего тебя леса. Вот так работает сознание. Оно закрывает иллюзии своего трёхмерного бытия бескрайность и многогранность бесконечного Мира Божия. А как сместить фокус внимания? Вот как очнуться от этой иллюзии? Наблюдай за сознанием, поймёшь, что ты не сознание, вкладывай силу внимания в то, где тепло, хорошо и радостно. Ищи эту радость внутри, ведь она есть. А постоянным источником этой радости в человеке, вот конструкция человеческая, является ничто иное, как душа. Это как в мороз стоишь перед широко раскрытой дверью в помещении, где очень тепло. И ты чувствуешь это тепло, исходящее из помещения, где радостно, весело в том помещении, яркий свет и очень тепло. А ты находишься в темноте и на морозе. Ну спутать невозможно. По-любому дойдёшь. Если захочешь. То есть Личность, она имеет только духовный опыт и практику. Вот она способна благодаря своему уникальному восприятию глобально понимать исконную правду, отличать хорошее от плохого, делать выбор. И это значительно отличается от искусственной работы сознания, от беспрерывного анализа от ума, когда сознание из мухи делает слона. Постоянным анализом занимается сознание человеческое. оно берёт муху и делает из него слона, заходя с разных сторон, но в то же время изучает слона на ощупь, завязанными глазами. Личность так не поступает. У Личности есть целостное восприятие. Она просто знает, что такое слон, ну и знает, что такое муха. Это объёмное знание, но оно недоступно сознанию. И вот простой феномен, он описан очень многими людьми в истории человеческой, тех, кто достигали этого знания. Он знает, но очень затрудняется выразить это всё в словах. Почему? Потому что сознание отказывается даже облечь это знание в элементарный набор слов, которые имеются у человека. Маленький такой нюанс. Сознание никогда не воспримет человека как Личность. Оно всегда будет противостоять и всегда будет грустить. Личность — это чувственное восприятие. И оно абсолютно отлично от восприятия самого себя сознанием. И когда человек воспринимает себя Личностно, то есть когда он становится свободной Личностью, он первое, что прекращает, — это врать себе и выдумывать всякие истории. Он не играет со сознанием. Игорь Михайлович, вот ещё такой часто встречающийся вопрос. Что такое истинное единение и что такое объединение в людском обществе? Вы как-то рассказывали, что то, что люди называют в современном мире объединение, что это, по сути, есть примирение. Вот люди часто рассказывают о том, что нужно объединяться и тому подобное. Но истинного единения в этом мире без духовного развития невозможно. Почему? Потому что сознание разделяет. Оно первое, что оно делает, — это капсулирует человека и выделяет его для самого же себя. Всё это происходит на уровне сознания, восприятия Личности того, что рассказывает ему сознание, что «ты один, ты, ты и ты». А объединение — это объединение общности интересов, скажем так, определённого круга людей, но не больше. А вот истинное единение может происходить только на уровне духовном. Личность, это достигает восприятия духовного мира, она уже чувствует таких же людей, которые воспринимают тот мир. И вот там это идёт объединение. Почему? Потому что Личности ничего не надо в этом мире. У него нет материальных интересов, а у сознания их всегда полно. И вот как бы ни крутили, кто бы что ни рассказывал, всегда есть интересы. Вот возьмём популистов, да? Ну как бы человек, он стремится к тому, чтобы все люди жили хорошо, рассказывает всем об этом, что он к этому стремится, он борется за их права. А на самом деле о чём он думает, за что он страдает, за что он борется? Здесь срабатывают несколько факторов. Или же личная нажива, или же популяризация себя. Просто чтобы о нём думали хорошо, чтобы им восхищались, то есть банальное удовлетворение эгоизма всего лишь навсего. Разве не так? Так. А Личности это надо? Нет, не надо. Почему? Потому что в этом мире мы не знаем даже, честно говоря, положить руку на сердце. Если ты живёшь в девятиэтажном доме, вряд ли ты знаешь всех соседей, которые живут с тобой в подъезде. А Личность, она воспринимает всех в бесконечности, когда она там. И вот в этом парадоксе — там нет чужих, там все свои, там семья, там всё родное и близкое. Да. И вот когда начинаются настоящие чувства, то начинается такая благодать, это огромная Божья сила. Конечно, благодать наступает, когда приходит чувство, вот именно чувственное восприятие. А сознание всегда разделяет и отделяет людей. Оно кого-то наделяет тем, чего у него, в общем-то, и нет. Почему? Опять-таки борьба за власть, за доминирование. Здесь, как факт, это же порождение ненависти идёт. Ну и естественно, раз ненависть, значит и отторжение. Или осуждение идёт, зависть. Личность не обладает качествами ни зависти, ни осуждения, ничего. Говорят, опять-таки, Бог не может осуждать. Он или воспринимает, или не воспринимает. Чёрное и белое. Приемлемое или неприемлемое. Живое или мёртвое. Всё просто. Игорь Михайлович, а вот ещё вопрос по религиям. Вот очень многим людям сознание представляет, что объединение в низах возможно только тогда, когда на уровне верхов все религии объединятся. Возможно ли такое? Дело в том, что мы уже обсуждали, объединение религий на самом деле невозможно. Всё, что главенствует в религиях, — это не Дух, это сознание в первую очередь, то, что управляет всеми религиями. Почему? Как бы это ни парадоксально было, но это организация. А организации отстаивают свои Личностные интересы. Всё-таки идёт борьба за власть. Те, кто борется за власть, готовы объединиться с кем угодно, если те подчинятся им. И так думает каждый. На самом деле это невозможно. Другое дело, возможно ли объединение людей в служении Господу, истинном служении Миру Духовному, оно необходимо и невозможно. Это вопрос выживания такого рода, как человеческий. Надо это или не надо? Это обсуждаться даже не может. Но возможно ли или невозможно? Конечно, возможно. Но здесь выбор людей. Способны ли они преодолеть в себе сатану, отойти от внутренней грязи, от клеветы и встать на путь Духовный, на путь Истинный? Как слышишь, система говорит, что она не хочет. Но эта система не хочет. А вот Личности человеческие, Души людские, они этого хотят. Возможно это? Возможно, если захотят. А религии нет, не могут. Так же, как может ли весь бизнес в мире объединиться? Если придёт какой-то диктатор и заберёт весь бизнес в себе, конечно, он объединится. Так и религии. Как показывает практика, единение людей в Истинном служении Духовному миру, оно уже происходит. И та огромная волна практического интереса людей из разных стран, волна интереса к тем Знаниям, изложенным через книгу «АллатРа» и через передачи с вашим участием, волна, которая сейчас идёт по миру, оно же тому подтверждение. И вот причём на едином зерне Истины находят точки соприкосновения вот не только люди разных национальностей, разного социального статуса, но и монахи, священнослужители разных религий и конфессий, люди, которые выбрали когда-то для себя путь истинного служения Господу. Да. Знания о недействительности, изложенные в той же АллатРе, они объединяют людей. И действительно, в сегодняшний день очень много не только служителей, но и монахов с различных религий втайне от своего руководства, как это ни парадоксально, они и практикуют, и познают, и очень многие достигли хороших результатов. Но находясь в системе, организации, они не могут об этом заявить открыто. Но на самом деле какая разница, каким путём ты идёшь к Богу? Главное, чтобы ты пришёл. А люди духовно развитые, ведь не все идут в религиозные структуры, просто чтобы удовлетворять свою линию, а не увеличить. На самом деле очень многие идут на поиск Бога, их толкает именно духовная составляющая. А увидев Истину, где бы они её не увидели и в чём бы они её не увидели, они хватаются за неё. Поэтому сегодня действительно по миру огромное движение уже начинается, пока скрытое, а даже до поры до времени оно скрытое. среди религиозных служителей и монахов, которые занимаются именно изучением себя с помощью тех же Знаний, изложенных в АллатРа. Ну слава Богу, уже много есть с кем поговорить, не открывая рта, что очень ценно. На языке глубинных чувств, который понятен без слов. Да. А когда-то был один язык, и было проще. Это подтверждается опять-таки теми же знаками. Вот мы говорили за Аллату или за ту же Аллатру. Ну да, это же древнейшие знаки, которые находят по всему миру и практически на всех континентах. Это говорит о том, что был единый язык. И люди друг друга понимали, они знали. И в конечном счёте, когда люди занимаются духовным развитием, они приходят к тому, что они начинают друг друга понимать на том единственном языке, благодаря которому можно общаться с Миром Духовным. Другого языка нет. Это язык чувств и искренний. Поэтому главное не тот язык, на котором говорит система или наше сознание, а гораздо важнее внутренний язык. Но опять-таки для того, чтобы на нём общаться, нужно в первую очередь научиться общаться с Миром Духовным. Игорь Михайлович, это уже многие люди выражают своё желание быть в духовном коллективе, развиваться вместе с единомышленниками. Естественно, что все люди хотят находиться в коллективе духовно развитом, среди тех людей, которые живут духовным. Но если ты хочешь быть в таком коллективе, то займись прежде всего собой. Стань духовно свободным человеком. Постепенно и коллектив изменится. Потому что сила, она или отторгнет служителей сатаны, или же вырвет из его мерзких лап душу человеческую. Получится ты как магнит. Ты или притянешь подобное, или оттолкнешь противоположное. Но твой коллектив сформируется таким, каким должен быть, если ты сам над собой работаешь. Вот люди, которые только начинают изучать себя и познавать через глубины, чувства, они вот также отмечают и сопротивление сознания. Вот когда в какой-то момент незаметно происходит вот этот перескок с глубинного чувственного восприятия на сознание… Человек теряет чувственное восприятие и переключается на сознание тогда, когда его мост узок. И вот эти вот колебания, привлечение внимания, он наделяет ценностью смертной. Вот что бы мы ни делали. Но что может быть важнее Жизни, важнее Бога? Ну что у Аримана или у дьявола есть такого важного, что важнее, чем у Бога, чем пребывание с Богом? Ничего. Понимаешь, мы находимся… Трёхмерность — это мир дьявола. Сознание — это инструмент дьявола. Но наша Душа — это Дверь, Мир Духовный, а Личность — это свет, исходящий через эту дверь. И вот мы, будучи этим светом, излучаемым через Душ, что такого может нам предложить темнота, чтобы мы, как этот свет, закрыли дверь, отреклись от своей истинной сущности, от Бога, от Мира Божьего, и пошли бродить по темноте? Ну вот объясню. Ничего. Разные краски? Они же иллюзорны. Что ещё? Да ничего. Поэтому всё можно делать, не разрывая эту связь с Миром Духовным. Да не можно, а нужно делать-то. Что может быть важнее? Вот один из главных вопросов тех, кто принял для себя решение идти духовным путём. «Как в дне жить по-настоящему? Как жить Личностью?» Действительно, многие люди спрашивают, «Вот как в течение дня жить Личностью, а не сознанием?» Всё просто. Прибывайте в Духе. Будьте с Духом неразделимы. И вы всегда будете жить Личностью и с Миром Духовным. Или, проще говоря, вы будете жить. Просто живите. Просто живите. Просто живите. И, как мы уже говорили, это структура материальная. А сознание, оно не является материей как таковой. Ну да. И получается, что дальше понимание трёхмерности и видимой материи дело и не идёт-то. Вот просто наступает какой-то ступор. Ступор от сознания. Есть ограничения, и наука боится перейти этот Рубикон. Вот сегодня всё больше учёных приходят к пониманию, что сознание нематериальное, и его нет в головном мозге. Но уже само слово «нематериальное» — это сегодня звучит как клеймо слова «ненаучное». Поэтому учёные и боятся перейти эту грань, за которой, как они считают, начинается метафизика и сверхъестественное. Для лучшего понимания в современном мире, пожалуй, стоит обратиться к квантовой механике. Это единственное, что на сегодняшний день хоть как-то объясняет то, что есть нечто сверхъестественное, я бы так сказал. Наука, к сожалению, ещё не дошла до понимания того, что есть что-то за гранью материи. Но во всяком случае квантовая механика уже близко подходит к этому и даёт экспериментально подтверждённое пояснение того, что есть нечто за пределами привычной нам физики. И если говорить о квантовой механике, то, пожалуй, стоит начать немножко с истории квантовой механики, чем является квантовая механика, со откуда она появилась и с какими трудностями она столкнулась. Ну, в принципе, со откуда она появилась, это люди могут узнать из любого учебника. На сегодняшний день это многое расписано. Здесь бы как раз хотелось затронуть те моменты, которые хоть как-то известны на сегодняшний день людям. Вот именно то, что граничит с пониманием и непониманием. Говоря о квантовой механике, нужно подчеркнуть то, что законам квантовой механики подвластна вся материя, начиная от галактик и заканчивая слезой на щеке ребёнка. Потому что вся материя состоит из мельчайших частичек. Вот если мы углубимся в мир материи, сойдём всё меньше и меньше и меньше за атомный и субатомный предел, мы увидим, что есть, ну мы уже не раз об этом говорили, что вся материя состоит из мелких частичек, ну вот практически неделимых, как считается на сегодняшний день, но в действительности они делимы. Ну попробую бы это немножко пояснить. Вот эти частички, они формируют каждый атом этого мира. Законы, управляющие этими частицами на квантовом уровне, они кардинально отличаются от тех законов, к которым люди привыкли к повседневной жизни. То есть камень, подброшенный вверх, падает на низ, ну и всякие взаимодействия, которые происходят, скажем, даже на микроуровне, но более-менее изученные. Возьмём, к примеру, квантовую запутанность. Квантовая запутанность сама по себе, она предполагает, что две частицы могут запутаться между собой, если находятся близко друг к другу. То есть одновременно появившиеся, близко расположенные, они имеют между собой определённую связь. В таком случае их свойства становятся взаимосвязанными. То есть если разделить эти частицы и отправить, к примеру, на разные стороны Вселенной, эти частицы всё равно останутся неразрывно связанными. Они будут продолжать взаимодействовать между собой, причём без потери времени. Между ними не будет никаких энергетических связей, которые можно залетить, имею в виду энергетики. То есть связей, которые можно зафиксировать? Да, но они, тем не менее, будут между собой связаны. Их спины, то есть вращения, будут оставаться отличными друг от друга. Если, к примеру, спина одной частички вращается влево, то другой будет вправо. Изменим спин, то есть вращение одной частички, это автоматически, мгновенно отразится на другой частичке, на каком бы расстоянии они ни находились. Причём это произойдёт мгновенно, без потери времени, несмотря на огромные расстояния друг между другом, что нарушает все законы физики, которыми оперирует современная физика. Поэтому подобную связь между запутанными частичками, к примеру, Альберт Эйнштейн назвал сверхъестественной. Ну и естественно сразу начал её отрицать. Но датский физик Нильсбор со своими единомышленниками наоборот утверждал, что эта чудесная взаимосвязь существует. Хотя, несмотря на своё утверждение экспериментально, он доказать её существование не мог. Это была больше теоретическая наработка. Но опять-таки, даже теоретически, Бур пояснил эту связь весьма оригинально на примере двух вращающихся колёс. Ну это чтобы было более понятно, поясним его пример. Возьмём, к примеру, два колеса, которые раскрашены полосами в разные цвета, там красный и синий, с фиксированной стрелкой. Он пояснял, что если разнести эти колёса в разные цвета, в разные концы света Вселенной, и раскрутить их, то если при остановке колеса на одном выпадет красный цвет, то на втором тут же, мгновенно, выпадет синий. Подобное заявление Бора в такой мгновенной связи запутанных частичек, естественно, разрушало теорию, которая так прославила Эйнштейна, на что последний реагировал крайне болезненно. И в опровержение теории Бора он выдвинул свою абсолютно такую материальную, исключающую всякое волшебство, теорию якобы о некой взаимосвязи запутанных частиц. Их связь Эйнштейн пояснял на паре перчаток, привёл пример самый банальный и простой. Он пояснял, что если мы помещаем перчатки в два коробка, к примеру, или два ящика, мы не знаем, в какой коробке лежит какая перчатка. У нас остаётся один, но один, к примеру, отправляем в другой конец света. Открыв коробок, мы видим, что у нас, к примеру, правая перчатка. Значит, автоматически в том коробке, который мы отправили на другой конец света, будет лежать левая перчатка. Но это он пояснил хорошо, но он забыл упомянуть, что квантовая физика предполагает ещё и наличие другого момента, что та перчатка, которая будет находиться вдалеке от нас, она ещё должна быть и вывернута, не только левая, но и вывернута. И если мы берём ту, которая у нас, и начинаем выворачивать, то в это время другая перчатка на том конце света также начнёт выворачиваться. Но это бы разрушило его стройную материальную модель, которую он выстроил. Я ей так легко всё объяснил. Поэтому за это он умалчивал. Да, гордыня в людях ещё не мертва. Это широко распиаренное его пояснение, в принципе, полностью удовлетворило общество людей, интересующихся физикой и физиков, которые соглашались. Но истинных учёных, физиков, перчаточная теория Эйнштейна, которая лишь указывала на то, что запутанные частички изначально разные и всё, абсолютно не удовлетворила, так как не поясняла их связь, о чём, собственно говоря, Эйнштейн и компания умышленно умолчали, так как тоже не могли парировать это всё. Умолчали — это значит, что всё-таки что-то знали? Теоретически, конечно, они понимали, что это так, но это бы опять натолкнуло на то, что существует некая другая связь, и это бы подвергло сомнениям, скажем, слова Эйнштейна. А признал, что эта связь существует, это бы подвергло сомнениям его теорию, которая была выдвинута, можно так сказать, в противовес теории эфира. А раз существует нечто подобное, значит, существует и эфир. Раз существует эфир, значит, существуют и свободные энергии, тогда Тесла был прав. А раз Тесла был прав, тогда у людей возникнет вопрос, а почему мы покупаем, извините, углеводороды, а не получаем электричество бесплатно, которое очень много вокруг. Ну поэтому эта тема была закрыта на долгие годы, но это не успокоило пытливые умы других учёных, которые продолжали работать в попытках, скажем, парировать того же Эйнштейна, который говорил, что пока отсутствуют экспериментальные доказательства такой связи, такой связи не существует. Это существует лишь в фантазиях тех, кто это утверждает, намекая набор. Даже после его смерти, его последователя, они продолжали утверждать то, что пока нет эксперимента, доказать это невозможно. И самое интересное, что в своё время появился ирландский физик по имени Джон Белл, который, будучи, в общем-то, теоретиком, физиком, но путём глубокого математического анализа, смог доказать возможность экспериментальных доказательств. То есть путём построения машины, которая создавала бы много пар запутанных частиц, можно было доказать эту взаимосвязь. И это уже была не философия, а реальный эксперимент, который можно было провести и таким образом раз и навсегда прекратить этот философский спор. Этот ирландский физик был малоизвестен, но книга его была выпущена по этому поводу. И вот так произошло, что один аспирант по имени Джон Клаузер, пытаясь разобраться в квантовой механике, случайно наткнулся на работу как раз Джона Белла и решил построить такую машину, как бы разобраться в первую очередь самому. Есть взаимосвязь, нет взаимосвязи. И что такое квантовая механика? Это реальная наука или это фантазия, лженаука? И он построил такую машину и экспериментально доказал, что Бор был полностью прав, а Эйнштейн ошибался. Сверхъестественная связь между двумя запутанными частичками реально существует. Но, несмотря на своё открытие, Джон Клаузер, как, впрочем, и множество других современных физиков, занимающихся изучением квантовой механики, так и не понял, что это за связь и почему спутанная связь, вне зависимости от расстояния, на которые они разнесены, мгновенно реагируют на изменения в той или другой частичке, то есть без потери времени. Да, действительно, ответ на этот вопрос, на который уже почти сто лет пытаются ответить учёные, это, конечно, был бы серьёзной прорывкой для современной физики. Вот сейчас в науке такая ситуация, ну как говорил не без доли юмора академик Ландау, который в своё время был и учеником Нильса Бора, что всё, в общем-то, ясно, но, возможно, каверзные вопросы, на которые ответить может только Бор. И вот здесь мы переходим к самому интересному. На самом деле всё просто, даже очень просто. К примеру, весной 2015 года в мод «АЛЛАТРА» вышел доклад, который назывался «Исконная физика АЛЛАТРА». В этом докладе в виде теории пояснялось строение Вселенной от самых первых кирпичиков мироздания, которые в докладе, собственно, названы «частичками ПО», до изоосмической решётки, обуславливающей пространство всей Вселенной и состоящей из ячеек. Эти ячейки состоят из так называемых «изоосмических мембран». Ну, в принципе, кому будет интересно, из наших зрителей подробнее ознакомиться с докладом, те смогут легко это сделать, так как он есть в свободном доступе в интернете, смогут сами разобраться, что такое частички ПО, что такое изоосмические мембраны и всё остальное. В общем, люди смогут разобраться, прочитав в интернете. Но, возвращаясь к квантовой механике, скажу лишь вкратце, что связывается с докладом. Это то, что все эти сверхъестественные связи между запутанными частичками как раз и обусловлены функцией изоосмической мембраны. Именно эта мембрана и разделяет мир, видимый от невидимого, то есть отделяет и связывает низшие измерения с высшими. Время от безвремени, бесконечность от точки. То есть понимание, что такое изоосмическая мембрана и как она функционирует — это же, по сути, ключ, ключ, который открывает дверь в совершенно новую эпоху для науки. На сегодняшний день, слава Богу, общаясь с выдающимися физиками с современности, меня радует тот факт, что у них есть понимание уже, что этот материальный мир находится в шести измерениях. И вот это важный момент. Почему? Потому что действительно весь материальный мир находится в шести измерениях. Вот наша повседневная привычная жизнь — это третье измерение. но всё, что мы можем себе представить нашим сознанием, оно укладывается только в шестимерном. Сознание и вся магия, вот эта, которая происходит, вот он как раз происходит на уровне шестого измерения. В седьмом измерении его уже нет. Но хотя мир продолжает быть материальным. И вот здесь интересно, мы об этом не раз говорили уже, но я думаю, стоит ещё раз повторить, что в действительности материальный мир весь, он состоит из семидесяти двух измерений. Но вот именно материальный мир, там, где распространена власть системы, скажем так, ведь она себя считает и противопоставляет Богу, она ограничится шестью измерениями. А вот остальные измерения как раз и сдерживают, и контролируют, чтобы не вышла за пределы шести измерений власть системы. Скажем, как в любой хорошей лаборатории существует не одна, а много систем предохраняющих и обезопасивающих поведения. Но я не говорю, что человечество — это эксперимент ни в коем случае. Человечество — это шанс, это жизнь, это зарождение жизни. А зарождение жизни навсегда происходит в неких экстремальных условиях, и опять-таки всё начинается с борьбы или противостояния. То есть важно понимать, что система функционирует лишь до шестого измерения, а уже в седьмом измерении она не командует. А вот остальные шестьдесят шесть измерений… Остальные шестьдесят шесть измерений — это надстройки, контролирующие те несколько измерений, в которых существует сама система. И весь этот контроль осуществляется через эзоосмическую мембрану. Контроль абсолютный — это те шестьдесят шесть измерений, которые находятся выше шести. Для понимания хотелось бы также уточнить, что в эзоосмической мембране нет понятия времени. В высших измерениях, приближенных к Миру Духовному, так же, как и в Мире Духовном, понятия времени вообще нет. Там всегда «сейчас». А в трёхмерном мире, в нашем привычном измерении, понятия «сейчас» нет. Пока я выговорил это слово «сейчас», мы все вместе, и я, и в том числе участвующие в этом разговоре, наши зрители, мы преодолели огромное расстояние в пространстве. То есть мы, как материальные объекты, через мир материальный, через эти эзоосмические мембраны, через эти ячеечки, по эзоосмической решёточке преодолели огромнейшие расстояния. И у нас не существует таких цифр, через какое количество этих ячеечек каждая частичка нашего организма и в то же время каждая частичка по нашему сознанию прошла. Об этом тоже надо задумываться, скажем так. А вот в высших измерениях, уж тем более в Мире Духовном, за пределами эзоосмической решётки, там нет этого, там всегда «сейчас». И там расстояние понятия, оно есть только у нас здесь. Там оно относительно, там оно бескрайнее. Но в то же время можно всегда быть там, где ты есть и где ты нужен. Человеческое сознание этого не поймёт, потому что там действуют другие законы. И человечеству лишь предстоит постигнуть хотя бы первые азы этих законов. Вот действительно, познавая себя, ты познаёшь настоящий мир, реальный мир, мир Духовный, а не вот эту компьютерную симуляцию от сознания, этой голограммы трёхмерного мира. Да. Хотелось бы сказать, что в докладе, в принципе, ничего нового для человечества не описано. Всё новое — это хорошо забытое старое. Всё, что описывается в этом докладе по физике МОД «АЛЛАТРА», в принципе, для человечества было известно ещё 12 тысяч лет назад. И в подтверждение этого можно сказать, что до сих пор сохранились таблички, в которых отображены сложные взаимодействия элементарных частиц, таких как электроны, протоны, нейтроны и так далее. Причём именно так, как это описывается в докладе. В подтверждение, что это не пустая теория, и тем, кому интересно, всё-таки следует ознакомиться с ней и не спешить прислушиваться к своему сознанию, которое тут же начнёт критиковать, а немножко разобраться. Потраченное время того стоит. 12 тысяч лет тому назад — это период весьма внушительный. То, что многие могут парировать, как это 12 тысяч лет назад, ведь по современным доктринам человечества оно только и зародилось приблизительно 10-12 тысяч лет назад. Хочу сказать, что мир гораздо древнее и сложнее, чем об этом рассказывают современному человечеству его учёные. В общем, кому будет интересно, тот сам разберётся в этих проблемах и доклад прочитает. Наука современная… Я не утверждаю, что она находится в эмбриональном состоянии своего развития. Нет, конечно. Но то, что она находится во внутриутробном — это точно. И лишь после рождения науки за трёхмерный мир начнётся и настоящее полноценное развитие. Если, конечно, до этого времени человечество само себя не уничтожит из-за чрезмерной гордыни и бездуховности, навязанной на рабское осознание людей, системы — это уже выбор самих людей. Игорь Михайлович, а вот эти Знания, которые затрагивают физику, они даются для понимания Мира Духовного? Ну опять-таки, скажем, те же Знания, которые затрагивают физику, другие науки или ещё что-то, я не сказал бы, что они даются для понимания Мира Духовного. Нет. Они лишь подводят человека к пониманию того, что есть нечто другое, отличное, что за этим что-то стоит. Вот как та же квантовая механика, да? Она даёт понимание, что не только трёхмерностью мир ограничивается. И те законы, которыми привыкли жить, я имеют физическими законами, это всего лишь проявленная часть, которая изучена в этой трёхмерности, но изучена кем? Опять-таки сознанием с помощью каких-то приборов, инструментов, которые находятся в этой трёхмерности. А вот изучить более высшие измерения, скажем, хотя бы пятое, шестое измерение, никаким приборам невозможно. Почему? Потому что нет таких приборов. Они должны быть там, находиться там. Для лучшего понимания этого вопроса, пожалуй, поясню. Вот сидишь ты на первом этаже высокоэтажного здания в плотно закрытом помещении и держишь в руке зеркало. Всё, что ты можешь увидеть, — это отражение себя или ещё чего-то, там стен, находящихся в этой комнате. Но ты не сможешь в это зеркало увидеть то, что находится этажом выше. То есть вот это весь инструмент, которым оперирует человек, находясь на данном этаже, в данной комнате. Вот многие люди, увы, недооценивают роль физики. Пока человек находится в этом мире, ему надо кушать. Вот банально. Нужна одежда, нужна еда. А та физика, которую я говорила, которая описывает, допустим, тот же доклад, который, мол, в «АллатРа» вышел, при её развитии она даёт возможность не портить природу, она даёт возможность человеку больше времени уделять Миру Духовному и не заботиться о хлебе насущном. Почему? Потому что именно та физика приводит к пониманию, знанию и возможности оперировать первозданными кирпичиками, которые будут создавать атомы, которые будут создавать молекулы, из которых легко можно производить всё, что тебе нужно. Извини, от туфелек до хлеба насущного. Понимаешь? Вот банально, от дома до машин. И не нужно человеку тратить много времени на работу или ещё на что-то. Но это неприемлемо при современном мироустройстве. Абсолютно неприемлемо. Почему? Потому что человек должен быть управляем и подконтролем. Система навязывает шаблон на это всё. Она всегда создаёт каких-то людей, скажем, гиперответственных, скажем так, которые берут на себя функцию управлять другими людьми во благо тех же людей. Они лучше знают, лучше умеют это делать и обеспечивают жизнь другим людям. Но в таком случае все должны работать, зарабатывать деньги. А деньги — это как система привязывания человека к этой материальной жизни. У тебя нет денег, тебе нечем заплатить за свет, за газ. У тебя будет холодно, у тебя будет темно в помещении. Но опять-таки даже чтобы приобрести какое-то помещение для жилья, тебе нужны деньги. Чтобы выйти на улицу, тебе надо одеться. Нужны деньги. А чтобы не умереть с голода, нужны деньги. Вот тебе и ответ. Значит, ты что? Значит, ты должна идти зарабатывать. Ты попадаешь в определённые условия существования. Таким образом устроено всё общество. И выстраиваются определённые правила игры. Что такое работа? Корень этого слова же, вы знаете? Раб. Вот и ответ. То есть человек привязан, он вынужден сосуществовать с другими людьми в обществе и жить по определённым правилам, которые исключают всё, что называется духовным. Максимум, что тебе дадут — это религию, науку. Развлекайся, отвлекайся. Вот и ответ. Всё очень просто. Но когда человек получает, к примеру, возможность приобретать всё, что ему нужно, не выходя из помещения или перемещаться куда угодно, без всяких затрат, в том числе и времени, ему средства не нужны. Как управлять таким человеком? А если человек будет подконтролен сознанием с такими возможностями, это страшно. Но опять-таки эти Знания сами по себе… Сознание идёт против того, чтобы эти Знания входили в мир. Я объясняю с развитием этих Знаний. Люди познают… Вот как квантовая механика, да? Люди познают, что есть сверхъестественная связь. Раз есть сверхъестественная связь, значит, есть и другой мир. Мир за гранью этого мира. Значит, есть хорошее и плохое. Люди начинают осознавать. То есть это как тот плод познания добра и зла. Понимаешь? То есть если… Ну, исходя из библейской легенды, люди жили и знали только добро, вкусив этого плода, они познали, что такое зло. А сейчас вот подобные Знания, они как капельки росы, которые помогают познать то ищущим опять-таки, только ищущим, помогают познать то, что есть не только зло, но есть и добро, что есть не только смерть, но есть и жизнь, есть не только дьявол, но есть и Бог, и что не этим миром ограничено существование человека. Как Личности? Как Личности, конечно, в первую очередь, а не как раба системы. Если человек далёк от Мира Духовного, то он общается с системой. Я бы даже сказал, он просто раб системы. Лишь познав себя как Личность, человек сможет научиться контролировать с позиции именно Духовного наблюдателя, с позиции Личности своё сознание. И лишь тогда он перестанет быть рабом сознания как части системы. То есть, говоря языком религии, перестанет быть рабом дьявола. Перестанет служить системе и станет свободной Личностью. Да. Для Личности нет преград в познании Истины. Это очень интересная и важная информация. И ты понимаешь просто, как шаблонно будет реагировать сознание людей на всё это. Ведь сознание, оно же, как правило, что делает? Оно шаблонно, шквалом критики, эмоциональных возмущений, реагирует на всё то, что для него ново, то, что невыгодно самому сознанию, дабы не разрушалась власть его над человеком. Тем более оно очень агрессивно в отношении всего Духовного. Ведь даже услышав эти Знания, сознание будет просто атаковать людей, говорить им… Сознание всегда критикует. Особенно если что-то связано, вот ещё раз говорю, с какими-то истинными Знаниями, если сознание услышит что-то об Истинном Духовном, оно всегда встаёт на дыбы. Ну да. И если исходить из позиции сознания, то о чём оно может вопить? Вот это его эго-я. «Не приведишь ты сатана, чтобы сознание утратило власть над Личностью». Ну не скажешь «не приведишь Господи», потому что он не подходит к системе. Она же всё-таки, говоря языком религии, принадлежит сатане, то есть смертному. Да. Почему? Потому что для сознания это непонятно, оно никогда не сможет понять. И вот то, о чём я сейчас говорю, у многих будет вызывать просто бурю в сознании, отторжение, вплоть до того, что хочется выключить. Но в то же время, так как есть упоминание о том, что находится за гранью понимания сознания, система многих будет заставлять слушать и переслушать, даже если они будут находиться на сознании. Почему? Потому что самой системе всегда интересно познать что-то новое для того, чтобы обрести некую власть. Она всегда стремится уподобиться Богу, поэтому находится в постоянном саморазвитии. Ну это она так считает, я имею в виду систему, что когда-то она сможет развиться в каком-то плане, что станет равна. Но всё в системе ограничено. Конечно, всё ограничено в системе. Но я ещё раз повторюсь, даже то, что я сейчас вот рассказываю, оно может вызвать целую бурю негодований, возмущений в сознании многих людей, кто в действительности находится сейчас в рабстве у системы. Это надо понимать. И даже люди, будучи далёкими от того, о чём я рассказываю, могут, скажем так, подвергнуть критике мои слова. Это мягко так сказано. Хотя их это вроде бы и не касается. Они случайно вот это прослушали. Но в то же время может вызвать целый шквал возмущения. А почему? Ну вот если они задумаются, кто в них возмущается и почему, если они считают, что их это не интересует, что они самостоятельны и всё понимают и знают, то почему же они так возмущаются на это? Почему они не возмущаются на другие вещи, которые происходят в этом мире? Почему они возмущаются тем, что люди убивают друг друга, обманывают? Почему они не возмущаются тем, что в этом мире есть зло? Ну простой вопрос. А когда говоришь о хорошем, всё, значит, это тебе выгодно. Значит, вот кто об этом говорит в сознании людей? Они сами об этом думают или им это рассказывает система? Опять-таки банальные шаблонные установки от системы. Всё сводится к чему? Обратно к такому вот узкому пониманию разных вещей. И сразу проводятся параллели с чем-то. Ну да, получается, что система вырвала фрагмент из разговора, отыскала в памяти более-менее похожее. И неважно, что оно иное по содержанию. Вот ей главное — быстро подставить, выдать как результат. А поскольку система — это дом лжи, как говорили древние, то ей неважно, что результат ложный и подставной. Ну, одним словом, искусственный интеллект хитрить изволит. И вот хорошо, если оператор толковый и сразу выявит эти ошибки в компьютере своём. Сам разберётся, что к чему. Но, как правило, люди же не замечают, когда система впихивает невпихуемые. Вот банальное восприятие мира шаблонами сознания. Банальное шаблонное мышление. Да, система сама порабощает. И поэтому человек, в котором доминирует сознание, он во всех своих конкурентах видит именно поработителей. И вот просто удивляешься, когда встречаешь некоторых людей, которые даже не понимают, что они говорят, кто в них диктует, как они реагируют на ту же книгу «АллатРа», на движение, на то добро, которое воплощает в жизнь люди в разных странах мира. И ты понимаешь, как оно на ровном месте такие возмущения выдаёт. Как страшно сознанию утратить власть над этим человеком. Ну это же сознание возмущается. И опять-таки у кого возмущается? У тех же рабов системы. Система, она блехлива, она всегда обманывает. И в первую очередь она обманывает самого человека, Личница. Она его просто эксплуатирует. А вот беда в том, что люди не понимают, что то, кем они себя считают, они собой не являются. Это не они. Сознание — это инструмент, но это не человек. Вот Вы сейчас, Игорь Михайлович, сказали, что сознание — это инструмент. И вспомнилось, как один человек, рассуждая о Знаниях, точнее его сознание выдало другую крайность. Вот раз сознание мне мешает, раз оно меня вот так обманывает, значит всё, вот не буду его развивать. Ну и таким образом уравняться сознанием с обезьяной, то есть иметь слаборазвитое сознание, быть дезориентированным в современности и исполнять то, что тебе приказывают другие. Ну слабоумным, скажем так. Это мечта очень многих управленцев — иметь тупое, непонимающее, неосознанное общество. Сознание, прежде всего, это инструмент. Если я тебе дам, к примеру, тупой нож и попрошу почистить картошку, тебе будет удобно им чистить? Нет, тебе нужен острый нож. Любой инструмент должен быть максимально выверенный и целый, хорошо отремонтированный. А сознание — это инструмент, он должен быть развит. Чем шире твой кругозор, тем больше ты понимаешь, тем больше в тебе заложено для понимания этой же трёхмерности. Вопрос в другом — кто управляет твоим сознанием? Понятно, что им всегда будет управлять система, это её часть. Но опять-таки вторичное сознание или новое сознание, оно тяжело управляется, но управляется. Но его можно легко игнорировать в случае необходимости. А вот первичное сознание легко обучаемо. Если ты развиваешься как Личность, то развитое, хорошо обученное сознание — это только в помощь, это не во вред. Это не означает, что оно будет более хитрое, более извращённое. Поверь, как бы ты ни развивал своё сознание, оно не сможет развиться до того уровня, до которого развита самая система. Оно всего лишь часть этой системы. А система, которая имеет опыт, скажем, миллиарды лет, она поведала всякой. Поэтому хорошо развитое сознание облегчает понимание этого мира, улучшает коммуникацию с другими людьми. Ну, в общем, если ты не лентяй, то это только в помощь. Да, тяжело было, когда ты не знал об этом. Ну а сейчас же такая ситуация, что Знание есть, но у многих людей нет ещё практического опыта работы над собой, поэтому нет вот этого реального преобразования себя и общества. Вот здесь вот есть интересный момент — преобразование общества. Преобразовывать общество стремятся все прежде всего, но общество преобразуется лишь тогда, когда люди начинают преобразовывать себя. Это существенный момент. Не нужно стремиться переделывать общество, не изменившись самому. Да, это так. Но вот людям как будто бы не хватает понимания смысла жизни. То есть система навязывает какие-то ценности — та же карьера или семья, или какой-то поиск удовольствия вовне. И система предлагает людям поверить, что вот это и есть жизнь, что вот это и есть твой удел, твоя жизненная цель, что именно для этого ты пришёл в этот мир. В действительности, когда в нашей повседневной, скажем так, трёхмерной жизни семья, взаимодействие в том же обществе, та же карьера — это всё и есть составляющая жизни человека. Другое дело, как подходить к этому и с какой стороны это рассматривать. Жизнь человеческая слишком короткая, и человек должен в неё успеть всё — и семью, и завести, и обеспечить. И в то же время нас отсюда вытекает и карьеру построить какую-то, лучше, когда хорошую, чтобы был и достаток, и всё. Это всё необходимо для выживания элементарно в современных условиях. Вопрос в том, что главенствует у человека, какова основная цель его существования, смысл от его жизни. И вот сознание нам начинает рассказывать, что смысл нашей жизни — это продолжение нашего рода. А чем мы тогда отличаемся от любого животного? Ведь если мы посмотрим, в принципе, любое животное — это продление своего рода, основная цель и задача. Ну размножился ты, продлил свой род. А лично тебе какой смысл от этого? Почему люди в старости хвалятся тем, что они многое в жизни сделали, работа плюс семья, внуки и всё остальное, а в глазах печаль, потому что каждый понимает, что самого главного он таки не успел сделать. А жизнь очень короткая. Мы неоднократно об этом говорили уже и в передачах, и так, что жизнь проскакивает очень быстро, как одно мгновение. На самом деле любой промежуток времени, который бы ты себе не назначила, пройдёт очень быстро — неделя, год. Это очень быстротекущая такая субстанция. Но смысл заключается как раз в жизни человека — это приобщение к Миру Духовному. У многих это может вызвать такое негодование, но опять-таки и вот здесь нюанс. Негодование в чём? В сознании. Почему при слове «Бог, духовность» и ещё что-то у подавляющего большинства людей вызывается внутреннее отражение сознания? Даже как бы это ни обидно было у священнослужителей. Вот пока он в одеяниях и ведёт какую-то службу, он настроен, всё, он всем рассказывает о Боге. А когда остаётся один на один, как говорится, с Богом, и вот здесь даже мысль или ещё что-то, его же дёргает это всё, вот внутри идёт это всё. Не в смысле в духовном плане внутри, а в смысле в сознании, в эмоциях, во всём остальном. Потому что сознание любого человека практически на 99% настроено против всего духовного. Это факт, это правда. Но у нас есть определённые, скажем так, обычаи, некие правила игры в социуме в целом, что есть у нас религии, к ним надо относиться уважительно, есть Бог, к нему надо относиться уважительно, нужно уважать выбор других людей, веру других людей. Слава Богу, что это есть. И это обосновано опять-таки в силу определённых причин, которые мы сегодня не будем разбирать, не будем поднимать эти вопросы, потому что у некоторых оно вызывает опять-таки в сознании их ничто иное, как агрессию. Почему это происходит? Потому что сознание любого человека, ещё раз говорю, настроено против всего духовного. Это его функция, это надо понимать и знать. И воспринимать это, в принципе, как естественное явление. И об этом в любой религии много говорили те люди, которые действительно шли к Богу. Они не игрались и не подходили к Богу, как к некому исполнителю своих желаний, что «Господи, дай мне то, дай мне это, если ты не даёшь, ты хороший Бог, и я в тебя верю». Да, в сознании полно вот этих шаблонных страстей, с помощью которых как раз-таки сознание и закабаляет человека вот в таких мыслях-состояниях, в состояниях «хочу» или «не хватает», или состояние борьбы за власть, за доминирование только твоего мнения. Понятие «власти» — оно очень важно. Вот многие люди, им сознание рассказывает, «Ты же не борешься за власть? Ну какая тебе власть? У тебя работа такая, ты не стремишься, не делаешь карьеры, ты, наоборот, вот уходишь, отходишь, тебе власть не интересует». Но этот человек считает о себе так, вернее, его сознание ему так рассказывает, что он такой хороший и не стремится к власти. И в то же время начинается диктатура в семье, своим детям, своим вторым половинкам, среди друзей. Ведь постоянно идёт борьба за власть. Власть это не подразумевается управлять народами или управлять какой-то организацией или ещё что-то. Здесь власть подразумевается — это подавление одного материального объекта другим или попытка подчинить себе кого-то другого. А это постоянно везде. Вот это очень интересный момент, что если в людях доминирует диктат сознания… они могут объединиться опять-таки по интересам. Но было бы здорово, если бы люди начали действительно жить хотя бы законами совести и чести, да? И вот чтобы они объединились хотя бы на том, чтобы перестали ссориться, воевать, убивать друг друга и делать зло друг другу. Это уже победа, огромная победа над системой, над её установками. Это возможно? Вполне возможно. Построить, вот как мы и говорили, хороший, счастливый мир, мир, в котором человек может постигать духовное освобождение, создать условия для этого. Это в силах людей, в силах. Это можно сделать? Это нужно сделать. Было бы замечательно, если бы во всём мире была истинная свобода, без всякого зла и без противоречий. Первое, вот с чего начинается, — это с честности, с честности перед самим собой. Да, ведь по сути это всего лишь работа над собой и делать всё, что в твоих силах, чтобы создать в обществе такие условия. Ну невозможно людей заставить. Это выбор людей, это свобода людей. Даже если весь мир… Вот заметь, все люди во всём мире станут, скажем, свободны и будут пытаться повлиять на одного человека, который хочет стать субличностью, он всё равно станет субличностью. Почему? Потому что это свобода его выбора. Вот где настоящая демократия. Потому что каждый выбирает то, к чему он стремится. Любая Личность стремится… Это естественный такой инстинкт самосохранения. Личность чувствует, что существует мир бескрайний, мир духовный. Оно чувствует и силы, и проявления все. А сознание оно запирает. Ну здесь сознание людям мешает это понять. Но опять-таки, кто мешает человеку вкладывать силу своего внимания, своё духовное развитие? Или же материальное, смертное? Никто. Только он сам выбирает. Свобода — выбор. А то, что система отвлекает… Ну это же право человека как Личности смотреть или не смотреть на этих артистов. Своего сознания. Последняя битва у человека, она идёт от рождения до смерти. И вот результат битвы этого Армагеддона человек пожнёт после того, как перестанет биться его сердце. И это правда. Смысл здесь как раз в том, что пока тело живо и сердце бьётся, ты должен начать жить. После того, как сердце перестало биться, ты уже пожинаешь результат. Потом уже исправить что-то невозможно. И никто тебя не отморит, и никто не спасёт. И это правда. Да, вот ещё такой момент для сознания. А может ли человечество вообще в глобальных масштабах победить систему, как врага в понимании категории сознания? Вот если, к примеру, все-все люди на планете объединятся? Победить систему человечество не сможет, потому что система вся уходит далеко за пределы человечества, в котором мы его понимаем. Ну начнём с этого. Система не ограничивается определённым количеством людей на определённой планете, она гораздо шире и распространяется на всю материальную Вселенную. Вот если языком физики, то вплоть до шестого измерения — это то, что есть система. Поэтому можно строить иллюзии, стремиться победить систему. Но лучше всего её победить внутри себя, перестать быть её рабом. Вот это основная цель. Ну вот, к примеру, даже если все люди вместе объединятся, ну опять-таки, если их объединение будет на уровне сознания, ну они её усилят, саму систему усилят, не больше. А вот если люди духовно раскроются, разовьются, и их объединение будет на духовном, чувственном восприятии с миром бескрайним и бесконечным, то тогда вся мощь системы становится вообще меньше меньшего, что только может быть. Как говорили в древности, что всё сводится до частички «по». Вот Вы, интересно, нам ранее рассказывали, Игорь Михайлович, для понимания, что на самом деле сама система не имеет образа, потому что сама система — это и есть стационарные частички «по», вот говоря языком физики «АллатРа». Система всего лишь порождает образы, но сама система есть ничто. Всё, что конечное, оно ничтожно, оно ничто. Игорь Михайлович, вот мы уже неоднократно упоминали в передаче о губительности магии, но вот глядя на современный мир, понимая, что люди недостаточно понимают, что такое магия от системы и что творит их сознание в повседневности. Скажу вкратце о том, как, например, когда-то рассуждало моё сознание, когда я слышала об этой теме, что вот магия, так она ж меня точно не касается. Я же там не экстрасенс и не великий предсказатель, не маг, который выполняет какую-то обрядность, и не баба-яга, которая в котле лягушек варит и на метле катается. Потому что в моём сознании магия — это колдун из сказки или факир из цирка, шаман из фильма. Это какие-то образы, какие-то волшебные действия, которые либо видела в фильмах, либо читала в сказках в детстве, когда из ничего появляется что-то. Но вот вся эта магия никак не касалась моей жизни. И, в общем, это было в понимании, что типа магия — это всё сказки, а это реальная жизнь. И вот так ошибочно полагают многие. Игорь Михайлович, а вот расскажите, пожалуйста, что такое магия от сознания в повседневной жизни человека? Вот что касательно магии. Магия используется людьми в повседневной жизни очень часто, и люди этого не замечают. Когда человек проклинает кого-то, когда он его ненавидит и желает зла — это уже часть магии. Это надо знать и понимать. Когда человек приходит для общения с Богом в храм какой-то, а просит о здоровье своего тела или родных и близких ему людей — это тоже магия. Когда человек просит богатства или разрешения какой-то проблемы в материальном мире — это тоже магия. Всё, что касается исполнения трёхмерности каких-то человеческих желаний, опять-таки касающихся всего материального, а здоровье — это тоже часть материи, это часть тела материального — это всё есть магия. Это надо понимать. И, к сожалению, это пошло ещё от древних жрецов. Они навязывали людям, так как понимали, что люди поклоняются высшим силам, они их запугивали, опять-таки пугали тем, пугали Богом. Но разве это нормально? Бог — это любовь, по-другому не скажешь. Нельзя подобрать слов в любом языке современного мира, чтобы описать, что такое Бог. Только Любовь — это истинное понимание. Но это истинное понимание из всех слов человеческих можно обозначить только как высшая и самая чистая Любовь, то есть настоящая Любовь. Любви другой не может быть на самом деле, мы уже обсуждали это и не раз. Поэтому получается, что люди хотят или не хотят, но они сталкиваются с магией. Когда человек планирует, допустим, какую-то встречу на завтра, ну понятно, ты планируешь, понятна суть беседы возможная, изучай вопрос, подготавливайся, тренируй своё сознание, подготавливайся на возможные ответы — это одна сторона. Но когда человек в голове начинает прокручивать, ну в голове ли вопрос? Сознание. Вот эти артисты на сцене начинают разыгрывать ему роли, и человек видит, как он общается с другим человеком. Уже на завтрашний день он планирует, и он уже пытается воздействовать на своего оппонента для достижения желаемого результата для себя. Разве это не магия? Магия. Человек тратит те жизненные силы, которые должны направляться на чувственное восприятие, на контакт с Миром Духовным. Человек тратит на материальные блага, на исполнение собственных желаний. Потом говорят, вот хороший человек, а что ж так плохо? Или, скажем проще, после смерти физического тела человек кается, вот сознание трепещет, а вот Личность в недоумении. Он ведь хороший был, он никому ничего плохого не сделал. Только прожил всю жизнь в магии, не туда укладывал и никуда не пришёл. Всё время ходил по кругу, хотя мог принадлежать не только к любой религии, но и заниматься поисками высоких духовных целей, пытаться их достичь опять-таки с помощью чего? С помощью своего сознания. Сознание — это хороший инструмент, нужный инструмент, но инструмент, скажем так, со своим нравом. То есть надо тебе что-то решить, пусть решает, это ты финансируешь, этому ты уделяешь внимание. Но когда оно тебе начинает навязывать какие-то магические свойства, втягивая тебя в различные игры свои, ну этого не стоит делать. А многие не понимают людей этого, не замечают, как становятся частью игры, участниками театральных зрелищ. И опять-таки по факту чего? Магических представлений. Но опять сознание рассказывает, что магия — это выполнение какой-то обрядности, это стучать бубен надо, какую-то травку там в кипящий котёл кидать, лягушек живьём желательно. Вот тогда происходит какое-то магическое действие, и человек что-то приобретает или получает. Это ритуальщина. Ритуальщина, она помогает сосредоточиться просто-напросто. И не важно, что ты кидаешь в котёл, есть у тебя котёл или нет, важно, чтобы ты желал этого. Сам процесс желания, он уже есть ничем иным, как магическим действием. Особенно, когда люди уже представляют готовый результат, допустим, той же завтрашней встречи. Можно пошаманить, бубен постучать, травки котёл покидать или ещё что-то. А можно просто представить готовый результат, как ты встретишься завтра с человеком, что скажет он тебе, что скажешь ты ему, в разговоре поспоришь, а потом ты его вот так вот легко и убедишь. То есть игры сознания. Люди не понимают, что в этот момент твоё сознание контактирует с его сознанием, хотя человек этого и не замечает. И ваше сознание уже принимает определённое решение. Решение принимает, как правило, то, которое необходимо системе, скажем так аккуратно. Но результат всегда предопределён. Но когда ты не делаешь этого, система не гарантирует результат ни твоему сознанию, ни сознанию твоего оппонента. Ты подготовил материалы, которые тебе необходимы, выучил, пришёл на встречу, а дальше будет так, как будет. Ты не проигрывал сценарию, ты не занимался магией, ты свободен в данном случае. И здесь шансов выиграть спор намного больше. И это не магия. Это правда. Почему? Потому что система не подготовлена к твоему действию. Да. И я вот помню, как вы нам рассказывали, и это очень помогло в осознании, что магия — это жажда влиять на кого-то. Да. Магия — это мечты и желания, это жажда влиять на кого-то в будущем или желание что-то переделать в прошлом, переписать своё прошлое. Вот если бы тот сказал, то я бы вот так ему ответил. «Ну надо сделать. Идёшь, делаешь, хочешь сказать — скажи, а нет — забудь. Но ни в коем случае не играй в игры с сознанием, вот в эти его игры альтернативного существования. Ведь ты отдаёшь реальную силу, а взамен система лишь холит твою гордыню». Да. Зачем вступать вот в этот мысленный, абстрактный диалог с кем-то, крутить эти разговоры в мыслях по двое-трое суток, пусть даже до встречи с этим человеком? Зачем визуализировать, что ты чем-то обладаешь? Ведь это и есть магия. Люди очень много думают о пустом, фантазируют, но ведут в мыслях беседы с другими людьми, спорят, доказывают. Причём спорят о том, что было давным-давно, думают о событиях прошлого или вообще о событиях будущего. Но ведь это и есть магия от сознания, когда ты уделяешь внимание трёхмерности тому, что в конечном итоге, как капля, точит камень. И эта магия отличается от творческого планирования. Например, когда тебе надо просто приготовить еду, ты планируешь что приготовить. Это обыкновенное планирование, обыкновенная приоритизация, как распорядок рабочего дня. Но когда ты представляешь, как тобой будут восхищаться, как тебя будут нахваливать за приготовленную еду, вот это уже желание удовлетворения своей гордыни. Это уже магия от сознания, визуализация. То есть надо тебе приготовить еду. Ну готовь, действуй в этом направлении, а не представляй. Да, магия — это если ты не можешь получить желаемую эмоцию, то сознание начинает в мыслях крутить альтернативную реальность. Но заказывал ли ты это кино? Ведь что происходит? Ты вызываешь образы и наделяешь их силой внимания, то есть действием. Только вот беда, они — иллюзия, а ты растрачиваешь реальную жизнь на систему. И в результате система пролонгирует себе жизнь, а ты приобретаешь себе смерть. Да, увы. А если твоему сознанию нечего делать, то пусть он лучше что-то изучает. Да, а вообще лучше время тратить на духовное развитие. Усиливать в себе контакт с Духовным миром. Ведь это же безбрежное счастье, это внутренняя, безмерная Божья Любовь. Гораздо лучше же быть счастливым, чем несчастным. Лучше быть живым, чем мёртвым. Абсолютно верно. Так что вопрос не в планировании как таковом, а в том, что ты не питаешь никаких иллюзий на это. Распланировал, подготовился, а там как будет, так и будет. Просто движешься к цели. Тебе что за хлебом сходить, что на деловые переговоры, можно сказать, одинаково, решается по месту. А вся важность и серьёзность твоя уже в другом. Она в тех событиях, что происходит на чувственном восприятии Мира Духовного. И уже на трёхмерность ты тратишь силу внимания не в таких огромных количествах и вообще по мере необходимости в режиме экономии. Да, люди вот тоже, когда к чему-то готовятся, часто говорят «вот как Бог даст». Но это же неправильно. Это неправильно. Бог в действительности не занимается этим. Просто людям удобно, вернее, сознанию удобно всё сваливать на высшего и сильного. Вот Бог дал, Бог послал, Бог ещё что-то. Но какого Бога они имеют в виду? Бога, который в Вечности или Бога, который находится в системе временно существующей? Бог временный или Бог настоящий? Здесь надо тоже давать отчёт. Вот люди часто кидаются словцами, не понимая их сути. Это тоже своего рода магия. Слово, оно обладает силой. Поэтому не зря говорили, вот в некоторых религиозных писаниях начинается, что сначала было слово, да? Это не просто так. И это не только касательно христианства, но и в дохристианских религиях тоже такое было, что сначала было слово. Слово, оно начало очень многих процессов. Почему? Потому что это озвучивание внутреннего твоего желания. То есть произнесение его вслух. Это уже само по себе активация определённых процессов. Ну, реакции человека на слово, на привычные. Негативное слово, сказанное тебе, вызывает в тебе определённую реакцию. Или ласковое слово вызывает другую реакцию и тому подобное. Ну, вся психология, к примеру, построена на чём? На слове. Ну и многое другое. Религия, на чём она построена? На слове. То есть вот слово — это слово. Слово, как ни крути, — это инструмент трёхмерности, это инструмент этого мира. Мысль — также инструмент мира материального. А вот чувственное восприятие или прямой контакт, ведь он совершенно другой, он отличимый и от слова, и от мысли. Поэтому сознание его не воспринимает. И поэтому многие люди, которые живут по сознанию и являются абсолютно подконтрольными сознанием, до них не доходит простая истина. Они воспринимают всё, что угодно — магию, ритуалы, ну всё, воспринимают всё это понятно, это логически можно объяснить. А сам факт реальности существования Бога объяснить не могут. Они пытаются верить, они делают вид, что верят. Многие даже делают вид, что служат Богу, и других учат этому, но давайте посмотрим на них. Вот без маски. И всё становится на свои места. Да. Вот действительно хороший вопрос. А как отличить людей, которые живут Миром Духовным, от обывателя? Ведь люди, они же очень часто ищут какие-то признаки, но в трёхмерности. Ну они чувствуются, они реально чувствуются, эти люди. Вот просто люди не понимают, что мёртвому — мёртвое, а живому — живое. И когда люди научатся чувствовать правду, то таких вопросов просто не будет возникать. Да. Вообще хотелось бы посоветовать людям, даже пусть на уровне сознания, просто из любопытства, ну разве не интересно, существует Мир Духовный или нет? Можно ли как-то существовать без мыслей, привычного образа мышления, я имею в виду, а на уровне чувственного восприятия? Можно ли контролировать своё сознание? Разве это не интересно? Попробовать просто. Да, вот как Вы сказали, Игорь Михайлович, в начале передачи, ну просто хотя бы ради эксперимента попробовать понаблюдать за собой, как приходят мысли, позаписывать это, попробовать проконтролировать их, попробовать остановить этот мысленный поток или вообще попробовать управлять им. И вот тогда можно очень легко прийти к пониманию, что это всё не твоё и что это не есть ты. Нужно просто попробовать жить другим восприятием, восприятием глубинными чувствами. И на этом же пути стоит лишь один шаблон от сознания — это шаблон сомнений. Ну вплоть до того, что сознание говорит людям, что «у меня не получится», или «я слишком молод», или наоборот, что «я уже слишком стар» или «я не слишком днём». А Душа возраста не имеет, и Личность тоже. И нет разницы, какой возраст. Постичь Мир Духовный может и старик, и ребёнок, и любой при желании. Но желание как раз и возникает от Личности, от стремления, не от ума. Если от ума стремиться, ну ничего не получится. И сознание никогда не стремится к Богу. Это тоже парадокс. Но он всегда стремится к магии, к Тайнознанию стремиться, к тем силам, которые скрываются за миром трёхмерным. То есть нужно добраться к тому, что способствует манипуляции дрой-мати. Для человека как Личности это же топтаться на месте, это просто прожигать свою жизнь впустую. И очень многие люди так и застреют именно вот в этих сомнениях. В своих мыслях и тому подобное так и борются с собой, с мыслями. Некоторые стоят и ждут, когда им на блюдечке с голубой каёмочкой кто-то придёт и принесёт. При этом они хотят, ну действительно искренне хотят, но не делают ничего, не работают над собой, потому что лень что-то отвлекает и тому подобное. А многие как раз талантливые люди, которые действительно стремились, которые шли, уверенно шли, но они застряли вот на пути магии. Вот по-другому его не назовёшь, или экстрессорики. Вот когда люди с этим сталкиваются вживую, вот оно их впечатляет. Кого впечатляет? Сознание впечатляет. И вот просто глянуть, где они? Они там и остались. Есть смысл в этом. То есть получается, что изначально человеком движет именно хорошее, именно стремление от Личности? Хорошее, конечно. Но система всегда хорошая переделывает, выгодная для неё. Это правда. Да, вот даже взять простой пример. Ведь зачастую люди, получив какой-то первый опыт в медитациях, они пытаются помочь, но опять же, в их понимании ближнему. Например, направлять в его сторону лучики Любви или ещё что-то там. И потом отмечают, что да, вдруг действительно ближнему стало как-то легче и по самочувствию. Ну это физика, банально. Это действительно так происходит. Он отдаёт часть своей жизни другому человеку, перенаправляя. Ну а тот это берёт, успешно перебрасывает, опять-таки, куда прожигает сознание. То есть первый отдал в сознание, и второй отдал в сознание. Пользы нет ни первому, ни второму. Это недопустимо. Это магия. Да, и понятно, что в итоге это заканчивается тем, что… Узнают. Скажем так, вот есть такой термин «субличность», мы упоминали за ним. Или как в христианстве говорят «Адам». Ничем хорошим это не заканчивается. Хочешь помочь — помоги. Заболел человек — отведи к доктору. А грустно человеку — поддержи, поговори, объясни. Поддерживать надо. Вот хотелось бы вкратце затронуть тему об изменённых состояниях сознания. Вот на сегодняшний день в мире накоплено большое количество и клинического, и экспериментального материала, касающегося изменённых состояний сознания. Ну и уже понятно, что человек ежедневно проживает и пребывает в разных состояниях сознания. Например, такие изменённые состояния сознания, которые выгодны для сознания. Это состояние бодрствования, состояние сна, реакции гнева, состояние паники, состояние мечтательности, те же истерические состояния. Состояния, которые вызваны и употреблением алкоголя, и наркотиков, гипнотические состояния. То есть это те состояния сознания, с которыми люди чаще всего сталкиваются в трёхмерности. Но есть и изменённые состояния сознания, которые сопутствуют духовному раскрытию. Это медитации, это молитвенное состояние, это духовные практики. В общем, есть изменённые состояния сознания, полезные для человека как для развития его Личности. Ну а есть выгодные для сознания и как раз приносящие даже вред человеку. Вот в выгодных для сознания что происходит? Идёт активное воздействие на Личность, и оно лишает её возможности самоидентификации. Например, если человек находится в состоянии гнева, то он не может идентифицировать себя как Личность, он просто находится под властью сознания. Да, и отличия тут явные. Вот те изменённые состояния сознания, которые выгодны сознанию, чувствуются как дискретные. Вот они отделены друг от друга. И для каждого вот такого состояния можно определить соседнее, что имеется в виду, то, с чего они начинаются. Их признаки и во что в конечном счёте переходят, так система и планирует. Вот всё у неё шаблонно, по схеме, которая приводит к заранее заданным результатам. А вот в духовной практике всё по-другому. Переход с глубокого изменённого состояния сознания на чувственное восприятие происходит плавно, оно происходит равнолинейно, угасающее, иссякающее. То есть пока не произойдёт вот этот полный отрыв Личности от сознания и её переход и погружение в чувственное восприятие, там уже нет никакого воздействия сознания. Чувственное восприятие в корне отличается от глубокого изменённого состояния сознания. При восприятии глубинными чувствами там идёт одновекторный, непрерывный процесс жизни здесь и сейчас. Вот там идут, как бы сказать, последовательные состояния, и они непредсказуемы, они живые, они стабильны и постоянно новые одновременно. Это как разные состояния многогранной, бесконечной Любви Божьей, которые вызывают и восторг, и блаженство, но не на уровне сознания, а на уровне глубинных чувств. Но это всего лишь одна из характеристик восприятия Духовного мира глубинными чувствами. Вы знаете, поделюсь тем, как раньше моё сознание шаблонно реагировало на вот эту фразу — «изменённое состояние сознания». Даже уже сам термин вызывал какую-то опаску, он вызывал страх от незнания, потому что для сознания это означало какую-то патологию или выйти из зоны комфорта. Ему просто было страшно измениться. Но когда прочитала книгу «АллатРа» и столкнулась со Знаниями, то исчез этот страх, и появилось даже наоборот стремление изменить себя, просто основательно идти в духовном направлении. А сейчас, когда ты видишь обличение системы, то ты просто глобально видишь и понимаешь, а что сейчас происходит и в человеке, и в том же обществе, и почему наука ходит возле этого вопроса вокруг да около. Потому что свои акценты в ней как раз расставляло сознание, а не свободная Личность. И вот как раз с позиции исконных Знаний ты уже исследуешь эти научные работы с совершенно иным пониманием. И, знаете, это удивительно. Потому что видно, как сознание из работы в работу защищает свои установки, преувеличивает их значимость. И, соответственно, оно уже принижает значимость тех состояний, которые ведут к духовному просветлению. Потому что сознание их как раз и не понимает. Например, оно акцентирует внимание на том, что состояние бодрствования и ему сопутствующее — это, мол, нормальное состояние сознания. И вот здесь, конечно, система во всеоружии. А вот другие состояния сознания, как раз те состояния сознания, которые ведут к духовному просветлению, это сознание считает каким-то индивидуальным, каким-то сомнительным. И вообще приравнивает к своему психиатрическому материальному воззрению как проявление психозов, либо к психической саморегуляции, к росту самооценки и уверенности в себе. Вот оно изучает тот же религиозный экстаз, мистическое переживание, в первую очередь, как возможность оказывать влияние на кого-то, управлять толпой. Но вот если посмотреть по факту, ну вот шире, вот с позиции и разных культур, и традиций народов мира, то получается, что ситуация с тысячелетиями сохранялась совершенно иная. Вот многие народы древности и те же восточные цивилизации, да и многие другие народы, вот как считает сознание некоторых учёных, примитивные народы, они считали и считают, что практически каждый взрослый человек должен уметь входить в духовный транс. Так сказать, у каждого это, конечно, называется по-разному, но смысл. Вот в это духовное слияние уметь вступать в духовную связь, в контакт с Богом. И этому придавалась огромная важность, огромная ценность как для цели существования человека — знать истинное, знать, как стать просветлённым, знать, как обрести жизнь. Ну а те, кто был неспособен это сделать, то тот считался в обществе, ну говоря современным языком, психологическим калекой, он считался неполноценным. И вот у каждого были какие-то свои наработанные и простые, и сложные техники для стимулирования, для входа в изменённое состояние сознания. И было изучение себя и через те же медитации, через молитвенное состояние, через освоение духовных практик. В общем, вот своя тропинка к общей духовной дороге, приводящей к конечной цели — стать при временном существовании живым. Конечно, понятно, что сознание тут тоже поработало, и оно внесло свои искажения и подмены. Ну, по крайней мере, ясно, к чему стремились люди в своих общинах, какая была их общая цель. А что мы видим сегодня? То, как система продвигает в цивилизации свои установки, и она делает всё для того, чтобы ты как Личность стал мёртвым. Ведь сегодня нормальным состоянием сознания считаются вот как раз те дискретные состояния, которые держат человека в узде шаблонов сознания, которые удовлетворяют биологическим, психологическим, социальным функциям человека. Вот какая цель ставится при изучении изменённых состояний сознания? Это излечить болезни тела, освободиться от конфликта, от внутреннего напряжения, либо изучить глубинное содержание своей психики, функционировать в обществе адекватно и конструктивно. Но вот тут засада в том, что адекватно и конструктивно с точки зрения сознания как части системы. И вот учёные долгие годы занимаются изучением чего? Гипноза — то, что, по сути, подавляет Личность, исследуются проблемы сна и сновидений, то есть то, где сознание тоже может приложить свою лепту, исследуются возможности обезболивания тела через эти изменённые состояния сознания. И вроде бы всё обозначается как для гуманных целей. Но если посмотреть в корень… То есть сознание интересует лишь те грани, которые порабощают Личность, которые просто делают из неё своего раба. Даже те изменённые состояния сознания, которые человек использует на этапах духовного пути, даже там сознание совершает свои подмены. Вот даже посмотрите, чем оно закольцовывает понимание человека в тех же научных работах. Оно говорит, что если ты пойдёшь по духовному пути, по пути медитативного духовного транса, то ты там ничего не найдёшь, кроме галлюцинаций, кроме анаэроидных состояний сознания, которые характеризуются сочетанием образов трёхмерного мира и фантастических представлений, или элементарного религиозного экстаза, мистического переживания, сопутствующего фантазиями, то есть ложных состояний, подменяющих реальность. Конечно, отчасти это и правда, и подмена кроется, как всегда, в корне, потому что само сознание и подменяет Истину на иллюзию, как раз воздействуя или агрессивно, или мягко через свои состояния. Это очень чувствуется. Вот, например, в чувственном восприятии там нет образов, там идут процессы, которые находятся за функцией сознания. Почему же само сознание и ограничивает даже само понимание этого вопроса? Для него высшее восприятие — это расширенное состояние сознания, это состояние покоя и комфорта, это ложное восприятие через галлюцинации сознания, то есть его подмена чувственного восприятия. Когда люди в религиозном трансе воспринимают, к примеру, представителей Мира Духовного в трёхмерном образе и даже общаются с ними, но ведь это иллюзия от сознания, которой оно как раз подменяет истинное чувственное восприятие от Личности Мира Духовного. Это происходит потому, что само сознание и создаёт вот эти трёхмерные образы, и подменяет реальность Духовного мира на общение с собой же. Вещают от сознания, совершенно правильно. Мы уже обсуждали это в других программах, что люди, которые начинают баловаться с магией, к ним приходят видения, различные святые, там представители якобы от Мира Духовного, но они приходят опять-таки в образах. Что значит «в образах»? Да. А духовная практика — это освобождение от вот этого ложного восприятия сознания, это выход Личности за пределы функционирования сознания. Но люди часто останавливаются на этапе комфорта, на этапе мистицизма, то есть на этапе перехода из изменённого состояния сознания в чувственное состояние. Вот здесь есть интересный момент. Вот это чувственное восприятие действительно на этапе его познания открывает людям то, о чём мечтает сознание. Но первые, самые первые признаки начинают открываться как раз, когда человек достигает глубоких состояний изменённого состояния сознания. То есть начинается то, что называют сейчас экстрасенсорикой или метафизикой и тому подобное. Ну и почему говорят, что нельзя ни в коем случае за это цепляться? Потому что именно на том уровне ты и останешься. Да, вот вся эта магия сознания, она же сродни гипнозу, вот этого вмешательства извне. То есть, как говорят, есть такой термин в психологии, как «гипноз автострады» или вождение в режиме без внимания, когда человек находится длительно за рулём, он едет на машине по скоростной трассе, и у него происходит ослабление чувствительности органов чувств и дефицит движений. Ну, условно говоря, в духовном же пути, можно сказать, происходит подобное. Когда человек теряет бдение, когда ослабляется внимание, когда он завораживается вот этой иллюзией системы, и у него происходит ослабление к чувственному восприятию. И вот как раз вот этот дефицит продвижения личной работы над собой. Поэтому очень важно знать для себя вот эти уловки сознания, вот эти уловки при этих изменённых состояниях сознания, и тонкие — те, которые выгодны сознанию, при которых происходит подмена Истины, и грубые — те, что приносят конкретный вред, как тот же алкоголизм, наркомания, где происходит борьба двух сознаний. Опять-таки надо отметить алкоголизм, употребление наркотиков и всё остальное. Ведь от кого это идёт? Это идёт от сознания. Причём вот эта навязанность алкоголизма, наркомания, оно происходит, как это ни парадоксально, от первичного сознания. Оно пытается затереть вторичное влияние власть, пытается уйти от власти вторичного сознания. Борьба с системой внутри системы. И вот здесь она испытывает, когда прослабевается под действием алкоголя или наркотиков активность вторичного сознания, то первичное начинает себя чувствовать героем, опять-таки говоря, величие, возвышение, все возможности. Это сознание — банальное сознание — примат, а он чувствует себя на вершине мира. И вот это состояние, именно это состояние, и заставляет его снова и снова употреблять алкоголь, наркотики — свобода от сознания. Свобода сознания от сознания — парадокс. «Естественно, что человек ещё больше становится зависим от системы. Скажем так, человек, который хотя бы чувствует мир духовный, хоть немножко соприкасается и хоть немножко знает, подчёркиваю, не верит, а и не тот, узнает о существовании мира духовного, он никогда не будет употреблять ни алкоголь, ни наркотики. Потому что это усиливает, активирует первичное сознание, которое начинает более активно подавлять и воздействовать на Вечность. Зачем создавать самому себе препятствия? Это всё равно, что ты хочешь приближать сто метров, а перед этим ты набрасываешь всякие, скажем так, состройки ненужных вещей, а потом бежишь, спотыкаешься, падаешь. Тебе больно не приедет. Если ты хочешь побегать, с утра бегай по рогам, правильно? Ну зачем же ж себе мусорить на беговые дорожки? Игорь Михайлович, вот ещё хотелось немного раскрыть тему о гипнозе в свете Знаний о первичном и вторичном сознании с точки зрения понимания скрытых подмен. Суть гипноза как раз и заключается. Это непосредственное воздействие на первичное сознание извне. А первичное сознание, оно ведь не воспринимает мир как таковое, оно воспринимает его через вторичное сознание. Вторичное сознание может его, скажем, обмануть, но первичное сознание воспринимает реакции тела. А вторичное сознание воспринимает реакции тела через первичное сознание. Это такая вот цепочка, чтобы понятна была. А работа головного мозга — это есть отражение, это уже материальное, скажем, проявление работы сознания. Но в первую очередь — работа первичного сознания. Но оно также связано всё равно с миром материальным. Но Личность связана только с первичным сознанием. На самом деле это всё просто. Если взять ручку, нарисовать, всё становится на свои места. То есть для Личности это же ещё больше угнетение, когда вот вмешивается ещё и сознание того же гипнотизёра. То есть получается, что мало того, что она испытывает вот эти воздействия от своего первичного и вторичного сознания, так тут ещё и вмешивается третья сила от системы. Это сознание гипнотизёра, которое создаёт дополнительные образы, оказывает влияние и программируемое воздействие. Совершенно верно. Но здесь есть маленький нюансик. Когда при воздействии, с помощью гипноза или магии, не имеет значения, напрямую идёт воздействие на первичное сознание, то здесь происходит и подмена. Человек, ему можно внушить, что он знаменитый певец, он будет петь и будет воспринимать себя, как этот знаменитый певец, отвечать на вопросы и тому подобное. А мы видим, что был, ну скажем, Василий Петрович, он и остался Василий Петрович, а он из себя изображает знаменитого певца какого-то. Но внешне-то он не изменился, хотя он убеждён, что он и есть знаменитый певец. Почему? Потому что первичное сознание, ещё раз говорю, оно не обладает выраженным интеллектом, но оно может пользоваться базой данных, то есть тем опытом, который откладывается или же нарабатывается с помощью вторичного сознания. Здесь тоже это интересный момент. Или то, что мы называем задней сущностью. Это не что иное, как банк хранения. Это там, где хранится память. И мозг здесь к этому отношения, к сожалению или к счастью, не имеет. Что такое магия? Магия, она как раз выполняется. Я раскрою секрет. Когда происходит развитие человека на уровне первичного сознания, вот это вот первичное «Я» развивается и изучается сама система, то человек может действительно постичь различные магические приёмы. То есть экстрасенсорика, то, что мы называем и всё остальное, это как раз происходит из-за активности первичного сознания. Оно способно очень активно работать даже на уровне шестого измерения, то есть преобразовывать различные проявления. Планы системы — видеть, слышать и тому подобное. А вот вторичное сознание ограничено, конечно. Оно может удивляться, создавать огромные эмоции, всплески волну пускать, которые захлёстывают первичное сознание, и это отражается на нашем теле. Да, я полагаю, что многим это будет действительно в помощь. Ведь феномен гипноза до сих пор считается неразгаданной тайной для исследователей. Ну а теперь уже просто понятна сама суть этого явления и вообще губительность его воздействия на человека как на Личность. Ведь сегодня очень многим известно, что гипноз используется в медицинских целях. Ну, возможно, в крайне тяжёлых каких-то терапевтических случаях это может быть и оправдано. Но в целом, вот при том перечне, где именно сейчас используют гипносугестивную психотерапию и кто именно это делает, ну тут уже, конечно, возникает вопрос, а что важнее для человека — его тело или Личность? Ведь, по сути, зачастую же люди обращаются к различным гипнотизёрам тогда, когда им просто самим лень изменить себя, просто потрудиться над здоровьем своего тела и поработать над его вредными привычками. Но вот им хочется магии. Но чем они потом за это заплатят, конечно, об этом из них никто не задумывается. И вот не случайно же даже в былые времена о гипнозе писали как о явлении, разрушающем дух человека, что это сознательное служение злу. И ранее, кстати, вот ещё тоже в прошлые века, его называли «животным магнетизмом». И в том же христианстве его относили к виду колдовства и приравнивали к чёрной магии. Но теперь, вот после таких детальнейших разъяснений, я полагаю, что людям станет более понятно, почему всё-таки нельзя использовать магию. Ну естественно, что нельзя использовать магические приёмы. Стремиться и желать магии нельзя, потому что человеке может желать магии только сознание. Если ты мечтаешь о власти, если ты мечтаешь о магии, особенно о тайной власти, если ты стремишься развить в себе какие-то сверхспособности, ты этим занимаешься, ты живёшь сознанием, то есть ошибочно прожигаешь своё время. Да, люди развивают в себе эти способности, но что в конечном счёте? Это смерть, это состояние субличности, вековые мучения. А смысл от этих действий, от этих способностей? А в чём смысл? Ведь опять-таки существуют определённые техники, довольно часто люди сталкиваются с явлением перерождения Души. Когда ребёнок с ни с того ни с сего начинает рассказывать, что он жил тогда-то, там-то и тому подобное, и при проверке ребёнок рассказывает, что это действительно так. Узнаёт своих родственников, рассказывает причину своей смерти. Это как раз и есть активная субличность, которая подавляет Личность и начинает проживать вместо неё жизнь. То есть это однозначно даже новая Личность, она обречённая на реинкарнацию, на состояние субличности. Это часто бывает, к сожалению. Но это обусловлено теми или иными ситуациями, преждевременной смертью или опять-таки магией. Человек занимался магией, он являлся сильным магом. Да, он может при перерождении подавить сознание первично новой Личностью, в конечном счёте быть временно хозяином, на уровне, подчёркиваю, своего первичного сознания, подавив первичное сознание и подавив активность новой Личности. Ну и смысл. И Личность, и сознание пойдут на реинкарнацию вместе с ним. Опять-таки всё станет субличностью. Но эти способности долго не держатся на самом деле. Но проживёт он неполноценную жизнь, потому что на уровне первичного сознания прожить полноценную жизнь невозможно. Это как иллюзия. Всё иллюзия. А вообще жизнь сравнима с супермаркетом, где обязательно касса на выходе, чем заплатишь. И она очень короткая, потому что время — это иллюзия, к которой нам навязывает сознание. Оно ведь рассказывает, что очень много времени, что оно очень длительное. Ну посмотри назад, где было вчера, и оно уже никогда не вернётся. Время летит очень быстро и безвозвратно. Если ты не стремился к жизни сейчас, ты не будешь стремиться и завтра. В этом смысле. А послезавтра для тебя просто нет. В этом и беда. Ну каждый выбирает то, что ему нравится и хочется, и к чему он стремится. И в этом как раз и заключается высшая свобода человека. Это то право, которым он наделёт, правом выбора. Это, по-моему, самое справедливое, что может быть. Даже право на совершение ошибок, право на смерть, право на жизнь. Человеку это дано. Да, просто глупость какая-то человеческая. Гордыня и незнание, они, получается, приводят к тому, что люди творят беду, и этим активно пользуется система в своих целях. Ну вот даже если взять те же магические явления, понятно, что раз существуют магические явления, в принципе, то для чего-то это нужно глобально в формате выживания цивилизации в целом. Ну вот мы уже говорили, например, о тех истинных святых. Есть и, скажем так, те, кто служат Миру Духовному, имеешь в виду. Это те, кого называли истинно святыми, которые могли в некотором роде влиять на определённые события, служа в первую очередь Миру Духовному. Ну есть такое, конечно, есть, бесспорно, но вопрос в том, что такие люди, они служат Миру Духовному, исключительно в интересах Аполлова, но не в интересах отдельных индивидуумов, и тем более не в своих личных интересах. То есть не в земных, не в корыстных интересах. не в интересах, да, а в земных интересах своего сознания. Но они могут быть корыстными в смысле их желания и деяния. Ибо они обусловлены, опять-таки, действиями Ангелов в сиём мире, которые заключены в телеса. Они лишь временно здесь. Да, и это действительно значительно отличается от тех, кого во все времена называли лжепророками, кто просто прикрываясь духовным, на самом деле, исходя из своих корыстных побуждений, служил сознанию. А вот заметьте, опять-таки мы касаемся вот этих лжепророков, ну лжеучителей, скажем так. Первое, что они обещают людям, это отменное физическое здоровье, что ты не будешь болеть, ты обретёшь силу. И ещё вот такой термин «духовно сильные». Понимаешь, что сильные люди, духовно сильные, везде упор на силу. Да, желание чем-то обладать. Обладать, обладать некой властью и стремление к доминированию. Да, система обещает многое, даёт незначительное, а забирает большее. То есть она даёт человеку иллюзию того, что… Иллюзию силы. Но когда человек приобретает настоящую силу, духовную силу, и когда в действительности вчера бывший обычный человек на сегодняшний день может многое, то, что ни один мах никогда не получит, у него есть хоть маленькое желание использовать эту силу для себя или вот для земного. Нет. Для духовного — это жизнь, ну а для земного — это яд. Конечно. А кому же хочется вкусить яду, будучи живым? Ну а в этом и смысл. Ну вот система же подменяет это всё. Она же опять-таки отзеркаливает, обещая волшебство, какие-то сверхспособности, а на самом деле создавая иллюзии. И человек тратит время для того, чтобы обрести очередную иллюзию. А что он получит взамен? Иллюзию. Ну да, и вот так задуматься, на что люди растрачивают свою жизнь. Тратят время, чтобы прочитать чужую мысль. Да, а зачем? И что ты с этим будешь делать, да? Со своими разберись. Ведь ты же слышишь, чужие мысли постоянно с утра до вечера сознание тебе рассказывают. Они не твои. Если сомневаешься в этом, хорошо, проверь, останови мысль. Или измени её в нужное тебе направление. И опять-таки, а в нужное направление кому? Тебе или как Личности? Или твоему сознанию, тому, кто манипулирует тобой? Да, тут не хочешь слышать от своего сознания мысли. Ведь брак, он живёт же внутри каждого. И это его сознание. Тот, кто видит врага во внешнем, тот не видит его внутри себя. И если ты выбираешь, если ты принимаешь его установки… Если ты вкладываешь силу своего внимания в реализацию тех мыслей, желаний и стремлений, которые навязывает тебе сознание, ну это уже твой выбор. Ну да. И почему системе и выгодно, чтобы человек и не знал о подлинной сути сознания, о его связи с системой? Потому что тогда человек… Уходит из-под властью. Ведь кому нравится из людей, чтобы им управляли и помогали? Никому. Заметьте, люди очень любят учить. В основном любят учить те, кто не знает, чему он учит, кто не обладает личным опытом. И они тогда ссылаются на всё, что угодно, пытаются доказать другим, что это их опыт и тому подобное, хотя сами его не понимают. Даже то, о чём они говорят, они сами не знают, но в то же время требуют от других, чтобы было так. Такие люди, в ком ещё доминирует сознание, они сразу видны. Один даже из признаков работы системы в их головах — это шаблон утаивания Источника, то есть то, откуда они черпали эти Знания. А также это от себячина при передаче Знаний, их искажение. Опять-таки люди всегда стремятся выдать, скажем, как своё, для того, чтобы произвести впечатление на тех, кто их слушает и тому подобное. А здесь банальный эгоизм стоит. Жажда манипуляции, жажда власти — всё это системы. Это люди, которые отумагны. Ну да, и мотивирует это тем, что люди якобы не готовы услышать за Источник. Ведь система запирает Знания, перекрывая их моментом, что «расскажу вот об этом чуть позже, может быть». Сознание, мы уже обсуждали, оно всегда противостоит всему Духовному. И в данном случае человек, который и передаёт вроде бы Знания, и говорит о них, но он говорит через сознание. Естественно, что он попадается. То есть это говорит о том, что человек не имеет настоящего духовного опыта. Он желает, чтобы этот опыт был, но ещё больше он желает, чтобы другие считали, что он обладает этим опытом. Опять-таки, это происходит до тех пор, пока человек внутренне раскрылся. В большинстве люди выбирают лжепророков. Почему? Их установки проще и приятнее для сознания. То есть как раз сознание их не отторгает. Не надо ничего менять в себе, да, говорят они? Совершенно правильно. То есть и опять-таки они рассказывают о приобретении, то, что ты приобретёшь. А здесь уже это всё граничит всегда с магией. Что они обещают людям? Что ты получишь то, ты получишь это и тому подобное. Ну да, они говорят, иди за мной и слушай, что я говорю, и тебе будет дано, ты приобретёшь в трёхмерности или в теле. Но они же говорят установки сознания. А вот кто-нибудь из истинных пророков, кто приходил, да, там пророки, ну и другие носители, они всегда выступают от того, кто их послал и кто наделил. Да, и их жизнь, жизнь настоящих пророков, но она же сама по себе является примером. Совершенно правильно. Но их жизнь для сознания непонятна. Поэтому люди, которые живут больше и верят больше в сознание, а вера — это опять-таки что? Кому принадлежит вера? Сознание. Только личный опыт, духовный опыт, знание, конечно, он даёт истинную свободу. А жизнь, она начинается сразу и мгновенно. Если ты это чувствуешь, если ты к этому стремишься, то просто отметаешь ненужное. Это вот, как скульптор один говорил, когда у него спросили, как вы смогли сделать такую красивую статую из этого камня. Она говорит, «Сюда там было, я просто убрал лишнее». А так и здесь. Человек просто убирает себе лишнее и оставляет ангел. Это просто. А вот когда в дело вмешиваются проводники от системы, активные, то есть люди, которые не стремятся к духовному развитию, а стремятся эксплуатировать знания о пути в свои выгоды, знания о пути. Ну, в принципе, они всегда были. Почему? И создавались различные направления в религиях и везде и тому подобное. И они всегда стремятся к захвату власти. У них всегда внутренняя ненависть и масса-масса желаний. Да, и такой человек, живущий сознанием, он просто копирует образ, уподобляется, но сам не живёт внутри себя знаниями. Почему он уподобляется? Он уподобляется опять-таки тому, что увидит трёхмерность, ведь он не чувствует и не понимает, что за трёхмерностью находится. Но зато активно рассказывает, эксплуатирует других. Эгоизм, гордыня, удобство, желание чего-то достичь, постичь и эксплуатировать потом эти знания в угоду себе прежде всего. А на самом деле что происходит? Система навязывает, и они, как рабы, послушно выполняют то, что им приказывает их сознание. И вот когда появляется такой вот лидер, он всегда в угоду себе выстраивает. Какие-то свои империи в перекор всему и тому подобное идёт. И самое интересное, что люди, когда слушают таких лидеров, то понимают же, что что-то здесь не так, но молчат, потому что видят, что и другие молчат. А почему так происходит? Ну потому что системе это удобно и угодно. Потому что такие представители от системы, они всегда делают всё возможное, чтобы как можно больше людей отвести от пути духовного. Хотя они рассказывают о духовном пути, говорят, ты будешь обладать силой, ты будешь там то, ты будешь служить. А на самом деле, ну вы же прекрасно это знаете и понимаете, если человек гонится за экстрасенсорикой, а это ничто иное, как магия, то путь у него один, субличность. Потому что хочет он или не хочет, он будет использовать эти силы или же для себя, или же для своего лидера, то есть в интересах кого человека смертно, или же части системы. А когда человек служит сатане, то в районе делать нечего. На кого, говорит, работаешь, с тем и останешься. А люди, которые становятся на путь истинного служения? А люди, которые становятся даже на путь служения, истинного служения, ведь они никогда для себя ничего не сделают. Для себя что они? А что они для себя могут? Зачем им что-то нужно? Ну если им нужен хлеб, они пойдут заработать себе этот хлеб. Нужна одежда, они заработают эту одежду. В трёхмерности наше тело это та же машина, которая должна работать и сама себя обслуживать. Ну не просто отбывают здесь, скажем так, положенное с пользой для Мира Духовного. Но они всегда делают всё только для Мира Духовного, а не для себя лично. А для себя лично в трёхмерности они как обычные люди и работают, и зарабатывают. Они не стремятся к лишнему, какие-то излишества. Оно, вот сами знаете, да, то есть вот, скажем, совсем недавно хотелось многого. А потом оно просто теряет смысл. Вот в действительности оно теряет смысл. Ну да, меняется уклад жизни, меняется и то, что раньше ценилось. Вот ты искал какой-то смысл в каких-то внешних обстоятельствах, но сейчас ты понимаешь, насколько твоя жизнь тогда была просто пустым существованием в лабиринте системы. Конечно. А когда пошла практика, началась ответственная внутренняя работа над собой, когда соприкоснулась с Миром Духовным, который открыл настоящее, вот это восприятие глубинными чувствами. Жизнь в полноте Любви Духовной. И когда действительно… Когда жизнь стала Жизнью, то всё мёртвое и временное становится неинтересным и бессмысленным. Но чтобы это понять, людям прежде всего нужно стремление к этому, настоящее стремление. Да, настоящее стремление и настоящий выбор. Ведь стало понятно, главное, что Бог — это и есть настоящая реальность, и Мир Любви Его, Он безграничен. Да. Есть один простой пример. Для людей, которые занимаются служением, скажем так, под вывеской «нечто Божественное», на самом деле служат дьяволы, они служат своим желаниям, своему сознанию. И они служат людям, многим, которые считают авторитетами. То есть для них существуют авторитеты, чьё слово сказало, тому подобное. А люди духовно свободные, которые обретают Жизнь, для них есть только один авторитет — Мир Духовный, Бог. А всё остальное — оно просто не существует. Или временно. А всё, что временно, то временно. Всё проходит, кроме Мира Духовного. Бог вечен. Мир Духовный, он всегда истинный. Он не может быть другим. Всё, что идёт с Мира Духовного, оно всегда истинно. Это однозначно. Но эта Истина в трёхмерности, а трёхмерность — это мир заблуждений, оно всегда за счёт отражений, за счёт зеркальности искажается. Да, за счёт иллюзий, так сказать, вот этой кривизны сознания с поправкой на систему. И вот наглядный пример. Вот мы уже говорили об этом, что любой человек, служащий своему сознанию, он берёт Знания об истинном пути, он говорит о них, но всего лишь на усмотрение сознание расставляет в своём порядке запятые. И вот слушащие его возгораются, потому что они чувствуют, что Знание-то есть, но только потом идут не в ту сторону, даже не подозревая об этом. И, в общем-то, изучая систему, просто поражаешься, как система переиначивает, как она подменяет, как она навязывает человеку в агрессивной форме отстаивать какие-то шаблонные заморочки от сознания. Можно сказать, такое мистическое, атеистическое мировосприятие самой системы. Это показательный момент, как работает система. То есть дьявол от своего адепта всегда требует наказать инакомыслящего, оскорбить, обозвать, убить его, убрать. И всегда подталкивает людей наказать за несправедливость. А человек духовно свободный, когда видит, что заблуждается другой человек, он может сожреть внутри, а не выбранным… Сочувствовать, да, сожреть о неверном выбранном им пути. И всё. Зачем наказывать того, кто наказал себя, гораздо страшнее, чем ты можешь его наказать? Ведь что может быть страшнее, чем состояние субличности? Что может быть более мучительнее? В этом мире, как бы человека ни мучили, всё равно это пройдёт. Ну год, два, пять, ну сколько ты его ни мучил, ну пройдёт это всё. Всё заканчивается. А века мучений — это посерьёзнее. Поэтому, конечно, жалко. Жалко утраченные возможности, упущенные шансы. Ну это же выбор, это справедливо. Зато человек сам выбирает, кого слушать, что делать, как поступать. Он там внутри понимает и знает, что это неправильно. Вот чем вопрос. Разве Личность не видит, что перед ней артист? Видит. Разве она не чувствует, что, прикрываясь истинными словами, её пробущают? Чувствуют. Да, и тут человеку следует задаться вопросом, а для кого я реализую вот эту программу и зачем я это делаю? Ну если же я сам создаю себе проблему? Ну это же просто желание от сознания, это жажда власти, жажда быть как все, опять-таки доминировать над кем-то, что-то значить в этом мире. Заметьте, в этом мире что-то значит. Опять мы возвращаемся к человеку, который обрёл, скажем, духовную свободу. У него есть желание значить чего-то в этом мире? Вот как раз-таки наоборот. Вот лучше быть невидимым для системы, а быть видимым с духовной стороны, для духовного мира. Правильно. Ну то есть только по службе. Ну да. Личность, она чувствует, как поступить правильно. Ну а система логически обосновывает, почему это неверно. Система лжец. И только внутри себя ты можешь отличить правду от лжи, только на уровне глубинного, чувственного восприятия. Представь, дорожка в три шага и дверь в рай. Но эта дорожка покрыта колючками. Тебе надо пройти ногами земными. Но тебе хватит сил, чтобы сделать три шага. А дальше тебе ноги не нужны. Но человек, жалея ноги, тратит всю свою жизнь, чтобы не делать эти три шага, а обойти через дальние-дальние горы и попытаться зайти с другой стороны. Ну деда в том, что тот путь такой длинный, что и четверти не пройдёшь за жизнь. Ну почему? Жалеем ноги. Они же земные, они же вроде как твои. Пока человек их воспринимает как свои ноги, он их и будет жалеть. А когда человек понимает, что это как колёса в автомобиле, рано или поздно они износятся. Он всегда сделает эти три шага. А когда он чувствует Мир Духовный, его обмануть невозможно. Тогда никакой лжице ему сказки не расскажет. Ну и даже если расскажет, то он в их не поверит. Правильно? Вот и я об этом. Игорь Михайлович, вот ещё хотелось бы раскрыть такой вопрос. Есть ли разница между интуитивным восприятием мира и глубинными чувствами? Под интуитивным восприятием здесь имеется в виду вот то, что люди говорят, подсознательное. Вопрос интересный. Почему? Потому что люди часто путают. Разница огромная. Интуитивное восприятие мира, оно, как правило, происходит на уровне первичного сознания. И чаще это происходит действительно со сдвигом во времени, может происходить с большим пониманием. Но это подсказки от системы. А когда человек воспринимает с позиции Личности, то есть глубинными чувствами, он воспринимает целостную картину. Он не воспринимает её фрагментарно, вот как на уровне интуитивного восприятия. То есть человек идёт, и он понимает, что сейчас за тем углом он встретит человека, которого давно не видел. И это действительно происходит. Многие сталкиваются с этим явлением. И пояснить его тяжело, кроме как с помощью какой-то интуиции, какой-то магии или предсказания, или ещё что-то. Но это и есть магия, в действительности происходящая от системы. То есть система иногда подбрасывает человеку вот такие вот, скажем, магические проявления для того, чтобы человек задумывался над тем, что он обладает некой магической силой и тратил свою жизненную силу на то, чтобы развивать в себе эти способности, или, проще говоря, на то, чтобы копать в себе поглубже могилу. А когда человек находится на связи с Миром Духовным, через глубинные чувства, и он осознаёт себя как Личность, свободную от сознания, и в этот момент приходит к нему понимание, что сейчас за углом он встретит человека, ну, во-первых, он прекрасно будет понимать целостно, что за человек, зачем и почему система его послала. Вот многие могут парировать, что, зачем, как бы это более расширенное такое восприятие, и почему именно система, а почему не может, к примеру, Мир Духовный его послать. Ну, здесь отвечу тоже искателям ответов с помощью сознания на этот вопрос таким образом, что если два человека с развитой Личностью, с зрелой Личностью, постоянно находящихся с помощью глубинных чувств, говоря человеческим языком, в контакте с Миром Духовным, они об этом будут знать давным-давно. Это уже не будет новостью, что там за углом мы встретимся, потому что они так контактируют с друг другом. Это вот в этом мире всё разделено. Ещё раз повторюсь. И здесь случайная встреча, о которой тебе подсказало якобы твоё подсознание, опять в кавычках твоё подсознание, что ты там встретишься. Оно выглядит магически. А с позиции как раз вот Личность развитая. А развитая Личность — это та, которая находится в постоянном контакте с Миром Духовным. То есть когда человек уже живёт, когда ещё при жизни тела, находясь в теле, он уже является существом бессмертным. Или тем, как вот в религии называют ангелы, ну по-разному в разных религиях. Нам ближе это понимание, в современном мире это понимание, что такое ангел. Когда человек уже является ангелом, находясь в этом мире, ему не надо использовать магию для того, чтобы знать, где находится другой ангел. Я думаю, так будет более понятно. Потому что здесь всё разделено, а там всё соединено. А вот есть люди, у которых есть спонтанные, экстрасенсорные способности. Но зачастую у них нет знания и понимания, куда они в реальности тратят свои силы, во что вкладывают своё внимание. Потому что сознание им, как правило, сужает точку восприятия до зоны какого-то их Личностного, локального конфликта в трёхмерности. Опять-таки затрагивая магию, или то, что называют экстрасенсорикой, ну как бы мы это ни называли, это магия, она и есть магия. Это использование сил духовных для влияния на материальный мир. Бывают действительно люди, у которых происходит спонтанное открытие. И люди зачастую начинают ими просто пользоваться. Некоторые даже ничего себе не хотят, они как бы помогают людям. Но использование в мире материальном не на службу Миру Духовному, а магических сил, заканчивается всегда одинаково. Это нужно знать и нужно понимать. Ведь любой человек, у которого даже этот дар, а много людей, которые проходили через это, мы знаем и по истории, они не использовали эти силы. Обладая ими, они ими не пользовались, понимая, к чему это ведёт. Это вмешательство в трёхмерность. А многие жаждут, а система навсегда подталкивает людей на путь магии. Опять-таки тайновластия, силов, ну и всё остальное. А все эти желания земные, люди, которых подталкивает сама система обладать магией, служат своему сознанию, это как раз и есть путь лжи. Ведь любое проявление магии в трёхмерности — это не что иное, как интенсивное, навязчивое проявление людей. Ну да. Магия — это как ловушка для внимания, ну как мышеловка с бесплатным сыром. Совершенно верно. Почему система это всё открывает и почему она это всё позволяет? Лишь для того, чтобы вызвать в тебе эмоции. Любую эмоцию, гордыню или злость на того человека, который тебя сейчас обсуждает и тому подобное. Но когда ты этому не поддаёшься, всё это проходит мимо, и ты прекрасно понимаешь, что это всё лишь сознание. А когда это понимаешь, знаешь, что не хочется этому уделять и внимания. Да, провокации сознания начинаются в основном с желания, причём порождённого эмоциональным всплеском, как правило, на почве гордыни. Вот только тебе стоит за что-то зацепиться своим вниманием, а значит выбрать точку приложения действия. Когда ты готова открыться для сознания, для системы, система тебя атакует. Другого не может быть. Она всегда оказывает определённое давление. Как только ты прослабил, вот там, где прослабил, туда и вдавилось. Сознание, являющееся частью целой системы, оно начинает как раз в тебе в унисон ударить, то есть вызывать в тебя ответную эмоциональную реакцию, чтобы ты переложил силу внимания и потратил её как раз на пустое и временно. Таким образом ты и покидаешь тропу, ведущую в Мир Духовный. Вот почему всё-таки каждый раз находятся люди, которые так стремятся обладать магией? Вот несмотря даже на то, что в людском обществе из поколения в поколение так или иначе через ту или иную религию передаются вот эти сведения об опасности, о губительности магии. Конечно, видно, как система старается затереть во времени исконные Знания, и люди уже в большинстве своём не понимают, почему этого делать нельзя. Но в целом хотя бы помнят, помнят предупреждение своих дедов и отцов. Жажда людей к магии, она глубоко лежит в сознании, в самой системе. Система всегда стремится познать больше, чем обладает. Поэтому один из этапов я бы назвал это не этапом, а даже стражем, через который проходят люди — не все, но в большинстве своём, на пути духовном, это как раз вот эти паранормальные способности, которые человек неожиданно начинает у себя замечать. Что многие делают? Начинают ими пользоваться, увлекаться. И что происходит? Вместо того, чтобы сделать три шага к двери открытой Миры Духовной, они уходят далеко-далеко в противоположную сторону. Да, и когда ты имеешь вот этот Личный опыт, ну я бы сказала, даже не самый приятный опыт столкновения с этим стражем, то ты понимаешь всё то, что вы сейчас говорите, вот насколько это весомо, насколько это значимо и правдиво. и что в этом кроется гораздо больше, чем слышишь. Этот страж, вот этот первичный этап прохождения через это явление, начало спонтанного проявления магических способностей, он не просто чувствуется. Это когда идёшь, видишь и понимаешь, чего вокруг ходят люди, о чём они говорят и о чём они тут же думают, вот эту всю грязь и абсурдность этого. И ты видишь, что они сделают в следующий момент. Чувствуется, что навязывает это им сознание и что в это время происходит с их Личностью. Ведь Личность этих людей, она же как младенец, зажатый в угол, которому просто крутят кино, а он верит в эту ложь системы. Это дискомфортно, это неприятно. И первое, что чувствуешь в себе, когда открываются вот эти способности, это отторжение и нежелание вообще слушать сознание. Потому что ты понимаешь, что это какая-то иллюзия и бред, который навязывается просто шаблонно для манипуляции. И ты понимаешь, что когда многие люди жаждут магии, то на самом деле они совсем не понимают, чего жаждут, на что они подписываются и какой страшный приговор они сами себе выносят. Это неприятно, это грязь, которой лучше бы и не видеть, и не знать такого опыта. Потому что если ты на этом сосредотачиваешь своё внимание, то тут сразу чувствуется, как начинает увеличиваться на тебя давление от системы. И система тут же начинает тебя нагружать. Это как давящая информационная масса, перегруженная вот как… Но она перегружена пустотой. И это состояние какое-то невыносимое, оно как неприятно жжётся. Это можно сравнить с пылевой бурей. Кто бывал в пустынях во время пылевой бури, тот это поймёт. Вот аналогично оно происходит, вот по ассоциации, когда и дышать невозможно, и сжжётся, и неприятно, и вообще хочется куда-то спрятаться. Вот люди проходят через вот эти вот состояния, и что хорошего в этих способностях на самом деле? Ничего. Это просто чувствуется, как мёртвое, и смертью попахивает. Совершенно верно. Но опять-таки, если мы глянем глубину этого вопроса, то понятно, что некоторые люди, находясь на служении, они обладают определёнными силами, которые им позволяют это вмешательство. Но разве они свершают эти дела? Нет. Духом Святым творят. Хотя многие экстрасенсы не говорят, что они по воле Божией, Духом Святым, но на самом деле как раз с точностью наоборот. То есть они зеркалят эти силы, они используют их в мёртвое и в нуждах элементарных. Но может ли человек духовно свободный использовать в своих интересах или в интересах какого-то другого человека эти силы? Не может. Как раз представители Мира Духовного могут вмешиваться, но они вмешиваются не по своей воле. Это как раз и есть воля того, кто через них реализовывает. Человек духовно свободный никогда не будет реализовывать эти силы лично для себя или для какого-то человека, или для своей организации, или ещё для чего-то. Нет. Это может касаться только Мира Духовного, его интересов в этом миру всего лишь навсего. Здесь есть очень тонкая грань. Сознание будет людям рассказывать, что ты ж не для себя там пытаешься освоить экстрасенсорные способности или использовать эти способности, а ты ж для Мира Духовного стараешься и тому подобное. А что тебе предлагается сделать? А ведь всегда предлагается воздействовать на конкретного человека, воздействовать на какую-то конкретную ситуацию. С какой целью? Что улучшить? И всегда всё сводится в точку материальную. А всё, что сводится в материальную точку, на интересы какой бы то ни было Личности, на себя ли, на своего учителя авторитетного, или на организацию какую-то, или ещё на что-то, это есть не что иное, как магия. А если эти силы используются теми, кто служит Миру Духовному, они используются только на глобальные цели, не больше. Но здесь нет интересов никаких лиц, никаких организаций или ещё чего-то. То есть разница огромнейшая. Это когда касается интересов Мира Духовного. Это крайне редкие явления, но они бывают. Многие люди не понимают даже, что такое глобальные цели. Для многих максимум — это остановить войну в трёхмерности. И многие мечтают, точнее их сознание им создаёт образы себя как героя и подкидывает мысли, что вот если бы я обладал такой магической силой, вот я бы это сделал. Но опять-таки это же шаблонное мышление, которое человек просто скопировал из фильмотеки социума, из телевидения, подчеркнул и средств массовой информации. Для того чтобы остановить войну, можно использовать инструменты трёхмерности, просто-напросто. Для того чтобы повлиять, скажем, на выбор других людей в том или ином вопросе, силы не используются. Есть свобода выбора, в том числе, что касается войн или ещё чего-то. Есть язык — вот и разговаривайте, общайтесь. Всё просто. Не боги войны начинают люди. Люди должны их заканчивать. А когда вопрос стоит гораздо глобальнее, ну вопросы, которые касаются выживания всего человечества, вот здесь и могут быть неопределённые вмешательства, извне, скажем так, от Мира Духовного. Но это касается только всего человечества в целом и его дальнейшего существования. Но ни в коем случае не уменьшим вопросом. Хотя сознание здесь может рассказывать. Ты же вот сидишь в медитации и пытаешься воздействовать на весь мир, чтобы они стали лучше. Стань сам лучше, сам свободнее. Потому что начинать нужно прежде всего с себя. Вот когда сам станешь таким, каким ты хочешь, чтобы были все остальные люди, вот тогда и будешь учить их этому. Да, нужно трудиться над собой. Конечно, над собой. Над соседом бессмысленно, толку не будет. Сосед может и освободиться, но тебе же от этого легче не будет. Да, мы считаем в своей трёхмерной жизни важным всё, что угодно. Какие-то достижения, какие-то стремления. Но всё в трёхмерности. Вот просто размениваемся на иллюзии, на тленные. Но разве для нас это важно? Нет. Это важно для сознания. Но сознание же — это не мы. Нам только кажется, что сознание — это мы. И в этом суть. В этом и есть магия от сознания, когда сознание подменяет понимание в основе. Но это как в гипнозе. Тут ты обычный человек, а тут ты уже знаменитый певец. То есть магия от сознания — это нереализованное в трёхмерности желание от гордыни. Это жажда значимости. Достижение величия в трёхмерности — это просто желание сознания. А где ты как человек? Ведь всякая Личность велика изначально, потому что она потенциально живая. Да. Поэтому знания, они всегда просты. Настоящие, чистые, не всегда просты. Они доступные, они открытые. Но сознание плохо их воспринимает. Почему? Потому что они пугают. И вот сознание начинает делать всё, чтобы человек их забыл. Мы не раз тоже об этом говорили. Получив определённый духовный опыт, день-два и человек забывает то, что он понял, почему это происходит. Сознание как страж. Оно делает всё для того, чтобы сохранить свою власть над Личностью. В этом смысл. И всегда дробит, усложняет. Да, сознание очень сильно затирает истинные духовные знания. Ведь на самом деле они обличают систему в тебе самом. Они просто срывают маску, обнажают её истинную суть. Конечно, для самой системы это невыгодно — утратить контроль над теми людьми, кого она эксплуатировала долгие годы, кого она выращивала в тисках своих шаблонов, системных загонов для внимания, на крючках эмоциональных состояний и надумок от ума. Да, а духовные знания сознание тут же затирает. Не помнит, если ему, конечно, настоятельно не напомнить об этом. Да, зато какую-то ерунду, какой-нибудь отрывок из фильма, который ты смотрел десять лет назад, или сюжет из мыльного сериала, когда много часов ты бессмысленно сидел перед телевизором впустую, вот просто болтаясь на крючке системных интриг. Вот тут, пожалуйста. Артисты тут же воспроизведут в твоей голове во всех ярких красках эмоций и интимных подробностей. А почему? Системе это выгодно — держать себя на привязи образов трёхмерности, принуждая тебя вкладывать силу своего внимания в её подпитку. И главное, ты же сам это выбрал. Да, и это интересное сравнение. Потому что люди смотрят сериалы от системы многими часами, а иногда даже годами. Вот они часами говорят о пустяках по телефону, тратят много времени на выяснение отношений, кто над кем доминирует, разговаривают днями, разговаривают в мыслях с другими людьми, что-то им доказывая. То есть это сколько времени они тратят на то, чтобы стать мёртвым. А сколько времени они затрачивают на то, чтобы стать Живым? Интересно, что эта уникальная передача длится уже не один час, но до конца её досмотрят только те люди, кто действительно непоколебим в своём решении стать Живым. И такие люди не просто досмотрят её до конца, но они будут к ней возвращаться неоднократно. И с каждым новым витком они на практике будут расти в своей внутренней осознанности, восприятии глубинными чувствами. И их Дух будет укрепляться и становиться сильнее. Совершенно верно. Вот человек идёт по духовному пути развития, вроде бы что-то понимает, уже чувствует всё, у него есть какая-то определённая перспектива, он её чувствует, он начинает чувствовать вот эту степень свободы. И в один прекрасный момент, на что-то отвлёкся, и здесь сознание всё перестраивает, всё перестраивает по-своему. И человек вместо того, чтобы строить своё будущее в Мире Духовном, Бескрайнем, он начинает строить временные замки, территорию для своего комфорта, он начинает строить то, где он может проявить свою власть. А зачем? Простой вопрос. Сознание так хочет. Человек в это время даже не задумывается, чем он за это заплатит. Он наслаждается и живёт сейчас, но живёт иллюзиями. В этом тоже есть смысл. Страж, он а то и страж, что пропускать достойно. Но опять-таки мы приходим к чину, к выбору людей. Люди сами захотели усложнить существование. Ну вот и усложнили. И усложнили его настолько, что теперь крайне тяжело вырваться из оков своего же сознания. Ну, с другой стороны, чем сложнее был бой, тем достойнее победа. Тоже правильно. А что такое магия? Это использование своего шанса обрести Жизнь Вечную, стать частью Мира Духовного. Вот эту силу ты используешь на временное, пустое и ненужное. Магия используется людьми в повседневной жизни очень часто, и люди этого не замечают. Когда человек проклинает кого-то, когда он его ненавидит и желает зла — это уже часть магии. Это надо знать и понимать. Когда человек приходит для общения с Богом в храм какой-то, а просит о здоровье своего тела или родных и близких, или людей — это тоже магия. Когда человек просит богатства для разрешения какой-то проблемы в материальном мире — это тоже магия. Всё, что касается исполнения трёхмерности каких-то человеческих желаний, опять-таки касающихся всего материального — это всё есть магия. Человек тратит те жизненные силы, которые должны направляться на чувственное восприятие, на контакт с Миром Духовным. Человек тратит на материальные блага, на исполнение собственных желаний. Сознание — это хороший инструмент, нужный инструмент, но инструмент, скажем так, со своим нравом. Приведу простой пример. В Индии используют слонов. По фильмам многие знают, как они дрёвна тягают на своих дневных и тому подобное. Но надо понимать, что слон самоидентифицирует себя, у него хорошо развито сознание. Хорошо развита память. И он в любой момент, как и медведь, может стать агрессивным или напасен. А хотя вот с детства воспитывался как, как, хороший, послушный. Так же и сознание человеческое, оно как тот слон или тот медведь. С одной стороны, послушный выполняет, он всегда может напасть. Кто-то это может понимать, это знает. И, скажем, есть такое выражение — держать натянутым поводом. Сам процесс желания, он уже есть нечем. Он никак в обычственном действии. Особенно, когда люди уже представляют готовый результат, ну, допустим, той же завтрашней встречи. То есть игры сознания. Люди не понимают, что в этот момент твоё сознание контактирует с его сознанием, хотя человек этого и не замечает. И ваше сознание уже принимает определённое решение. Решение принимает, как правило, то, которое необходимо системе. Но результат всегда предопределён. Но когда ты не проигрывал сценарием, ты не занимался магией, ты свободен в данном случае. И здесь шансов выиграть спорт намного больше. И это не так. Это правда. Почему наша система не подготовлена к твоему действию? Сознание как страж. Оно делает всё для того, чтобы сохранить свою власть в Личности. В этом смысле. И всегда дробит, усложняет. Как только находит слабость в человеке, вот человек идет по духовному пути развития, начинает чувствовать вот эту степень свободы. И в один прекрасный момент, что-то отвлекся, и здесь сознание всё перестраивает. Всё перестраивает по-своему. И человек вместо того, чтобы строить своё будущее в мире духовном, бескрайнем, он начинает строить временные замки, территорию для своего комфорта. он начинает строить то, где может проявить свою власть. А зачем? Простой вопрос. Сознание так хочет. Человек в это время даже не задумывается, о чем он за это заплатит. Он наслаждается и живёт сейчас, он живёт и друзья. Сразу не спрашивает, что пропускает достойный. Сразу, не спрашивает, что пропускает достойный. Но опять-таки мы приходим к чиновникам, к выпору быть. Люди сами захотели усложнить существование, но это усложнило. С другой стороны, чем сложнее был бой, тем достойнее победа. С позиции Мира Духовного все люди объединены, они даже ближе, чем близкие родственники. Но с позиции сознания все люди разъединены, они враждебны друг другу, даже близкие родственники. Пока человек не избавит себя от диктатуры сознания, он не найдёт примирения и свободу внутри себя. Ибо всякий, кто разъединяет, — слуга дьявола. А дьявол — единственный враг человечества. Эта передача изменит будущее, ибо эту Истину ищут все. Кто попирает смерть ради жизни? Кто обличает ложь ради правды? Кто жаждет спасения в Духе? Кто ради Любви безбрежной стремится к Богу и безмерно любит Его? Духовная Воля меняет всё, какие бы планы ни строила система. Кто в Духе — тот с Духом. Кто с Духом — тот с Богом. Книга АллатРа дала мощный импульс, она дала движение. И многие люди в мире открыли для себя Знания, сокрытые в веках. И многие благодаря АллатРа стяжали Дух, втайне изучая путь, ведущий к Богу. Но страх и спор ещё царил в их головах. Страх и спор от ума, от лжи системы. Спасибо Игорю Михайловичу за эту реальную возможность соприкоснуться с Миром Духовным на практике, обличить в себе заведомо мёртвое, найти и развить себя в Вечно Живом. Ибо Знания, что даны сейчас, в этой Живой беседе, изменят мир. И это неизбежно. Эти Знания освободят очень многих атаков системы. И с многих спадут маски, спадут путы и кандалы их сознания. И многие обличат лик системы в своих умах. И негде будет спрятаться дьяволу в головах людей, ибо маска его сорвана, и он обличён. И всякий, познающий себя, может увидеть его мысли, его деяния в своей голове. И различить в себе временное от Вечного, смертное от Живого. И найти себя Настоящего, и обрести Вечное Счастье. Ибо Знания, которые сегодня даны, отделили чёрное от белого, и не будет больше серого. И многие познают Суть, и откроется им Истина, и понесут они это Слово. Ибо Дух Свободы в бесконечной Любви Божьей будет в них гораздо сильнее, чем раболепие перед сознанием слуг Сатаны. Хоть система и будет сопротивляться Истине через своих рабов, но это будет бессмысленно. Ибо человек будет уже знать, что всякий, хулящий на Истину, есть смертный раб Сатаны. Люди будут с каждым днём расти в понимании. И много людей восславятся в Духе Истины и будут углубляться в познании. И многие воссоединятся с Миром Духовным при жизни своей. И это изменит будущее. И планы системы рухнут. Ведь какие бы планы ни строила система, но люди своим выбором изменят всё. Ибо свободны и в Духе, свободны и в Слове, ибо Жизнь их в Боге, а не в рабстве Сатаны. То, что сказано, пойдёт по миру и изменит его. И к миллионам познавших суть присоединятся миллиарды ищущих. А поняв суть, люди обличат систему. Они поймут, что настоящий враг — это не другой человек. Настоящий враг — это система. Ибо дьявол разъединяет, а Дух объединяет. Это изменит понимание людей во всём мире. Это сделает мир людей открытым. Это объединит народы в одну большую семью и воцарит между ними свободу Духа. Это конец царствования дьявола над людьми и начало духовного будущего человечества. Это конец тьмы сознания. Люди объединятся во имя Духовной свободы, Любви и Истины. Это реально приведёт к миру во всём мире, как бы ни сопротивлялась система. И рассеется тьма, и воссияет знак на пике мира, знак, вернувший людям Истину, знак, рассеивающий тьму сознания, знак, олицетворяющий соединение человека с Богом. И люди узнают тогда, что враг человеческий побеждён. И Дух Единства Мира Духовного воцарится в каждом обрящем его. И обретут люди мир в себе, мир в Боге. И каждый станет свидетелем нового понимания. И это изменит всё. Многое человечеству предстоит ещё пережить. Но это уже не важно. Когда ты живёшь в Любви Божьей, иллюзия системы не имеет над тобой власти. Ибо Бог живёт в тебе.